Александр Дюма. Три мушкетера. Часть первая. Три дара господина Д'Артаньяна-отца. В первый понедельник апреля 1625 года все население городка Менго, где некогда родился автор романа о розе, и, казалось, взволнованным так, словно гугеноты собирались превратить его во вторую ларошель. Роман о розе. Знаменитая средневековая поэма. 13 век. Поэма, начата Гильомом де Лорисом, вторая часть создана Жаном Клопинелем, Менгским. Гугеноты. Сторонники кальвинистской протестантской религии во Франции. Во второй половине 16-го, начале 17-го века гугенотами были, главным образом, дворяне и часть феодальной знати, недовольные политикой централизации, которую проводила королевская власть. Ларошель — город на берегу Атлантического океана, оплот гугенотов, взятый после упорной осады кардиналом Ришелье в 1628 году. Некоторые из горожан при виде женщин, бегущих в сторону главной улицы, и, слыша крики детей, доносившиеся с порога домов, торопливо надевали доспехи, вооружались кто мушкетом, кто бердышом, чтобы придать себе более мужественный вид, и устремлялись к гостинице «Вольный мельник», перед которой собиралась густая и шумная толпа любопытных, увеличивающаяся с каждой минуты. В те времена такие волнения были явлением обычным, и редкий день тот или иной город не мог занести в свои летописи подобные события. Знатные господа сражались друг с другом. Король воевал с кардиналом, испанцы вели войну с королем. Но кроме этой борьбы, то глухой, то явной, то тайной, то открытой, были еще и нищие, и гугеноты, бродяги и слуги, воевавшие со всеми. Горожане вооружались против воров, против бродяг, против слуг, нередко против владетельных вельмож, время от времени против короля. Но против кардинала или испанцев? Никогда. Именно в силу этой закоренелой привычки, вышеупомянутый первый понедельник апреля 1625 года, горожане, услышав шум и не узрев ни желто-красных значков, ни ливрей, слуг, герцога Ришелье, устремились к гостинице, в вольный мельник. И только там для всех стала ясна причина суматохи. Молодой человек. Постараемся набросать его портрет. Представьте себя, Дон Кихота, в 18 лет. Дон Кихота, без доспехов, без лад и набедренников, в шерстяной куртке. Синий цвет, который приобрел оттенок средний между рыжим и небесно-голубым. Продлуговатое смуглое лицо, выдающиеся скулы, признак хитрости. Челюстные мышцы, чрезмерно развитые, неотъемлемый признак, по которому можно сразу определить гасконца, даже если на нем нет берета. А молодой человек был в берете, украшенном подобием пера. Взгляд открытый и умный, нос крючковатый, но тонко очерченный, рост слишком высокий для юноши и недостаточный для зрелого мужчины. Неопытный человек мог бы принять его запустившегося в путь фермерского сына. Если бы не длинная шпага, на кожаной портупее бившиеся о ноги своего владельца, когда он шел пешком, и ерошившие гриву его коня, когда он ехал верхом. Ибо у нашего молодого человека был конь, и даже столь замечательный, что был всеми замечен. Это был Деарнский Мерин, лет двенадцати, а то и четырнадцати от труду. Желтоватый рыжий масти, с облезлым хвостом и опухшими бабками. Конь этот, хоть и трусил, опустив морду ниже колен, что освобождало всадника от необходимости натягивать мундштук, все же способен был покрыть за день расстояние в восемь льи. Эти качества коня были, к несчастью, настолько заслонены его нескладным видом и странной окраской, что в те годы, когда все знали толк в лошадях, появление вышеупомянутого Беарнского Мерина в Менге, куда он вступил с четверть часа назад через ворота Божон-Си, произвело столь неблагоприятное впечатление, что набросило тень даже и на самого всадника. Сознание этого тем острее задевало молодого Д'Артаньяна, так звали этого нового Дон Кихота, восседавшего на новом Рассенанте, что он не пытался скрыть от себя, насколько он, каким бы хорошим наездником он ни был, должен выглядеть смешным на подобном коне. Недаром он оказался не в силах подавить тяжелый вздох, принимая этот дар от Д'Артаньяна отца. Он знал, что цена такому коню самое больше двадцать ливров. Зато нельзя отрицать, что бесценны были слова, сопутствовавшие этому дару. «Сын мой!» — произнес гасконский дворянин с тем чистейшим беарнским акцентом, от которого Генрих IV не мог отвыкнуть до конца своих дней. Генрих IV Бурбон. Французский король. 1589-1610 годы. До вступления на престол был вождем гугенотов. Впоследствии из политических соображений перешел в католицизм. В 1598 году он издал «Нанский эдикт» — указ, по которому гугенотам была предоставлена свобода вероисповедания и некоторая политическая независимость. Беарн — область провинции на юге Франции, у подножья Пиренеев, Гасконь — область провинции на юге Франции, гасконские дворяне обычно служили в гвардии короля. «Сын мой!» — произнес гасконский дворянин. «Конь этот увидел свет в доме вашего отца лет тринадцать назад, и все эти годы служил нам верой и правдой, что должно вас расположить к нему. Не продавайте его ни при каких обстоятельствах, дайте ему в почете и покое умереть от старости. И если вам придется пуститься на нем в поход, щадите его, как щадили бы старого слугу». «При дворе», — продолжал Д'Артаньян отец, «в том случае, если вы будете приняты там, на что, впрочем, вам дает право древность вашего рода, поддерживайте ради себя самого и ваших близких честь вашего дворянского имени, которое в течение более пятисот лет с достоинством носили ваши предки. Под словом «близкие» я подразумеваю ваших родных и друзей. Не покоряйтесь никому, за исключением короля и кардинала, только мужеством. «Слышите ли вы, единственным мужеством дворянин в наши дни может пробить себе путь? Кто дрогнет хоть на мгновение, возможно, упустит случай, который именно в это мгновение ему предоставляла фортуна. Вы молоды и обязаны быть храбрым по двум причинам. Во-первых, вы — гасконец, и, кроме того, вы — мой сын. Не опасайтесь случайностей и ищите приключений. Я дал вам возможность научиться владеть шпагой. У вас железные икры и стальная хватка. Вступайте в бой по любому поводу, деритесь на дуэли, тем более, что дуэли воспрещены, и, следовательно, нужно быть мужественным вдвойне, чтобы драться. Я могу, сын мой, дать вам с собою всего пятнадцати кю. Коня и те советы, которые вы только что выслушали. Ваша матушка добавит к этому рецепт некоего бальзама, полученный ее от цыганки. Этот бальзам обладает чудодейственной силой и излечивает любые раны, кроме сердечных. Так воспользуйтесь всем этим и живите счастливо и долго. Мне остается прибавить еще только одно, а именно указать вам пример. Не себя, ибо я никогда не бывал при дворе и участвовал добровольцем только в войнах за веру. Я имею в виду господина Де Тревилля, который был некогда моим соседом. В детстве он имел честь играть с нашим королем Людовиком Тринадцатым, да храни его господь. Людовик Тринадцатый, французский король, 1610-1643 годы, находился целиком под влиянием своего первого министра, кардинала Ришелье. Случалось, что игры их переходили в драку, и в этих драках перевес оказывался не всегда на стороне короля. Тумаки, полученные им, внушили королю большое уважение и дружеские чувства к господину Де Тревиллю. Позднее, во время первой своей поездки в Париж, господин Де Тревилль дрался с другими лицами пять раз после смерти покойного короля и до совершеннолетия молодого, не считая войн и походов, семь раз, а со дня этого совершеннолетия и до наших дней раз сто. И не даром, невзирая на эдикты, приказы и постановления, он сейчас капитан мушкетеров, то есть цезарского легиона, который высоко ценит король и которого побаивается кардинал, а он мало чего боится, как всем известно. Кроме того, господин Де Тревилль получает десять тысячекю в год, и, следовательно, он весьма большой вельможа. Начал он так же, как вы. Явитесь к нему с этим письмом, следуйте его примеру и действуйте так же, как он. После этих слов господин Де Таньян, отец вручил сыну свою собственную шпагу, нежно облобызал его в обе щеки. И благословил. При выходе из комнаты отца юноша увидел свою мать, ожидавшую его с рецептом пресловутого бальзама, применять который, судя по приведенному выше отцовским советам, ему предстояло часто. Прощание здесь длилось дольше и было нежнее, чем с отцом, не потому, чтобы отец не любил своего сына, который был единственным его детищем, но потому, что господин Де Таньян был мужчина и счел бы недостойным мужчины дать волю своему чувству, тогда, как госпожа Де Таньян была женщина и мать. Она горько плакала, и нужно признать к чести господина Де Таньяна-младшего, что, как ни старался он сохранить выдержку, достойную будущего мушкетера, чувства взяли вверх, и он пролил много слез, которые, и то с большим трудом, ему удалось лишь наполовину скрыть. В тот же день юноша пустился в путь со всеми тремя отцовскими дарами, состоявшими, как мы уже говорили, из пятнадцати кю, коня и письма господину Де Тревилю. Советы, понятно, не в счет. Снабженный таким напутствием, Д'Артаньян как телесно, так и духовно точь в точь походил на героя Сервантеса, с которым мы его столь удачно сравнили, когда долг рассказчика заставил нас набросать его портрет. Дон Кихоту ветряные мельницы представляли с великанами, а стадовец целой армии. Д'Артаньян каждую улыбку воспринимал как оскорбление, а каждый взгляд как вызов. Поэтому он от Тарба до Ненга не разжимал кулака и не менее десяти раз на день хватался за Эфес своей шпаги. Все же его кулак не раздробил никому челюсти, а шпага не покидала своих ножен. Правда, вид злополучной клячи не раз вызывал улыбку на лицах прохожих, но так как о ребра коня била с внушительного размера шпага, а еще выше поблескивали глаза, горевшие не столько гордостью, сколько гневом прохожие подавляли смех, а если уж веселость брала вверх, над осторожностью старались улыбаться одной половиной лица, словно древние маски. Так Д'Артаньян, сохраняя величественность осанки и весь запас запальчивости, добрался до злополучного города Менга. Но там, у самых ворот вольного мельника, сходя с лошади, без помощи хозяина, слуги или конюха, которые придержали быстрее приезжего, Д'Артаньян в раскрытом окне второго этажа заметил дворянина высокого роста и важного вида. Дворянин этот с лицом надменным и неприветливым что-то говорил двум спутникам, которые, казалось, почтительно слушали его. Д'Артаньян по обыкновению сразу же предположил, что речь идет о нем и напряг слух. На этот раз он не ошибся или ошибся только от счастья. Речь шла не о нем, а о его лошади. Незнакомец, по-видимому, перечислял все ее достоинства, а так как слушатели, как я уже упоминал, относились к нему весьма почтительно, то разражались хохотом при каждом его слове. Принимая во внимание, что даже легкой улыбки было достаточно для того, чтобы вывести из себя нашего героя, нетрудно себе представить, какое действие возымели на него столь бурные проявления веселости. Д'Артаньян прежде всего пожелал рассмотреть физиономию наглеца, позволившего себе издеваться над ним. Он вперил гордый взгляд в незнакомца и увидел человека лет сорока с черными проницательными глазами, с бледным лицом, с крупным носом и черными весьма тщательно подстриженными усами. Он был в камзоле и штанах фиолетового цвета со шнурами того же цвета, без всякой отделки, кроме обычных прорезов, сквозь которые виднелась сорочка. И штаны и камзол, хотя и новые были сильно измяты, как дорожные вещи, долгое время пролежавшие в сундуке. Д'Артаньян все это уловил с быстротой тончайшего наблюдателя, возможно, также подчиняясь инстинкту, подсказывавшему ему, что этот человек сыграет значительную роль в его жизни. Итак, в то самое мгновение, когда Д'Артаньян остановил свой взгляд на человеке в фиолетовом камзоле, тот отпустил по адресу Биарнского конька одно из своих самых изощренных и глубокомысленных замечаний. Слушатели его разразились смехом, и по лицу уговорившего скользнуло, явно вопреки обыкновению, бледное подобие улыбки. На этот раз не могло быть сомнений. Д'Артаньяну было нанесено настоящее оскорбление. При исполненной этого сознания он глубже надвинул на глаза Беретт и, стараясь подражать придворным манерам, которые заметил в Гасконе у знатных путешественников, шагнул вперед, схвативши с одной рукой Зефиа с шпаги и подбочений с другой. Несчастью, гнев с каждым мгновением ослеплял его все больше. И он, в конце концов, вместо гордых и воскомерных фраз, в которые собирался облечь свой вызов, был в состоянии произнести лишь несколько грубых слов, сопровождавшихся бешеной жестикуляцией. «Эй, сударь!» закричал он, «Вы, да, вы, прячущиеся за этим ставнем, соблаговолитесь сказать, над чем вы смеетесь, и мы посмеемся вместе». Знатные проезжие медленно перевел взгляд, сгоня на всадника. Казалось, он не сразу понял, что это к нему обращены столь странные упреки. Затем, когда у него уже не могло оставаться сомнений, брови его слегка нахмурились, и он после довольно продолжительной паузы ответил тоном полном непередаваемой иронии и надменности. «Я не с вами разговариваю, милостивый государь, но я разговариваю с вами», воскликнул юноша, возмущенный этой смесью наглости и изысканности, учтивости и презрения. Незнакомец еще несколько мгновений не сводил глаз с Д'Артаньяна, а затем, отойдя от окна, медленно вышел из дверей гостиницы и остановился в двух шагах от юноши прямо против его коня. Его спокойствие и насмешливые выражения лица еще усилили веселость его собеседников, продолжавших стоять у окна. Д'Артаньян при его приближении вытащил шпагу из ножен на целый фут. «Эта лошадь в самом деле ярко-желтого цвета, или, вернее, была когда-то таковой», продолжал незнакомец, обращаясь к своим слушателям, оставшимся у окна и словно не замечая раздражения д'Артаньяна, несмотря на то, что молодой гасконец стоял между ним и его собеседниками. Этот цвет, весьма распространенный в растительном мире, до сих пор редко отмечался у лошадей. «Смеется над конем тот, кто не осмелится смеяться над его хозяином», воскликнул в бешенстве гасконец. «Смеюсь я, сударь, редко», произнес незнакомец, «вы могли бы заметить это по выражению моего лица, но я надеюсь сохранить за собой право смеяться, когда пожелаю». «А я», воскликнул д'Артаньян, «не позволю вам смеяться, когда я этого не желаю». «В самом деле, сударь», переспросил незнакомец еще более спокойным тоном, «что ж, это вполне справедливо». И, повернувшись на каблуках, он направился к воротам гостиницы, у которых д'Артаньян, еще подъезжая, успел заметить оседланную лошадь. Но не таков был д'Артаньян, чтобы отпустить человека, имевшего дерзость насмехаться над ним. Он полностью вытащил свою шпагу из ножен и бросился за обидчиком, крича ему вслед, «Обернитесь, обернитесь, косударь, чтоб мне не пришлось ударить вас сзади, ударить меня». Воскликнул незнакомец, круто повернувшись на каблуках и глядя на юношу столь же удивленно, сколь и презрительно, «Что вы, что вы, милейший, вы верно с ума спятили?» И тут же в полголоса, и словно разговаривая с самим собой, он добавил, «Вот досада! И какая находка для его величества, который всюду ищет храбрецов, чтобы пополнить ряды своих мушкетеров, он еще не договорил». Как Д'Артаньян сделал такой яростный выпад, что ни отскочи, ни знакомец вовремя, эта шутка оказалась бы последней в его жизни. Незнакомец понял, что история принимает серьезный оборот, выхватил шпагу, поклонился противнику и в самом деле приготовился к защите. Но в этот самый миг оба его собеседника в сопровождении трактирщика, вооруженные палками, лопатами и каминными щипцами накинулись на Д'Артаньяна, осыпая его градом ударов. Это неожиданное нападение резко изменило течение поединка и противник Д'Артаньяна, воспользовавшись мгновением, когда тот повернулся, чтобы грудью встретить дождь сыпавшихся на него ударов, все так же спокойно сунул шпагу обратно в ножны. Из действующего лица, каким он чуть было не стал в разыгравшейся сцене, он становился свидетелем, роль, с которой он справился с обычной для него невозмутимостью. «Черт бы побрал этих гасконцев!» Все же пробормотал он. «Посадите-ка его на этого оранжевого коня и пусть убирается!» «Не раньше, чем я убью тебя, трус!» крикнул Д'Артаньян, стоя лицом к своим трем противникам и по мере сил отражая удары, которые продолжали градом сыпаться на него. «Гасконское хвостовство!» пробормотал незнакомец. «Честью клянусь, эти гасконцы неисправимы. Что ж, всыпьте ему хорошенько, раз он этого хочет. Когда он выдохнется, то сам скажет». Но незнакомец еще не знал, с каким упрямцем он имеет дело. Д'Артаньян был не таков, чтобы просить пощады. Сражение продолжалось, поэтому еще несколько секунд. Ну, а, молодой гасконец, обессилев, выпустил из рук шпагу, которая переломилась под ударом палки. Следующий удар рассек ему лоб, и он упал, обливаясь кровью и почти потеряв сознание. Как раз к этому времени народ сбежался со всех сторон к месту происшествия. хозяин, опасаясь лишних разговоров, с помощью своих слуг унес раненого на кухню, где ему была оказана кое-какая помощь. Незнакомец, между тем, вернувшись к своему месту у окна, с явным неудовольствием поглядывал на толпу, которая своим присутствием, по-видимому, до чрезвой чайности раздражала его. — Ну, как поживает этот одержимый? — спросил он, повернувшись при звуке раскрывшейся двери и обращаясь к трактирщику, который пришел осведомиться о его самочувствии. — Ваше сиятельство целое и невредимое? — спросил трактирщик. — Целеханик, милейший мой хозяин, но я желал бы знать, что с нашим молодым человеком. — Ему теперь лучше, — ответил хозяин. — Он совсем потерял сознание. — В самом деле? — переспросил незнакомец. — Но до этого он, собрав последние силы, звал вас, бронился и требовал удовлетворения. — Это свящий дьявол, — воскликнул незнакомец. — О, нет, ваше сиятельство, — возразил хозяин, презрительно скрив губы. — Мы обыскали его, пока он был в обмороке. В его узелке оказалась всего одна сорочка, а в кошельке одиннадцатикю. Но несмотря на это, он, лишаясь чувств, все твердил, что случись этой историей в Париже, вы броскаились тут же на месте, а так вам раскаиться придется позже. — Ну, тогда это, наверное, переодетый принц крови. Холодно заметил незнакомец. — Я счел нужным предупредить вас, ваше сиятельство, вставил хозяин, чтобы вы были начеку. он в пылу гнева никого не называл. Как же называл? Он похлопывал себя по карману и повторял «Посмотрим, что скажет господин Дотревиль, когда узнает, что оскорбили человека, находящегося под его покровительством». — Господин Дотревиль, проговорил незнакомец, насторожившись, похлопывал себя по карману, называя имя господина Дотревиля. «Ну и как почтеннейший хозяин, полагаю, что пока наш молодой человек был без чувств, вы не приминули заглянуть так же и в этот кармашек, что же в нем было? Письмо, адресованное господину Дотревилю, капитану Мушкетеров, неужели? Точь в точь, как я имел честь докладывать вашему сиятельству. Хозяин, не обладавший особой проницательностью, не заметил такое выражение, появилось при этих словах на лице незнакомца. Отойдя от окна, о косяк, которого он до сих пор опирался, он озабоченно нахмурил брови. «Дьявол!» процедил он сквозь зубы. «Неужели травиль подослал ко мне этого гасконца? Уж очень он молод. Но удар шпага это удар шпагой, каков бы ни был возраст того, кто его нанесет. А мальчишка внушает меньше опасений. Случается, что мелкое препятствие может помешать достижению великой цели». Незнакомец на несколько минут задумался. «Послушайте, хозяин, сказал он наконец, не возьметесь ли вы избавить меня от этого сумасброда? Убить его мне не позволяет совесть. А между тем... На лице его появилось выражение холодной жестокости. А между тем он мешает мне. Где он сейчас? В комнате моей жены. Во втором этаже ему делают перевязку. Вещи и сумка при нем он не снял камзола. И камзол и сумка остались внизу на кухне. Но раз этот юный сумасброд вам мешает... Разумеется, мешает... Он создает в вашей гостинице суматоху, которая беспокоит порядочных людей. Отправляйтесь к себе, приготовьте мне счеты и предупредите моего слугу. Как? Ваше сиятельство уже покидает нас. Это было вам известно и раньше. Я ведь приказал вам оседлать мою лошадь. Разве мое распоряжение не исполнено? Исполнено? Ваше сиятельство может убедиться, лошадь оседлана и стоит у ворот. Хорошо. Тогда сделайте, как я сказал. Вот так штука, подумал хозяин. Уж не испугался ли он мальчишки. Но повелительный взгляд незнакомца остановил поток его мысли. Он подобострастно поклонился и вышел. Только бы этот проходимец не увидел миледи, думал незнакомец. Она скоро должна проехать. Она даже запаздывает. Лучше всего мне будет верхом выехать ей навстречу. Если б я только мог узнать, что написано в этом письме, адресованном Детревилю. И незнакомец, продолжая шептать, что-то про себя направился в кухню. Трактирщик, между тем, не сомневаясь в том, что именно присутствие молодого человека заставило незнакомца покинуть его гостиницу, поднялся в комнату жены, Д'Артаньян уже вполне пришел в себя. Намекнув на то, что полиция может к нему придраться, так как он затеял ссору со знатным вельможей, а в том, что не знакомит знатный вельможа, трактирщик не сомневался, хозяин постарался уговорить Д'Артаньяна, несмотря на слабость, подняться и двинуться в путь. Д'Артаньян еще полуоглушенный, без камзола, с головой, обвязанный полотенцем, встал и, тихонько подталкиваемый хозяином, начал спускаться с лестницы. Но первым, его собеседница, обидчик, спокойно беседовал с кем-то, стоя у подножки дорожной кареты, запряженной парой крупных нормандских коней. Его собеседница, голова, которой виднелась в рамке окна кареты, была молодая женщина, лет двадцати, двадцати двух. Мы уже упоминали о том, с какой быстротой Д'Артаньян схватывал все особенности человеческого лица. Он увидел, что дама была молода и красива. И эта красота тем сильнее поразила его, что она была совершенно необычна для Южной Франции, где Д'Артаньян жил до сих пор. Это была бледная, белокурая женщина с длинными локонами, спускавшимися до самых плеч, с голубыми, томными глазами, с розовыми губками и белыми, словно алебастр, руками. Она о чем-то оживленно беседовала с незнакомцем. Итак, его высокопреосвященство приказывает мне, говорила дама, немедленно вернуться в Англию и оттуда сразу же прислать сообщение, если герцог покинет Лондон. А остальные распоряжения? Вы найдете их в этом ЛРЦ, который вскроете только по ту сторону Ла-Манша. Прекрасно, ну а вы что намерены делать, я возвращаюсь в Париж. Не проучив этого дерзкого мальчишку, незнакомец собирался ответить, но не успел и раскрыть рот, как Д'Артаньян, слышавший весь разговор, появился на пороге. Этот дерзкий мальчишка сам проучит кого следует, воскликнул он, и надеюсь, что тот, кого он собирается проучить на этот раз не скроется от него. Не скроется? переспросил незнакомец Дину в брови. На глазах у дамы, я полагаю, вы не решитесь сбежать. Вспомните, вскрикнула Миледи, видя, что незнакомец хватается за эфес своей шпаги. Вспомните, что малейшее промедление может все погубить. Вы правы, поспешно произнес незнакомец. Поезжайте своим путем, я поеду своим. И, поклонившись даме, он вскочил в седло, а кучер кареты обрушил град ударов кнута на спины своих лошадей. Незнакомец и его собеседницы во весь опор помчались в противоположные стороны. А счет, счет, кто платит, завопил хозяин, расположение которого гостю превратилось в глубочайшее презрение при виде того, как он удаляется, не рассчитавшись. Заплати, бездельник! Крикнул, не останавливаясь всадник своему слуге, который швырнул к ногам трактирщика несколько серебряных монет и поскакал вслед за своим господином. — Трус! Подлец! Самозванный дворянин! — закричал Д'Артаньян, бросаясь в свою очередь вдогонку за слугой. Но юноша был еще слишком слаб, чтобы перенести такое потрясение. Не успел он пробежать и десяти шагов, как в ушах у него зазвенело, голова закружилась, кровавое облако заволокло глаза, и он рухнул среди улицы, все еще продолжая кричать «Трус! Трус! Трус! Действительно, жалкий трус!» — проговорил хозяин, приближаясь к Д'Артаньяну и стараясь лестью заслужить доверие обманутого юноши. И обмануть его, как цапля в бассейне обманывает улитку. «Да, ужасный трус!» прошептал Д'Артаньян, «но зато она...» «Какая красавица! Кто она?» спросил трактирщик. «Миледи!» прошептал Д'Артаньян и вторично лишился чувств. «Ничего не поделаешь, сказал хозяин, двоих я упустил, зато я могу быть уверен, что этот пробудет несколько дней. Одиннадцать ЭКЮ я все же заработаю. Мы знаем, что одиннадцать ЭКЮ это было все, что оставалось в кошельке Д'Артаньяна». Трактирщик рассчитывал, что его гость проболеет одиннадцать дней, платя по одному ЭКЮ в день, но он не знал своего гостя. На следующий день Д'Артаньян поднялся в пять часов утра, сам спустился в кухню, попросил достать ему кое-какие снадобья, точный список которых не дошел до нас, к тому же еще вина, масло, розмарину, и, держа в руке рецепт, данный ему матерью, изготовил бальзам, которым смазал свои многочисленные раны, сам меняя повязки и не допуская к себе никакого врача. Вероятно, благодаря целебному свойству бальзама, а, возможно, и благодаря отсутствию врачей, Д'Артаньян в тот же вечер поднялся на ноги, а на следующий день был уже совсем здоров. Но, расплачиваясь за розмарин, масло и вино, единственное, что потребил за этот день юноша соблюдавший строжайшую диету, тогда как буланный конек поглотил по утверждению хозяина в три раза больше, чем можно было предположить, считаясь его ростом, Д'Артаньян нашел у себя в кармане только потертый бархатный кошелек с хранившимися в нем одиннадцатью экию. Письмо, адресованное господину Д'Атривилю, исчезло. Сначала юноша искал письмо тщательно и терпеливо, раз двадцать выворачивал карманы штанов и жилета, снова и снова ощупывал свою дорожную сумку. Но, убедившись, что письмо исчезло, он пришел в такую ярость, что чуть снова не явилась потребность в вине и душистом масле, ибо видя, разгорячился молодой гость, грозивший в пух и прах разнести все в этом заведении, если не найдут его письма, хозяин вооружился дубинкой, жена метлой, а слуги теми самыми палками, которые уже были пущены ими в ход вчера. «Письмо! Письмо с рекомендацией!» кричал Д'Артаньян. «Подайте мне мое письмо тысячи чертей, или я насажу вас на вертел, как рябчиков!» К несчастью, некое обстоятельство препятствовало юноше осуществить свою угрозу. Как мы уже рассказывали, шпага его была сломана пополам в первой схватке, о чем он успел совершенно забыть. Поэтому, сделав попытку выхватить шпагу, он оказался вооружен лишь обломком длиной в несколько дюймов, который трактирщик аккуратно засунул в ножны, припрятав остаток клинка в надежде сделать из него шпиговальную иглу. Это обстоятельство не остановило бы, вероятно, нашего пылкого юношу, если бы хозяин сам не решил, наконец, что требование гостя справедливо. «А в самом деле, произнес он опуская дубинку, куда же делаешь письмо?» «Да, где же это письмо?» закричал Д'Артаньян, «предупреждаю вас, это письмо к господину Д'Артавилю, и оно должно найдется, а если оно не найдется, господин Д'Артавиль заставит его найти, поверьте». Эта угроза окончательно запугала хозяина. После короля и господина кардинала имя господина Д'Артавиля, пожалуй, чаще всего упоминалось не только военными, но и горожанами. Был еще, правда, отец Жозеф, но его имя произносилось не иначе, как шепотом. Так велик был страх перед серым преподобием, другом кардинала Ришелье. Отец Жозеф, Жозеф Д'Утрамбле, родился в 1577 году, известен под именем отца Жозефа или серого кардинала. Был доверенным лицом кардинала Ришелье, по самым интимным делам. Честолюбивый, энергичный, жестокий, отец Жозеф не имел никакого официального звания, тем не менее пользовался большим влиянием и властью. Отбросив дубинку, знаком приказав жене бросить метлу, а слугам палки, трактирщик сам подал добрый пример и занялся поисками письма. Разве в это письмо были вложены какие-нибудь ценности? спросил он после бесплодных поисков. Еще бы! воскликнул гасконец, рассчитывавший на это письмо, чтобы пробить себе путь при дворе. В нем заключалось все мое состояние. Испанские боны? с беспокойством осведомился хозяин. Боны! На получение денег из личного казначейства моего величества! ответил Д'Артаньян, который, рассчитывая с помощью этого письма поступить на королевскую службу, счел, что имеет право, не солгав дать этот несколько рискованный ответ. Черт возьми! воскликнул трактирщик в полном отчаянии. Но это не важно! продолжал Д'Артаньян со свойственным гасконцу опломбом. Это не важно! И деньги пустяк! Само письмо! Вот единственное, что имело значение! Я предпочел бы потерять тысячу пистолей, чем утратить это письмо! С тем же успехом он мог бы сказать и двадцать тысяч, но его удержала юношская скромность. Внезапно, словно луч света, сверкнул в мозгу хозяина, который тщетно обыскивал все помещение. Письмо! вовсе не потеряно, сказал он. Что? вскрикнул Д'Артаньян. Нет, оно похищено у вас! Но кем похищено? Вчерашним неизвестным дворянином он спускался в кухню, где лежал ваш камзол. Он оставался там один. Бью саб заклад, что это дело его рук. Вы думаете? Неуверенно произнес Д'Артаньян. Ведь ему лучше, чем кому-либо было известно, что письмо это могло иметь значение только для него самого. И он не представлял себе, чтобы кто-нибудь мог на него польститься. Несомненно, что никто из находившихся в гостинице проезжих, никто из слуг не мог бы извлечь какие-либо выгоды из этого письма. Итак, вы сказали, что подозреваете этого наглого дворянина? переспросил Д'Артаньян. Я говорю вам, что убежден в этом, подтвердил хозяин. Когда я сказал ему, что вашей милости покровительствует господин Д'Этревиль, и что при вас даже письмо к этому достославному вельможе, он явно забеспокоился, спросил меня, где находится это письмо, и немедленно же сошел в кухню, где, как ему было известно, лежал ваш камзол. Тогда похититель он, воскликнул Д'Артаньян, я пожалуюсь господину Д'Атревилю, а господин Д'Атревиль пожалуется королю. Затем, с важностью вытащив из кармана два экию, он протянул их хозяину, который, сняв шапку, проводил его до ворот. Тут он вскочил на своего желто-рыжего коня, который без дальнейших приключений довез его до Сент-Антуанских ворот города Парижа. Там Д'Артаньян продал коня за три экию. Цена вполне приличная, если учесть, что владелец основательно загнал его к концу путешествия. Поэтому барышник, которому Д'Артаньян уступил коня за выше означенную сумму, намекнул молодому человеку, что на такую неслыханную цену он согласился, только прелестившись необычайной мастью лошади. Итак, Д'Артаньян вступил в Париж пешком, неся подмышкой свой узелок, и бродил по улицам до тех пор, пока ему не удалось снять комнату, соответствующую его скудным средством. Эта комната представляла собой подобие мансарды и находилась на улице Могильщиков вблизи Люксембурга. Внеся задаток, Д'Артаньян сразу же перебрался в свою комнату и весь остаток дня занимался работой, обшивал свой камзол и штаны голуном, который мать спорола с почти совершенно нового камзола господина, Д'Артаньяна отца и потихоньку отдала сыну. Затем он сходил на набережную железного лома и дал приделать новый клинок своей шпании. После этого он дошел до Лувра и у первого встретившегося мушкетера справился, где находится дом господина Д'Атревиля. Оказалось, что дом этот расположен на улице Старой Голубятни, то есть совсем близко от места, где поселился Д'Артаньян, обстоятельства истолкованные им как предзнаменование успеха. Затем, довольный своим поведением в Ненге, не раскаиваясь в прошлом, веря в настоящие и полные надежд на будущее, он лег и уснул богатырским сном. Как добрый провинциал, он проспал до девяти утра и, поднявшись, отправился к достославному господину Д'Атревилю, третьему лицу в королевстве, согласно суждению господина Д'Артаньяна, отца. Приемная господина Д'Атревиля. господин Д'Атревиль, имя, которое еще продолжают носить его родичи в Гасконе, или Д'Атревиль, как он в конце концов стал называть себя в Париже, путь свой и в самом деле начал так же, как Д'Артаньян, то есть без единого суп в кармане, но с тем запасом дерзости, остроумии и находчивости, благодаря которому даже самый бедный гасконский дворянщик, питающийся лишь надеждами на отцовское наследство, нередко добивался большего, чем самый богатый перигурский или беррийский дворянин, опиравшийся на реальные блага. Его дерзкая смелость, его еще более дерзкая удачливость в такое время, когда удары шпаги сыпались как град, возвели его на самую вершину лестницы, именуемой придворным успехом, по которой он взлетел, шагая через три ступеньки. Он был другом короля, как всем известно, глубоко чтившего память своего отца Генриха IV. Отец господина де Тревилля так преданно служил ему в войнах против Лиги, что за недостатком наличных денег, а наличных денег всю жизнь не хватало Биарнсу, который все долги свои оплачивал остротами, единственным, чего ему не приходилось занимать, что за недостатком наличных денег, как мы уже говорили, король разрешил ему после взятия Парижа включить в свой герб льва на червленом поле с девизом «Фиделис Этфортис» «Верный и сильный». То была большая честь, но малая прибыль. И, умирая, славный соратник великого Генриха оставил в наследство сыну всего только шпагу свою и девиз. Благодаря этому наследству и своему незапятнанному имени господин де Тревиль был принят ко двору молодого принца, где он так доблестно служил своей шпагой и был так верен неизменному девизу, что Людовик Тринадцатый, один из лучших фехтовальщиков королевства, обычно говорил, что если бы кто-нибудь из его друзей собрался драться на дуэли, он посоветовал бы ему пригласить в секунданты первым его, а вторым господина де Тревиля, которому, пожалуй, даже следовало бы отдать предпочтение. Людовик Тринадцатый питал настоящую привязанность к Датревилю, правда, привязанность королевскую, эгоистическую, но все же привязанность. Дело в том, что в эти трудные времена высокопоставленные лица вообще стремились окружить себя людьми такого склада, как Датревиль. Много нашлось бы таких, которые могли считать своим девизом слово сильный вторую часть надписи в гербе Датревили, но мало кто из дворян мог претендовать на эпитет верный, составлявший первую часть этой надписи. Датревиль это право имел. Он был один из тех редких людей, что умеют повиноваться слепо и без рассуждений, как верные псы, отличая сообразительностью и крепкой хваткой. Глаза служили ему для того, чтобы улавливать не гневается ли на кого-нибудь король, а рука, чтобы разить виновника, какого-нибудь Дэма или Моровера Поль-Тро Дэнерей Левитри. Датревилю до сих пор недоставало только случая, чтобы проявить себя, но он выжидал его, чтобы ухватить за вихор, лишь только случай подвернется. Недаром Людовик XIII назначил Датревиля капитаном своих мушкетеров, игравших для него ту же роль, что ординарная стража для Генриха III и шотландская гвардия для Людовика XI. Кардинал со своей стороны в этом отношении не уступал королю. Увидев, какой грозный когорт и избранных окружил сюда Людовик XIII, этот второй или правильнее первый властитель Франции также пожелал иметь свою гвардию. Поэтому он обзавелся собственными мушкетерами, как Людовик XIII обзавелся своими, и можно было наблюдать, как два эти властелина соперника отбирали для себя во всех французских областях и даже в иностранных государствах людей, прославившихся своими ратными подвигами. Случалось нередко, что Ришелье и Людовик XIII по вечерам за партией в шахматы спорили о достоинствах своих воинов. Каждый из них хвалился выправкой и смелостью последних и, на словах осуждая стычки и дуэли, втихомолку подбивал своих телохранителей к дракам. Победа или поражение их мушкетеров доставляли непомерную радость или подлинное огорчение. Так, по крайней мере, повествует в своих мемуарах человек, бывший участником большого числа этих побед и некоторых поражений. Травиль угадал слабую струнку своего повелителя и этому был обязан неизменным длительным расположением короля, который не прославлялся постоянством в дружбе. Вызывающий вид, с которым он проводил парадным маршем своих мушкетеров перед кардиналом Арманом Дюпляссири Шелье, заставлял в гневе щетиниться седые усы его высокопреосвященства. Травиль до тонкости владел искусством войны того времени, когда приходилось жить либо за счет врага, либо за счет своих соотечественников. Солдаты его составляли легион сорвиголов, повиновавшихся только ему одному. Небрежно одетые, подвыпившие, исцарапанные, мушкетеры короля, или вернее, мушкетеры господина Датревиля, шатались по кабакам, по увеселительным местам и гульбищам, орали, покручивая усы, брецая шпагами и с наслаждением, задирая телохранителей кардинала, когда те встречались им на дороге. Затем из ножен с тысячью прибауток выхватывалась шпага. Случалось, их убивали, и они падали, убежденные, что будут оплаканы и отомщены. Чаще же случалось, что убивали они, уверенные, что им не дадут сгнить в тюрьме. Господин Датревиль, разумеется, вызвалит их. Эти люди на все голоса расхваливали господина Датревиля, которого обожали, и хоть все они были отчаянные сырвиголовы, трепетали перед ним, как школьники перед учителем, повиновались ему по первому слову и готовы были умереть, чтобы смыть с себя малейший его упрек. Господин Датревиль пользовался вначале этим мощным рычагом на пользу королю и его приверженцам, позже на пользу себе и своим друзьям. Впрочем, ни из каких мемуаров того времени не явствует, чтобы даже враги, а их было у него немало, как среди владевших пером, так и среди владевших шпагой, чтобы даже враги обвиняли этого достойного человека, в том, будто он брал какую-либо мзду за помощь, оказываемую его верными солдатами. Владея способностью вести интригу не хуже искуснейших интриганов, он оставался честным человеком. Более того, несмотря на изнурительные походы, на все тяготы военной жизни, он был отчаянным искателем веселых приключений, изощреннейшим данбским угодником, умевшим при случае щегольнуть изысканным мандригалом. О его победах над женщинами ходило столько же сплетен, сколько двадцатью годами раньше о сердечных делах Бассомпьера, а это кое-что значило. Бассомпьер Франсуа, 1579-1646 годы, маршал Франции и дипломат. Участвовал в дворцовой интриге против Ришелье и после ее провала просидел по приказу всесильного кардинала 12 лет в заключении. Капитан Мушкетеров вызывал восхищение, страх и любовь, другими словами достиг вершин счастья и удачи. Людовик XIV поглотил все мелкие созвездия своего двора, затмив их своим ослепительным сиянием, тогда как отец его многим неравное солнце предоставлял каждому из своих любимцев, каждому из приближенных сиять собственным блеском. Кроме утреннего приема у короля и у кардинала в Париже происходило больше двухсот таких утренних приемов, пользовавшихся особым вниманием, среди них утренний прием у Детро Вилля собирал наибольшее число посетителей. Двор его особняка, расположенного на улице Старой Голубятни, походил на лагерь уже с шести часов утра, летом и с восьми часов зимой. Человек пятьдесят или шестьдесят мушкетеров, видимо, сменявшихся время от времени, с тем, чтобы число их всегда оставалось внушительным, постоянно расхаживали подвору, вооруженные до зубов и готовые на все. По лестнице, такой широкой, что современный строитель на занимаемом ею месте выстроил бы целый дом, сновали вверх и вниз посетители, искавшие каких-нибудь милостей приезжие из провинции, дворяне, жаждущие зачисления в мушкетеры и лакеи в разноцветных шитых золотом ливреях, являвшиеся суда с посланиями от своих господ. В приемной на длинных расположенных вдоль стен скамьях сидели избранные, то есть те, кто был приглашен хозяином. С утра и до вечера в приемной стоял несмолкаемый гул, в то время как Детрувиль в кабинете, прилегавшем к этой комнате, принимал гостей, выслушивал жалобы, отдавал приказания и как король со своего балкона в лувре мог, подойдя к окну, произвести смотр своим людям и вооружению. В тот день, когда Д'Артаньян явился сюда впервые, круг собравшихся казался необычайно внушительным, особенно в глазах провинциала. Провинциал, правда, был Гасконец, его земляки в те времена пользовались славой людей, которых трудно чем-либо смутить. Пройдя через массивные ворота, обитые длинными гвоздями с квадратными шляпками, посетитель оказывался среди толпы вооруженных людей. Люди эти расхаживали подвру, перекликались, затевали то ссору, то игру. Чтобы пробить себе путь сквозь эти бушующие людские волны, нужно было быть офицером, вельможей или хорошенькой женщиной. Наш юноша с бьющимся сердцем прокладывал себе дорогу сквозь эту толкотню и давку, прижимая к худым ногам непомерно длинную шпагу, не отнимая руки от края широкополой шляпы и улыбая с жалкой улыбкой проницала, старающегося скрыть свое смущение. Миновав ту или иную группу посетителей, он вздыхал с некоторым облегчением, но ясно ощущал, что присутствующие оглядываются ему вслед. И впервые в жизни Д'Артаньян, у которого до сих пор всегда было довольно хорошее мнение о своей особе, чувствовал себя неловким и смешным. У самой лестницы положение его стало еще затруднительнее. На нижних ступеньках четверо мушкетеров забавлялись веселой игрой, в то время как столпившиеся на площадке десять или двенадцать их приятелей ожидали своей очереди, чтобы принять участие в забаве. Один из четверых, стоя ступенькой выше прочих и обнажив шпагу, препятствовал или старался препятствовать остальным троим подняться по лестнице. Эти трое нападали на него, ловко орудуя шпагой. Д'Артаньян сначала принял эти шпаги за фехтовальные рапиры, полагая, что острие защищено, но вскоре по некоторым царапинам на лице участников игры понял, что клинки были самым тщательным образом отточены и заострены. При каждой новой царапине не только зрители, но и сами пострадавшие разражались бурным хохотом. Мушкетер, занимавший в эту минуту верхнюю ступеньку, блестяще отбивался от своих противников. Вокруг них собрала столпа. Условия игры заключались в том, что при первой же царапине раненый выходил из игры и его очередь на аудиенцию переходила к победителю. За какие-нибудь пять минут трое оказались задетыми. У одного была поцарапана рука, у другого подбородок, у третьего уха, причем защищавший ступеньку не был задет ни разу. Такая ловкость согласно условиям вознаграждалась продвижением на три очереди. Как не трудно было удивить нашего молодого путешественника или вернее заставить его показать, что он удивлен, все же эта игра поразила его. На его родине, в том краю, где кровь обычно так легко ударяет в голову, для вызова на дуэль все же требовался хоть какой-нибудь повод. Гасконада четверых игроков показалась ему самой необычайной из всех, о которых ему когда-либо приходилось слышать даже в самой Гасконе. Ему почудилось, что он перенесся в пресловутую страну великанов, куда впоследствии попал Гулливер и где натерпелся такого страха, а между тем до цели было еще очень далеко. Оставались верхняя площадка и приемные. На площадке уже не дрались, там сплетничали о женщинах, а в приемной о дворе короля. На площадке Д'Артаньян покраснел, в приемной затрепетал. Его живое и смелое воображение, делавшее его в Гасконе опасным для молоденьких горничных, а подчас и для их молодых хозяек, никогда, даже в горячешном бреду, не могло бы нарисовать ему и половины любовных прелестей, и даже четверти любовных подвигов, служивших здесь темой разговора и приобретавших особую остроту от тех громких имен и сокровеннейших подробностей, которые при этом перечислялись. Но если на площадке был нанесен удар его добронравию, то в приемной поколебалось его уважение к кардиналу. Здесь Д'Артаньян к своему великому удивлению услышал, как критикуют политику, заставлявшую трепетать всю Европу. Нападкам подвергалась здесь и личная жизнь кардинала, хотя за малейшую попытку проникнуть в нее, как знал Д'Артаньян, пострадало столько могущественных и знатных вельмож. Этот великий человек, которого так глубоко чтил господин Д'Артаньян отец, служил здесь посмешищем для мушкетеров господина Д'Атривилля. Одни потешались над его кривыми ногами и сытулой спиной. Кое-кто распевал песенки о его возлюбленной мадам Д'Айгильон и о его племяннице госпожа Д'Акомбалде, а другие тут же сговаривались подшутить над пожами и телохранителями кардинала. Все это представлялось Д'Артаньяну немыслимым и диким. Но если в эти едкие эпиграммы по адресу кардинала случайно вплеталось имя короля, казалось, чья-то невидимая рука на мгновение прикрывала эти насмешливые уста. Разговаривавшие в смущении оглядывались, словно опасаясь, что голоса их проникнут сквозь стену в кабинет господина Д'Атравилля. Но почти тотчас же брошенный вскользь намек переводил снова разговор на его высокопреосвященство. Голоса снова звучали громко, и ни один из поступков великого кардинала не оставался в тени. «Всех этих людей», с ужасом подумал Д'Артаньян, неминуемо засадит в Бастилию и повесит. «А меня заодно с ними? Меня сочтут их соучастникам, раз я слушал и слышал их речи. Что сказал бы мой отец, так настойчиво внушавший мне уважение к кардиналу, если б знал, что я нахожусь в обществе подобных вольнодумцев?» Д'Артаньян поэтому, как легко догадаться, не решался принять участие в разговоре, но он глядел во все глаза и жадно слушал, напрягая все свои пять чувств, лишь бы ничего не упустить. Несмотря на все уважение к отцовским советам, он, следуя своим влечениям и вкусам, был склонен скорее одобрять, чем порицать происходившее вокруг него. Принимали, однако, во внимание, что он был совершенно чужой среди этой толпы приверженцев господина Д'Атрювиля, его впервые видели здесь. К нему подошли узнать о цели его прихода. Д'Артаньян скромно назвал свое имя и, ссылаясь на то, что он земляк господина Д'Атрювиля, поручил слуге, подошедшему к нему с вопросом, исходатайствовать для него у господина Д'Атрювиля несколько минут аудиенции. Слуга покровительственным тоном обещал передать его просьбу в свое время. Несколько оправившись от первоначального смущения, Д'Артаньян мог теперь на досуге приглядеться к одежде и лицам окружающих. Центром одной из самых оживленных групп был рослый мушкетер с воскомерным лицом и в необычайном костюме, привлекавшем к нему общее внимание. На нем был неформенный мундир, ношение которого, впрочем, не считалось обязательным в те времена, времена меньшей свободы, но большей независимости, а светло-голубой, порядочно выцветший и потертый камзол, поверх которого красовалась роскошная перевесь, шитая золотом и сверкавшие словно солнечные блики на воде в ясный полдень, длинный плащ алого бархата изящно спадал с его плеч, только спереди позволяя увидеть ослепительную перевесь, на которой висела огромных размеров шпага. Этот мушкетер только что сменился с караула, жаловался на простуду и нарочно покашливал. Вот поэтому-то ему и пришлось накинуть плащ, как он пояснял, пренебрежительно роняя слова и покручивая ус, тогда как окружающие и больше всех д'Артаньян шумно восхищались шитой золотом перевесью. — Ничего не поделаешь, — говорил мушкетер, — это входит в моду. Это расточительство, я и сам знаю, но модно. Впрочем, надо ведь куда-нибудь девать традительские денежки. — Ах, Портос, — воскликнул один из присутствующих, — не старайся нас уверить, что этой перевезью ты обязан отцовским щедротом. Не преподнесла ли я тебе дама под вуалью, с которой я тебя встретил в воскресенье около ворот Сент-Он-Оре? — Нет, клянусь с честью, с честью и даю слово дворянины, что я купил ее на собственные деньги, — ответил тот, кого называли Портосом. — Да, — заметил один из мушкетеров, — купил точно так, как я, вот этот новый кошелек, на те самые деньги, которые моя возлюбленная положила мне в старый. — Нет, право же, — возразил Портос, я могу засвидетельствовать, что заплатил за нее двенадцать пистолей. Восторженные возгласы усилились, но сомнение оставалось. — Разве не правда, Арамис? — спросил Портос, обращаясь к другому мушкетеру. Этот мушкетер был прямой противоположностью тому, который обратился к нему, назвав его Арамисом. Это был молодой человек лет двадцати двух или двадцати трех, с простодушным и несколько слащавым выражением лица, с черными глазами и румянцем на щеках, покрытых словно персик осенью бархатистым пушком. Тонкие усы безупречно правильной линии оттеняли верхнюю губу, казалось, он избегал опустить руки, и страха, что жилы на них могут вздуться. Время от времени он пощипывал мочки ушей, чтобы сохранить их нежную окраску и прозрачность. Говорил он мало и медленно, часто кланялся, смеялся бесшумно, обнажая красивые зубы, за которыми, как и за всей своей внешностью, по-видимому, тщательно ухаживал. На вопрос своего друга он ответил утвердительным кивком. Это подтверждение устранило, по-видимому, все сомнения насчет чудесной перевязи. Ее продолжали любоваться, но говорить о ней перестали. И разговор, постепенно подчиняясь неожиданным ассоциациям, перешел на другую тему. «Какого вы мнения о том, что рассказывает конюша и господина де Шале?» спросил другой мушкетер, не обращаясь с них к кому в отдельности, а ко всем присутствующим одновременно. «Что же он рассказывает?» с важностью спросил Портос. «Он рассказывает, что в Брюсселе встретился с Рашфором, этим преданнейшим слугой кардинала. Рашфор был в одеянии капуцина, и, пользуясь таким маскарадом, этот проклятый Рашфор провел господина Даль-Лега как последнего болвана». «Как последнего болвана», повторил Портос. «Но правда ли это?» «Я слышал об этом от Арамиса», заявил мушкетер. «В самом деле?» «Ведь вам это прекрасно известно, Портос». произнес Рамис. «Я рассказывал вам об этом вчера. Не стоит к этому возвращаться». «Не стоит возвращаться», воскликнул Портос. «Вы так полагаете?» «Не стоит возвращаться». «Черт возьми, как вы быстро решаете?» «Как?» «Кардинал выслеживает дворянина. Он с помощью предателя, разбойника, висельника похищают у него письма?» «И пользуясь все тем же шпионом, на основании этих писем добивается казни Шале под нелепым предлогом, будто бы Шале собирался убить короля и женить герцога Орлеанского на королеве. Никто не мог найти ключа к этой загадке. Вы к общему удовлетворению сообщаете нам вчера разгадку тайны, и когда мы еще не успели даже опомниться, объявляете нам, сегодня не стоит к этому возвращаться. Ну что ж, вернемся к этому, раз вы так желаете». Терпеливо согласился Арамис. «Будь я конюшем, господин Адашале», воскликнул Портос, «Я бы проучил этого Рашфора». «А вас проучил бы красный герцог?» спокойно заметил Арамис. «Красный герцог! Браво, браво, красный герцог!» закричал Портос, хлопая в ладоши и одобрительно кивая. «Красный герцог!» «Это великолепно! Я постараюсь распространить эту остроту, будьте спокойны! Вот так остряк этот Арамис! Как жаль, что вы не имели возможности последовать своему призванию, дорогой мой! Какой очаровательный аббат получился бы из вас!» «О, это только временная отсрочка!» заметил Арамис. «Когда-нибудь я все же буду аббатом!» «Ведь вы знаете, Портос, что я в предвидении этого продолжаю изучать богословие». «Он добьется своего, сказал Портос, рано или поздно, он добьется!» «Скорее рано!» ответил Арамис. «Он ждет только одного, чтобы снова облачиться в сутану, которая висит у него в шкафу позади одежды мушкетера», воскликнул один из мушкетеров. «Чего же он ждет?» спросил другой. «Он ждет, чтобы королева подарила стране наследника!» «Незачем! Незачем, господа, шутить по этому поводу», заметил Портос. «Королева, слава Богу, еще в таком возрасте, что это возможно!» «Говорят, что лорд Бекингем во Франции воскликнул Арамис лукавым смешком, который придавал этим, как будто в невинном словам, некий двусмысленный оттенок». Бекингем Джордж Вильерс лорд 1592-1628 годы английский политический деятель, фаворит королей Якова Первого и Карла Первого. «Арамис, друг мой, на этот раз вы не правы», перебил его Портос, «и любовь к остротам заставляет вас перешагнуть известную границу. Если б господин де Тревиль услышал, вам бы не поздоровилось за такие слова». «Не собираетесь ли и вы учить меня, Портос?» спросил Арамис, в кротком взгляде которого неожиданно сверкнула молния. «Друг мой», ответил Портос, «будьте мушкетером или аббатом, но не тем и другим одновременно, вспомните». «Атос на днях сказал вам, вы едите из всех кормушек». «Нет, нет, прошу вас, не будем ссориться, это ни к чему. Вам хорошо известно условие, заключенное между вами, Атосом и мною. Ведь вы бываете у госпожи де Гильон и ухаживаете за ней. Вы бываете у госпожи де Буатросси, кузины госпожи де Шеврес, и, как говорят, состоите у этой дамы в большой милости. О, вам незачем признаваться в счастье. Никто не требует от вас исповеди, кому неведома ваша скромность, но раз уж вы, черт возьми, обладаете даром молчания, не забывайте о нем, когда речь идет о ее величестве. Пусть болтают что угодно и кто угодно, королей, кардинали, но королева священно, если уж о ней говорят, то пусть говорят одно хорошее. Портос, вы самонадеян и как нарцисс, заметьте это, произнес Арамис, ведь вам известно, что я не терплю поучений и готов выслушивать их только от Атоса. Что касается вас, милейший, то ваша чрезмерно роскошная перевесть не внушает особого доверия к вашим благородным чувствам. Я стану аббатом, если сочту нужным. Пока что я мушкетер и как таковой говорю все, что мне вздумается. Сейчас мне вздумалось сказать вам, что вы мне надоели. Арамис, Портос, господа, господа, послышала со всех сторон, господин де Тревиль ждет господина Д'Артаньяна, перебил их лакей, распахнув дверь кабинета. Дверь кабинета, пока произносились эти слова, оставалась открытой, и все сразу умолкли. И среди этой тишины молодой гасконец пересек приемную и вошел к капитану мушкетеров от души, радуясь, что так своевременно избежал участие в развязке этой странной ссоры. Аудиенция. Господин де Тревиль был в самом дурном расположении духа. Тем не менее, он учтиво принял молодого человека, поклонившегося ему чуть ли не до земли, и с улыбкой выслушал его приветствия. Биарнский акцент юноши напомнил ему молодость и родные края, воспоминания, способные в любом возрасте порадовать человека. Но тут же, подойдя к дверям приемной и подняв руку, как бы в знак того, что он просит разрешения у Дратаньяна сначала покончить с остальными, а затем уже приступить к беседе с ним, он трижды крикнул с каждым разом повышая голос, так что в нем прозвучала вся гамма интонации, от повелительной до гневной Атос, Портос, Арамис. Оба мушкетера, с которыми мы уже успели познакомиться и которым принадлежали два последних имени, сразу же отделились от товарищей и вошли в кабинет, дверь которого захлопнула за ними, как только они перешагнули порог. Их манера держаться, хотя они и не были вполне спокойны своей непринужденностью, исполненной одновременно и достоинства, и покорности, вызвало восхищение Дартаньяна, видевшего в этих людях неких полубогов, а в их начальнике Юпитера-громовержца, готового разразиться громом и молнией. Когда оба мушкетера вошли и дверь за ними закрылась, когда гул голосов приемный, которым вызов мушкетеров послужил, вероятно, новой пищей, опять усилился, когда наконец господин Детро Виль хмуря брови три или четыре раза прошелся молча по кабинету мимо Портоса и Арамиса, которые стояли безмолвно вытянувшись, словно на смотру, он внезапно остановился против них и, окинув их с ног до головы гневным взором, произнес «Известно ли вам, господа, что мне сказал король и не далее, как вчера вечером, известно ли вам это?» «Нет», после короткого молчания ответствовали оба мушкетера, «нет, сударь, нам ничего не известно». «Но мы надеемся, что вы окажете нам честь сообщить об этом», добавил Арамис в высшей степени учтиво и отвесил изящный поклон. «Он сказал мне, что впредь будет подбирать себе мушкетеров из гвардейцев господина кардинала». «Из гвардейцев господина кардинала? Как это так?» воскрикнул Портос. «Он пришел к заключению, что его кисленькое венцо требует подбавки доброго вина». Оба мушкетера вспыхнули душей. Д'Артаньян не знал, куда ему деваться и готовил провалиться сквозь землю. «Да, да», продолжал господин Д'Атревиль все более горячас, «и его величество совершенно прав, ибо, клянусь честью, господа мушкетеры играют жалкую роль при дворе. Господин кардинал, вчера вечером за игрой в шахматы соболезнующим тоном, который очень задел меня, принялся рассказывать, что «эти проклятые мушкетеры, эти головорезы», он произносил эти слова с особой насмешкой, «которая понравилась мне еще меньше, эти рубаки», добавил он, поглядывая на меня своими глазами, дикой кошки, задержались позже разрешенного часа в кабачке на улице Ферру. Его гвардейцы, совершавшие обход, казалось, он расхохочется мне в лицо, были принуждены задержать этих нарушителей ночного покоя. Тысяча чертей. вы знаете, что это значит? Арестовать мушкетеров. Вы были в этой компании. Да, вы не отпирайтесь, вас опознали, и кардинал назвал ваши имена. Я виноват. Я сам виноват, ведь я сам подбираю себе людей. Вот хотя бы вы, Арамис, зачем вы выпросили у меня мушкетерский камзол, когда вам так к лицу была сутана. Ну, а вы, Портос, вам такая роскошная золотая перевесть нужна, должно быть, чтобы повесить на ней соломенную шпагу. А Атос? Я не вижу Атоса. Где он? Сударь с грустью произнес Арамис. Он болен, очень болен. Болен? Очень болен, говорите вы. А чем он болен? Опасаются, что у него оспа, сударь, сказал Портос, стремясь вставить и свое слово. Весьма печальная история. Эта болезнь может изуродовать его лицо. Оспа? Вот так славную историю вы тут рассказываете, Портос. Болеть оспой в его возрасте? Нет, нет, он должно быть ранен или убит. Ах, если б я мог знать тысяча чертей, господа мушкетеры, я не желаю, чтобы мои люди шатались по подозрительным местам, затевали ссоры на улицах и пускали в ход шпаги в темных закоуках. я не желаю в конце концов, чтобы мои люди служили посмешищем для гвардейцев господина кардинала. Эти гвардейцы спокойные ребята, порядочные, ловкие, их не за что арестовывать. Да, кроме того, они и не дали бы себя арестовать, я в этом уверен, они предпочли бы умереть на месте, чем отступить хоть на шаг спасаться, бежать, удирать. На это способны только королевские мушкетеры. Портос и Арамис дрожали от ярости. Они готовы были бы задушить господина Дотревиля, если бы в глубине души не чувствовали, что только горячая любовь к ним заставляет его так говорить. Они постукивали каблуками, а ковер до крови кусали губы и изо всех сил сжимали эфес и шпаг. В приемной слышали, что вызывали Атоса, Портоса и Арамиса. И по голосу господина Дотревиля угадали, что он сильно разгневан. Десяток голов, терзаемых любопытством, прижался к двери в стремлении не упустить ни слова и лица бледнели от ярости, тогда как уши, прильнувшие к скважине, не упускали ни звука, а уста повторяли одно за другим оскорбительные слова капитана, делая их достоянием всех присутствующих. В одно мгновение весь дом от дверей кабинета и до самого подъезда превратился в кипящий котел. Вот как королевские мушкетеры позволяют гвардейцам кардинала себя арестовывать, продолжал господин Датревиль в глубине души не менее разъяренной, чем его солдаты, отчеканивая слова и словно удары кинжала вонзая их в грудь своих слушателей. Вот как шесть гвардейцев кардинала арестовывают шестерых мушкетеров его величества тысяча чертей. Я принял решение прямо отсюда я отправляюсь в Лувр и подаю в отставку. Отказываюсь от звания капитана мушкетеров короля и прошу назначить меня лейтенантом гвардейцев кардинала. А если мне откажут тысяча чертей, я сделаюсь. Аббату. При этих словах ропот за стеной превратился в бурю. Всюду раздавались проклятия и богохульства. Возгласы «Тысяча чертей! Бог и все его ангелы смерти преисподние» повисли в воздухе. Д'Артаньян глазами искал нет ли какой-нибудь портьеры, за которой он мог бы укрыться и ощущал непреодолимое желание забраться под стул. «Так вот, господин капитан», воскликнул Портос, потеряв всякое самовладание, «нас действительно было шестеро против шестерых, но на нас напали из-за угла, и раньше, чем мы успели обнажить шпаги, двое из нас были убиты, наповал, а Тос так тяжело ранен, что немногим отличался от убитых. дважды он пытался подняться и дважды валился на землю, тем не менее мы не сдались, нет, нас уволокли силой, по пути мы скрылись. Что касается Тоса, то его сочли мертвым и оставили спокойно лежать на поле битвы, полагая, что с ним не стоит возиться, вот как было дело, черт возьми, капитан, не всякий бой можно выиграть, великий Помпей проиграл фарсальскую битву, а король Франциск первый, который, как я слышал, кое-чего стоил бой при Парии. И я имею честь доложить, сказал Арамис, что одного из нападавших я заколол его собственной шпагой, так как моя шпага сломалась после первого же выпада, убил или заколол, как вам будет угодно, сударь. Я не знал этого, произнес господин Датревиль, несколько смягчившись. Господин кардинал, как я вижу, кое-что преувеличил, но молю вас, сударь, продолжал Арамис, видя, что Датревиль смягчился, и уже осмеливаясь обратиться к нему с просьбой, умоляю вас, сударь, не говорите никому, что Атос ранен. Он был в отчаянии, если бы это стало известно королю. А так как рано очень тяжелое, пронзив плечо, лезвие проникло в грудь, можно опасаться. В эту минуту край портьеры приподнялся, и на пороге показался мушкетер с благородным и красивым, на смертельно бледном лицом. — Атос! — скрикнули оба мушкетера. — Атос! — повторил за ними Датревиль. — Вы звали меня, господин капитан? — сказал Атос, обращаясь к Датревилю. Голос его звучал слабо, но совершенно спокойно. — Вы звали меня, как сообщили мне товарищи. И я поспешил явиться, жду ваших приказаний, сударь. И с этими словами мушкетер, безукоризненно одетый и, как всегда подтянутый, твердой поступью, вошел в кабинет. Датревиль, до глубины души тронутый таким проявлением мужества, бросился к нему. — Я только что говорил этим господам, сказал Датревиль, что запрещаю моим мушкетерам без надобности рисковать жизнью. Храбрецы дороги королю, а королю хорошо известно, что мушкетеры самые храбрые люди на земле. Вашу руку Атос, и, не дожидаясь, чтобы вошедший ответил на это проявление дружеских чувств, Датревиль схватил правую руку Атоса и сжал ее изо всех сил, не замечая, что Атос при всем своем самообладании вздрогнул от боли и сделался еще бледнее, хоть это и казалось невозможно. Дверь оставалась полуоткрытой. Появление Атоса, а ранее которого, несмотря на тайну, окружавшую все это дело, большинству было известно, поразило всех. Последние слова капитана были встречены гулом удовлетворения, и две или три головы в порыве восторга просунулись между портьерами. Тетра-Виль, надо полагать, не применул бы резким замечанием покарать за это нарушение этикета, но вдруг почувствовал, как рука Атоса судорожно дернулась в его руке, и, переведя взгляд на мушкетера, увидел, что тот готов потерять сознание. В то же мгновение Атос, собравший все силы, чтобы преодолеть боли, все же сраженный, ею рухнул на пол, как мертвый. Лекаря, закричал господин Детра-Виль, моего или королевского самого лучшего, лекаря, или тысяча чертей мой храбрый Атос умрет. На крик Детра-Виля все собравшиеся в приемной хлынули к нему в кабинет. Дверь, которого он не подумал закрыть. Все суетились вокруг раненого, но все старания были бы напрасны, если бы лекарь не оказался в самом доме. Расталкивая толпу, он приблизился к Атосу, который все еще лежал без сознания, и так как шум и суета мешали ему, он прежде всего настойчиво потребовал, чтобы больного перенесли в соседнюю комнату. господин удовольствовали, не понижая голоса, сыпали проклятиями и, не боясь сильных выражений, посылали кардиналы его гвардейцев ко всем чертям. Немного погодя, вернулись Портос и Арамис. Подле раненого остались только Датрувиль и лекарь. Наконец возвратился и господин Датрувиль. Раненый по его словам пришел в сознание. Врач считал, что его положение не должно внушать друзьям никаких опасений, так как слабость вызвана только большой потерей крови. Затем господин Датрувиль сделал знак рукой и все удалились, за исключением Дортаньяна, который со свойственной Гасконсу настойчивостью остался на месте, не забывая, что ему назначена аудиенция. Когда все вышли и дверь закрылась, Датрувиль обернулся и оказался лицом к лицу с молодым человеком. Проишедшие события прервали нить его мысли. Он осведомился о том, чего от него желает настойчивый проситель. Дортаньян назвался, сразу пробудив в памяти Датрувиля и прошлое и настоящее. Простите, любезный земляк, произнес он с улыбкой, я совершенно забыл о вас. Что вы хотите? Капитан это тот же отец семейства, только отвечать он должен за большее, чем обыкновенный отец. Солдаты, взрослые, дети. Но, так как я требую, чтобы распоряжение короля и особенно господина кардинала выполнялись, Дортаньян не мог скрыть улыбку. Эта улыбка показала господину Датрувилю, что перед ним отнюдь не глупец, и он сразу перешел к делу. Я очень любил вашего отца, сказал он. Чем я могу быть полезен его сыну? Говорите, скорее, время у меня уже на исходе. Сударь, произнес Дортаньян, уезжая из Старба в Париж, я надеялся в память той дружбы, о которой вы не забыли просить у вас плащ мушкетера. Но после всего виденного мною за эти два часа я понял, что эта милость была бы столь огромна, что я боюсь оказаться недостойным ее. — Это действительно милость, молодой человек, ответил господин Датрувиль. Но для вас она, может быть, не так недоступна, как вы думаете или делаете вид, что думаете. Впрочем, одно из распоряжений его величества предусматривает подобный случай. Я вынужден к сожалению сообщить вам, что никого не зачисляют в мушкетеры, пока он не испытан в нескольких сражениях, не совершил каких-нибудь блестящих подвигов или не прослужил два года в другом полку поскромнее, чем наш. Д'Артаньян молча поклонился. Он еще более жаждал надеть форму мушкетера, с тех пор, как узнал, насколько трудно достичь желаемого. Но, продолжал Д'Атривиль, вперив своего земляка такой пронзительный взгляд, словно он желал проникнуть в самую глубину его сердца, «Но из уважения к вашему отцу, моему старому другу, как я вам уже говорил, я все же хочу что-нибудь сделать для вас, молодой человек. Наши бернские юноши редко бывают богаты, и я не думаю, чтобы положение сильно изменилось с тех пор, как я покинул родные края. Полагаю, что денег, привезенных вами, вряд ли хватит на жизнь». Д'Артаньян гордо выпрямился, всем своим видом, давая понять, что он ни у кого не просит милостыни. «Полно, полно, молодой человек», продолжал Д'Атривиль, «мне эти повадки знакомы, я приехал в Париж с четырьмя ЭКЮ в кармане и вызвал бы на дуэль любого, кто осмелился бы сказать мне, что я не в состоянии купить лувр». Д'Артаньян еще выше поднял голову. Благодаря продаже коня он начинал свою карьеру, имея на четыре ЭКЮ больше, чем имел на первых порах Д'Атривиль. «Итак, продолжал капитан, вам необходимо сохранить привезенное, как бы значительно ни была эта сумма, но вам также следует усовершенствоваться в искусстве владеть оружием. Это необходимо дворянину? Я сегодня же напишу письмо начальнику Королевской Академии, и с завтрашнего дня он примет вас, не требуя никакой платы. Не отказывайтесь от этого. Наши молодые дворяне, даже самые знатные и богатые часто, тщетно добиваются приема туда. Вы научитесь верховой езде, фехтованию, танцам, вы завяжете полезные знакомства, а время от времени будете являться ко мне, докладывать, как у вас идут дела и чем я могу помочь вам». Как не чужды были Д'Артаньяну придворные уловки? Он все же почувствовал холодок, которым ввеяло от этого приема. «Увы», воскликнул он, «я вижу, как недостает мне сейчас письма с рекомендацией, данного мне отцом». «Действительно», ответил Д'Атревиль, «я удивлен, что вы пустились в столь дальний путь без этого единственного волшебного ключа, столь необходимого нашему брату Бернцу. Письмо было у меня, сударь, и слава Богу, написанное как полагается, воскликнул Д'Артаньян, но у меня коварно похитили его». И он рассказал обо всем, что произошло в Менге. Описал незнакомого дворянина во всех подробностях, и речь его дышала жаром и искренностью, которые очаровали Д'Артавиль. «Странная история», — задумчиво произнес капитан Мушкетеров. «Вы, значит, громко называли мое имя?» «Да, конечно, я был так неосторожен, но что вы хотите? Такое имя, как ваше, должно было служить мне в пути щитом, судите сами, как часто я прикрывался им». Лесть была в те дни в моде, и Д'Артавиль был так же чувствителен к фимиаму, как любой король или кардинал. Он не мог поэтому удержаться от выражавшей удовольствия улыбки, но улыбка быстро угасла. «Скажите мне», — начал он, сам возвращаясь к происшествию в Менге, «скажите, не было ли у этого дворянина легкого рубца на виске? Да, как бы ссадина от пули. Это был видный мужчина? Да, высокого роста? Да, бледный, с темными волосами? Да, да, именно такой. Каким образом, сударь, вы знаете этого человека? Ах, если когда-нибудь я разыщу его, я клянусь вам, я разыщу его хоть в аду! Он ожидал женщину, перебил его Д'Артавиль. Уехал он, во всяком случае, только после того, как обменялся несколькими словами с той, которую поджидал. Вы не знаете, о чем они говорили? Вручив свой ларец, он сказал, что в нем она найдет его распоряжение, и предложил ей вскрыть ларец только в Лондоне. «Это женщина была англичанка, он называл ее Миледи». «Это он», прошептал Д'Артавиль, «это он». «А я полагал, что он еще в Брюсселе». «О сударь», воскликнул Д'Артаньян, «скажите мне, кто он и откуда, и я не буду просить вас ни о чем, даже о зачислении в мушкетеры, ибо прежде всего я должен рассчитаться с ним». «Упаси вас Бог от этого, молодой человек», воскликнул Д'Артавиль. «Если вы встретите его на улице, спешите перейти на другую сторону, не натыкайтесь на эту скалу, вы разобьетесь, как стекло». «И все-таки», произнес Д'Артаньян, «если только я его встречу, пока во всяком случае не советую вам разыскивать его», сказал Д'Артавиль. Внезапно Д'Артавиль умолк, пораженный странным подозрением. Страстная ненависть, которую юноша выражал по отношению к человеку, якобы похитившему у него отцовское письмо, кто знает, не скрывался ли за этой ненавистью какой-нибудь коварный замысел? Не подослан ли этот молодой человек его высокопреосвященством? Не явился ли он с целью заманить его Д'Артавиля в ловушку? Этот человек, называющий себя Д'Артаньяном, не был ли он шпионом, которого пытаются ввести к нему в дом, чтобы он завоевал его доверие, а затем погубил его, как это бывало с другими. Он еще внимательнее, чем раньше, поглядел на Д'Артаньяна. Вид этого подвижного лица, выражавшего ум, лукавство и притворную скромность не слишком его успокоил. Я знаю, правда, что он гасконец, подумал Д'Атрувиль, но он с таким же успехом может применить свои способности на пользу кардиналу, как и мне. Испытаем его. Друг мой, проговорил он медленно, перед сыном моего старого друга, ибо я принимаю на веру всю эту историю с письмом. Перед сыном моего друга я хочу искупить холодность, которую вы сразу ощутили в моем приеме, и раскрою перед вами тайны нашей политики. Король и кардинал, наилучшие друзья, мнимые трения между ними служат лишь для того, чтобы обмануть глупцов. Я не допущу, чтобы мой земля, красивый юноша, славный малый, созданный для успеха, стал жертвой этих фокусов и попал в просаг, как многие другие, сломавшие себе на этом голову. Запомните, что я предан этим двум всемогущим господам, и что каждый мой шаг имеет целью служить королю и господину кардиналу, одному из самых выдающихся умов, которые когда-либо создавала Франция. Отныне, молодой человек, примите это к сведению, и если в силу ли семейных или дружеских связей, или подчиняясь голосу страстей, вы питаете их кардиналу враждебные чувства, подобные тем, которые нередко прорываются у иных дворян, распрощаемся с вами. Я приду к вам на помощь при любых обстоятельствах, но не приближу вас к себе. Надеюсь, во всяком случае, что моя откровенность сделает вас моим другом, ибо вы единственный молодой человек, с которым я когда-либо так говорил. «Если кардинал подослал ко мне эту лису», думал Дотрывиль, «то, зная, как я его ненавижу, наверняка внушил своему шпиону, что лучший способ вкрасться ко мне в доверие, это наговорить про него черт знает что, и, конечно, этот хитрец, несмотря на мои заверения, сейчас же станет убеждать меня, что питает отвращение к его преосвященству, но все произошло совсем по-иному, не так, как ожидал Дотрывиль. Д'Артаньян ответил совершенной прямотой, «сударь», произнес он просто, «я прибыл в Париж именно с такими намерениями, отец мой советовал мне не покоряться никому, кроме короля, господина кардинала и вас, которых он считает первыми людьми во Франции». Д'Артаньян, как можно заметить, присоединил имя Дотрывиля к двум первым, но это добавление, по его мнению, не могло испортить дело, поэтому, продолжал он, «я глубоко чту господина кардинала и преклоняюсь перед его действиями». тем лучше для меня, если вы, как изволите говорить, вполне откровенны со мной. Значит, вы оказали мне честь, заметив сходство в наших взглядах, но если вы отнеслись ко мне с некоторым недоверием, а это было бы вполне естественно, тогда, разумеется, я гублю себя этими словами в ваших глазах, но все равно вы оцените мою прямоту, а ваши добрые мнения обо мне дороже всего на свете». Детревиль был поражен. Такая проницательность, такая искренность вызывали восхищение, но все же полностью не устраняли сомнений. Чем больше выказывалось превосходство этого молодого человека перед другими молодыми людьми, тем больше было оснований остерегаться его, если Детревиль ошибался в нем. «Вы честный человек», сказал он, пожимая Д'Артаньяну руку, «но сейчас я могу сделать для вас только то, что предложил. Двери моего дома всегда будут для вас открыты. Позже, имея возможность являться ко мне в любое время, а следовательно и уловить благоприятный случай, вы, вероятно, достигнете того, к чему стремитесь». «Другими словами, сударь», проговорил Д'Артаньян, «вы ждете, чтобы я оказался достоин этой чести». «Ну что ж», добавил он, «с непринужденностью свойственной гасконцу, вам недолго придется ждать». И он поклонился, собираясь удалиться, словно остальное касалось уже только его одного. «Да погодите же», сказал Д'Артаньян, останавливая его, «я обещал вам письмо к начальнику академии, или вы чересчур гордый молодой человек, чтобы принять его от меня?» «Нет, сударь», возразил Д'Артаньян, «и я отвечаю перед вами за то, что его не постигнет такая судьба, как письмо моего отца. Я так бережно буду хранить его, что оно, клянусь вам, дойдет по назначению, и горе тому, кто попытается похитить его у меня». Это бахвальство вызвало на устах Д'Артаньян дотравиля улыбку. Оставив молодого человека в амбразуре окна, где они только что беседовали, он уселся за стол, чтобы написать обещанное письмо. Д'Артаньян в это время, ничем не занятый, выбивал по стеклу какой-то марш, наблюдая за мушкетерами, которые один за другим покидали дом и провожая их взглядом до самого поворота улицы. Господин Д'Артаньян, написав письмо, запечатал его, встал и направился к молодому человеку, чтобы вручить ему конверт. Но в то самое мгновение, когда Д'Артаньян протянул руку за письмом, Д'Этревиль с удивлением увидел, как юноша внезапно вздрогнул и, вспыхнув от гнева, бросился из кабинета с яростным криком. — Нет, тысяча чертей! На этот раз ты от меня не уйдешь! — Кто? — спросил Д'Артаньян. — Он похититель! — ответил на ходу Д'Артаньян. — Ах, негодяй! И с этими словами он исчез за дверью. — Сумасшедший! — пробормотал Д'Артаньян. — Если только... — медленно добавил он. — Это неуловка, чтобы удрать, раз он понял, что подвох не удался. Плечо Атоса, перевязь Портоса, и платок Арамиса. Д'Артаньян, как бешеный, в три скачка промчался через приемную и выбежал на площадку лестницы, по которой собирался спуститься опометью, как вдруг с разбегу столкнулся с мушкетером, выходившим от господина Д'Атрувилля через боковую дверь. Мушкетер закричал или, вернее, взвыл от боли. — Простите меня, — произнес Д'Артаньян, намереваясь продолжать свой путь. — Простите меня, но я спешу! Не успел он спуститься до следующей площадки, как железная рука ухватила его за перевесь и остановила на ходу. — Вы спешите, — воскликнул мушкетер, побледневший, как мертвец, и под этим предлогом наскакиваете на меня, говорите простите и считаете дело исчерпанным. Не совсем так, молодой человек. Не вообразили ли вы, что если господин Д'Атрувиль сегодня резко говорил с нами, то это дает вам право обращаться с нами пренебрежительно. — Ошибаетесь, молодой человек, вы не господин Д'Атрувиль. — Поверьте мне, — отвечал Д'Артаньян, узнав Атоса, возвращавшегося к себе после перевязки, — поверьте мне, я сделал это нечаянно, и, сделав это нечаянно, я сказал, простите меня, по-моему, этого достаточно. А сейчас я повторяю вам, и это, пожалуй, лишнее, что я спешу, очень спешу, поэтому прошу вас, отпустите меня, не задерживайте. — Сударь, сказал Атос, выпуская из рук перевязь, — вы не вежа, сразу видно, что вы приехали издалека. Д'Артаньян уже успел шагнуть вниз через три ступеньки, но слова Атоса заставили его остановиться. — Тысяча чертей, сударь, проговорил он, — хоть я и приехал издалека, но не вам учить меня хорошим манером, предупреждаю вас. — Кто знает, сказал Атос. — Ах, если б я не так спешил, воскликнул Д'Артаньян, и если б я не гнался за одним человеком, так вот, господин Тарапыга, меня вы найдете, не гоняя за мной, слышите? Где именно, не угодно ли сказать, подле монастыря Д'Артаньян? — В котором часу? — Около двенадцати. — Около двенадцати? — Хорошо. — Буду на месте. — Постарайтесь не заставить меня ждать. В четверть первого я вам уши на ходу отрежу. — Хорошо, — крикнул Д'Артаньян, явлюсь без десяти двенадцать. И он пустился бежать, как одержимый, все еще надеясь догнать незнакомца, который не мог отойти особенно далеко, так как двигался не спеша. Но у ворот он увидел Портоса, беседовавшего с караульным. Между обоими собеседниками оставалось свободное пространство, через которое мог проскользнуть один человек. Д'Артаньяну показалось, что этого пространства достаточно, и он бросился напрямик, надеясь, как стрела пронестись между ними. Но Д'Артаньян не принял в расчет ветра. В тот миг, когда он собирался проскользнуть между разговаривавшими, ветер раздул длинный плащ Портоса, и Д'Артаньян запутался в его складках. У Портоса, по-видимому, были веские причины не расставаться с этой важной частью своего одеяния, и вместо того, чтобы выпустить из рук полу, которую он придерживал, он потянул ее к себе, да так, что Д'Артаньян, по вине упрямого Портоса, проделав какое-то вращательное движение, оказался совершенно закутанным в бархат плаща. Слыша проклятие, которыми осыпал его мушкетер, Д'Артаньян как слепой ощупывал складки, пытаясь выбраться из-под плаща. Он больше всего опасался как-нибудь повредить роскошную перевесь, о которой мы уже рассказывали, но робко приоткрыв глаза, он увидел, что нос его упирается в спину Портоса, как раз между лопатками, другими словами, в самую перевесь. Увы, как и многое на этом свете, что блестит только снаружи, перевесь Портоса сверкала золотым шитьем лишь спереди, а сзади была из простой буйволовой кожи. Портос, как истый хвостун, не имея возможности приобрести перевесь целиком шитую золотом, приобрел перевесь шитую золотом хотя бы лишь спереди, отсюда и выдуманная простуда и необходимость плаща. Дьявол, завопил Портос, делая невероятные усилия, чтобы освободиться от Д'Артаньяна, который копошился у него за спиной. «С ума вы спятили, что ли, что бросаетесь на людей?» «Простите», проговорил Д'Артаньян, выглядывая из-под локтя гиганта, «но я очень спешу, я гоню за одним человеком». «Глаза вы, что ли, забываете дома, когда гонитесь за кем-нибудь?» орал Портос. «Нет», — с обидой произнес Д'Артаньян, «нет, и мои глаза позволяют мне даже видеть то, чего не видят другие». «Понял», но он дал полную волю своему гневу. «Сударь», прорычал он, «предупреждаю вас, если вы будете задевать мушкетеров, дело для вас кончится трепкой». «Трепкой?» переспросил Д'Артаньян, «не сильно ли сказано?» «Сказано человеком, привыкшим смотреть в лицо своим врагам. Еще бы! Мне хорошо известно, что тыл вы не покажете никому, и юноша в восторге от своей озорной шутки двинулся дальше, хохоча во все горло. Портос в дикой ярости сделал движение, намереваясь броситься на обидчика. «Потом, потом!» крикнул ему Д'Артаньян, «когда на вас не будет плаща, значит, в час позади Люксембургского дворца! Прекрасно! в час!» ответил Д'Артаньян, заворачивая за угол. Но ни на улице, по которой он пробежал, ни на той, которую он мог теперь охватить взглядом, не видно было ни души. Как немедленно двигался незнакомец, он успел скрыться из виду или зайти в какой-нибудь дом. Д'Артаньян расспрашивал о нем всех встречных, спустился до перевоза, вернулся по улице Сены, прошел по улице Алого Креста. Ничего! Ровно ничего! Все же эта погоня принесла ему пользу. По мере того, как пот выступал у него на лбу, сердце его остывало. Он углубился в размышления о происшедших событиях. Их было много, и все они оказались неблагоприятными. Было всего одиннадцать часов утра, а это утро уже успело принести ему немилость до Трувиля, который не мог не счесть проявлением развязности неожиданный уход Д'Артаньяна. Кроме того, он нарвался на два поединка с людьми, способными убить трех Д'Артаньянов каждый, одним словом, с двумя мушкетерами, то есть существами, перед которыми он благоговел так глубоко, что в сердце своем ставил их выше всех людей. Положение было невеселое. Убежденный, что будет убит Атосом, он вполне понятно не очень-то беспокоился о поединке с Портосом. Все же, поскольку надежда есть последнее, что угасает в душе человека, он стал надеяться, что хотя и получит страшные раны, все же останется жив. И на этот случай, в расчете на будущую жизнь, уже бронил себя за свои ошибки. Какой я безмозглый грубиян! Этот несчастный и храбрый Атос был ранен именно в плечо, на которое я, как баран, налетел головой. Приходится только удивляться, что он не прикончил меня на месте, он вправе был бы это сделать. Боль, которую я причинил ему, была, наверное, ужасна. Что ж касается Портоса, о, что касается Портоса, ей-богу, тут дело забавнее. И молодой человек, вопреки своим мрачным мыслям, не мог удержаться от смеха, поглядывая все же при этом по сторонам. Не покажется ли такой беспричинный одинокий смех кому-нибудь обидным? Что касается Портоса, то тут дело забавнее, но я все же глупец. Разве можно так наскакивать на людей? Подумать только. И заглядывать им под плащ, чтобы увидеть то, чего там нет. Он попростил меня, конечно, простил, если б я не пристал к нему с этой проклятой перевязью. Я, правда, только намекнул, но как ловко намекнул, ах, чертов я гасконец, буду острить даже в аду на сковородке. Друг ты мой, Д'Артаньян, продолжал он, обращаясь к самому себе с вполне понятным дружелюбим, если ты уцелеешь, что маловероятно, нужно впредь быть образцово учтивым. Отныне все должны восхищаться тобой и ставить тебя в пример. Быть вежливым и предупредительным не значит еще быть трусом. Погляди только на Арамиса. Арамис сама кротость, олицетворение и изящество, а разве может прийти кому-нибудь в голову назвать Арамиса трусом? Разумеется, нет, и отныне я во всем буду брать пример с него. Ах, вот как раз и он сам. Д'Артаньян, все время продолжая разговаривать с самим собой, поравнялся с особняком Д'Агильона и тут увидел Арамиса, который, остановившись перед самым домом, беседовал с двумя королевскими гвардейцами. Арамис со своей стороны заметил Д'Артаньяна. Он не забыл, что господин Д'Атревиль в присутствии этого юноши так жестоко вспылил сегодня утром. Человек, имевший возможность слышать, какими упреками осыпали мушкетеров, был ему неприятен. И Арамис сделал вид, что не замечает его. Д'Артаньян, между тем, весь во власти своих планов стать образцом учтивости и вежливости, приблизился к молодым людям и отвесил им изысканнейший поклон, сопровождаемый самой приветливой улыбкой. Арамис слегка поклонился, но без улыбки. Все трое при этом сразу прервали разговор. Д'Артаньян был не так глуп, чтобы не заметить, что он лишний, но он не был еще достаточно искушен в приемах высшего света, чтобы найти выход из неудобного положения, в каком оказывается человек, подошедший к людям, мало ему знакомым, и вмешавшийся в разговор его не касающийся. Он тщетно искал способа, не теряя достоинства убраться отсюда, как вдруг заметил, что Арамис уронил платок, и, должно быть, по рассеянности наступил на него ногой. Д'Артаньяну показалось, что он нашел случай загладить свою неловкость. Наклонившись, он с самым любезным видом вытащил платок из-под ноги мушкетера, как крепко тот не наступал на него. «Вот ваш платок, сударь», произнес он с чрезвычайной учтивостью. «Вам, вероятно, жаль бы его потерять». Платок был действительно покрыт богатой вышивкой, и в одном углу его выделялись корона и герб. Арамис густо покраснел и, скорее, выхватил, чем взял платок из рук гасконца. «Так, так», воскликнул один из гвардейцев, «теперь наш скрытный Арамис не станет уверять, что у него дурные отношения с госпожой де Буат-Росси, раз эта милая дама была столь любезна, что одолжила ему свой платок». Арамис бросил на Д'Артаньяна один из тех взглядов, которые ясно дают понять человеку, что он нажил себе смертельного врага, но тут же перешел к обычному для него слащавому тону. «Вы ошибаетесь, господа», произнес он, «платок этот вовсе не принадлежит мне. Я не знаю, почему этому господину взбрело на ум подать его именно мне, а не любому из вас. Лучшим подтверждением моих слов может служить то, что мой платок у меня в кармане». С этими словами он вытащил из кармана свой собственный платок, также очень изящный и из тончайшего батиста, а батист в те годы стоил очень дорого, но без всякой вышивки и герба, а лишь помеченной монограммой владельца. На этот раз Д'Артаньян промолчал. Он понял свою ошибку, но приятели Арамиса не дали себя убедить, несмотря на все его уверения. Один из них, сделанный серьезностью, обратился к мушкетеру. «Если дело обстоит так, как ты говоришь, дорогой мой Арамис, сказал он, я вынужден буду потребовать от тебя этот платок. Как тебе известно, Буат-Роси мой близкий друг, и я не желаю, чтобы кто-либо хвастал вещами, принадлежащими его супруге». «Ты не так просишь об этом», ответил Арамис, «и, признавая справедливость твоего требования, я все же откажу тебе из-за формы, в которую оно обличено». «В самом деле», робко заметил Д'Артаньян, «я не видел, чтобы платок выпал из кармана господина Арамиса. Господин Арамис наступил на него ногой, вот я и подумал, что платок принадлежит ему, и ошиблись». Холодно произнес Арамис, словно не замечая желания Д'Артаньяна загладить свою вину. «Кстати», продолжал Арамис, обращаясь к гвардейцу, сославшемуся на свою дружбу с Буат-Росси, «я вспомнил, дорогой мой, что связан с графом де Буат-Росси не менее нежной дружбой, чем ты близкий его друг, так что платок с таким же успехом мог выпасть из твоего кармана, как из моего». «Нет, клянусь, честью», воскликнул гвардейц его величества, «ты будешь клясться честью, а я ручаться честным словом, и один из нас при этом очевидно будет лжецом. Знаешь, что, Монтаран, давай лучше поделим его». «Платок?» «Да, великолепно!» закричали оба приятеля гвардейца. «Соломонов суд, арамисты в самом деле воплощенная мудрость». Молодые люди расхохотались, и все дело, как ясно, всякому на том и кончилось. Через несколько минут разговор оборвался, и собеседники расстались, сердечно пожав друг другу руки. Гвардейцы зашагали в одну сторону, арамист в другую. «Вот подходящее время, чтобы помириться с этим благородным человеком», подумал Д'Артаньян, который в продолжении всего этого разговора стоял в стороне. И, подчиняясь доброму порыву, он поспешил догнать мушкетера, который шел, не обращая больше на него внимания. «Сударь», произнес Д'Артаньян, нагоняя мушкетера, «надеюсь, вы извините меня, милостивый государь», прервал его Арамис, «разрешите вам заметить, что в этом деле вы поступили не так, как подобало бы благородному человеку». «Как?» «Милостивый государь», воскликнул Д'Артаньян, «вы можете предположить, я предполагаю, сударь, что вы не глупец». «И вам, хоть вы и прибыли из Гаскони, должно быть известно, что без причины не наступают ногой на носовой платок. Париж, черт возьми, не вымощен батистовыми платочками, сударь. Вы напрасно стараетесь меня унизить, произнес Д'Артаньян, в котором задорный нрав начинал уже брать верх над мирными намерениями. Я действительно прибыл из Гаскони, и поскольку это вам известно, мне незачем вам напоминать, что гасконцы не слишком терпеливы. Так что, раз извинившись хотя бы за сделанную ими глупость, они бывают убеждены, что сделали вдвое больше положенного. Сударь, я сказал, это вовсе не из желания искать с вами ссоры. Я, слава богу, не забияка какой-нибудь, и мушкетер я лишь временно. Дерус я только, когда бываю вынужден и всегда с большой неохотой, но на этот раз дело нешуточное. Тут речь о даме, которую вы скомпрометировали. Мы скомпрометировали, воскликнул Д'Артаньян. Как вы могли подать мне этот платок? Как вы могли обронить этот платок? Я уже сказал, сударь, и повторяю, что платок этот выпал не из моего кармана. Значит, сударь, вы солгали дважды, ибо я сам видел, как он выпал именно из вашего кармана. Ах, вот как вы позволяете себе разговаривать, господин Гасконец. Я научу вас вести себя. А я отправлю вас назад служить обеднюю, господин Аббат. Вытаскивайте шпагу, прошу вас, и сию же минуту. Нет, нет, милый друг, не здесь во всяком случае. Не видите вы, разве что мы находимся против дома Дегильонов, который наполнен клевретами кардинала. Кто уверит меня, что не его высокопреосвященство поручил вам доставить ему мою голову? А, знаете, я до смешного дорожу своей головой. Мне представляется, что она довольно ловко сидит у меня на плечах, поэтому я согласен убить вас, будьте спокойны, но убить без шума в укромном местечке, где вы никому не могли бы похвастать своей смертью. Пусть так, только не будьте слишком самоуверенны и захватите ваш платочек, принадлежит ли он вам или нет, но он может вам пригодиться. Вы, сударь, гасконец? С иронией спросил Арамис. Да, и гасконцы обычно не откладывают поединка из осторожности. Осторожность, сударь, качество излишнее для мушкетера, я это знаю, но она необходима служителям церкви, и так как мушкетер я только временно, то предпочитаю быть осторожным. В два часа я буду иметь честь встретиться с вами в доме господина Датревиля, там я укажу вам подходящее для поединка место. Молодые люди раскланились, затем Арамис удалился по улице, ведущей к Люксембургскому дворцу, а Д'Артаньян, видя, что уж довольно поздно, зашагал в сторону монастыря, дошел. Ничего не поделаешь, рассуждал он сам с собой, поправить ничего нельзя. Одно утешение, если я буду убит, то буду убит мушкетером. Королевские мушкетеры и гвардейцы господина кардинала. У Д'Артаньяна в Париже не было ни одного знакомого. Поэтому он на поединок с Атосом отправился без секунданта, решив удовольствоваться секундантами противника. Впрочем, он заранее твердо решил принести храброму мушкетеру все допустимые извинения, не проявляя при этом змеется слабости. Он решил это, опасаясь тяжелых последствий, которые может иметь подобные дуэль, когда человек полный сил и молодости дерется с раненым и ослабевшим противником. Если он окажется побежденным, противник будет торжествовать вдвойне. Если же победителем будет он, его обвинят в вероломстве, скажут, что успех достался ему слишком легко. Впрочем, либо мы плохо обрисовали характер нашего искателя приключений, либо читатель должен был уже заметить, что Д'Артаньян был человек не совсем обыкновенный. Поэтому, хоть и твердя самому себе, что гибель его неизбежна, он не мог безропотно покориться неизбежности смерти, как сделал бы это другой, менее смелый и менее спокойный человек. Он вдумывался в различие характеров тех, с кем ему предстояло сражаться, и положение постепенно становилось для него ясней. Он надеялся, что, извинившись, завоюет дружбу Атоса. Строгое лицо и благородная осанка, которого произвели на него самое хорошее впечатление. Он льстил себя надеждой запугать Портоса историей с перевязью, которую он мог в случае, если не будет убит на месте, рассказать всем, а такой рассказ, преподнесенный в подходящей форме, не мог не сделать Портоса смешным в глазах друзей и товарищей. Что касается хитроумного Арамиса, то он не внушал Д'Артаньяну особого страха. Если даже предположить, что и до него дойдет очередь, то Д'Артаньян твердо решил покончить с ним, или же ударом в лицо, как Цезарь советовал поступать с солдатами Помпея, нанести ущерб красоте, которой Арамис так явно гордился. Кроме того, в Д'Артаньяне жила непоколебимая решимость, основанная на советах его отца, сущность которых сводилась к следующему — не покоряться никому, кроме короля, кардинала и господина Д'Атрувиля. Вот почему Д'Артаньян не шел, а летел по направлению к монастырю Д'Эшоу. Это было заброшенное здание с выбитыми стеклами, окруженное бесплодными пустырями. В случае надобности служившими тому же назначению, что и прео-клерк, там обыкновенно дрались люди, которым нельзя было терять время. когда Д'Артаньян подходил к пустырю, находившемуся подле монастыря, пробил и полдень. Атос ожидал его всего пять минут, следовательно, Д'Артаньян был безукоризненно точен, и самый строгий судья в законах дуэли не имел бы повода упрекнуть его. Атос, которому рано причинял еще тяжкую боль, хоть лекарь де Тривиля и наложил в нее свежую повязку, сидел на камне и ожидал противника, как всегда спокойный и полный благородного достоинства. Увидев Д'Артаньяна, он встал и учтиво сделал несколько шагов ему навстречу. Д'Артаньян со своей стороны приблизился к противнику, держа шляпу в руке, так что перо волочилось по земле. Сударь, сказал Атос, я послал за двумя моими друзьями, которые и будут моими секундантами, но друзья эти еще не пришли. Я удивляюсь их опозданию, это не входит в их привычки. У меня секундантов нет, произнес Д'Артаньян. Я только вчера прибыл в Париж, и у меня здесь нет ни одного знакомого, кроме господина Д'Артаньян, которому рекомендовал меня мой отец, имевший честь некогда быть его другом. Атос на мгновение задумался. Вы знакомы только с господином Д'Атревильем? спросил он. Да, сударь, я знаком только с ним. Вот так история, проговорил Атос, обращаясь столько же к самому себе, как к своему собеседнику. Вот так история. Но если я вас убью, я прослыву пожирателям детей. Не совсем так, сударь, возразил Д'Артаньян с поклоном, который не был лишен достоинства. Не совсем так, раз вы делаете мне честь драться со мною, невзирая на рану, которая, несомненно, тяготит вас. Очень тяготит, даю вам слово. И вы причинили мне чертовскую боль, должен признаться. Но я буду держать шпагу в левой руке, как делаю всегда в подобных случаях. Таким образом, не думайте, что это облегчит ваше положение. Я одинаково свободно действую обеими руками. Это создаст даже некоторое неудобство для вас. Левша очень стесняет противника, когда тот не подготовлен к этому. Я сожалею, что не поставил вас заранее в известность об этом обстоятельстве. Да, вы, сударь, проговорил Д'Артаньян, бесконечно любезны, и я вам глубоко признателен. Я право смущен вашими речами, сказал Атос с изысканной учтивостью. Поговорим лучше о другом, если вы ничего не имеете против. Ах, дьявол, как больно вы сделали, плечо так и горит. Если вы разрешили, робко пробормотал Д'Артаньян, что именно, сударь, у меня есть чудодейственный бальзам для лечения ран. Этот бальзам мне дала с собой матушка, и я испытал его на самом себе. И что же? А то, что не далее, как через каких-нибудь три дня вы, я в этом уверен, будете исцелены, а по прошествии этих трех дней, когда вы поправитесь, сударь, я почту за великую честь скрестить с вами шпаги. Д'Артаньян произнес эти слова с простотой, делавшей честь его учтивости и в то же время не дававшей повода сомневаться в его мужести. Клянусь ответил Атос, это предложение мне по душе. Не то, чтобы я на него согласился, но от него за целую милю отдает благородством дворянина. Так говорили и действовали воины времен Карла Великого, примеру которых должен следовать каждый кавалер. Но мы, к сожалению, живем не во времена Великого Императора. Мы живем при почтенном господине кардинале. И за три дня, как бы тщательно мы не хранили нашу тайну, говорю я, станет известно, что мы собираемся драться. И нам помешают осуществить наше намерение. Да, но эти лодыри окончательно пропали, как мне кажется. Если вы спешите, сударь, произнес Д'Артаньян с той же простотой, с какой минуту назад он предложил Атосу отложить дуэль на три дня, если вы спешите, если вам угодно покончить со мною немедленно, прошу вас, не стесняйтесь. Эти слова также мне по душе, сказал Атос, приветливо кивнув Д'Артаньяну. Это слова человека неглупого и несомненно благородного. «Сударь, я очень люблю людей вашего склада и вижу, если мы не убьем друг друга, мне впоследствии будет весьма приятно беседовать с вами. Подождем моих друзей, прошу вас, мне некуда спешить, и так будет приличнее. Ах, вот один из них, кажется, идет». Действительно. В конце улицы вожий рар в эту минуту показалась гигантская фигура Портоса. «Как?» — воскликнул Д'Артаньян. «Ваш первый секундант, господин Портос!» «Да, это вам почему-нибудь неприятно. Нет-нет, а вот и второй». Д'Артаньян повернулся в сторону, куда указывал Атос и узнал Арамиса. «Как?» — воскликнул он тоном, выражавшим еще большее удивление, чем в первый раз. «Ваш второй секундант, господин Арамис!» «Разумеется!» «Разве вам не известно, что нас никогда не видят друг без друга, и что как среди мушкетеров, так и среди гвардейцев при дворе и в городе нас называют Атос, Портос и Арамис или трое неразлучных, впрочем, так как вы прибыли из Дакса или По и Старба, поправил Д'Артаньян. «Вам позволительно не знать этих подробностей». «Честное слово», произнес Д'Артаньян. «Прозвище у вас, милостивое государе, удачное. История со мной, если только она получит огласку, послужит доказательством, что ваша дружба основана не на различии характеров, а на сходствиях». Портос в это время, подойдя ближе, движением руки приветствовал Атоса, затем, обернувшись, замер от удивления, как только узнал Д'Артаньян. «Упомянем вскользь, что Портос успел за это время переменить перевязь и скинуть плащ». «Так», протянул он, «что это значит?» «Я дерусь с этим господином», сказал Атос, указывая на Д'Артаньяна рукой и тем же движением, как бы приветствуя его. «Но и я тоже дерусь именно с ним», заявил Портос, «только в час дня», успокоительно заметил Д'Артаньян. «Но и я тоже дерусь с этим господином», объявил Арамис, в свою очередь приблизившись к ним. «Только в два часа?» «Все так же спокойно», сказал Д'Артаньян. «По какому же поводу дерешься ты, Атос?» спросил Арамис. «Право затрудняюсь ответить», сказал Атос, «он больно толкнул меня в плечо, а ты, Портос?» «А я дерусь просто потому, что дерусь», покраснев, ответил Портос. Атос, от которого ничто не могло ускользнуть, заметил тонкую улыбку, скользнувшую по губам Гасконца. «Мы поспорили по поводу одежды», сказал молодой человек. «А ты, Арамис?» «Я дерусь из-за несогласия по одному богословному вопросу», сказал Арамис, делая знак Д'Артаньяну, чтобы тот скрыл истинную причину дуэли. Атос заметил, что по губам Гасконца снова скользнула улыбка. «Неужели?» переспросил Атос. «Да, одно место из блаженного Августина, по поводу которого мы не сошлись во мнениях», сказал Д'Артаньян. «Он бесспорно умен», подумал Атос. «А теперь, милостивые государи, когда вы все собрались здесь», произнес Д'Артаньян, «разрешите мне принести вам извинения». При слове «извинения» лицо Атоса затуманилось, по губам Портоса скользнула пренебрежительная усмешка, Арамис же отрицательно покачал головой. «Вы не поняли меня, господа», сказал Д'Артаньян, подняв голову. Луч солнца в эту минуту, коснувшись его головы, оттенил тонкие смелые черты его лица. «Я просил у вас извинения на тот случай, если не буду иметь возможности дать удовлетворение всем вам троим, ведь господин Атос имеет право первым убить меня, и это может лишить меня возможности уплатить свой долг чести вам, господин Портос». «Обязательство же, выданное вам, господин Арамис, превращается почти в ничто». «А теперь, милостивый государь, повторяю еще раз, прошу простить меня, но только за это». «Не начнем ли мы?» С этими словами молодой гасконец смело выхватил шпагу, кровь ударила ему в голову. В эту минуту он готов был обнажить шпагу против всех мушкетеров королевства, как обнажил ее сейчас против Атоса, Портоса и Арамиса. Было четверть первого, солнце стояло в зените, и место, избранное для дуэли, было залито его палящими лучами. «Жарко», сказал Атос, в свою очередь обнажая шпагу, «а между тем мне нельзя скинуть камзол». «Я чувствую, что рана моя кровоточит, и боюсь смутить моего противника видом крови, которую не он пустил». «Да, сударь», ответил Д'Артаньян, «но будь эта кровь пущена мною или другими, могу вас уверить, что мне всегда будет больно видеть кровь столь храброго дворянина. Я буду драться, не снимая камзола, как и вы». «Все это прекрасно», воскликнул Портос, «но довольно любезности. Не забывайте, что мы ожидаем своей очереди». «Говорите от своего имени, Портос, когда говорите подобные нелепости», перебил его Арамис, «что до меня, то все сказанное этими двумя господами». «На мой взгляд, прекрасно и вполне достойно двух благородных дворян». «К вашим услугам, сударь», проговорил Атос, становясь на свое место. «Я ждал только вашего слова», ответил Д'Артаньян, скрестив с ним шпагу. «Но не успели зазвенеть клинки, коснувшись друг друга, как отряд гвардейцев кардинала под командой господина Д'Ажусака показался из-за угла монастыря. «Гвардейцы кардинала!» В один голос вскричали Портоса Арамис. «Шпаги в ножны, господа, шпаги в ножны!» Но было уже поздно. Противников застали в позе, не оставлявшей сомнения в их намерениях. «Эй!» крикнул Д'Ажусак, шагнув к ним и знаком приказав своим подчиненным последовать его примеру. «Эй, мушкетеры!» «Вы собрались здесь драться, а как же с аддиктами?» «Вы крайне любезны, господа гвардейцы», сказал Атос с досадой, так как Д'Ажусак был участником нападения, имевшего место два дня назад. «Если б мы застали вас дерущимися, могу вас уверить, мы не стали бы мешать вам, дайте нам волю, и вы, и не затрачивая труда, вы получите полное удовольствие». «Милостивые государи», сказал Д'Ажусак, «я вынужден к великому сожалению объявить вам, что это невозможно. Долг для нас прежде всего. Ложите шпаги в ножны и следуйте за нами». «Милостивый государь», сказал Арамис, передразнивая Д'Ажусака, «мы с величайшим удовольствием согласились бы на ваше любезное предложение, если бы это зависело от нас, но, к несчастью, это невозможно. Господин Д'Атравиль запретил нам это. Идите-ка своей дорогой, это лучшее, что вам остается сделать». Насмешка привела Д'Ажусака в ярость. «Если вы не подчинитесь, воскликнул он, мы вас атакуем. Их пятеро», в полголоса заметил Атос, «а нас только трое. Мы снова потерпим поражение, или нам придется умереть на месте, ибо объявляю вам, побежденный я не покажусь на глаза капитану». Атос, Партос и Арамис в то же мгновение подвинулись друг к другу, а даже Сак поспешил выстроить своих солдат. Этой минуты было достаточно для Д'Артаньяна. Он решился. Произошло одно из тех событий, которые определяют судьбу человека. Ему предстояло выбрать между королем и кардиналом, и раз выбрав, он должен будет держаться избранного, вступить в бой значило не подчиниться закону, значило рискнуть головой, значило стать врагом министра, более могущественного, чем сам король. Все это молодой человек понял в одно мгновение, и к чести его мы должны сказать, что он ни на секунду не заклебался. «Господа», сказал он, обращаясь к Атосу и его друзьям, «разрешите мне поправить вас, вы сказали, что вас трое, но мне кажется, что нас четеро». «Но вы не мушкетер», возразил Портос, «это правда», согласился Д'Артаньян, «на мне нет одежды мушкетера, но душой я мушкетер, сердце мое, сердце мушкетера, я чувствую это и действую как мушкетер». «Отойдите, молодой человек», крикнул Д'Артаньян, который по жестам и выражению лица Д'Артаньяна должно быть угадал его намерение. «Вы можете удалиться, мы не возражаем, спасайте свою шкуру, торопитесь». Д'Артаньян не двинулся с места. «Вы в самом деле славный малый», сказал Атос, пожимая им руку. «Скорее, скорее решайтесь», крикнул Д'Артаньян, «скорее», заговорили Портос и Арамис, «нужно что-то предпринять». «Этот молодой человек исполнен великодушие», произнес Атос. Но всех троих тревожила молодость и неопытность Д'Артаньяна. «Нас будет трое, из которых один раненый и в придачу юноши почти ребенок, а скажут, что нас было четверо». «Да, но отступить», воскликнул Портос, «Это невозможно», сказал Атос. Д'Артаньян понял причину их нерешительности. «Милостивые государи», сказал он, «испытайте меня, и клянусь вам честью, что я не уйду с этого места, если мы будем побеждены». «Как ваше имя, храбрый юноша», спросил Атос. «Д'Артаньян, сударь». «Итак, Атос, Портос, Арамис, д'Артаньян, воскликнул д'Артаньян, «Тысячи чертей, вас это удивляет!» И все девять сражающихся бросились друг на друга с яростью, не исключавшей, впрочем, известной обдуманности действий. Атос бился с неким Каюзаком, любимцем кардинала. На долю Портоса выпал Бикара, тогда как Арамис оказался лицом к лицу с двумя противниками. Что же касается Д'Артаньяна, то его противником оказался сам Д'Артаньян, д'Артаньян, сердце молодого Гасконца било столь сильно, что готово было разорвать ему грудь. «Видит Бог, не от страха!» Он и тени страха не испытывал от возбуждения. Он дрался, как разъярённый тигр, носяз вокруг своего противника, двадцать раз меняя тактику и местоположение. Жусак был, по тогдашнему выражению, мастер клинка, и притом многоопытный. Тем не менее, он с величайшим трудом оборонялся против своего гибкого и ловкого противника, который ежеминутно, пренебрегая общепринятыми правилами, нападал одновременно со всех сторон. И в то же время парируя удары, как человек, тщательно оберегающий свою кожу. Эта борьба в конце концов вывела даже сакое стерпение. Разъярённый тем, что ему не удаётся справиться с противником, которого он счёл юнцом, он разгорячился и начал делать ошибку за ошибкой. Д'Артаньян, не имевший большого опыта, но зато помнивший теорию, удвоил быстроту движения. Жусак, решив покончить с ним, сделал резкий выпад, стремясь нанести противнику страшный удар. Но Д'Артаньян ловко отпарировал, и в то время, как Жусак выпрямлялся, гасконец, словно змея, ускользнул из-под его руки и насквозь пронзил его своей шпагой. Жусак рухнул, как подкошенный. Освободившись от своего противника, Д'Артаньян быстрым и тревожным взглядом окинул поле битвы. Арамис уже успел покончить с одним из своих противников, но второй сильно теснил его. Всё же положение Арамиса было благоприятно, и он мог ещё защищаться. Бекара и Портос ловко орудовали шпагами, Портос был уже ранен в предплечье, Бекара в бедро. Ни та, ни другая рана не угрожала жизни, и оба они с ещё большим ожесточением продолжали защититься в искусстве фехтования. Атос, вторично раненый каюзаком, с каждым мгновением всё больше бледнел, но не отступал ни на шаг. Он только переложил шпагу в другую руку, и теперь дрался левый. Д'Артаньян, согласно законам дуэли, принятым в те времена, имел право поддержать одного из сражающихся. Остановившись в нерешительности и не зная, кому больше нужна его помощь, он вдруг уловил взгляд Атоса. Этот взгляд был мучительно красноречив. Атос, скорее бы, умер, чем позвал на помощь, но взглянуть он мог и взглядом мог попросить о поддержке. Д'Артаньян понял и, рванувшись вперёд сбоку, обрушился на Каюзака. Ко мне, господин гвардеец, я убью вас! Каюзак обернулся. Помощь подоспела вовремя, Атос, которого поддерживало только его неслыханное мужество, опустился на одно колено. «Проклятие!» крикнул он. «Не убивайте его, молодой человек! Я должен ещё свести с ним старый счёт, когда поправлюсь и буду здоров. Обезоружьте его! Выбейте шпагу! Вот так! Отлично! Отлично!» Это восклицание вырвалось у Атоса, когда он увидел, как шпага Каюзака отлетела на двадцать шагов. Д'Артаньян и Каюзак одновременно бросились за ней, один, чтобы вернуть её себе, другой, чтобы завладеть ею. Д'Артаньян более проворный добежал первый и наступил ногой на лезье. Каюзак бросился к гвардейцу, которого убил Арамис, схватил его рапиру и собирался вернуться к Д'Артаньяну, но по пути наскочил на Атоса, успевшего за эти короткие мгновения перевести дух. Опасаясь, что Д'Артаньяну убьёт его врага, Атос желал возобновить бой. Д'Артаньян понял, что помешать ему значило бы обидеть Атоса. И действительно, через несколько секунд Каюзак упал, шпага Атоса вонзилась ему в горло. В это же самое время Арамис приставил конец шпаги к груди поверженного им противника, заставив его признать себя побеждённым. Оставались Портос и Бекара. Портос дурачился, спрашивая у Бекара, который, по его мнению, может быть час, и поздравляя его с ротой, которую получил его брат в наварском полку, но все его насмешки не вели ни к чему. Бекара был один из тех железных людей, которые падают только мёртвыми, а между тем пора было кончать. Могла появиться стража и арестовать всех участников дуэли, и здоровых, и раненых, раэлистов и кардиналистов. Атос, Арамис и Д'Артаньян окружили Бекара, предлагая ему сдаться. Один против всех раненый в бедро Бекара всё же отказался, но Жусак, приподнявшись на локте, крикнул ему, чтобы он сдавался. Бекара был гасконец, как и Д'Артаньян. Он остался глух и только засмеялся. Продолжая драться, он между двумя выпадами, концом шпаги, указал точку на земле. «Здесь», произнёс он, пародируя слова Библии, «Здесь умрёт Бекара, один из всех и же были с ним, но ведь их четверо против тебя одного, сдайся, приказываю тебе». «Раз ты приказываешь, дело другое», сказал Бекара, «ты мой бригадир, и я должен повиноваться». И, внезапно отскочив назад, он переломил пополам свою шпагу, чтобы не отдать её противнику. Перекинув через стену монастыря обломки, он скрестил на груди руки, насвистывая какую-то кардиналистскую песенку. «Мужество всегда вызывает уважение, даже если это мужество врага». Мушкетёры отсалютовали смелому гвардейцу своими шпагами и спрятали их в ножны. Д'Артаньян последовал их примеру, а затем с помощью Бекара, единственного из гвардейцев, оставшегося на ногах, он отнёс к крыльцу монастыря Жуссака, Каюзака и того из противников Арамиса, который был только ранен, четвёртый гвардейц, как мы уже говорили, был убит. Затем, позвонив в колокол у входа и унося с собой четыре шпаги из пяти, опьянённые радостью, они двинулись к дому господина Д'Атрувилля. Они шли, держась под руки и занимая всю ширину улицы, заговаривая со всеми встречавшимися им мушкетёрами, так что, в конце концов, это стало похоже на триумфальное шести. Д'Артаньян был в упоении, он шагал между Атосом и Портосом, с любовью обнимая их. «Если я ещё не мушкетёр», произнёс он на пороге дома Д'Атрувилля, обращаясь к своим новым друзьям, я всё же могу уже считать себя принятым в ученики, не правда ли? Его величество король Людовик Тринадцатый. История эта наделала много шума. Господин Д'Атрувиль вслух бронил своих мушкетёров и втихомолку поздравлял их. Нельзя было, однако, терять время. Следовало немедленно предупредить короля, и господин Д'Атрувиль поспешил в лувр. Но было уже поздно. Король сидел, запершись с кардиналом. Д'Атрувилю было сказано, что король занят и никого сейчас принять не может. Д'Атрувиль явился вечером, в час, когда король играл в карты. Король был в выигрыше, и, так как его величество отличался чрезвычайной скупостью, то находился по этому случаю в прекрасном расположении духа. Подойдите-ка сюда, господин капитан, закричал он, еще издали, заметив Д'Атрувиля. Подойдите, чтобы я мог хорошенько выбранить вас. Известно ли вам, что его преосвященство явился ко мне с жалобой на ваших мушкетеров, и так волновался, что после разговора даже слег в постель. Да что же это такое? Головорезы, черти какие-то ваши мушкетеры! Нет, ваше величество, ответил Д'Атрувиль, с первых слов поняв, какой оборот примет дело. Нет, как раз напротив. Это добрейшие создания, кроткие, как агнцы, и стремящие сручаю с вам только к одному, чтобы шпаги их покидали нужно лишь для службы вашему величеству, но что поделаешь? Гвардейцы господина кардинала всюду придираются к ним, и бедные молодые люди вынуждены защищаться хотя бы во имя чести своего полка. Послушайте, господин Д'Атрувиль, воскликнул король, послушайте. Можно подумать, что речь идет о какой-то монашеской общине. В самом деле, дорогой мой капитан, у меня является желание лишить вас капитанского чина, и пожаловать им мадмуазель де Шемро, которую я обещал сделать настоятельницей монастыря. Но не воображайте, что я поверю вам на слово. Меня господин Д'Атрувиль называют Людовиком справедливым, и вот мы сейчас увидим. Именно потому, что я полагаюсь на эту справедливость, я терпеливый и с полным спокойствием буду ждать решения вашего величества. Подождите, подождите, сказал король, я недолго заставлю вас ждать. Счастье в игре к этому времени начало изменять королю. Он стал проигрывать и был не прочь, да простят нам такое выражение увильнуть. Через несколько минут король поднялся и, пряча в карман деньги, лежавшие перед ним на столе и почти целиком выигранные им, сказал «Левьевиль, займите мое место, мне нужно поговорить с господином Детревилем о важном деле. Ах, да, тут у меня лежало восемьдесят, ну и поставьте столько же, чтобы проигравшие не пострадали. Справедливость прежде всего». Затем он повернулся к Детревилю. «Итак, сударь», заговорил он, направляясь с ним к одному из окон, «Вы утверждаете, что именно гвардейцы его преосвященства затеяли ссору с вашими мушкетерами». «Да, Ваше Величество, как и всегда. Как же это произошло? Расскажите. Ведь вам, наверное, известно, дорогой мой капитан, что судья должен выслушать обе стороны». «Господи, боже мой! Все это произошло как нельзя более просто. Трое лучших моих солдат, имена их хорошо известны вашему величеству, имевшему не раз лучше оценить их верность, а они, могу верить, ваше величество всей душой преданы своей службе. «Итак, трое моих солдат, господа Атос, Портос и Арамис собрались на прогулку, вместе с одним молодым госконцем, которого я как раз сегодня утром поручил их вниманию. Они собирались, если не ошибаюсь, в Сен-Жермен, и местом встречи назначили поляну около монстря Дэшо. Внезапно, откуда-то, появился господин Дэжусак в сопровождении господина Каюзака, Бекара и еще двух гвардейцев. Эти господа пришли сюда такой многочисленной компании, по-видимому, не без намерения нарушить указы. «Так, так, я только сейчас понял», сказал король. «Они сами собирались здесь драться, на дуэли. Я не обвиняю их, Ваше Величество, но Ваше Величество, сами можете посудить, с какой целью пятеро вооруженных людей могут отправиться в такое уединенное место, как окрестности монастыря Кармелии, так, вы правы, Трэвиль, вы правы, но, увидав моих мушкетеров, они изменили намерение, и личная вражда уступила место вражде между полками, Ваше Мое Величество, ведь известно, что мушкетеры, преданные королю, и только королю, и исконные враги гвардейцев, преданные господину кардиналу. «Да, Трэвиль, да», с грустью произнес король, «очень печально видеть во Франции это разделение на два лагеря, очень печально, что у королевства две головы, но все это кончится, Трэвиль, все это кончится». «Итак, вы говорите, что гвардейцы затеяли ссору с мушкетерами». «Я говорю, что дело, вероятно, произошло именно так, но ручаться не могу. Вы знаете, как трудно устроить истину, для этого нужно обладать той необыкновенной проницательностью, благодаря которой Людовик XIII прозван Людовиком Справедливым». «Вы правы, Трэвиль, вы правы». «Но мушкетеры ваши были не одни. С ними был юноша, почти ребенок». «Да, ваше величество, и один раненый, так что трое королевских мушкетеров, из которых один был ранен, и с ними один мальчик устояли против пятерых самых прославленных гвардейцев господина кардинала, и даже уложили четверых из них». «Да ведь это победа!» воскликнул король, просияв. «Полная победа!» «Да, ваше величество, столь же полное, как усе». «Четыре человека, из которых один раненый, и один почти ребенок», сказали вы. «Едва ли его можно назвать даже молодым человеком, но вел он себя во время этого столкновения так великолепно, что я возьму на себя смелость рекомендовать его вашему величеству». «Как его зовут?» «Д'Артаньян, ваше величество, это сын одного из самых моих старых друзей, сын человека, который вместе с отцом, ваше величество, участвовал в войне добровольцем». «И вы говорите, что этот юноша хорошо держался?» «Расскажите мне это поподробнее, Травиль, ведь вы знаете, что я люблю рассказы о войнах и сражениях, и король Людовик Тринадцатый гордо откинувшись, покрутил ус. «Ваше величество», продолжал Д'Артаньян, «как я уже говорил, господин Д'Артаньян еще почти мальчик, и не имея чести состоять в мушкетерах, был одет как горожанин». Гвардейцы господина кардинала, приняв во внимание его крайнюю молодость и особенно то, что он не принадлежит к полку, предложили ему удалиться раньше, чем они произведут нападение. «Вот, видите, травиль, перебил его король, первыми напали они». «Совершенно верно, ваше величество, сомнений в этом нет». «Итак, они предложили ему удалиться, но он ответил, что он мушкетер душой, всецело предан вашему величеству и, следовательно, остается с господами мушкетерами». «Славный юноша», прошептал король, «он действительно остался с ними, и ваше величество приобрели прекрасного воина, ибо это он нанес господину де Жусаку тот страшный удар шпагой, который приводит в такое бешенство господина кардинала». «Это он ранил Жусака?» воскликнул король. «Он, мальчик? Это невозможно, травиль. Все произошло так, как я имел честь доложить вашему величеству. Жусак, один из лучших фехтовальщиков во всей Франции. Что ж, ваше величество, он наскочил на противника превосходящего его. Я хочу видеть этого юношу травиль. Я хочу его видеть. Если можно сделать для него что-нибудь, то мы займемся этим. Когда ваше величество соблаговолит принять его, завтра в полдень травиль. Привести его одного? Нет, приведите всех четверых вместе. Я хочу поблагодарить их всех одновременно. Преданные люди встречаются нечасто, травиль, и преданность заслуживает награды. В полдень, ваше величество, мы будем в лувре. С малого подъезда, травиль, с малого подъезда кардиналу незачем знать. Слушаюсь, ваше величество. Вы понимаете, травиль, указ, это все-таки указ, ведь драться в конце концов запрещено, но это столкновение, ваше величество, совершенно выходит за обычные рамки дуэли, это стычка, и лучшее доказательство то, что их было пятеро гвардейцев кардинала против трех моих мушкетеров и господина Д'Артаньяна. Правильно, сказал король, но все-таки, травиль, приходите с малого подъезда. Тревиль улыбнулся. Он добился того, что дитя возмутилось против своего учителя, и это было уже много. Он почтительно склонился перед королем и спросил его разрешение удалиться. В тот же вечер все три мушкетера были уведомлены о чести, которая им будет оказана. Давно уже, зная короля, они не слишком были взволнованы, но Д'Артаньян при своем воображении Гасконца увидел в этом событии предзнаменование будущих успехов и всю ночь рисовал себе самые радужные картины. В восемь часов утра он был уже у Атоса. Д'Артаньян застал мушкетера одетым и готовым к выходу. Так как прием у короля был назначен на полдень, Атос условился Спартосом и Арамисом отправиться в кабачок около люксембургских конюшен и поиграть там в мяч. Он пригласил Д'Артаньяна пойти вместе с ними, и тот согласился, хотя и не был знаком с этой игрой. Было всего около девяти часов утра, и он не знал, куда девать время до двенадцати. Партос и Арамис были уже на месте и перекидывались для забавы мячу. Атос, отличавшийся большой ловкостью во всех физических упражнениях, встал с Д'Артаньяном по другую сторону площадки и предложил им сразиться. Но при первом же движении хоть он и играл левой рукой, он понял, что рана его еще слишком свежа для такого упражнения. Д'Артаньян таким образом остался один. И так как он предупредил, что еще слишком неопытен для игры по всем правилам, то два мушкетера продолжали только перекидываться мечом, не считая очков. Один из мечей, брошенных мощной рукой Партоса, пролетая, чуть не коснулся лица Д'Артаньяна, и юноша подумал, что если бы мяч не пролетел мимо, а попал ему в лицо аудиенции, вероятно, не могла бы состояться, так как он не был бы в состоянии явиться во дворец. А ведь от этой аудиенции, как представлялось его гасконскому воображению, зависело все его будущее. Он учтиво поклонился Партосу и Арамису и сказал, что продолжит игру, когда окажется способным помериться с ними силой. С этими словами он отошел за веревку, заняв место среди зрителей. К несчастью для Д'Артаньяна, среди зрителей находился один из гвардейцев его высокопреосвященства. Взбешенный поражением, которое всего только накануне понесли его товарищи, гвардеец этот поклялся себе отомстить за них. Случай показался ему подходящим. Неудивительно, проговорил он, обращаясь к своему соседу, что этот юноша испугался меча. Это, наверное, ученик мушкетеров. Д'Артаньян обернулся так круто, словно его ужалила змея, и в упор поглядел на гвардейца, который произнес эти дерзкие слова. В чем дело? Продолжал гвардейц с насмешливым видом, покручивая ус. Глядите на меня, сколько хотите, милейший, я сказал то, что сказал. А так, как сказанное вами слишком ясно и не требует объяснений, ответил Д'Артаньян, я попрошу вас следовать за мной. Когда именно? спросил гвардейц все тем же насмешливым тоном. сию же минуту прошу вас. Вам, надеюсь, известно, кто я такой? Мне это совершенно неизвестно и к тому же безразлично, напрасно. Возможно, что узнав мое имя, вы не так бы спешили. Как же вас зовут? Дернажу к вашим услугам. Итак, господин Дернажу, спокойно ответил Д'Артаньян, я буду ждать вас у выхода. Идите, сударь, я следую за вами. Не проявляйте излишней поспешности, сударь, чтобы никто не заметил, что мы вышли вместе. Для того дела, которым мы займемся, нам не нужны лишние свидетели. Хорошо, согласился гвардейц, удивленный, что его имя не произвело должного впечатления. Имя Дернажу в самом деле было известно всем, за исключением разве только одного Д'Артаньяна. Ибо это было имя участника чуть ли не всех столкновений и схваток, происходивших ежедневно, невзирая на все указы короля и кардинала. Портос и Арамис были так увлечены игрой, а тот же так внимательно наблюдал за ними, что никто из них даже и не заметил ухода молодого человека, который, как он обещал гвардейцу кардинала, остановился на пороге. Через несколько минут гвардеец последовал за ним. Д'Артаньян торопился, боясь опоздать на прием к королю, назначенный в полдень. Оглянувшись вокруг, он увидел, что улица пуста. Честное слово, произнес он, обращаясь к своему противнику, вам повезло, хоть вы и называетесь Бернаджу, вы наскочили только на ученика мушкетера, впрочем, не беспокойтесь, я сделаю все, что могу, защищайтесь. Мне кажется, сказал гвардеец, которому Д'Артаньян бросил вызов, мне кажется, что место выбрано неудачно, нам было бы удобнее где-нибудь за Сен-Жерменским аббатством или на Преоклер. Слова ваши вполне благоразумны, сказал Д'Артаньян. К сожалению, у меня очень мало времени, ровно в 12 у меня назначено свидание, поэтому защищайтесь, сударь, защищайтесь. Бернаджу был не таков, чтобы ему дважды нужно было повторять подобное приглашение. Тот же миг шпага блеснула в его руке, и он ринулся на противника, которого вае во внимание его молодость, рассчитывал при пуглоте. Но Д'Артаньян накануне уже прошел хорошую школу, весь еще трепеща от сознания победы, гордясь ожидаемой милостью, он был полон решимости ни на шаг не отступать. Шпаги за звенев скрестились, Д'Артаньян держался твердо, и противник был вынужден отступить на шаг. Воспользовавшись тем, что при этом движение шпага Бернажу несколько отклонилось, Д'Артаньян, высвободив свою шпагу, бросился вперед и коснулся острием плеча противника. Д'Артаньян немедленно отступил на шаг, подняв вверх шпагу, но Бернажу крикнул ему, что это пустяки, и, смело ринувшись вперед, сам наскочил на острие шпаги Д'Артаньяна. Тем не менее, так как он не падал и не признавал себя побежденным, а только отступал в сторону особняка господина Д'Артаньян, где служил один из его родственников, Д'Артаньян, не имея понятия, насколько опасно последнее, нанесенное им противнику, рано упорно его теснил и, возможно, прикончил бы его. Однако шум, доносившийся с улицы, был услышан в помещении, где играли в мяч. Двое из друзей гвардейца, заметившие, как их друг обменялся несколькими словами с Д'Артаньяном, а затем вышел вслед за ним, выхватив шпаги, выбежали из помещения и напали на победителя. Но в то же мгновение Атос, Портос и Арамис в свою очередь показались на пороге и, накинувшись на двух гвардейцев, атаковавших их молодого друга, заставили нападавших повернуться к ним лицом. В этот миг Бернажу упал и гвардейцы, которых оказалось двое против четырех, подняли крик «На помощь, люди, Дэля Тремуля!» На этот призыв из дома Дэля Тремуля высыпали все, кто там находился, и бросились на четырех мушкетеров. Но тут и мушкетеры в свою очередь бросили боевой клич «На помощь, мушкетеры!» На этот крик всегда отзывались. Все знали, что мушкетеры враги его высокопреосвященства, и они пользовались любовью за эту вражду кардинал. Поэтому гвардейцы других полков, не служившие красному герцогу, как прозвал его Арамис, при таких столкновениях принимали сторону королевских мушкетеров. Мимо как раз проходили трое гвардейцев из полка господина Дэ Сара, и двое из них ринулись на помощь четырем товарищам, тогда как третий помчался к дому Детревилля, громко крича «На помощь, мушкетеры! На помощь!» Как и всегда, двор дома господина Детревилля был полон солдат его полка, которые и бросились на поддержку своих товарищей. Получилась всеобщая схватка, но перевес был на стороне мушкетеров. Гвардейцы кардинала и люди господина Дэ Ла Тренуля отступили во двор дома, едва успев захлопнуть за собой ворота, чтобы помешать противнику ворваться вместе с ними. Раненый Бернажу в тяжелом состоянии был уже до этого унесен в дом. Возбуждение среди мушкетеров и их союзников дошло до предела, и уже возникал вопрос, не следует ли поджечь дом в отместку за то, что люди Дэ Ла Тренуля осмелились напасть на королевских мушкетеров. Брошенное кем-то, это предложение было принято с восторгом, но, к счастью, пробило одиннадцать часов. Д'Артаньян и его друзья вспомнили об аудиенции и, опасаясь, что такую великолепную шутку разыграют без их участия, постарались успокоить эти буйные гонки. Несколько камней все же ударилось в ворота, но ворота были крепкие, это немного охладило толпу. Кроме того, вожаки успели отделиться от толпы и направлялись к дому де Тревилля, который ожидал их уже, зная о случившемся. Скорее в Лувр, сказал он, в Лувр, не теряя ни минуты, и постараемся увидеться с королем раньше, чем его успеет предупредить кардинал. Мы представим ему это дело как продолжение вчерашнего, и оба сойдут заодно. Господин де Тревиль в сопровождении четырех приятелей поспешил к Лувру, но там к великому удивлению капитана Мушкетеров ему было сообщено, что король отправился на охоту за оленем в Сен-Жерменский лес. Господин де Тревиль заставил дважды повторить эту новость и с каждым разом все больше хмурился. Его величество еще вчера решил отправиться на охоту, спросил он. — Нет ваше превосходительство, ответил коммердинер. Сегодня утром главный егерь доложил ему, что ночью для него окружили олени. Король сначала ответил, что не поедет, затем не в силах отказаться от такого удовольствия, он все же поехал. — Король до отъезда виделся с кардиналом? — спросил господин де Тревиль. — По всей вероятности, да, ответил коммердинер. Сегодня утром я видел у подъезда запряженную карету его преосвященства. Я спросил, куда он собирается, и мне ответили в Сен-Жермен. — Нас опередили, — сказал до Тревиль. — Сегодня вечером, господа, я увижу короля. Что касается вас, то я вам не советую показываться ему на глаза. Совет был благоразумный, а главное, исходил от человека, так хорошо знавшего короля, что четыре приятеля не пытались с ним спорить. Господин де Тревиль предложил им разойти из-под домам и ждать от него дальнейших известий. Вернувшись домой, де Тревиль подумал, что следовало поспешить и первым подать жалобу. Он послал одного из слуг господину де Ла Тремулю с письмом, в котором просил его изгнать из своего дома гвардейца, состоящего на службе кардинала, и сделать выговор своим людям за то, что они осмелились напасть на мушкетеров. Господин де Ла Тремуль, уже предупрежденный своим конюшем, родственником которого, как известно, был Бернажу, ответил, что ни господину де Тревилю, ни его мушкетерам не подобало жаловаться, а что наоборот, жаловаться должен был бы он, ибо мушкетеры атаковали его слуг и собирались даже поджечь его дом. Спор между этими двумя вельможами мог затянуться надолго, и каждый из них, разумеется, стоял бы на своем. Но де Тревилль придумал выход, который должен был все уяснить. Он решил лично отправиться к господину де Ла Тремулю. Подъехав к дому господина де Ла Тремуля, он приказал доложить о себе. Вельможи учтиво раскланялись. Хотя и не будучи связаны узами дружбы, они все же питали взаимное уважение. Оба они были люди чести и большой души. И так как де Ла Тремуль, будучи протестантом, редко бывал при дворе, и поэтому не принадлежал ни к какой партии, он обычно в свои отношения к людям не вносил предубеждений. На этот раз все же Датревиль был принят, хотя и учтиво, но холоднее, чем всегда. «Сударь», проговорил капитан Мушкетеров, «оба мы считаем себя обиженными, и я явился к вам, чтобы вместе с вами выяснить все обстоятельства этого дела». «Пожалуйста», ответил Даля Тремуль, «но предупреждаю вас, что я хорошо знаю, что вся вина на стороне ваших мушкетеров. Вы, сударь, человек слишком рассудительный и справедливый, чтобы отказаться от предложения, с которым я прибыл к вам. Прошу вас, сударь, я слушаю. Как себя чувствует господин Бернажу, родственник вашего конюшева?» «Ему очень плохо, сударь. Кроме раны в предплечье, которая не представляет ничего опасного, ему нанесен был и второй удар, задевший легкое. Лекарь почти не надеется на выздоровление. Раненый в сознании, да, в полном сознании, он может говорить, с трудом, но говорит, так вот, сударь, пойдемте к нему и именем Бога перед которым ему может быть суждено скоро предстать, будем заклинать его сказать правду. Пусть он станет судьей в своем собственном деле, сударь, и я поверю всему, что он скажет». Господин Далятремуль на мгновение задумался, но решил, что трудно сделать более разумное предложение, и сразу же согласился. Оба они спустились в комнату, где лежал раненый. При виде этих знатных господ, пришедших навестить его, больной попробовал приподняться на кровати, но был так слаб, что утомленный сделанным усилием повалился назад, почти потеряв сознание. Господин Далятремуль подошел к нему и поднес к его лицу флакон с солью, которая привела его в чувство. Тогда господин Датревиль, не желавший, чтобы его обвинили в воздействии на больного, предложил Далятремулю самому расспросить раненого. Все произошло так, как и предполагал господин Датревиль. Находясь между жизнью и смертью, Дернажу не мог скрыть истину, и он рассказал все так, как оно произошло на самом деле. Только к этому и стремился Датревиль. Он пожелал Бернажу скорейшего выздоровления, простился с Далятремулем, вернулся к себе домой и немедленно же послал сказать четырем друзьям, что ожидает их к обеду. У господина Датревиль собирало самое лучшее общество. Сплошь противники кардинала, кстати сказать. Понятно поэтому, что разговор в течение всего обеда вертелся вокруг двойного поражения, понесенного гвардейцами его преосвященства. И так как Д'Артаньян был героем обоих сражений, то именно на него посыпались все хвалы, которые Атос, Портос и Арамис рады были уступить ему, не только как добрые товарищи, но и как люди, которых превозносили настолько часто, что они на этот раз могли отказаться от своей доли. Около шести часов Д'Атревиль объявил, что пора отправляться в Лувр, но так как час, назначенный для аудиенции, миновал, он уже не испрашивал разрешения пройти с малого подъезда, а вместе с четырьмя своими спутниками занял место в приемной, король еще не возвращался с охоты. Наши молодые друзья ждали уже около получаса, как вдруг все двери распахнулись и было возвещено о прибытии его величества. Д'Артаньян затрепетал. Следующие минуты по всей видимости должны были решить всю его дальнейшую судьбу. Затаив дыхание, он впился взором в дверь, в которую должен был войти король. Людовик Тринадцатый показался на пороге. Он опередил своих спутников. Король был в совершенно запыленном охотничьем костюме и в ботфортах. В руках у него была плеть. С первого же взгляда Д'Артаньян понял, что не миновать грозы. Как неясно было, что король не в духе, придворные все же выстроились вдоль его пути. В королевских приемных предпочитают попасть под гневный взгляд, чем вовсе не удостоится взгляда. Все три мушкетера поэтому не колеблясь шагнули вперед, в то время как Д'Артаньян наоборот постарался укрыться за их спиной. Но хотя король знал в лицо Атоса, Портоса и Арамиса, он прошел мимо, даже не взглянув на них, не заговорив, словно никогда их не видел. Что же касается Детру и Вилле, то он, когда взгляд короля остановился на нем, с такой твердостью выдержал этот взгляд, что король по неволе отвел глаза. Вслед за этим его величество, произнеся какие-то нечленораздельные звуки, проследовал в свои апартаменты. — Дела плохи, с улыбкой произнес Атос, и не сегодня еще нас пожалуют в кавалеры ордена. — Подождите здесь десять минут, сказал господин Дутрувиль, и если я к этому времени не вернусь, отправляйтесь ко мне домой, дальнейшее ожидание будет бесполезно. Четверо друзей прождали десять минут, четверть часа двадцать минут. Видя, что Дутрувиль не появляется, они удалились очень встревожены. Господин Дутрувиль между тем смело вошел в кабинет короля и застал его величество в самом дурном расположении духа. Король сидел в кресле, похлопывая рукояткой бича по ботфорту, Дутрувиль не смущаясь, спокойно осведомился о состоянии его здоровья. — Плохо, сударь, я чувствую себя плохо, ответил король, мне скучно. Это действительно была одна из самых тяжелых болезней Людовика Тринадцатого. Случалось, он уводил кого-нибудь из своих приближенных к окну и говорил ему «Скучно, сударь, давайте поскучаем вместе». «Как?» — воскликнул Дутрувиль. «Ваше величество, скучаете? Разве ваше величество не наслаждались сегодня охотой?» «Удовольствие нечего сказать», пробурчал король. «Все вырождается, клянусь душой. Не знаю уж, дичь ли не оставляет больше следов, собаки ли потеряли честье? Мы травим матерого оленя, шесть часов преследуем его, и когда мы почти загнали его, и Сен-Симон уже подносит к губам рог, чтобы протрубить победу, вдруг свора срывается в сторону и бросается за каким-то одногодком. Вот увидите, мне придется отказаться от травли, так как я отказался от соколиной охоты. «Ах, господин датревель, я несчастный король, у меня оставался всего один кречет, и тот третьего дня околел». «В самом деле, ваше величество, мне понятно ваше отчаяние, несчастье велико, но, кажется, у вас осталось довольно много соколов, ястребов и других хлопчих птиц, и никого, кто мог бы обучить их». Сокольничьи вымирают, я один еще владею искусством соколиной охоты, после меня все будет кончено, будут охотиться с помощью капканов, западней и силков, если бы только мне успеть подготовить учеников, но, нет, господин кардинал не дает мне ни минуты покоя, твердит об Испании, твердит об Австрии, твердит об Англии, да, кстати, о кардинале, господин Детревиль, я вами недоволен». Детревиль только этого и ждал. Он давно знал короля и понял, что все его жалобы служат лишь предисловием, чем-то вроде возбуждающего средства, в котором он черпает решимости. Только теперь он заговорит о том, о чем готовился заговорить. «В чем же я имел несчастье провиниться перед вашим величеством?» спросил Детревиль, изображая на лице величайшее удивление. «Так-то вы исполняете ваши обязанности, сударь», продолжал король, избегая прямого ответа на слова Детревиля. «Разве для этого я назначал вас капитаном мушкетеров для того, чтобы ваши подчиненные убивали людей, чтобы они подняли на ноги целый квартал и чуть не сожгли весь Париж. И вы ни словом не заикаете с об этом?» «Впрочем», продолжал король, «я верно напрасно сетую на вас. Виновные, вероятно, уже за решеткой и вы явились доложить мне, что над ними учинен суд». «Нет, ваше величество», спокойно ответил Детревиль, «я как раз пришел просить суда у вас». «Над кем же?» воскликнул король. «Над клеветниками», сказал Детревиль. «Вот это новость!» воскликнул король. «Не станете ли вы отрицать, что ваши три проклятых мушкетера, эти Атос, Партос и Арамис вместе с этим бернским молодцом, как бешеные, накинулись на несчастного бернажу и отделали его так, что он сейчас, верно, уж близок к последнему издыханию?» «Не станете ли вы отрицать, что они вслед за этим осадили дом герцога Деля Тремуля и собирались поджечь его?» «Пусть в дни войны это было бы не так уж плохо, ибо дом этот настоящее гнездо гуденотов, но в мирное время это могло бы послужить крайне дурным примером для других. так вот скажите, не собираетесь ли вы все это отрицать?» «И кто же рассказал вашему величеству эту сказку?» «Все так же сдержанно произнес Детры Детревиль?» «Кто рассказал сударь?» «Кто же как не тот, кто бодрствует, когда я сплю?» «Кто трудится, когда я забавляюся?» «Кто правит всеми делами внутри страны и за ее пределами во Франции и в Европе?» «Его величество во всей вероятности подразумевает Господа Бога», произнес Детревиль, «Ибо в моих глазах только Бог может стоять так высоко над вашим величеством?» «Нет, сударь, я имею в виду опору королевства моего единственного слугу, единственного друга, господина кардинала». «Господин кардинал, это еще не его святейшество. Что вы хотите сказать, сударь?» «Что непогрешим лишь один Папа и что это непогрешимость не распространяется на кардиналов?» «Вы хотите сказать, что он обманывает? Что он предает меня?» «Следовательно, вы обвиняете его?» «Ну, скажите прямо, признайтесь, что вы обвиняете его?» «Нет, ваше венчество, но я говорю, что сам он обманут, я говорю, что ему сообщили ложные сведения, я говорю, что он поспешил обвинить мушкетеров, ваше величество, к которым он несправедлив, и что черпал он сведения из дурных источников, обвинение исходит от господина Далятремуля, от самого герцога. Я мог бы ответить, ваше величество, что герцог слишком близко принимает к сердцу это дело, чтобы можно было положиться на его без пристрастия, но я далек от этого, ваше величество, я знаю герцога как благородного и честного человека, и готов положиться на его слова, но только при одном условии. При каком условии? Я хотел бы, чтобы ваше величество призвали его к себе и допросили, но допросили бы сами, с глазу на глаз, без свидетелей, и чтобы я был принят вашим величеством сразу же после ухода герцога. Вот как, произнес король, и вы полностью положитесь на то, что скажет господин Даля Тремуль? Да, ваше величество, и вы подчинитесь его суждению? Да, и согласитесь на любое удовлетворение, которого он потребует? Да, ваше величество, «Ля шана!» крикнул король, «Ля шана!» Доверенный коммердинер Людовика тринадцатого, всегда дежуривший у дверей, вошел в комнату. «Ля шана!» сказал король, «пусть сию же минуту отправится за господином Даля Тремулем, мне нужно сегодня же вечером поговорить с ним». «Ваше величество, дает мне слово, что между Даля Тремулемы мной не примет никого?» спросил Датрувиль. «Никого!» ответил король. «В таком случае до завтра, ваше величество, до завтра, сударь, в котором часу ваше величество прикажет, в каком вам угодно, но я опасаюсь явиться слишком рано и разбудить ваше величество, разбудить меня, да разве я сплю? Я больше не сплю, сударь, дремлю изредка, вот и все. Приходите так рано, как захотите, хоть в семь часов, но берегитесь, если ваши мушкетеры виноваты». «Если мои мушкетеры виновны, то виновники будут преданы в руки вашего величества, и вы изволите поступить с ними так, как найдете нужным. Есть ли у вашего величества еще какие-ли желания? Я слушаю, я готов повиноваться. Нет, сударь, нет, меня не напрасно зовут Людовиком Справедливым. До завтра, сударь, до завтра. Бог да хранит ваше величество». Как плохо не спал король, господин Дотрывиль в эту ночь спал еще хуже. Он с вечера послал сказать всем трем мушкетерам и их товарищам, чтобы они были у него ровно в половине седьмого утра. Он взял их с собой во дворец, ничего не обещая им и ни за что не ручаясь, и не скрыл от них, что их судьба, как его собственное, висит на волоске. Войдя в малый подъезд, он велел им ждать. Если король все еще гневается на них, они могут незаметно удалиться. Если король согласится их принять, их позовут. В личной приемной короля де Тревиль увидел Ла-Шене, который сообщил ему, что вчера вечером не удалось застать герцога до Ла-Тремуля дома, что когда он вернулся было уже поздно, слишком поздно являться во дворец, и что герцог только сейчас прибыл и в эту минуту находится у короля. Последнее обстоятельство было очень по душе господину де Тревилю. Теперь он мог быть уверен, что никакое чуждое влияние не успеет сказаться между уходом де Ла-Тремуля и его собственной аудиенцией у короля. Действительно, не прошло и десяти минут, как двери распахнулись, и де Тревиль увидел де Ла-Тремуля, выходившего из кабинета. Герцог направился прямо к нему. «Господин де Тревиль», сказал он, «Его величество вызвал меня, чтобы узнать все подробности о случае, происшедшем возле моего дома. Я сказал ему правду, то есть признал, что виноваты были мои люди и что я готов принести вам извинения. Раз я встретился с вами, разрешите мне сделать это сейчас и прошу вас считать меня всегда в числе ваших друзей». господин герцог произнес до Тревиль «Я так глубоко был уверен в вашей высокой честности, что не пожелал иметь другого заступника перед королем, кроме вас. Я вижу, что не обманулся и благодарю вас за то, что во Франции остались еще такие мужи, о которых не ошибаясь, можно сказать то, что я сказал о вас. «Прекрасно, прекрасно!» воскликнул король, который, стоя в дверях, слышал этот разговор. «Только скажите ему, Тревиль, раз он называет себя вашим другом, что я тоже желал бы быть в числе его друзей, но он невнимателен ко мне. Вот уж скоро три года, как я не видел его и увидел только после того, как послал за ним. Передайте ему от меня, передайте, ибо это вещи, которые король сам сказать не может. Благодарю, ваше величество. Благодарю. Но я хотел бы заверить, ваше величество, это не относится к господину Детре Вилю, разумеется, я хотел бы заверить, ваше величество, что не те, кого ваше величество видит в любое время дня, наиболее преданы ему. Вы слышали, значит, что я сказал, герцог? Тем лучше, тем лучше, проговорил король, сделав шаг вперед. А, это вы травили, где же ваши мушкетеры? Я ведь еще третьего дня просил вас привезти их, почему вы не сделали этого? Они внизу, ваше величество, и с вашего разрешения Лаша на их позовет. Да, 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 пусть они явятся сию же минуту. Скоро восемь, а в девять я жду кое-кого. Можете идти, герцог, и непременно бывайте при дворе. Входите, травите. Герцог поклонился и пошел к выходу. В ту же минуту, когда он отворял дверь, на верхней площадке лестницы как раз показались три мушкетера и Д'Артаньян. Их привел Ля-Шене. Подойдите, храбрецы, подойдите, произнес король. Дайте мне побронить вас. Мушкетеры с поклоном приблизились. Д'Артаньян следовал позади. Тысяча чертей! Как-то вы вчетвером за два дня вывели из строя семерых гвардейцев кардинала, продолжал Людовик тринадцатый. Это много, чересчур много. Если так пойдет дальше, его преосвященству через три недели придется заменить состав свои роты новым, а я буду вынужден применять указы во всей их строгости. Одного еще куда ни шло, я не возражаю, но семерых за два дня, повторяю, это много, слишком много. Потому-то, как ваше величество может видеть, они смущены, полны раскаяния и просят их простить. Смущены и полны раскаяния, недоверчиво проговорил король. Я не верю и хитрым рожам, особенно вон тому с физиономией Гасконца. Подойдите-ка сюда, сударь мой. Д'Артаньян, поняв, что эти слова относятся к нему, приблизился с самым сокрушенным видом. Вот как! Что же вы мне рассказывали о каком-то молодом человеке? Ведь это ребенок, совершеннейший ребенок, это он нанес такой страшный удар жусаку и два великолепных удара шпагой бернажу. В самом деле, не считая того, вставил Атос, что если бы он не спас меня от рук каюзака, я не имел бы чести в эту минуту принести мое нижайшее почтение вашему величеству. Значит, он настоящий демон, этот ваш молодой биарнец, тысяча чертей, как сказал бы мой покойный отец, при таких делах легко и задрать не один камзол, и изломать немало шпаг, а ведь гасконцы по-прежнему бедны, не правда ли? — Должен признать, ваше величество, сказал Дотревиль, что золотых россыпей в их горах пока еще не найдено, хотя Богу следовало бы сотворить для них такое чудо в награду за горячую поддержку, оказанную ими вашему покойному отцу в его борьбе за престол. Из этого следует, что гасконцы и меня сделали королем неправда Дотревиль, раз я сын моего отца, что ж в добрый час это мне по душе. Ляшене, пойдите и поройтесь у меня во всех карманах, не наберется ли сорока пистолей, и если наберется, принесите их мне сюда. А пока что, молодой человек, положа руку на сердце, расскажите мне, как все произошло. И Д'Артаньян рассказал о вчерашнем происшествии во всех подробностях. Как не в силах уснуть от радости, что увидит его величество, он явился за три часа до аудиенции к своим друзьям. Как они вместе отправились в кабачок и как бернажу, подметив, что он опасается, как бы мяч не попал ему в лицо, стал над ним насмехаться, и за эти насмешки чуть не поплатился жизнью. А господин Д'Артремуль, бывший здесь совершенно ни при чем, чуть не поплатился своим домом. так. Все именно так, как мне рассказал герцог. Бедный кардинал, семь человек за два дня, да еще самых дорогих его сердцу, но теперь хватит, господа, слышите, хватит. д'Артремуль. отплатили за улицу Ферру, и даже с излишком вы можете быть удовлетворены. Если ваше величество удовлетворены, то удовлетворены и мы, сказал Д'Артремуль. Д'Артемьян, удовлетворен, произнес король и, взяв из рук ляшеная горсть золотых монет, вложил их в руку Д'Артемьяна. И вот, добавил он, доказательство, что я доволен. В те времена понятия о гордости, распространенные в наши дни, не были еще в моде. Дворянин получал деньги из рук короля и нисколько не чувствовал себя униженным. Д'Артемьян поэтому без стеснения опустил полученные им сорок пистолей в карман и даже рассыпался в изъявлениях благодарности его величеству. Ну и отлично, сказал король, взглянув на стенные часы. Отлично! Сейчас уже половина девятого и вы можете удалиться. Я ведь говорил, что в девять кое-кого жду. Благодарю вас за преданность, господа. Я могу рассчитывать на нее и впредь, не правда ли? Ваше величество! В один голос воскликнули четыре приятеля. Мы дали бы себя изрубить в куски за нашего короля. Хорошо, хорошо. Но лучше оставайтесь неизрубленными. Так будет лучше и полезнее для меня. Травиль, добавил король в пол голоса, пока молодые люди уходили. Так как у вас нет свободной вакансии в полку. Да и кроме того, мы решили не принимать в полк без испытания. Поместите этого юношу в гвардейскую роту вашего зятя, господина де сесаро. Ах, черт возьми, я заранее радуюсь гримасе, которую состроит господин кардинал. Он будет взбешен, но мне все равно. Я действовал по справедливости. И король приветливым жестом отпустил де Тревилля, который отправился к своему шкетеру. Он застал их за дележом сорока пистолей, полученных д'Артаньяном. Кардинал, как и предвидел, король действительно пришел в ярость и целую неделю не являлся вечером играть в шахматы. Это не мешало королю при встречах приветствовать его очаровательной улыбкой и нежнейшим голосом осведомляться. Как же, господин кардинал, поживают ваши верные телохранители? Эти бедные Бернажу и Жусак. Мушкетеры у себя дома. Когда покинув Лувр, Д'Артаньян спросил своих друзей, как лучше употребить свою часть сорока пистолей, а Тос посоветовал ему заказать хороший обед в сосновой шишке, Портос нанять слугу, а Арамис обзавести с достойной любовницей. Обед состоялся в тот же день, и новый слуга подавал к столу. Обед был заказан Атосом, а Лакей рекомендован Портосом. То был пикардец, которого славный мушкетер нанял в тот самый день по случаю этого самого обеда. Он увидел его на мосту Ла-Турнель, где Планше, так звали слугу, плевал в воду, любуюсь разбегавшими сокругами. Портос утверждал, что такое занятие свидетельствует о склонности к созерцанию и рассудительности, и, не наводя о нем дальнейших справок, увел его с собой. Важный вид дворянина, к которому, как предполагал Планшея, он поступает на службу, прельстил его, и он был несколько разочарован, увидев, что место уже занято неким его собратом по имени Мушкетон. Портос объяснил ему, что дом его, хотя и поставленный на широкую ногу, нуждается лишь в одном слуге, и Планшея придется поступить к Д'Артаньяну. Однако, прислуживая на перу, который давал его господин, и, видя, как тот, расплачиваясь, вытащил из кармана пригоршню золотых монет, Планшея решил, что счастье его обеспечено, и возблагодарил небо за то, что попал к такому крезу. Он пребывал в этой уверенности вплоть до окончания обеда, остатками от которого вознаградил себя за долгое воздержание, но вечером, когда он постелал постель своему господину, блестящие мечты его рассеялись. Во всей квартире, состоявшей из спальни и передней, была единственная кровать. Планшея улегся в передний на одеяле, взятом с кровати Д'Артаньяна, которому с тех пор пришлось обходиться без него. Атос также имел слугу, которого воспитал на особый лад, звали его Гримо. Этот достойный господин, мы, разумеется, имеем в виду Атоса, был очень молчалив. Вот уже пять или шесть лет, как он жил в теснейшей дружбе с Портосом и Арамисом. За это время друзья не раз видели на его лице улыбку, но никогда не слышали его смеха. Слова его были краткие и выразительные. Он говорил всегда то, что хотел сказать, и больше ничего, никаких прекрас, узоров и красот. Он говорил лишь о существенном, не касаясь подробностей. Хотя Атосу было не более тридцати лет, и он был прекрасен телом и душой, никто не слышал, чтобы у него была возлюбленная. Он никогда не говорил о женщинах, но никогда не мешал другим, говорит на эту тему, хотя легко было заметить, что подобный разговор, в который он изредка только вставлял горькое слово или мрачное замечание, был ему крайне неприятен. Его сдержанность, нелюдимость и неразговорчивость делали его почти стариком. Поэтому, не считая нужным менять свои привычки, он приучил Гремо исполнять его требования. Тот повиновался простому знаку или легкому движению губ. Разговаривал с Нематос только при самых необычайных обстоятельствах. Случалось, что Гремо, который, как огня, боялся своего господина, хотя и был горячо привязан к нему и преклонялся перед его умом, полагая, что уловил его желание, бросался исполнять их и делал как раз обратное тому, что хотел Атос. Тогда Атос пожимал плечами и без малейшего гнева колотил Гремо. В такие дни он бывал несколько разговорчивее. Портос, как мы уже успели узнать, был прямой противоположностью Атоса. Он не только много разговаривал, но разговаривал громко. Надо, впрочем, отдать ему справедливость ему было безразлично, слушают его или нет. Он разговаривал ради собственного удовольствия, ради удовольствия слушать самого себя. Он говорил решительно обо всем, за исключением наук, ссылаясь на глубокое отвращение, которое, по его словам, ему с детства внушали ученые. Вид у него был не столь величавый, как у Атоса. И сознание превосходства Атоса в начале их знакомства нередко вызывало у Портоса раздражение. Он прилагал поэтому все усилия, чтобы превзойти его хотя бы богатством своего одеяния. Но стоило Атосу в своем простом мушкетерском плаще ступить хотя бы шаг, откинув назад голову, как он сразу занимал подобающее ему место, отодвигая разодетого Портоса на второй план. Портос в утешении себе наполнял приемную господина Датревиля и караульные помещения Лувра громогласными рассказами о своих успехах у женщин, чего никогда не делал Атос. В самое последнее время, перейдя от жен известных судей к женам прославленных военных, от чиновниц к баронессам, Портос прозрачно намекал на какую-то иностранную княгиню, увлекшуюся им. Старая пословица говорит «Каков хозяин, таков и слуга». Перейдем поэтому от слуги Атоса к слуге Портоса, от гримо к Мушкетону. Мушкетон был нормандец, миролюбивое имя которого Бонифаций. Его господин заменил несравненно более звучным Мушкетон. Он поступил на службу к Портосу, поставив условием, что его будут кормить и одевать, но кормить и одевать роскошно. Кроме того, он просил предоставлять ему каждый день два свободных часа для занятия ремеслом, которое должно покрыть все остальные его потребности. Портос согласился на эти условия, они были ему как раз по душе. Он заказывал Мушкетону камзолы, которые выкраивались из старой одежды и запасных плащей самого Портоса. «Благодаря ловкости одного портного, который перешивал и перелицовывал его обноски, и жена которого явно стремилась отвлечь Портоса от его аристократических привычек, Мушкетон, сопровождая своего господина, имел очень представительный вид. Что касается Арамиса, характер, которого мы, кажется, достаточно хорошо описали, хотя за его развитием, как и за развитием характера его друзей мы проследим в дальнейшем, то лакеи его звали Базен. Ввиду того, что господин его надеялся принять когда-нибудь духовный сан, слуга, как и подобает слуге духовного лица, был неизменно одет в черное. Это был Бериец лет тридцати пяти сорока кроткий спокойный толстенький. В свободное время, предоставляемое ему его господином, он посвящал чтению духовных книг и умел в случае необходимости приготовить превосходный обед, состоящий всего из нескольких блюд, но зато отличных. В остальном он был нем, слеп и глух, и верность его могла выдержать любое испытание. Теперь, познакомившись, хотя поверхностно и с господами, и с их слугами, перейдем к жилищу каждого из них. Атос жил на улице Феррум в двух шагах от Люксембурга. Он занимал две небольшие комнаты, опрятно убранные, которые ему сдавала хозяйка дома, еще не старая, еще очень красивая, напрасно обращавшая на него нежные взоры. Остатки былой роскоши кое-где виднелись на стенах этого скромного обиталища, например, шпага, богато отделанная и, несомненно, принадлежащая еще эпохе Франциско Первого, один афес, который, украшенный драгоценными камнями, должен был стоить не менее двухсот пистолей. Атос, однако, даже в самые тяжелые минуты, ни разу не соглашался заложить ее или продать. Эта шпага долгое время составляла предмет вожделений Портоса. Он был готов отдать десять лет жизни за право владеть ей. Однажды, готовясь к свиданию с какой-то герцогиней, он попытался одолжить шпагу у Атоса. Атос молча вывернул все карманы, собрал все, что было у него ценного, кошельки, пряжки, золотые цепочки, и предложил их Портосу. Что же касается шпаги, сказал он, она прикована к стене и покинет ее только тогда, когда владелица ее покинет это жилище. Кроме шпаги, внимание привлекал еще портрет знатного вельможи времен Генриха Третьего, одетого с чрезвычайным изяществом и с орденом Святого Духа на груди. Портрет имел с Атосом известное сходство, некоторые общие с ним фамильные черты, указывавшие на то, что этот знатный вельможа кавалер королевских орденов был его и в довершении всего этого ларец изумительной ювелирной работы, украшенный тем же гербом, что шпага и портрет, красовался на выступе камина своим утонченным изяществом, резко отличаясь от всего окружающего. Ключ от этого ларца Атос всегда носил при себе. Но однажды он открыл его в присутствии Портоса, и Портос мог убедиться, что ларец содержит только письма и бумаги, надо полагать любовную переписку и семейный архив. Портос занимал большую и на вид роскошную квартиру на улице старой голубятни. Каждый раз, проходя с кем-нибудь из приятелей мимо своих окон, у одного из которых всегда стоял мушкетон в парадной ливреи, Портос поднимал голову и, указывая рукой вверх, говорил «Вот моя обитель». Но застать его дома никогда не удавалось. Никогда и никого он не приглашал подняться с ним наверх, и никто не мог составить себе представление, какие действительно богатства кроются за этой роскошной внешностью. Что касается Арамиса, то он жил в маленькой квартирке, состоявшей из гостиной, столовой и спальни. Спальня, как и все остальные комнаты, расположенные в первом этаже, выходила окном в маленький тенистый и свежий садик, густая зелень которого делала его недоступным для любопытных глаз. Как устроился Д'Артаньян нам уже известно, и мы успели познакомиться с его слугой планшет. Д'Артаньян по природе своей был очень любопытен. Как впрочем и большинство людей, владеющих даром интриги. Он напрягал все свои силы, чтобы узнать, кто же на самом деле были Атос, Портос и Арамис. Ибо под этими прозвищами все они скрывали свои дворянские имена, и в частности Атос, в котором за целую милю можно было угадать настоящего вельможу. Он обратился к Портосу, надеясь получить сведения об Атосе и Арамисе, а к Арамису, чтобы узнать, кто такой Портос. Портос, к сожалению, о своем молчаливом товарище знал лишь то, что было известно по слухам. Говорили, что он пережил большое горе, причиной которого была любовь, и что чья-то подлая измена якобы отравила жизнь этого достойного человека, но об обстоятельствах этой измены никто ничего не знал. Что касается Портоса, то за исключением его настоящего имени, которое так же, как имена обоих его товарищей, было известно лишь одному господину датровилю, о его жизни нетрудно было все узнать. Тщеславный и болтливый, он весь был виден насквозь, как кристалл, и лишь поверив всему тому похвальному, что он сам говорил о себе, можно было впасть в заблуждение на его счет. Зато Арамис, хотя и могло показаться, что у него нет никаких тайн, был весь окутан таинственностью. Скупо отвечая на вопросы, касавшиеся других, он тщательно обходил все относившееся к нему самому. Однажды, когда после долгих расспросов Д'Артаньян узнал от Арамиса о тех слухах, которые гласили, будто их общий друг Портос добился победы над какой-то герцогиней, он попытался проникнуть в тайну любовных приключений своего собеседника. Ну, а вы, любезный друг мой, сказал он, вы так прекрасно рассказывающие о чужих связях с баронессами, графинями и герцогинями, а вы сами-то... Простите, прервал его Арамис, я говорю об этих вещах только потому, что Портос сам болтает о них, и потому, что он при мне громогласно рассказывал эти милые истории. Но поверьте мне, любезный господин Д'Артаньян, что если бы они стали мне известны из другого источника, или если бы он поверил мне их как тайну, не могло бы быть духовника скромнее меня. Я не сомневаюсь в этом, сказал Д'Артаньян, но мне все же кажется, что и вам довольно хорошо знакомы кое-какие гербы, о чем свидетельствует некий вышитый платочек, которому я обязан честью нашего знакомства. Арамис на этот раз не рассердился, но, приняв самый скромный вид, ласково ответил, не забывайте, друг мой, что я собираюсь приобщиться к церкви, и потому чуждаю светских развлечений. Виденный вами платок не был подарен мне, а лишь оставлен у меня позабывчивости одним из моих друзей. Я вынужден был спрятать его, чтобы не скомпрометировать их, его и даму, которую он любит. Что же касается меня, то я не имею и не хочу иметь любовницы, следуя в этом отношении мудрейшему примеру Атоса, у которого так же, как у меня, нет дамы сердца. Но, черт возьми, ведь вы не бат, раз вы мушкетер, мушкетер только временно, дорогой мой. Как говорит кардинал, мушкетер против воли, но в душе я служитель церкви, поверьте мне. Атос и портос втянули меня в это дело, чтобы я хоть чем-нибудь был занят. У меня как раз в ту пору, когда я должен был быть рукоположен, произошла небольшая неприятность. Впрочем, это не может вас интересовать, и я отнимаю у вас драгоценное время. Отнюдь нет. Все это меня очень интересует, воскликнул Д'Артаньян, и мне сейчас решительно нечего делать. Да, но мне пора читать молитвы, сказал Рамис. «Затем мне нужно сложить стихи, о которых меня просила госпожа Дагильон. После этого мне придется зайти на улицу Сент-Оно-Ре, чтобы купить румян для госпожи Д'Шеврес. Вот, видите, сами, дорогой мой, что если вам спешить некуда, то я зато очень спешу». И Рамис приветливо протянул руку своему молодому товарищу и простился с ним. Как ни старался Д'Артаньян, ему больше ничего не удалось узнать о своих трех новых друзьях. Он решил верить в настоящем тому, что рассказывали об их прошлом, надеясь, что будущее обогатит его более подробными и более достоверными сведениями. Пока Атос представлялся ему Ахиллу, Портос Аяксом, Арамис Иосифом. В общем, молодые люди жили весело. Атос играл и всегда несчастливо, но он никогда не занимал у своих друзей ни одного Су, хотя его кошелек всегда был раскрыт для них. И если он играл на честное слово, то на следующее же утро уже в шесть часов посылал будить своего кредитора, чтобы вручить ему следуемую сумму. Портос играл изредка. В такие дни, если он выигрывал, то бывал великолепен и дерзок. Если же он проигрывал, то бесследно исчезал на несколько дней, после чего появлялся с бледным и вытянутым лицом, но с деньгами в кармане. Арамис никогда не играл. Он был самым дурным мушкетером и самым скучным гостем за столом. Всегда оказывалось, что ему нужно идти заниматься. Случалось в самый разгар пира, когда все в пылу беседы, возбужденные вином, предполагали еще два, если не три часа, просидеть за столом, а Арамис, взглянув на часы, поднимался и с любезной улыбкой на устах прощался с присутствующими, торопясь, как он говорил, повидаться с назначившим ему свидание ученым богословом. В другой раз он спешил домой, чтобы потрудиться над диссертацией и просил друзей не отвлекать его. В таких случаях Атос улыбался своей чарующей улыбкой, которая так шла к его благородному лицу, а Портос пил и клялся, что из Арамиса в лучшем случае получится какой-нибудь деревенский священник. Планше слуга Д'Артаньяна с достоинством принял выпавшую на его долю удачу. Он получал тридцать су в день. Целый месяц возвращался домой веселый как птица и был ласков и внимателен к своему господину. Когда над квартирой на улице могильщиков начали скапливаться тучи, другими словами, когда сорок пистолей короля Людовика XIII растаяли почти без остатка, планше стал рассыпаться в жалобах, которые Атос находил тошнотворными, Портос неприличными, а Арамис просто смешными. Атос посоветовал Д'Артаньяну рассчитать этого проходимца. Портос предлагал предварительно выдрать его, а Арамис же изрек, что господин просто не должен слышать ничего, кроме лесного о себе. «Вам всем легко говорить», сказал Д'Артаньян. «Вам, Атос, когда вы живете с гремов в полном молчании, запрещая ему разговаривать, и поэтому никогда не слышите от него дурного слова, вам, Портос, когда вы ведете роскошный образ жизни и вашему мушкетону представляетесь божеством, наконец, вам, Арамис, всегда увлеченному богословскими занятиями и тем самым уже умеющему внушить величайшее почтение вашему слуге Базену, человеку кроткому и благочестивому, но как мне, не имея ни почвы под ногами, ни средств, не будучи ни мушкетером, ни даже гвардейцем, как мне внушить любовь, страх или почтение моему планше? Вопрос важный, ответили трое друзей, это дело внутреннее, домашнее, слуг, как и женщин, надо уметь сразу поставить на то место, на котором желаешь их видеть, поразмыслите об этом? Д'Артаньян, поразмыслив, решил на всякий случай избить планше и выполнил это с той добросовестностью, какую вкладывал во все, что делал. Отодрав его как следует, он запретил планше покидать дом и службу без его разрешения. Имей в виду, добавил Д'Артаньян, что будущее не обманет меня, придут лучшие времена, и твоя судьба будет устроена, если ты останешься со мной, а я слишком добрый господин, чтобы позволить тебе загубить свою судьбу и не соглашусь отпустить тебя, как ты просишь. Этот способ действий внушил мушкетерам глубокое уважение к дипломатическим способностям Д'Артаньяна. Планше также исполнился восхищением и уже больше не заикался. об уходе. Молодые люди постепенно зажили общей жизнью. Д'Артаньян, не имевший никаких привычек, так как впервые приехал из провинции и окунулся в совершенно новый для него мир, усвоил привычки своих друзей. Вставали в восемь часов зимой, в шесть часов летом, и шли к господину Д'Этровилю узнать пароль и попытаться уловить, что нового выносится в воздухе. Д'Артаньян, хоть и не был мушкетером, строгательной добросовестностью исполнял службу. Он постоянно бывал в карауле, так как всегда сопровождал того из своих друзей, кто нес караульную службу. Его знали в казарме мушкетеров, и все считали его добрым товарищем. Господин Д'Этровиль, оценивший его с первого взгляда и искренне к нему расположенный, неизменно расхваливал его перед королем. Все три мушкетера тоже очень любили своего молодого товарища. Дружба, связывавшая этих четырех людей, и постоянная потребность видеться ежедневно по нескольку раз, то по поводу какого-нибудь поединка, то по делу, то ради какого-нибудь развлечения заставляли их по целым дням гоняться друг за другом. Всегда можно было встретить этих неразлучных, рыщущих в поисках друг друга от Люксембурга до площади Сен-Сюль-Тис или от улицы Старой Голубятни до Люксембурга. Обещания, данные Д'Этровильем, между тем постепенно осуществлялись. В один прекрасный день король приказал кавалеру Д'Эзессару принять Д'Артаньяна кадетом в свою гвардейскую роту. Д'Артаньян со вздохом надел мундир гвардейца. Он готов был бы отдать десять лет жизни за право обменять его на мушкетерский плащ. Но господин Д'Этровиль обещал оказать ему эту милость не ранее, чем после двухлетнего испытания, срок, который, впрочем, мог быть сокращен, если б Д'Артаньяну представился случай оказать услугу королю или каким-либо другим способом особо отличиться. Получив это обещание, Д'Артаньян удалился и на следующий же день приступил к несению своей службы. Теперь наступил черед Атоса, Портоса и Арамиса ходить в караул вместе с Д'Артаньяном, когда тот бывал на посту. Таким образом, рота господина Д'Азесара в тот день, когда в нее вступил Д'Артаньян, приняла в свои ряды не одного, а четырех человек. Придворная интрига. Тем временем сорока пистолем короля Людовика XIII, как и всему, на белом свете, имеющему начало, пришел конец. И с этой поры для четырех товарищей наступили трудные дни. Вначале Атос содержал всю компанию на свои средства, затем его сменил Портос, и благодаря одному из его исчезновений, к которым все уже привыкли, он еще недели две мог удовлетворять все их насущные потребности. Пришел наконец черед Иорамиса, которому, по его словам, удалось с продажей своих богословских книг выручить несколько пистолей. Затем, как бывало всегда, пришлось прибегнуть к помощи господина Датревилля, который выдал небольшой аванс в счет причитающего своим содержания, но на эти деньги не могли долго протянуть три мушкетера, у которых накопилось немало неоплаченных долгов и гвардеец, у которого долгов еще вовсе не было. В конце концов, когда стало ясно, что скоро почувствуется уже недостаток в самом необходимом, они с трудом наскребли еще восемь или десять пистолей, с которыми Портос отправился играть, но ему в этот день не везло. Он спустил все и проиграл еще двадцать пять пистолей на честное слово. И тогда стесненные обстоятельства превратились в настоящую нужду. Можно было встретить изголодавшихся мушкетеров, которые в сопровождении слуг рыскали по улицам и по Кордегардием в надежде, что кто-нибудь из друзей угостит их обедом, ибо, по словам Арамиса, в дни процветания нужно было расшвыривать обеды направо и налево, чтобы в дни невзгод хоть и изредка пожинать таковы. Атос получал приглашение четыре раза, и каждый раз приводил с собой своих друзей вместе с их слугами. Портос был приглашен шесть раз и предоставил своим друзьям воспользоваться этим. Арамис был зван восемь раз. Этот человек, как можно было уже заметить, производил мало шума, но много делал. Что же касается Д'Артаньяна, у которого еще совсем не было знакомых в столице, то ему удалось только однажды позавтракать шоколадом у священника родом из Гаскони и один раз получить приглашение на обед к гвардейскому корнету. Он привел с собой всю свою армию к священнику, у которого они уничтожили целиком весь его двухмесячный запас, их корнету, который проявил неслыханную щедрость. Но, как говорил планше, сколько не съешь, все же поешь только раз. Д'Артаньян был смущен тем, что добыл только полтора обеда. Завтрак у священника мог сойти разве что за полуобед в благодарность за пиршество, предоставленное Атосом, Портосом и Арамисом. Он считал, что становится обузой для остальных, в своем юношеском простодушии забывая, что кормил всю компанию в течение месяца. Его озабоченный ум деятельно заработал. Он пришел к заключению, что союз четырех молодых, смелых, изобретательных и решительных людей должен был ставить себе иную цель, кроме прогулок в полупьяном виде, занятий фехтованием и более или менее остроумных проделок. И в самом деле четверо таких людей, как они, четверо людей, готовых друг для друга пожертвовать всем от кошелька до жизни, всегда поддерживающих друг друга и никогда не отступающих, выполняющих вместе или порзень любое решение, принятое совместно, четыре кулака, угрожающие вместе или порзень любому врагу, неизбежно должны были, открытой или тайно, прямым или окольным путем, хитростью или силой, пробить себе дорогу к намеченной цели, как бы отдалена она ни была, или как бы крепко ни была, она защищена. Удивляло Д'Артаньяно только то, что друзья его не додумались до этого давно. Он размышлял об этом, и даже весьма основательно, ломая голову в поисках путей, по которым должна была быть направлена эта необыкновенная четырежды увеличенная сила, с помощью которой, он в этом не сомневался, можно было, словно опираясь на рычаг Архимеда, перевернуть мир, как вдруг послышался осторожный стул в дверь. Д'Артаньян разбудил планше и приказал ему отпереть. Пусть читатель из этих слов разбудил планше, не делает заключения, что уже наступила ночь, или еще не занялся день, ничего подобного, только что пробило четыре часа. Два часа назад планше пришел к своему господину с просьбой дать ему пообедать, и тот ответил ему пословицей «Кто спит, тот обедает», и планше заменил сном еду. Планше ввел в комнату человека, скромно одетого, по-видимому, горожанина. Планше очень хотелось вместо десерта узнать, о чем будет речь, но посетитель объявил Д'Артаньяну, что ему нужно поговорить о важном деле, требующем тайны. Д'Артаньян выслал планше и попросил посетителя сесть. Наступило молчание. Хозяин и гость вглядывались друг в друга, словно желая предварительно составить себе друг о друге представление. Наконец Д'Артаньян поклонился, показывая, что готов слушать. «Мне говорили о господине Д'Артаньяне как о мужественном молодом человеке», произнес посетитель. «И это слава, которая им вполне заслуженно побудила меня доверить ему мою тайну». «Говорите, сударь, говорите», произнес Д'Артаньян, чутьем уловивший, что дело обещает некие выгоды. Посетитель снова на мгновение умолк, а затем продолжал. «Жена моя служит костеляншей у королевы, сударь. Женщина она красивая и умная. Меня женили на ней вот уже три года назад. Хотя приданное у нее было и небольшое, но зато господин Д'Артаньян, старший коммердинер королевы, приходится ей крестным и покровительствует ей. «Дальше, сударь, что же дальше?» — поторопил его Д'Артаньян. «А дальше, сказал посетитель, дальше то, что мою жену похитили вчера утром, когда она выходила из бельевой». «Кто же похитил вашу жену?» «Я, разумеется, ничего не могу утверждать, но у меня на подозрении один человек». «Кто же это у вас на подозрении?» «Человек, который уж давно преследует ее?» «Черт возьми!» «Но смелю сказать, сударь, мне представляется, что в этом деле замешана не так любовь, как политика». «Не так любовь, как политика?» задумчиво повторил Д'Артаньян. «Что же вы предполагаете?» «Не знаю. Могу ли я сказать вам, что я предполагаю?» «Сударь, заметьте себе, что я вас ни о чем не спрашивал. Вы сами явились ко мне? Вы сами сказали, что собираетесь доверить мне тайну? Поступайте как вам угодно. Вы еще можете удалиться, ничего не открыв мне?» «Нет, сударь, нет. Вы кажетесь мне честным молодым человеком, и я доверюсь вам. Мне кажется, что причина тут не собственные любовные дела моей жены, а любовные дела одной дамы, много выше ее стоящей. Так, не любовные ли дела госпожи де Буат-Росси?» — воскликнул Д'Артаньян, желавший показать своему посетителю, будто он хорошо знает о придворной жизни. «Выше, сударь, много выше!» «Госпожи де Гильон — еще выше!» «Госпожи де Шеврес — выше! Много выше!» «Но ведь не...» «Да!» «Сударь!» «Именно так!» «Чуть слышно, в страхе прошептал посетитель. «С кем?» «С кем же, как не с герцогом!» «С герцогом?» «Да, сударь!» «Еще менее внятно пролепетал гость. «Но откуда вам все это известно?» «Ах, откуда известно?» «Да, откуда? Полное доверие или...» «Вы сами понимаете, я знаю об этом от моей жены, сударь, от моей собственной жены, а она сама откуда знает?» «От господина Даля Порта!» «Не говорил я вам, разве, что она крестница господина Даля Порта, доверенного лица королевы?» «Так королева имела под для себя хоть кого-нибудь, кому она могла бы довериться, эта бедняжка, которую покинул король, преследует кардинал и предают все...» «Так, так, так...» «Положение становится яснее. жена моя, сударь, четыре дня назад приходила ко мне. Одним из условий ее службы было разрешение навещать меня два раза в неделю. Как я имел уже честь разъяснить вам, жена моя очень любит меня, и вот она пришла ко мне и под секретом рассказала, что королева сейчас в большой тревоге. В самом деле, да, господин кардинал, по словам моей жены преследует и притесняет королеву больше, чем когда-либо. Он не может ей простить историю с Сарабандой. Вам ведь известна история с Сарабандой? «Еще бы, мне или не знать ее», ответил Д'Артаньян, не знавший ничего, но желавший показать, что ему все известно. Так что сейчас это уже не ненависть, это месть. Неужели? И королева предполагает... Что же предполагает королева? Она предполагает, что герцогу Бекингему отправлено письмо от ее имени. От имени королевы? Да, чтобы вызвать его в Париж, а когда он прибудет, заманить его в какую-нибудь ловушку. Черт возьми! Ваша жена, сударь мой, какое отношение ваша жена имеет ко всему этому? Всем известна ее преданность королеве. Ее либо желают убрать подальше от ее госпожи, либо запугать и выведать тайны ее величества, либо соблазнить деньгами, чтобы сделать из нее шпионку. Возможно, возможно, сказал Д'Артаньян, но человек, похитивший ее, вам известен? Я уже говорил вам, мне кажется, что я его знаю. Его имя? Имени я не знаю. Мне известно только, что это любимчик кардинала, преданный ему как пес. Но вам когда-нибудь приходилось его видеть? Да, жена мне однажды показывала его. Нет ли у него каких-либо примет, по которым его можно было бы узнать? О, конечно! Это господин важного вида, черноволосый, смуглый, с пронзительным взглядом, с белыми зубами, и на виске у него шрам, шрам на виске, воскликнул Д'Артаньян. И к тому же еще белые зубы, пронзительный взгляд, сам смуглый, черноволосый и важного вида, это он, незнакомец из Менга. Незнакомец из Менга, сказали вы, да, да, да. Это не имеет отношения к делу, то есть я ошибся. Это очень его упрощает. Если ваш враг в то же время и мой, я отомщу за нас обоих, вот и все. Но где мне найти этого человека? Этого я не знаю. У вас нет никаких сведений, где он живет? Никаких. Однажды, когда я провожал жену обратно в Лувр, он вышел оттуда в ту самую минуту, когда она входила и она указала мне на него. Дьявол, дьявол, пробормотал Д'Артаньян, все это очень неопределенно. Кто дал вам знать о похищении вашей жены? Господин Д'Алапорт. Сообщил он вам какие-нибудь подробности? Они ему не были известны. И вы ничего не узнали из других источников? Кое-что узнал. Я получил. Что получили? Не знаю. Может быть, это будет очень неосторожно с моей стороны. Вы снова возвращаетесь к тому же самому. Но теперь должен вам заметить уже поздновато отступать. «Тысяча чертей!» — воскликнул гость, пытаясь с помощью проклятий вернуть себе мужество. «Клянусь вам честью Бонасье!» «Ваше имя Бонасье?» «Да, это моя фамилия. Итак, вы сказали «Клянусь честью Бонасье!» «Простите, что я перебил вас, но мне показалось, что я уже где-то слыхал ваше имя». «Возможно, суды, я хозяин этого дома!» «Ах, вот как!» — проговорил Д'Артаньян, слегка приподнявшись и кланились. «Вы хозяин этого дома!» «Да, сударь, да!» «Так как вы проживаете в моем доме уже три месяца и, должно быть, за множеством важных дел забывали уплачивать за квартиру, я же ни разу не побеспокоил вас, то мне и показалось, что вы примете во внимание мою учтивость». «Ну, как же, ну, как же, господин Бонасье!» сказал Д'Артаньян. «Поверьте, что я преисполнен благодарности за такое обхождение и сочту своим долгом, если я хоть чем-нибудь могу быть вам полезен, я верю вам, верю вам, сударь!» «Я так и собирался сказать вам, клянусь честью Бонасье, я вполне доверяю вам, в таком случае продолжайте и доскажите все до конца». Посетитель вынул из кармана листок бумаги и протянул его Д'Артаньяну. «Письмо!» воскликнул молодой человек, полученной сегодня утром. Д'Артаньян раскрыл его, и так как начало смеркаться, подошел к окну, гость последовал за ним. «Ищите вашу жену», прочел Д'Артаньян, «вам вернут ее, когда минет в ней надобность, если вы предпримите какие-либо поиски, вы погибли». «Вот это, по крайней мере, ясно», сказал Д'Артаньян. «Но в конце концов, это всего лишь угроза». «Да, но эта угроза приводит меня в ужас. Я ведь, сударь, человек невоенный, боюсь бастилией». «Да, я люблю бастилию не более вашего. если пречь шла о том, чтобы пустить в ход шпагу, дело другое». «А я-то, сударь, так рассчитывал на вас в этом деле». «Неужели?» «Видя вас всегда в кругу таких великолепных мушкетеров и, зная, что эти мушкетеры господина Д'Атравиля и, следовательно, враги господина кардинала, я подумал, что вы и ваши друзья, становясь на защиту нашей бедной королевы, будете в то же самое время рады сыграть злую шутку с его преосвященством». «Разумеется». «И затем я подумал, что раз вы должны мне за три месяца за квартиру, и я никогда не напоминал вам об этом». «Да-да, вы уже приводили этот довод, и я нахожу его убедительным», рассчитывая не напоминать вам о платье за квартиру и впредь, сколько бы времени вы не оказали мне чести прожить в моем доме. «Прекрасно, я намерен кроме того предложить вам пистолей пятьдесят, если вопреки вероятности вы сейчас сколько-нибудь стеснены в деньгах. Чудесно!» «Но значит, вы богаты, господин Бонасье. Я человек обеспеченный, правильнее сказать. Торгуя галантерией, я скопил капиталец, приносящий в год тысячи две три ЭКЮ. Кроме того, я вложил некую сумму в последнюю поездку знаменитого мореплавателя Жана Моке, так что вы и сами понимаете, сударь. «Но что это?» неожиданно вскрикнул господин Бонасье. «Что?» спросил Д'Артаньян. «Там, там, где?» «На улице, против ваших окон, в подъезде, человек, закутанный в плащ». «Это он?» В одно и то же время вскрикнули Д'Артаньян и Бонасье, узнав каждые своего врага. «А, на этот раз!» воскликнул Д'Артаньян. «На этот раз!» «Он от меня не уйдет!» И, выхватив шпагу, он выбежал из комнаты. На лестнице он столкнулся с Атосом и Портосом, которые шли к нему. Они расступились, и Д'Артаньян пролетел между ними, как стрела. «Куда ты бежишь?» крикнули ему вслед оба мушкетера. «Незнакомец из Менга!» крикнул в ответ Д'Артаньян и скрылся. Д'Артаньян неоднократно рассказывал друзьям о своей встрече с незнакомцем, а также о появлении прекрасной путешественницы, которой этот человек решился доверить какое-то важное послание. Атос считал, что Д'Артаньян отцовское письмо потерял в суматохе. Дворянин, по его мнению, а по описанию Д'Артаньяна он пришел к выводу, что неизвестный без сомнения был дворянином, дворянин не мог быть способен на такую низость, как похищение письма. Портос склонен был видеть во всей истории просто любовное свидание, назначенное дамой-кавалеру или кавалером-даме, свидание, которому помешали своим присутствием Д'Артаньян его «желтая лошадь». Арамис же сказал, что история эта окутана какой-то тайной, и лучше не пытаться разгадывать такие вещи. Поэтому они сразу же из слов вырвавшихся у Д'Артаньяна поняли, о ком идет речь. Считая, что Д'Артаньян, догнав незнакомца или потеряв его из виду, в конце концов вернется домой, они продолжали подниматься по лестнице. Комната Д'Артаньяна, когда они вошли в нее, была пуста. Домовладелец, опасаясь последствий столкновения, которое должно было произойти между его жильцом и незнакомцем, и основываясь на тех чертах характера Д'Артаньяна, о которых сам он упоминал, решил, что благоразумнее будет удрать. Характер Д'Артаньяна вырисовывается. Спустя полчаса, как и предвидели Атос и Портос, Д'Артаньян вернулся домой. И на этот раз он снова упустил незнакомца, скрывшегося словно по волшебству. Д'Артаньян со шпагой в руке обегал все ближайшие улицы, но не нашел никого, кто напоминал бы человека, которого он искал. В конце концов, он пришел к тому, с чего ему, возможно, следовало начать. Он постучал в дверь, к которой прислонялся незнакомец, но напрасно он десять, двенадцать раз подряд ударял молотком в дверь, никто не отзывался. Соседи, привлеченные шумом и появившиеся на пороге своих домов или выглянувшие в окна, уверяли, что здание это, все двери, которого плотно закрыт, вот уже шесть месяцев стоит никем необитаемое. Пока Д'Артаньян бегал по улицам и колотил в двери, Арамис успел присоединиться к обоим своим товарищам, так что Д'Артаньян, вернувшись, застал всю компанию в полном сборе. Ну, что? Спросили все три мушкетера в один голос, взглянув на Д'Артаньяна, который вошел весь в поту с лицом искаженным гневом. Ну, что же? Воскликнул юноша, швыряя шляпу на кровать. Этот человек должно быть сущий дьявол. Он исчез, как тень, как призрак, как привидение. Вы верите в привидение? спросил Атос Портос. Я верю только тому, что видел, а так как я никогда не видел привидений, то не верю в них, ответил Портос. Библия, произнес Арамис, велит нам верить в них. Тень Самуила являлась Саулу, и это догмат веры, который я считаю невозможным брать под сомнение. Как бы там ни было, человек он или дьявол, телесное создание или тень, иллюзия или действительность, но человек этот рожден мне на погибель. Бегство его заставило меня упустить дело, на котором можно было заработать сотню пистолей, а то и больше. Каким образом? В один голос воскликнули Портос и Арамис. Атос, как всегда, избегая лишних слов, только вопросительно взглянул на Д'Артаньяна. — Планше, — сказал Д'Артаньян, обращаясь к своему слуге, который, приоткрыв дверь, просунул в щель голову, надеясь уловить хоть отрывки разговора. — Спуститесь вниз к владельцу этого дома, господину Бонасье, и попросите прислать нам полдюжины бутылок вина Божен-Си. Я предпочитаю его всем другим. — Вот так штука, — воскликнул Портос. — Вы пользуетесь по-видимому неограниченным кредитом у вашего хозяина. — Да, — ответил Д'Артаньян, — с нынешнего дня. — И будьте спокойны. Если вино его окажется скверным, мы пошлем к нему за другим. — Нужно потреблять, но не злоупотреблять, — поучительным тоном заметил Арамис. — Я всегда говорил, что Д'Артаньян самый умный из нас четверых, — сказал Атос, и, произнеся эти слова, на которые Д'Артаньян ответил поклоном, погрузился в обычное для него молчание. — Но все-таки что произошло, спросил Портос. — Да, посвятите нас в эту тайну, дорогой друг, — подхватил Арамис. — Если только в эту историю не замешана честь с дамы, тогда вам лучше сохранить вашу тайну при себе. — Будьте спокойны, — сказал Атаньян, ничья честь не пострадает от того, что я должен сообщить вам. И затем он во всех подробностях передал друзьям свой разговор с хозяином дома, добавив, что похититель жены этого достойного горожанина оказался тем самым незнакомцем, с которым у него произошло столкновение в гостинице «Вольный мельник». — Дело неплохое, — сказал Атос, с видом знатока, отхлебнув вина и кивком головы, подтвердив, что вино хорошее. — У этого доброго человека можно будет вытянуть пятьдесят, шестьдесят пистолей. Остается только рассудить, стоит ли за шестидесяти пистолей рисковать четырьмя головами. — Не забывайте, — воскликнул Д'Артаньян, что здесь речь идет о женщине, женщине, которую похитили, которая, несомненно, подвергается угрозам, возможно, пыткам, и все это только потому, что она верна своей повелительнице. — Осторожней, Д'Артаньян, осторожней, — сказал Арамис. — Вы чересчур близко, по-моему, принимаете к сердцу судьбу госпожи Бонуси, «Женщина сотворена нам на погибель, и она источник всех наших бед». Атос при этих словах Арамисе закусил губу и нахмурился. — Я тревожу сня госпоже Бонуси, — воскликнул Д'Артаньян, — а о королеве, которую покинул король, преследует кардинал, и которая видит, как падают одна за другой головы всех ее прияженцев. — Почему она любит тех, кого мы ненавидим всего сильнее, испанцев и англичан? — Испания ее родина, — ответил Д'Артаньян, — и вполне естественно, что она любит испанцев, детей ее родной земли. Ну, что же касается вашего второго упрека, то она, как мне говорили, любит не англичан, а одного англичанина. — Должен признаться, — заметил Атос, что англичанин этот достоин любви. Никогда не встречал я человека с более благородной внешностью. Не говоря уже о том, добавил Портос, что одевается он бесподобно. Я был в лувре, когда он рассыпал свои жемчуга, и, клянусь Богом, подобрал две жемчужины, которые продал затем по десять пистолей за штуку, а ты, Арамис, знаешь его так же хорошо, как и вы, господа. Я был одним из тех, кто задержал его в Амьянском саду, куда меня провел господин Депютанш, конюшей королевы. В те годы я был еще в семинарии. История эта, как мне казалось, была оскорбительна для короля. И все-таки, сказал Д'Артаньян, если бы я знал, если бы я знал, где находится герцог Бекингем, я готов был бы за руку привести его к королеве, хотя бы лишь на зло кардинал. Ведь наш самый жестокий враг это кардинал. И если б нам представился случай сыграть с ним какую-нибудь злую шутку, я был бы готов рискнуть даже головой. И галантерейщик, спросил Атос, дал вам понять, что будто королева опасается, что Бекингема сюда вызвали подложным письмом. Она этого боится. Погодите, сказал Арамис. В чем дело, спросил Портос. Ничего, ничего, продолжайте. Я стараюсь вспомнить кое-какие обстоятельства. И сейчас я убежден, продолжал Д'Артаньян, я убежден, что похищение этой женщины связано с событиями, о которых мы говорили, а возможно и с прибытием герцога Бекингема в Париж. Этот гасконец необычайно сообразителен, с восхищением воскликнул Портос. Я очень люблю его слушать, сказал Атос. Меня забавляет его произношение. Послушайте, милостивые государи, заговорил Арамис. Послушаем Арамиса, воскликнули друзья. Вчера я находился в пустынном квартале у одного ученого богослова, с которым я изредка советуюсь, когда этого требуют мои ученые труды. Атос улыбнулся. Он живет в отдаленном квартале, продолжал Арамис, в соответствии со своими наклонностями и родом занятий. И вот в тот миг, когда я выходил от него, тут Арамис остановился. Ну и что же? В тот миг, когда вы выходили от него, Арамис словно сделал усилие, как человек, который, завравшись, натыкается на какое-то неожиданное препятствие, но глаза слушателей впились в него. Все напряженно ждали продолжения рассказа, и отступать было поздно. У этого богослова есть племянница, продолжал Арамис. Вот как у него есть племянница, перебил его Портос. Весьма почтенная дама, пояснил Арамис. Трое друзей рассмеялись. Если вы смеетесь и сомневаетесь в моих словах, сказал Арамис, вы больше ничего не узнаете. Мы верим, как магометане, и немы, как катафалки, сказал Атос. Итак, я продолжаю. Снова заговорил Арамис. Эта племянница изредка навещает своего дядю. Вчера она случайно оказалась там в одно время со мной, и мне пришлось проводить ее до кареты. Ах, вот как! У нее есть карета, у племянницы богослова, снова перебил Портос, главным недостатком которого было неумение держать язык за зубами. Прелестное знакомство, друг сказал Арамис. Я уже однажды заметил вам, вы недостаточно скромны, и это вредит вам в глазах женщин. Господа, господа, воскликнул Д'Артаньян, догадывавшись сападоплеки всей истории, дело серьезное. Постараемся не шутить, если это возможно. Продолжайте, Арамис, продолжайте. Внезапно какой-то человек высокого роста, черноволосый, с манерами дворянина, напоминающий вашего незнакомца, Д'Артаньян. Может быть, это он самый, заметил Д'Артаньян, в сопровождении пяти или шести человек, следовавших за ним в десятки шагов, подошел ко мне и произнес, господин герцог, а затем продолжал, и вы, сударыня, уже обращаясь к даме, которая опиралась на мою руку, к племяннице богослово. Да замолчите же, Портос, прикрикнул на него Атос, вы невыносимы. Благоволите сесть в карету и не пытайтесь оказать сопротивление или поднять малейший шум, так сказал этот человек. Он принял вас за Бекингема, воскликнул Д'Артаньян. Я так полагаю, ответил Арамис. Адаму? спросил Портос. Он принял ее за королеву, сказал Д'Артаньян. Совершенно верно, подтвердил Арамис. Этот гасконец сущий дьявол, воскликнул Атос. Ничто не ускользает от него. В самом деле, сказал Портос. Ростом и походкой Арамис напоминает красавца-герцога, но мне кажется, что одежда мушкетера... На мне был длинный плащ, сказал Арамис. В июле месяце? воскликнул Портос. Неужели твой ученый опасается, что ты будешь узнан? Я допускаю, что шпиона могла обмануть фигура, но лицо... На мне была широкополая шляпа, объяснил Арамис. «О боже!» воскликнул Портос. «Сколько предосторожностей ради изучения богословия! Господа, господа!» прервал их Д'Артаньян. «Не будем тратить время на шутки. Разойдемся в разные стороны и примемся за поиски жены галантерейщика. Тут кроется разгадка всей интриги». «Женщина такого низкого звания! Неужели вы так полагаете, Д'Артаньян?» спросил Портос, презрительно выпитив нижнюю губу. «Она крестница Д'Аляпорта, доверенного коммердинера королевы. Разве я не говорил вам этого, господа?» кроме того, возможно, что в расчеты ее величества и входило на этот раз искать поддержки столь низко. Головы высоких людей видны издалека, у кардинала хорошее зрение». «Что ж», сказал Портос, «Сговаривайтесь с галантерейщиком и за хорошую цену. Сказал Д'Артаньян, «Мне кажется, что если не заплатит он, нам хорошо заплатят другие». В эту минуту послышались торопливые шаги на лестнице, дверь с шумом распахнулась, и несчастный галантерейщик ворвался в комнату, где свещались друзья. «Господа», возопил он, «ради всего святого спасите меня, внизу четверо солдат, они пришли арестовать меня, спасите меня, спасите». Портос и Арамис поднялись со своих мест. «Минутку», воскликнул Д'Артаньян, сделав им знак вложить обратно в ножны полуобнаженные шпаги, «здесь не храбрость нужна, а осторожность». «Не можем же мы допустить», возразил Портос. «Предоставьте Д'Артаньяну действовать по-своему», сказал Атос. «Повторяю вам, он умнее нас всех, я, по крайней мере, объявляю, что подчиняюсь ему. Поступай как хочешь, Д'Артаньян». В эту минуту четверо солдат появились в дверях передней, но, увидев четырех мушкетеров при шпагах, они остановились, не решаясь двинуться дальше. «Крикнул им Д'Артаньян, вы здесь у меня, все мы верные слуги короля и господина кардинала». «В таком случае, милостивые государи, вы не воспрепятствуете нам выполнить получение приказания?» спросил один из них, по-видимому, начальник отряда. «Напротив, господа, мы даже готовы помочь вам, если окажется необходимость». «Да что же он такое говорит?» пробурмотал Портос. «Ты глупец», шепнул Атос, «молчи». «Но вы же мне обещали», чуть слышно, пролепетал несчастный галантерейщик. «Мы можем спасти вас, только оставаясь на свободе», быстро шепнул ему Д'Артаньян. «А если мы попытаемся заступиться за вас, нас арестуют вместе с вами, но мне кажется...» «Пожалуйте, господа, пожалуйте», громко произнес Д'Артаньян, «у меня нет никаких оснований защищать этого человека. Я видел его сегодня впервые, да еще при каких обстоятельствах он сам вам расскажет. Он пришел требовать с меня за квартиру. Правду я говорю, господин Боносье, отвечайте». «Чистейшая правда», пролепетал галантерейщик. «Но господин мушкетер не сказал, ни слова обо мне, ни слова о моих друзьях, и особенно ни слова о королеве, или вы всех погубите», зашептал Д'Артаньян. «Действуйте, господа, действуйте, забирайте этого человека». И Д'Артаньян толкнул совершенно растерявшегося галантерейщика в руки стражников. «Вы невежа, дорогой мой, приходите требовать денег. Это у меня-то, мушкетеров, в тюрьму. Повторяю вам, господа, забирайте его в тюрьму и держите под замком как можно дольше, пока я успею собрать деньги на платеж». Полицейские рассыпались в словах благодарности и увели свою жертву. Они уже начали спускаться с лестницы, когда Д'Артаньян вдруг хлопнул начальника по плечу. «Не выпить ли мне за ваше здоровье, а вам за мое?» предложил он, наполняя два бокала божонсийским вином, полученным от господина Бонасье. «Слишком много чести для меня», пробормотал начальник стражников. «Очень благодарен». «Итак, за ваше здоровье, господин, как ваше имя?» «Буаренар». «Господин Буаренар, за ваше милостивый государь, как ваше уважаемое имя?» «Разрешите теперь спросить?» «Д'Артаньян». «За ваше здоровье, господин Д'Артаньян». «А главное, вот за чье здоровье!» крикнул Д'Артаньян, словно в порыве восторга. «За здоровье короля и за здоровье кардинала!» «Будь вино плохое!» «Начальник стражи, может быть, усомнился бы в искренности Д'Артаньяна, но вино было хорошее, и он поверил». «Что за гадость вы тут сделали?» сказал Портос, когда глава Аль-Гвазилов удалился вслед за своими подчиненными и четыре друга остались одни. «Как не стыдно!» «Четверо мушкетеров позволяют арестовать несчастного прибегшего к их помощи!» «Дворянин пьет сыщиком!» «Вортос», заметила Ромис, «Атос уже сказал тебе, что ты глупец, и мне приходится с ним согласиться». «Д'Артаньян, ты великий человек, и когда ты займешь место господина Д'Артравиле, я буду просить тебя оказать покровительство и помочь мне стать настоятелем монастыря». «Ничего не понимаю», воскликнул Портос, «вы одобряете поступок Д'Артаньяна?» «Еще бы, черт возьми, не только одобряю». «То, что сделал, но даже поздравляю его», сказал Ромис. «А теперь, господа», произнес Д'Артаньян, не пытаясь даже объяснить Портосу свое поведение, «один за всех и все за одного. Это отныне наш девиз, не правда ли?» «Но...» начал был Портос, «протяни руку и клянись». В один голос воскликнули Ромис Этос. Страженный их примером, все же бормоча что-то про себя, Портос протянул руку, и все четверо хором произнесли слова, подсказанные Д'Артаньяном, «все за одного, один за всех». «Отлично! Теперь пусть каждый отправляется к себе домой», сказал Д'Артаньян, словно бы он всю жизнь только и делал, что командовал, и будьте осторожны. Ибо с этой минуты мы вступили в борьбу с кардиналом. Мышеловка в семнадцатом веке. Мышеловка отнюдь не изобретение наших дней. Как только общество изобрело полицию, полиция изобрела мышеловку. Принимая во внимание, что читатели наши не привыкли еще к особому языку парижской полиции, и что мы впервые за пятнадцать с лишним лет нашей сочинительской работы употребляем такое выражение применительно к этой штуке, постараемся объяснить, о чем идет речь. Когда в каком-нибудь доме, все равно в каком, арестуют человека, подозреваемого в преступлении, арест этот держится в тайне. В первой комнате квартиры устраивают засаду из четырех или пяти полицейских. Дверь открывают всем, кто бы ни постучал, захлопывают ее за ними и арестовывают пришедшего. Таким образом, не проходит и двух, трех дней, как все постоянные посетители этого дома оказываются под замком. Вот что такое мышеловка. В квартире господина Бонасье устроили именно такую мышеловку. И всех, кто туда показывался, задерживали и допрашивали люди господина кардинала. Так как в помещение, занимаемое Д'Артаньяном, во втором этаже вел особый ход, то его гости никаким неприятностям не подвергались. Приходили к нему, впрочем, только его три друга, все трое занимались розысками, каждый по-своему, но пока еще ничего не нашли, ничего не обнаружили. Атос решился даже задать несколько вопросов господину Д'Атревилю, что, принимая во внимание обычную неразговорчивость славного мушкетера, крайне удивила капитана. Но Д'Атревиль ничего не знал. Кроме того, что в этот день, когда он в последний раз видел кардинала, короля и королеву, кардинал казался озабоченным. Король как будто был чем-то обеспокоен, а покрасневшие глаза королевы говорили о том, что она либо не спала ночь, либо плакала. Последнее обстоятельство его не поразило. Королева со времени своего замужества часто не спала по ночам и много плакала. господин Д'Атревиль на всякий случай все же напомнил Атосу, что он должен преданно служить королю и особенно королеве и просил передать это пожелание его друзьям. Что же касается Д'Артаньяна, то он засел у себя дома. Свою комнату он превратил в наблюдательный пункт. В окно он видел всех, кто приходил и попадался в западню. Затем, разобрав паркет, так что от нижнего помещения, где происходил допрос, его отделял один только потолок, он получил возможность слышать все, что говорилось между сыщиками и обвиняемым. Допросы, перед началом которых задержанных тщательно обыскивали, сводились почти неизменно к следующему. Не поручало ли вам госпожа Бонасье передать что-нибудь ее мужу или другому лицу? Не поручало ли вам господин Бонасье передать что-нибудь его жене или другому лицу? Не поверяли ли они вам устно каких-нибудь тайн? Если бы им что-нибудь было известно, подумал Д'Артаньян, они не спрашивали бы о таких вещах. Теперь вопрос, что, собственно, они стремятся узнать? Очевидно, находится ли Бекингем в Париже и не было ли у него или не предстоит ли ему свидание с королевой? Д'Артаньян остановился на этом предположении, которое, судя по всему, не было лишено вероятности. А пока мышеловка действовала непрерывно и внимание Д'Артаньяна не ослабевало. Вечером, на другой день после ареста несчастного Бонасье, после ухода от Оса, который отправился к господину Д'Атревилю, едва часы пробили девять, и планше, еще не постеливший на ночь постель, собирался приняться за это дело, кто-то постучался с улицы во входную дверь. Дверь сразу же отворилась, затем захлопнулась, кто-то попал в мышеловку. Д'Артаньян бросился к месту, где был разобран пол, лег навзнич и весь превратился в слух. Вскоре раздались крики, затем стоны, которые, по-видимому, пытались заглушить. Допроса не было и в помине. «Дьявол!» подумал Д'Артаньян. «Мне кажется, что это женщина. Ее обыскивают, она сопротивляется, они применяют силу, негодяи!» Д'Артаньяну приходилось напрягать всю свою волю, чтобы не вмешаться в происходившее там, внизу. «Но я же говорю вам, господа, что я хозяйка этого дома, я же говорю вам, что я госпожа Бонасье, что я служу королеве!» кричала несчастная женщина. «Госпожа Бонасье!» прошептал Д'Артаньян. «Неужели мне повезло? Я нашел то, что разыскивают все!» «Вас-то мы поджидали!» отвечали ей. Голос становился все глуше. Поднялась какая-то шумная возня. Женщина сопротивлялась так, как женщина может сопротивляться четверым мужчинам. «Пустите меня! Пусти!» прозвучал еще голос женщины. Это были последние членораздельные звуки. Они затыкают ей рот, сейчас они уведут ее!» воскликнул Д'Артаньян, вскакивая словно на пружине. «Шпагу!» Дана при мне. «Планше!» «Что прикажете?» «Беги за Атосом, Портосом и Арамисом! Кого-нибудь из троих ты наверняка застанешь, а может быть все трое уже вернулись домой!» «Пусть захватят оружие, пусть спешат, пусть бегут сюда!» «Ах!» вспомнил Атос у господина Д'Атравиля! «Но куда же вы? Куда же вы, сударь?» «Я спущусь вниз через окно!» крикнул Д'Артаньян, «Так будет скорее!» «А ты заделай дыру в пакете, подмети пол, выходи через дверь и беги, куда я приказал!» «О, сударь, сударь, вы убьетесь!» закричал Планше. «Молчи, осел!» крикнул Д'Артаньян, и, ухватившись рукой за подоконник, он соскочил со второго этажа, к счастью, не очень высокого, он даже не ушибся. И тут же, подойдя к входным дверям, он тихонько постучал, прошептав, «Сейчас я тоже попадусь в мышеловку и горе тем кошкам, которые посмеют тронуть такую мышь!» Не успел молоток удариться в дверь, как шум внутри замер. Послышали шаги, дверь распахнулась, и Д'Артаньян, обнажив шпагу, ворвался в квартиру господина Бонасье, дверь, которой, очевидно, снабженная пружиной, сама захлопнулась за ним. И тогда остальные жильцы этого злополучного дома, а также и ближайшие соседи услышали отчаянные крики, топот, звон шпаг и грохот передвигаемой мебели. Немного погодя, все те, кого встревожил шум и кто высунулся в окно, чтобы узнать, в чем дело, могли увидеть, как снова раскрылась дверь. И четыре человека, одетые в черное, не вышли, а вылетели из нее, словно стая вспугнутых ворон, оставив на полу и на углах столов перья, выдраны из их крыльев, другими словами, лоскутей одежды и обрывки плащей. Победа досталась Д'Артаньяну, нужно сказать, без особого труда, так как лишь один из сыщиков оказался вооруженным, да и то защищался только для виду. Остальные, правда, пытались оглушить молодого человека, швыряя в него стульями, табуретками и даже горшками, но несколько царапин, нанесенных шпагой гасконца, нагнали на них страху. Десяти минут было достаточно, чтобы нанести им полное поражение, и Д'Артаньян стал господином на поле боя. Соседи, распахнувшие окна, с хладнокровием свойственным парижанам в те времена постоянных восстаний и вооруженных столкновений, захлопнули их тотчас же после бегства четырех одетых в черное. Чутье подсказывало им, что пока все кончено. Кроме того, было уже довольно поздно, а тогда, как и теперь, в квартале, прилегавшем к Люксембургскому дворцу, спать укладывались рано. Д'Артаньян, оставшись наедине с госпожой Бонасье, повернулся к ней. Женщина почти без чувств лежала в кресле. Д'Артаньян накинул ее быстрым взглядом. То была очаровательная женщина, лет двадцати пяти или двадцати шести, темноволосая, с голубыми глазами, чуть-чуть вздернутым носиком, чудесными зубками. Мраморно-белая кожа ее отливала розовым, подобно опалу. На этом, однако, кончались черты, и по которым ее можно было принять за даму высшего света. Руки были белые, но форма их была грубовата, ноги также не указывали на высокое происхождение. К счастью для Д'Артаньяна его еще не могли смутить такие мелочи. Разглядывая госпожу Бонасье, и, как мы уже говорили, остановив внимание на ее ножках, он вдруг заметил лежавший на полу батистовый платочек, который он поднял. На уголке платка выделялся герб, виденный им однажды на платке, из-за которого они с сарамисом чуть не перерезали друг другу горло. Д'Артаньян с тех самых пор питал недоверие к платкам с гербами, поэтому он, ничего не говоря, вложил поднятый им платок в карман госпожи Бонасье. Молодая женщина в эту минуту пришла в себя, открыв глаза и в страхе оглядевшись кругом, она увидела, что квартира пуста, и она одна со своим спасителем. Она сразу же с улыбкой протянула ему руки. Улыбка госпожи Бонасье была полна очарования. «Ах, сударь», проговорила она, «Вы спасли меня, позвольте мне поблагодарить вас». «Сударыня», ответил Д'Артаньян, «я сделал только то, что сделал бы на моем месте любой дворянин, вы поэтому не обязаны мне никакой благодарностью». «О, нет, нет, я надеюсь доказать вам, что умею быть благодарной. Но что было нужно от меня этим людям, которых я сначала приняла за воров, и почему здесь нет господина Бонасье?» «Эти люди, сударыня, были во много раз опаснее воров, это люди господина кардинала. Что касается вашего мужа, господина Бонасье, то его здесь нет, потому что его вчера арестовали и увели в Бастилию». «Мой муж в Бастилии?» воскликнула господа Бонасье, «но что же он мог сделать, ведь он сама невинность?» И какое-то подобие улыбки скользнуло по все еще испуганному лицу молодой женщины. «Что он сделал, сударыня?» произнес Д'Артаньян. «Мне кажется, единственное его преступление заключается в том, что он имеет одновременно счастье и несчастье быть вашим супругом». «Но значит, вам известно, сударь, мне известно, что вы были похищены. Но кем, кем известно ли вам это? О, если вы знаете это, скажите мне. Человеком лет сорока или сорока пяти, черноволосым, смуглым, с рубцом на левом виске. Верно, верно, но имя его, имя, вот этого-то я и не знаю. А муж мой знал, что я была похищена. Он узнал об этом из письма, написанного самим похитителем. А догадывается ли он? Спросила господа Боросье, смутившись, о причине этого он предполагал, как мне кажется, что здесь была замешана политика. Я сомневалась в этом вначале. Но сейчас я такого же мнения, и так он ни на минуту не усомнился во мне, этот добрый господин Боросье. О, ни на минуту! Он так гордился вашим благоразумием и вашей любовью. Улыбка еще раз, чуть заметно, скользнула по розовым губкам этой хорошенькой молодой женщины. Но как вам удалось сбежать? Продолжал допытываться Д'Артаньян. Я воспользовалась минутой, когда осталась одна, и так как с сегодняшнего утра мне стала ясна причина моего похищения, то я с помощью простынь спустилась из окна. Я думала, что мой муж дома и прибежала сюда, чтобы искать у него защиты. О нет! Бедный, милый мой муж, я знала, что он не способен защитить меня, но так как он мог другим путем услужить нам, я хотела его предупредить. О чем? Нет, это уже не моя тайна, я поэтому не могу раскрыть ее вам. Кстати, сказал Д'Артаньян, простите, сударыня, что хоть я и гвардеец, все же я вынужден призвать вас к осторожности. Мне кажется, место здесь неподходящее для того, чтобы поверять какие-либо тайны. Сыщики, которых я прогнал, вернутся с подкреплением. Если они застанут нас здесь, мы погибли. Я правда послал уведомить моих друзей, но кто знает, застали ли их дома. Да-да, вы правы, с испугом воскликнула госпожа Боносье, бежим, скроемся скорее отсюда. С этими словами она схватила Д'Артаньяна под руку и потянула его к двери. «Да куда бежать?» вырвалось у Д'Артаньяна. «Куда скрыться?» «Прежде всего, подальше от этого дома. потом увидим». Даже не прикрыв за собой дверей, они, выйдя из дома, побежали по улице Магильщиков, завернули на Королевский ров и остановили столько у площади Сен-Сюль-Приз. «А что же нам делать дальше?» спросил Д'Артаньян. «Куда мне проводить вас?» «Право, не знаю, что ответить вам», сказала госпожа Бонасье. «Я собиралась через моего мужа вызвать господина Д'Артаньян и от него узнать, что произошло в Лувре за последние три дня и не опасно ли мне туда показываться?» «Ведь я могу пойти и вызвать господина Д'Артаньян», сказал Д'Артаньян. «Конечно, но беда в одном. Господина Бонасье в Лувре знали, и его бы пропустили, а вас не знают и двери для вас будут закрыты». «Пустяки!» возразил Д'Артаньян. «У какого-нибудь из входов в Лувр верно есть преданный вам привратник, который, услышав пароль...» Госпожа Бонасье пристально поглядела на молодого человека. «А если я скажу вам этот пароль, прошептала она, забудете ли вы его тотчас же после того, как воспользуетесь им?» «Честное слово, слово дворянина, произнес Д'Артаньян тоном, не допускавшим сомнений. «Хорошо, я верю вам. Вы, кажется, славный молодой человек, и от вашей преданности, быть может, зависит ваше будущее. Я не требую обещаний и честно сделаю все, что будет в моих силах, чтобы послужить королю и быть приятным королеве», сказал Д'Артаньян. «Располагайте мною как другом». «Но куда вы спрячете меня на это время?» «Нет ли у вас человека, к которому бы господин Д'Аляпорт мог за вами прийти?» «Нет, я не хочу никого посвящать в это дело». «Подождите», произнес с Д'Артаньян. «Мы рядом с домом Атоса». «Да, правильно». «Кто это Атос?» «Один из моих друзей». «Но если он дома и увидит меня, его нет дома». «И пропустив вас в квартиру, я ключ унесу с собой». «А если он вернется?» «Он не вернется». «В крайнем случае ему скажут, что я привел женщину, и эта женщина находится у него». «Какое вам дело?» «Никто вас там не знает, и к тому же мы находимся в таком положении, что можем пренебречь приличиями». «Хорошо, пойдемте же к вашему другу, где он живет?» «На улице в Ферру, в двух шагах отсюда». «Идем». И они побежали дальше. Атоса, как и предвидел Д'Артаньян, не было дома. Д'Артаньян взял ключ, который ему как другу Атоса всегда беспрекословно давали, поднялся по лестнице и впустил госпожу Бонасье в маленькую квартирку, уже описанную нами выше. «Располагайтесь, как дома», сказал он. «Погодите, заприте дверь изнутри и никому не отпирайте, иначе, как если постучат три раза, вот так». И он стукнул три раза, два раза подряд, и довольно сильно, третий раз после паузы и слабеет. «Хорошо», сказала госпожа Бонасье, «теперь моя очередь дать вам наставление. Слушаю вас, отправляйтесь в Лувр и постучите суколитки, выходящие на улицу Эшель, попросите Жермена». «Хорошо», а затем он спросит, что вам угодно, и вместо ответа вы скажите два слова «тур» и «Брюссель», тогда он исполнит ваше приказание. «Что же я прикажу ему?» «Вызвать господина Даляпорта, коммердинера королевы». «А если он вызовет его, и господин Даляпорт выйдет, вы пошлете его ко мне». «Прекрасно, но где и когда я увижу вас снова? А вам очень хочется встретиться со мной опять? Конечно, тогда предоставьте мне позаботиться об этом и будьте спокойны. Я полагаюсь на ваше слово. Можете положиться». Д'Артаньян поклонился госпоже Бороссье, бросив ей самый влюбленный взгляд, каким только можно было охватить всю ее маленькую фигурку. И пока сходил с лестницы, услышал, как дверь позади него захлопнулась, и ключ дважды повернулся в замке. Мигом добежал он до Лувра. Подходя к калитке с улицы Эшель, он услышал, как пробило десять часов. Все события, только что описанные нами, промелькнули за какие-нибудь полчаса. Все произошло так, как говорила господа Бонасье. Услышав пароль, Жармен поклонился, не прошло и десяти минут, как Лапорт был уже в комнате привратника. Д'Артаньян в двух словах рассказал ему обо всем, что произошло, и сообщил, где находится госпожа Бонасье. Лапорт Лапорт дважды повторил адрес и поспешил к выходу, но не сделав и двух шагов, он вдруг вернулся. Молодой человек, сказал он, обращаясь к Д'Артаньяну, разрешите дать вам совет? Какой именно? То, что произошло, может доставить вам неприятности. Вы думаете? Да, нет ли у вас друга, у которого отстают часы? Ну, что же дальше? Навестите его. С тем, чтобы потом он мог засвидетельствовать, что в половине десятого вы находились у него. Юристы называют это алиби. Д'Артаньян нашел совет благоразумным и, что было сил, помчался к господину Д'Атравилю, но, не заходя в гостиную, где, как всегда, было много народу, он попросил разрешения пройти в кабинет. Так как Д'Артаньян часто бывал здесь, просьбу его сразу же удовлетворили, и слуга отправился доложить господину Д'Атравилю, что его молодой земляк, желая сообщить нечто важное, просит принять его. Минут через пять господин Д'Атравилю уже прошел в кабинет. Он спросил у Д'Артаньяна, чем он может быть ему полезен и чему он обязан его посещением в такой поздний час. Простите, сударь, сказал Д'Артаньян, который, воспользовавшись минутами, пока оставался один, успел переставить часы на три четверти часа назад. Я думал, что в двадцать пять минут десятого еще не слишком поздно явиться к вам. Двадцать пять минут десятого? Воскликнул господин Д'Атравилю, поворачиваясь к стенным часам. Да нет, не может быть. Поглядите сами, сказал Д'Артаньян, и вы убедитесь? Да, правильно, произнес Д'Атриль. Я был уверен, что уже позднее, но что же вам от меня нужно? Тогда Д'Артаньян пустился в пространный рассказ о королеве. Он поделился своими тревогами по поводу ее положения, сообщил, что он слышал относительно замыслов кардинала, направленных против Беккингема, и речь его была полна такой уверенности и такого спокойствия, что Д'Атриль не мог ему не поверить, тем более, что и он сам, как мы уже говорили, уловил нечто новое в отношениях между кардиналом, королем и королевой. Когда пробило десять часов, Д'Артаньян расстался с господином Д'Атриль который, поблагодарив его за сообщенные ему сведения и посоветовав всегда верой и правдой служить королю и королеве, вернулся в гостиную. Спустившись с лестницы, Д'Артаньян вдруг вспомнил, что забыл свою трость. Поэтому он быстро поднялся обратно, вошел в кабинет и тут же сразу передвинул стрелки на место, чтобы на следующее утро никто не мог заметить, что часы отставали. Уверенный теперь, что у него есть свидетель, готовый установить его алиби, он спустился вниз и вышел на улицу. Интрига завязывается. Выйдя от господина Д'Артаньян Вилья Д'Артаньян в задумчивости избрал самую длинную дорогу для возвращения домой. О чем же думал молодой гасконец, так далеко уклоняясь от своего пути, поглядывая на звезды и то улыбаясь, то вздыхая? Он думал о госпоже Бонасье, ученику мушкетеру, эта молодая женщина казалась чуть ли не идеалом возлюбленной. Хорошенькая, полная таинственности, посвященная чуть ли не во все придворные интриги, которые налагали на ее прелестные черты особый отпечаток озабоченности, она оказалась не слишком недоступной, что придает женщине несказанное очарование в глазах неопытного любовника. Кроме того, Д'Артаньян вырвал ее из рук этих демонов, собиравшихся обыскать ее и, быть может, подвергнуть истязаниям, и эта незабываемая услуга породила в ней чувство признательности и так легко переходящее в нечто более нежное. Д'Артаньян уже представлял себе, насколько быстро летят мечты на крыльях воображения, как к нему приближается посланный от молодой женщины и вручает записку о предстоящем свидании, а в придачу к ней золотую цепочку или перстень с алмазом. Мы говорили уже, что молодые люди тех времен принимали без стеснения подарки от своего короля. Добавим к этому, что в те времена не слишком требовательной морали они не выказывали чрезмерной гордости и по отношению к своим возлюбленным. Их дамы почти всегда оставляли им на память ценные и долговечные подарки, словно стараясь закрепить их неустойчивые чувства неразрушимой прочностью своих даров. В те времена путь себе прокладывали с помощью женщин и не стыдили с этого. Те, что были только красивы, дарили свою красоту, и отсюда должно быть произошла пословица, что самая прекрасная девушка может отдать лишь то, что имеет. Богатые отдавали часть своих денег, и можно было назвать немалых героев той щедрой на приключения эпохи, которые не добились бы ни чинов, ни побед на поле брани, если бы не набитые более или менее туго кошельки. Которые возлюбленные привязывали к их седлу. Д'Артаньян был беден. Налет провинциальной нерешительности, этот хрупкий цветок, этот пушок персика был быстро унесен вихрем не слишком-то нравственных советов, которыми три мушкетера снабжали своего друга. Подчиняясь странным обычаям своего времени, Д'Артаньян чувствовал себя в Париже словно в завоеванном городе, почти так, как чувствовал бы себя во Фландрии. Испанцы там, женщины здесь, и там, и тут был враг, с которым полагалось бороться, была контрибуция, которую полагалось наложить. Все же мы должны сказать, что сейчас Д'Артаньяном руководило более благородное и бескорыстное чувство. Правда, галантерейщик говорил ему, что он богат. Д'Артаньяну не трудно было догадаться, что у такого просточка мужа, каким был господин Бонасье, кошельком, по всей вероятности, распоряжалась жена. Но все это нисколько не повлияло на те чувства, которые вспыхнули в нем при виде госпожи Бонасье, и любовь, зародившаяся в его сердце, была почти совершенно чужда какой-либо корысти. Мы говорим «почти», ибо мысль о том, что красивая, приветливая и остроумная молодая женщина, к тому же еще и богата, не мешает увлечению и даже наоборот усиливает его. С достатком сопряжено множество аристократических мелочей, которые приятно сочетаются с красотой. Тонкий, сверкающий белизной чулок, кружевной воротничок, изящная туфелька, красивая ленточка в волосах не превратят уродливую женщину в хорошенькую, но хорошенькую сделают красивой, не говоря уже о руках, которые от всего этого выигрывают. Руки женщины, чтобы остаться красивыми, должны быть праздными. Кроме того, Д'Артаньян в состоянии его денежных средств мы не скрыли от читателя. Д'Артаньян отнюдь не был миллионером. Он, правда, надеялся когда-нибудь стать им, но срок, который он сам намечал для этой благоприятной перемены, был довольно отдаленный. А пока что за ужас видеть, как любимая женщина, жаждет тысячи мелочей, которые составляют всю радость этих слабых существ, и не иметь возможности предложить ей эту тысячу мелочей. Если женщина богата, а любовник ее беден, она, по крайней мере, может сама купить себе то, чего он не имеет возможности ей преподнести. И хотя приобретает она обычно все эти безделушки на деньги мужа, ему редко бывают за это признательны. Д'Артаньян, готовясь стать нежнейшим любовником, оставался преданнейшим другом. Всецело увлеченный прелестной госпожой Боносье, он не забывал и о своих приятелях. Она была женщиной, с которой лестно было прогуляться по поляне Сен-Дуни или по Сен-Жерменской ярмарке в сопровождении Атоса Порт. Атоса и Арамиса, перед которыми Д'Артаньян был не прочь похвастать своей победой. Затем, после долгой прогулки, появляется аппетит. Д'Артаньян с некоторого времени стал это замечать. Можно будет время от времени устраивать один из тех очаровательных обедов, когда рука касается руки, а нога ножки возлюбленной. И, наконец, в особо трудные минуты, когда положение становится безвыходным, Д'Артаньян будет иметь возможность выручать своих друзей. А как же господин Бонасье, которого Д'Артаньян передал в руки сыщиков, громко отрекаясь от него и шепотом обещая спасения и помощи? Мы вынуждены признаться нашим читателям, что Д'Артаньян не вспоминал о нем. А если и вспоминал, то лишь для того, чтобы мысленно пожелать ему, где бы он ни находился, оставаться там, где он есть. Любовь из всех видов страсти самая эгоистичная. Пусть однако наши читатели не беспокоятся. Если Д'Артаньян забыл или сделал вид, что забыл своего хозяина, ссылаясь на то, что не знает, куда его отправили, мы-то не забываем о нем, и нам его место пребывания известно, но временно последуем примеру влюбленного Гасконца. К почтенному галантерейщику мы вернемся позже. Предаваясь любовным мечтам, разговаривая с ночным небом и улыбаясь звездам, Д'Артаньян шел вверх по улице Шершмиди или Шасмиди, как ее называли все годы. Оказавшись поблизости от дома, где жил Арамис, он решил зайти к своему другу, чтобы объяснить ему, зачем он посылал к нему планше с просьбой немедленно прийти в башеловку. Если Арамис был у себя, когда пришел планше, он без сомнения поспешил на улицу могильщиков и, не застав там никого, кроме разве что двух своих товарищей, не мог понять, что все это должно было означать. Необходимо было объяснить, почему Д'Артаньян позвал своего друга. Вот что громко говорил себе Д'Артаньян. В глубине души он видел в этом удобный повод поговорить о прелестной госпоже Боносье, которая целиком заполоняла, если не сердце его, то мысли. Не от того, кто влюблен, впервые можно требовать умения молчать. Первой любви сопутствует такая бурная радость, что ей нужен исход, иначе она задушит влюбленного. Уже два часа, как Париж погрузился во мрак, и улицы его начинали пустеть. Все часы Сен-Жарменского предместе пробили одиннадцать. Было тепло и тихо. Д'Артаньян шел переулком, находившимся в том месте, где сейчас пролегает улица Асса. Воздух был напоен благоуханием, которое ветер доносил с улицы Вожий Рар из садов, освеженных вечерней росой и прохладой ночи. И издали, хоть и заглушенные плотными ставнями, доносились песни гуляк, веселившихся в каком-то кабачке. Дойдя до конца переулка, Д'Артаньян свернул влево. Дом, где жил Арамис, был расположен между улицей Кассет и улицей Сарван-Дони. Д'Артаньян миновал улицу Кассет, и издали видел уже дверь дома своего друга, над которой ветви клена, переплетенные густо разросшимся диким виноградом, образовывали плотный зеленый навес. Внезапно Д'Артаньяну почудилось, что какая-то тень свернула с улицы Сарван-Дони. Эта тень была закутана в плащи, и Д'Артаньяну сначала показалось, что это мужчина, но низкий рост. Неуверенность походки и движений быстро убедили его, что перед ним женщина. Словно сомневаясь, тот ли это дом, который она ищет, женщина поднимала голову, чтобы лучше определить, где она находится, останавливалась, делала несколько шагов назад, снова шла вперед. Д'Артаньян был заинтригован, не предложить ли ей свои услуги, подумал он. Судя по походке, она молода, возможно, хороша собой. Конечно. Но женщина, бегающая по улицам в такой поздний час, могла выйти только на свидание со своим возлюбленным. Черт возьми, помешать свиданию дурной способ, чтобы завязать знакомство. Молодая женщина между тем продвигалась вперед, отсчитывая дома и окна. Это, впрочем, не требовало ни особого труда, ни времени. В той части улицы было только три дома, и всего два окна выходило на эту улицу. Одно из них было окно небольшой пристройки, параллельное флигелю, которое занимало Рамис, второе окно самого Рамиса. Клянусь Богом, подумал Д'Артаньян, которому вдруг вспомнилась племянница Богослова. Клянусь Богом, было бы забавно, если б эта запоздалая голубка искала дом нашего друга. Но я душу готов отдать в заклад, что похоже на то. Ну, дорогой мой Рамис, на этот раз я добьюсь правды. И Д'Артаньян, стараясь занимать как можно меньше места, укрылся в самом темном углу подли каменной скамьи, стоявшей в глубине какой-то ниши. Молодая женщина подходила все ближе, сомнений в том, что она молода, уже не могла оставаться. Помимо походки, выдававшей ее почти сразу, обличал ее и голос. Она слегка кашлянула, и по этому кашлю Д'Артаньян определил, что голосок у нее свежий и звонкий, и тут же он подумал, что кашель этот условный сигнал. То ли на этот сигнал было отвечено таким же сигналом, то ли, наконец, что она и без посторонней помощи определила, что достигла цели. Только женщина вдруг решительно направилась к окну Арамиса и трижды с равномерными промежутками постучала согнутым пальцем ставень. Ну, конечно, она стучится к Арамису, прошептал Д'Артаньян. Вот она что, господин лицемер, знаю я теперь, как вы изучаете богословие. Не успела женщина постучать, как внутренняя рама раскрылась, и сквозь ставень мелькнул свет. Ага, проговорил подслушивающий, не у дверей, а у окна. Ага, посетительницу ожидали. Сейчас раскроется ставень, и дама заберется через окно. Прекрасно! Но, к великому удивлению Д'Артаньяна, ставень оставался закрытым. Огонь, мелькнувший на мгновение, исчез, и все снова погрузилось во мрак. Д'Артаньян решил, что это ненадолго, и продолжал стоять, весь превратившись в зрении и слух. Он оказался прав. Через несколько секунд изнутри раздались два коротких ударов ставень. Молодая женщина, стоявшая на улице, в ответ стукнула один раз, и ставень раскрылся. Можно себе представить, как жадно Д'Артаньян смотрел и слушал. К несчастью, источник света был перенесен в другую комнату. Но глаза молодого человека успели привыкнуть к темноте. Да кроме того, глаза гасконцев, как уверяют, обладают способностью подобно глазам кошек видеть во мраке. Д'Артаньян увидел, что молодая женщина вытащила из кармана какой-то белый сверточек и поспешно развернула его. Это был платок. Развернув его, она указала своему собеседнику на уголок платка. Д'Артаньяну живо представился платочек, найденный ему ног госпожи Бонасье и заставивший его вспомнить о том, который обронил Арамис. Какую, черт возьми, роль играл этот платок? С того места, где стоял молодой гасконец, он не мог видеть лицо Арамиса. Он ни на минуту не усомнился, что именно Арамис беседует с дамой, стоящей под окном. Любопытство взяло вверх над осторожностью и, пользуясь тем, что внимание обоих действующих лиц этой сцены было целиком поглощено платком, он выбрался из своего убежища с быстротой молнии, однако бесшумно перебежал улицу и прильнул к такому месту стены, откуда взор его мог проникнуть в глубину комнаты Арамиса. Заглянув в окно, Д'Артаньян чуть не вскрикнул от удивления. Не Арамис разговаривал с ночной посетительницей, а женщина. К сожалению, Д'Артаньян, хотя и мог в темноте различить контуры ее фигуры, не мог разглядеть ее лицо. В эту минуту женщина, находившаяся в комнате, вынула из кармана другой платок и заменила им тот, который ей подали. После этого женщины обменялись несколькими словами. Наконец, ставень закрылся, женщина, стоявшая на улице, обернулась и прошла в трех-четырех шагах от Д'Артаньяна, опустив на лицо капюшон своего плаща, но предосторожность эта запоздала. Д'Артаньян успел узнать госпожу Бонасье. Госпожа Бонасье? Подозрение, что это она уже мелькнула у него, когда она вынула из кармана платок, но как мало вероятно было в том, чтобы госпожа Бонасье пославшая за господином Д'Алапортом, который должен был проводить ее в Лувр, вдруг в половине двенадцатого ночи бегала по улицам, рискуя снова быть похищенной. Это делало, значит, во имя чего-то очень важного. А что же может быть важно для двадцатипятилетней женщины, если не любовь? Но ради себя ли самой или какого-то третьего лица шла она на такой риск? Вот вопрос, который задавал себе Д'Артаньян. Демон ревности терзал его сердце, как если бы он был уже признанным любовником. Существовало, впрочем, простое средство, чтобы удостовериться, куда спешит госпожа Бонасье, нужно было проследить за ней. Это средство было столь простым, что Д'Артаньян прибег к нему, не задумываясь. Но при виде молодого человека, который отделился от стены, словно статуя, вышедшая из ниши, и при звуке его шагов госпожа Бонасье вскрикнула и бросила сбежать. Д'Артаньян погнался за ней. Для него не представляло трудности догнать женщину, путавшуюся в складках своего плаща. Он настиг ее поэтому раньше, чем она пробежала треть улицы, на которую свернула. Несчастная совсем обессилила. Не столько от усталости, сколько от страха. И когда Д'Артаньян положил руку ей на плечо, она упала на одно колено и сдавленным голосом вскрикнула «Убейте меня, если хотите, все равно я ничего не скажу». Д'Артаньян поднял ее, охватив рукой ее стан. Но чувствуя, как тяжело она повисла на его руке, и понимая, что она близка к обмороку, он поспешил успокоить ее, уверяя в своей преданности. Эти уверения ничего не значили для госпожи Бонасье. Такие уверения можно расточать и с самыми дурными намерениями, но голос, произносивший их, вот в чем была сила. Молодой женщине показалось, что она узнает этот голос. Она открыла глаза, взглянула на человека, так сильно напугавшего ее, и, узнав Д'Артаньян, она вскрикнула от радости. «Ах, это вы!» повторяла она, «Боже, благодарю тебя!» «Да, это я», сказал Д'Артаньян, «я, которого Бог послал, чтобы оберегать вас». «И потому только вы следили за мной», спросила с лукавой улыбкой молодая женщина насмешливый нрав, который брал уже верх, страх ее исчез, как только она узнала друга в том, кого принимала за врага. «Нет», ответил Д'Артаньян, «нет, признаюсь вам, случай поставил меня на вашем пути. Я увидел, как женщина стучится в окно одного из моих друзей». «Одного из ваших друзей?» перебила его госпожа Бонасье. «Разумеется, Арамис один из самых моих близких друзей». «Арамис? Кто это?» «Да полно!» «Неужели вы станете уверять меня, что не знаете Арамиса?» «Я впервые слышу это имя». «Значит, вы в первый раз приходили к этому дому?» «Конечно». «И вы не знали, что здесь живет молодой человек?» «Нет». «Мушкетер?» «Да нет же, нет». «Следовательно, вы искали не его?» «Конечно, нет». «Да вы и сами могли видеть, что лицо, с которым я разговаривала женщина, это правда. Но женщина это приятельница Арамиса?» «Не знаю». «Но раз она живет у него, это меня не касается». «Но кто она?» «О, эта тайна не моя». «Дорогая госпожа Боносье, вы очаровательны, но в то же время вы невероятно таинственная женщина. Разве я от этого проигрываю?» «Нет, напротив, вы прелестны». «Если так, дайте мне опереться на вашу руку». «С удовольствием». «А теперь?» «А теперь проводите меня». «Куда?» «Туда, куда я иду?» «Но куда вы идете?» «Вы увидите, раз доведете меня до дверей». «Нужно будет подождать вас, это будет напрасно. Вы, значит, будете возвращаться не одна, быть может, да, быть может, нет. Но лицо, которое пойдет провожать вас, будет ли это мужчина или женщина, не знаю еще, но зато я узнаю». «Каким образом?» «Я подожду и увижу, с кем вы выйдете. В таком случае прощайте. Как так? Вы больше не нужны мне, но вы сами просили помощи дворянина, а не надзора шпиона». «Это слово чересчур жестоко». «А как называют того, кто следит за человеком вопреки его воле?» «Нескромным». «Это слово чересчур мягко». «Ничего не поделаешь, сударыня». «Вижу, что приходится исполнять все ваши желания». «Почему вы лишили себя заслуги исполнить это желание сразу же? Разве нет заслуги в раскаянии?» «Вы в самом деле раскаиваетесь?» «Сам не знаю». «Одно я знаю, я готов исполнить все, чего пожелаете, если вы мне позволите проводить вас до того места, куда вы идете, и затем вы оставите меня?» «Да». «И не станете следить за мной?» «Нет». «Честное слово?» «Слово дворянина». «Тогда дайте вашу руку». «И идем». Д'Артаньян предложил госпоже Боносье руку, и молодая женщина оперлась на нее, уже готовая смеяться, но еще дрожа. Так они дошли до конца улицы Лагарп. Здесь молодая женщина как будто заколебалась, как колебалась раньше на улице Вожий Рар, но затем по некоторым признакам, по-видимому, узнала нужную дверь. «А теперь, сказала она, подходя к этой двери, мне надо сюда тысячу раз. Благодарю за благородную помощь. Вы оградили меня от опасности, которым я подвергалась бы, если бы была одна, но настало время выполнить ваше обещание. Я пришла туда, куда мне было нужно. А на обратном пути вам нечего будет опасаться? Разве только воров? Разве это пустяк? А что они могут отнять у меня? У меня нет при себе ни одного Даньея. Вы забываете прекрасный вышитый платок с гербом? Какой платок? Тот, что я подобрал у ваших ног и вложил вам в карман. Молчите, молчите, несчастный, воскликнула молодая женщина, или вы хотите погубить меня? Вы сами видите, что вам еще грозит опасность. Раз одного слова достаточно, чтобы привести вас в трепет, и вы признаете, что если б это слово достигло чьих-нибудь ушей, вы бы погибли. Послушайте, сударыня. Воскликнул Дартаньян, схватив ее руку и пронизывая ее пламенным взглядом. Послушайте, будьте смелее, доверьтесь мне. Неужели вы не прочли в моих глазах, что сердце мое исполнено расположение преданности вам? Я это чувствую. Поэтому вы можете расспрашивать меня о всех моих тайнах, но чужие тайны это другое дело. «Хорошо», сказал Дартаньян, «но я раскрою их. Раз эти тайны могут влиять на вашу судьбу, они должны стать и моими». «Сохрани вас Бог от этого», воскликнула молодая женщина. И в голосе ее прозвучала такая тревога, что Дартаньян невольно вздрогнул. «Умоляю вас, не вмешивайтесь не во что касающееся меня. Не пытайтесь помочь мне в выполнении того, что на меня возложено. Я умоляю вас об этом во имя того чувства, которое вы ко мне питаете, во имя услуги, которую вы мне оказали, и которую я никогда в моей жизни не забуду. Поверьте моим словам. Не думайте больше обо мне. Я не существую больше для вас, словно вы никогда меня не видели». «Должен ли Арамис поступить как я?» спросил Д'Артаньян, задетый ей словами. «Вот уже два или три раза вы произнесли это имя, сударь, а между тем я говорила вам, что оно мне незнакомо». «Вы не знаете человека, в окно которого вы стучались. Да что вы, сударыня? Вы считаете меня чересчур легковерным. Признайтесь, что вы сочинили всю эту историю и выдумали этого Арамиса, лишь бы вызвать меня на откровенности? Я ничего не сочиняю, сударыня, я ничего не выдумываю, я говорю чистейшую правду, и вы говорите, что один из ваших друзей живет в этом доме? Я говорю это и повторяю в третий раз. Это дом, где живет мой друг и друг этот Арамис. Все это со временем разъяснится, прошептала молодая женщина, а пока, судари, молчите. Если бы вы могли читать в моем сердце открытом перед вами, сказал Д'Артаньян, вы увидели бы в нем такое горячее любопытство, что жалились бы надо мной, и такую любовь, что вы в ту же минуту удовлетворили бы это любопытство. Не нужно опасаться тех, кто вас любит. Вы очень быстро заговорили о любви, сказала молодая женщина, покачав головой. Любовь проснулась во мне быстро и впервые, ведь мне нет двадцати лет. Госпожа Бонасье искосо взглянула на него. Послушайте, я уже напал на след, сказал Д'Артаньян, три месяца назад я чуть не подрался на дуэли с Рамисом из-за такого же платка, как тот, который вы показали женщине, находившейся у него, из-за платка с точно таким же гербом. Клянусь вам, судари, произнесла молодая женщина, вы ужасно утомляете меня этими расспросами. Но вы, сударыня, вы такая осторожная, если б у вас при аресте нашли такой платок, вас бы это разве не скомпрометировало? Почему? Разве инициалы не мои? К.Б. Констанция Бонасье или Камила де Боат Тросси? Молчите, судари, молчите, если опасность, которой я подвергаюсь, не может остановить вас, то подумайте об опасности угрожающих вам, мне, вам. За знакомство со мной вы можете заплатить тюрьмой, заплатить жизнью. Тогда я больше не отойду от вас. Судари, проговорила молодая женщина, с мольбой ломая руки, судари, я взываю к чести военного, к благородству дворянина, уйдите, слышите, бьет полночь, меня ждут в этот час. Сударыня, сказал Д'Артаньян с поклоном, я не смею отказать тому, кто так просит меня, успокойтесь, я ухожу. Вы не пойдете за мной? Не станете выслеживать меня? Я немедленно вернусь к себе домой. Ах, я знала, что вы честный юноша, воскликнула госпожа Бонасье, протягивая ему одну руку, а другой беря за молоток у небольшой двери, проделанной в каменной стене. Д'Артаньян схватил протянутую ему руку и страстно припал к ней губами. Лучше бы я никогда не встречал вас, воскликнул он с такой грубостью, которую женщины нередко предпочитают изысканные любезности, ибо она позволяет заглянуть в глубину мысли и доказывает, что чувство берет верх над рассудком. Нет, проговорила госпожа Бонасье, почти ласково, пожимая руку Д'Артаньяну, который все еще не отпускал ее руки, нет, я не могу сказать этого. То, что не удалось сегодня, возможно, удастся в будущем. Кто знает, если я когда-нибудь буду свободна, не удовлетворю ли я тогда ваше любопытство? А любовь моя может ли она питаться такой надеждой? В порыве восторга воскликнул юноша. О, тут я не хочу себя связывать. Это будет зависеть от тех чувств, которые вы сумеете мне внушить. Значит, пока что, сударыня, пока что, сударь, я испытываю только благодарность. Вы чересчур милы. С грустью проговорил Д'Артаньян и злоупотребляете моей любовью. Нет, я только пользуюсь вашим благородством, сударь, но, поверьте, есть люди, умеющие не забывать своих обещаний. О, вы делаете меня счастливейшим из смертных. Не забывайте этого вечера, не забывайте этого обещания, будьте спокойны. Когда придет время, я вспомню, все, а сейчас уходите, ради всего святого, уходите. Меня ждали ровно в двенадцать, а я уже запаздываю на пять минут при известных обстоятельствах. Пять минут — это пять столетий, когда любишь. А кто вам сказал, что дело идет необлюбленным? — Вас ждет мужчина? — воскликнул Д'Артаньян. — Мужчина! — Ну вот, наш спор начинается сначала, произнесла госпожа Боносье с легкой улыбкой, в которой сквозил оттенок нетерпения. — Нет, нет, я ухожу, ухожу, я верю вам, я хочу, чтобы вы поверили в мою преданность, даже если эта преданность и граничит с глупостью. Прощайте, сударыня, прощайте. И, словно не чувствуя себя в силах отпустить ее руку, иначе, как оторвавшись от нее, он неожиданно бросился прочь. Госпожа Боносье, между тем, взяв в руки, молоток постучала в дверь точно так же, как прежде в окно, три медленных удара через равные промежутки. Добежав до угла, Д'Артаньян оглянулся, дверь успела раскрыться и захлопнуться. Хорошенькой жены-галантерейщика уже не было видно. Д'Артаньян продолжал свой путь. Он дал слово не подсматривать с госпожой Боносье. Даже если б жизнь не зависела от того, куда именно она шла, или от того, кто будет ее провожать, он все равно пошел бы к себе домой, раздал слово, что сделает это. Не прошло и пяти минут, как он был уже на улице могильщиков. Бедный Атос, думал он, он не поймет, что все это значит. Он уснул, должно быть, ожидая меня, или же отправился домой, а там узнал, что у него была женщина, женщина у Атоса, впрочем, была ведь женщина у Арамиса. Все это очень странно, и мне очень хотелось бы знать, чем все это кончится. Плохо, сударь, плохо, послышался голос, в котором Д'Артаньян узнал голос планшет. Дело в том, что, разговаривая с самим собой вслух, как это случается с людьми, чем-либо сильно озабоченными, он незаметно для самого себя очутился в подъезде своего дома, в глубине которого поднималась лестница, ведущая в его квартиру. Как плохо. Что ты хочешь этим сказать, дурак? спросил Д'Артаньян. Что здесь произошло? Всякие несчастья. Какие? Во-первых, арестовали господина Атоса. Арестовали? Атос арестован? За что? Его застали у вас. Его приняли за вас. Кто же его арестовал? Стражники. Их позвали на помощь те люди в черном, которых вы прогнали. Но почему он не назвался? Не объяснил, что не имеет никакого отношения к этому делу. Он бы ни за что этого не сделал, сударь. Вместо этого он подошел поближе ко мне и шепнул, сейчас необходимо быть свободным твоему господину, а не мне. Ему известно все, а мне ничего. Пусть думают, что он под арестом, и это даст ему время действовать. Дня через три я скажу им, кто я, и им придется меня выпустить. Браво, Атос! Благородная душа, прошептал Д'Артаньян, узнаю его в этом поступке. Что же сделали стражники? Четверо из них увели его, не знаю куда, в Бастилию или Фор-Левек, двое остались с людьми в черном, которые все перерыли и унесли все бумаги. Двое других в это время стояли в карауле у дверей. Затем, кончив свое дело, они все ушли, опустошив дом и оставив двери раскрытыми. А Портос и Арамис, я не застал их, и они не приходили. Но они могут прийти с минуты на минуту, ведь ты попросил передать им, что я их жду. Да, сударь. Хорошо, тогда оставайся на месте. Если они придут, расскажи им о том, что произошло. Пусть они ожидают меня в кабачке сосновая шишка. Здесь оставаться для них небезопасно. Возможно, что за домом следят. Я бегу к господину Датровилю, чтобы поставить его в известность и приду к ним в кабачок. Слушаю, сударь, сказал планше. Но ты будешь здесь. Не струсишь? Спросил Д'Артаньян, возвращаясь назад и стараясь приободрить своего слугу. — Будьте спокойны, сударь, ответил планше. Вы еще не знаете меня. Я умею быть храбрым, когда постараюсь, поверьте мне. вся штука в том, чтобы постараться. Кроме того, я из Пикарди. И так решено, сказал Д'Артаньян. Ты скорее дашь убить себя, чем покинешь свой пост. Да, сударь. Нет такой вещи, которой бы я не сделал, чтобы доказать моему господину, как я ему предан. Великолепно, подумал Д'Артаньян. Что ж, по-видимому, средства, которые я применил к этому парню, удачно, придется пользоваться им при случае. И со всей скоростью, на которую были способны его ноги, уже порядочно за этот день утомленной беготней, он направился на улицу старой голубятни. Господина Д'Артаньян не оказалась дома, его рота несла караул в лувре, он находился там вместе со своей ротой. Необходимо было добраться до господина Д'Артравилля, его нужно было уведомить о случившемся. Д'Артаньян решил попробовать, не удастся ли проникнуть в лувр, пропуском ему должна была служить форма гвардейца роты господина Ледессара. Он пошел по улице Птеогюстен и дальше по набережной, рассчитывая пройти через новый мост. Мелькнула у него мысль, воспользоваться паромом, но уже спустившись к реке, он машинально сунул руку в карман и убедился, что у него нечем заплатить за перевоз. Дойдя до улицы Генего, он вдруг заметил людей, выходивших из-за угла улицы дофина. Их было двое, мужчина и женщина. Что-то в их облике поразило Д'Артаньяна. Женщина фигурой напоминала госпожу Боносье, а мужчина был поразительно похож на Арамиса. Женщина к тому же была закутана в черную накидку, которая в памяти Д'Артаньяна запечатлелась такой, какой он видел ее на фоне окна на улице Вожи Рары и двери на улице Лагарп. Мужчина же был в форме мушкетера. Капюшон накидки был низко опущен на лицо женщины, мужчина прикрывал свое лицо носовым платком. Эта предосторожность доказывала, что они оба старались не быть узнанными. Они шли по мосту. Путь Д'Артаньяна также вел через мост. Раз он собирался в Лувр, Д'Артаньян последовал за ними. Он не прошел и десяти шагов, как уже был твердо уверен, что женщина госпожа Боносье, а мужчина Арамис. И сразу же все подозрения, порожденные ревностью, вновь проснулись в его душе. Он был обманут, обманут другом и обманут женщиной, которую любил уже как любовницу. Госпожа Боносье клялась ему всеми богами, что не знает Арамиса, и менее четверти часа спустя он встречает ее под руку с Арамисом. Д'Артаньян даже не подумал о том, что с хорошенькой галантерейщицей он познакомился всего каких-нибудь три часа назад, что она ничем с ним не связана, разве только чувством благодарности за освобождение из рук сыщиков, собиравшихся ее похитить, и что она ему ничего не обещала. Он чувствовал себя любовником, оскорбленным, обманутым, осмеянным. Бешенство охватило его, и кровь волной залила его лицо. Он решил узнать правду. Молодая женщина и ее спутник заметили, что за ними следят, и ускорили шаг. Д'Артаньян почти бегом обогнал их, и затем, повернув, обратно столкнулся с ними в тот миг, когда они проходили мимо извояния самаритянки, освещенную фонарем, который отбрасывал свет на всю эту часть моста. Д'Артаньян остановился перед ними, и они были также вынуждены остановиться. — Что вам угодно, сударь? — спросил, отступая на шаг мушкетер, иностранный выговор которого заставил Д'Артаньяна понять, что в одной части своих предположений он во всяком случае ошибся. «Это не Арамис?» — воскликнул он. — Нет, сударь, не Арамис. Судя по вашему восклицанию, вы приняли меня за другого, поэтому я прощаю вам. — Вы прощаете мне? — воскликнул Д'Артаньян. — Да, произнес незнакомец. — Разрешите мне пройти, раз у вас ко мне нет никакого дела. — Вы правы, сударь, сказал Д'Артаньян. — У меня к вам нет никакого дела, но у меня есть дело к вашей даме. — К моей даме? — Вы не знаете ее? — с удивлением сказал незнакомец. — Вы ошибаетесь, сударь. — Я ее знаю. — Ах! — воскликнула с упреком госпожа Боруссье, вы дали мне слово дворянина и военного. Я думала, что могу положиться на вашу честь. — А вы, сударыня, вы, смущенно пролепетал Д'Артаньян, вы обещали мне. — Обопритесь на мою руку, сударыня, произнес иностранец, и пойдемте дальше. Д'Артаньян, оглушенный, растерянный, продолжал стоять, скрестив руки на груди перед госпожой Боруссье и ее спутником. Мушкетер шагнул вперед и рукой отстранил Д'Артаньяна. Д'Артаньян, отскочив назад, выхватил шпагу, иностранец с быстротой молнии, выхватил свою. — Ради всего святого, милорд! — вскрикнула госпожа Бонасье, бросаясь между ними и руками хватаясь за шпаги. — Милорд! — вскрикнул Д'Артаньян, осененный внезапной мыслью. — Милорд! — Простите, сударь, но неужели вы... — Милорд, герцог Бекингем, — в полголоса проговорила госпожа Бонасье, и теперь вы можете погубить всех нас. — Милорд, и вы, сударыня, прошу вас, простите, простите меня, но я ведь любил ее, милорд, и ревновал, ведь вы знаете, милорд, что такое любовь. Простите меня, и скажите, не могу ли я отдать свою жизнь за вашу милость? — Вы честный юноша, произнес герцог, протягивая Д'Артаньяну руку, которую тот почтительно пожал. — Вы предлагаете мне свои услуги, я принимаю их. Проводите нас до Лувра, если заметите, что кто-нибудь за нами следует, убейте этого человека. Д'Артаньян, держа в руках обнаженную шпагу, пропустил госпожу Бонасье и герцога на двадцать шагов вперед и последовал за ними, готовый в точности исполнить приказание благородного и изящного министра Карла I. К счастью, однако, молодому герою не представился в этот вечер случай доказать на деле свою преданность, и молодая женщина вместе с представительным мушкетером, никем не потревоженные, достигли Лувра и были впущены через калитку против улицы Эшель. Что касается Д'Артаньяна, то он поспешил в кабачок Сосновая Шишка, где его ожидали Портос и Арамис. Не объясняя им, по какому поводу он их побеспокоил, он только сообщил, что сам справился с делом, для которого, как ему показалось, могла понадобиться их помощь. А теперь увлеченные нашим повествованием предоставим нашим трем друзьям вернуться каждому к себе домой и проследим по извилинам Лувра за герцогом Бекингемом и его спутницей. Джордж Вильерс, герцог Бекингемский. Госпожа Бонасье и герцог без особых трудностей вошли в Лувр. Госпожу Бонасье знали, как женщину, принадлежавшую к штату королевы, а герцог был в форме мушкетеров господина Датревилля, рота которого, как мы уже упоминали, в тот вечер несла караул во дворце. Впрочем, Жермен был слепо предан королеве. И случись что-нибудь, госпожу Бонасье обвинили бы только в том, что она провела в Лувр своего любовника. Этим бы все и кончилось. Она приняла бы грех на себя. Доброе имя ее было бы, правда, загублено, но что значит для сильных мира доброе имя какой-то жалкой галантерейщицы? Войдя во двор, герцог и госпожа Бонасье прошли шагов двадцать пять вдоль каменной ограды. Затем госпожа Бонасье нажала на ручку небольшой служебной двери, открытой днем, но обычно запиравшейся на ночь. Дверь поддалась. Они вошли. Кругом было темно, но госпожа Бонасье были хорошо знакомы все ходы и переходы в этой части Лувра, отведенной для служащих во дворце. Заперев за собой дверь, она взяла герцога за руку, сделала осторожно несколько шагов, ухватилась за перила, коснулась ногой ступеньки и начала подниматься. Герцог следовал за ней. Они достигли третьего этажа. Здесь госпожа Бонасье свернула вправо, провела своего спутника по длинному коридору и спустилась на один этаж, прошла еще несколько шагов, вложила ключ в замок, отперла дверь и ввела герцога в комнату, освещенную только ночной лампой. «Побудьте здесь, милорд», шепнула она, «сейчас придут». Сказав это, она вышла в ту же дверь и заперла ее за собой на ключ. Так что герцог оказался пленником в полном смысле этого слова. Нельзя не отметить, что герцог Бекингем, несмотря на полное одиночество, в котором он очутился, не почувствовал страх. Одной из наиболее замечательных черт его характера была жажда приключений и любовь ко всему романтическому. Смелый, мужественный и предприимчивый он не впервые рисковал жизнью при подобных обстоятельствах. Ему было уже известно, что послание Анны Австрийской, заставившей его примчаться в Париж, было подложным и должно было заманить его в ловушку. Но вместо того, чтобы вернуться в Лондон, он, пользуясь случившимся, просил передать королеве, что не уедет, не повидавшись с ней. Королева вначале решительно отказала, затем, опасаясь, что герцог, доведенный ее отказом до отчаяния, натворит каких-нибудь безумств, уже решила спринять его с тем, чтобы упросить немедленно уехать. Но в тот самый вечер, когда она приняла это решение, похитили госпожу Бонасье, которой было поручено отправиться за герцогом и провести его в Лувр. Два дня никто не знал, что с нею, и все приостановилось. Но лишь только госпожа Бонасье, вырвавшись на свободу, повидала с Деля Портом, все снова пришло в движение, и она довела до конца. Опасное предприятие, которое, не будь она похищена, осуществилось бы тремя днями раньше. Оставшись один, герцог подошел к зеркалу. Мушкетерское платье очень шло к нему. Ему было тридцать пять лет, и он недаром слыл самым красивым вельможей и самым изысканным кавалером, как во всей Франции, так и в Англии. Любимец двух королей, обладатель многих миллионов, пользуясь неслыханной властью в стране, которую он по своей прихоти, то будоражил, то успокаивал, подчиняясь только своим капризам. Джордж Вильерс, герцог Бекингемский, вел сказочное существование, способное даже спустя столетия вызывать удивление потомков. Уверенный в себе, убежденный, что законы, управляющие другими людьми, не имеют к нему отношения, уповая на свое могущество, он шел прямо к цели, поставленной себе, хотя бы эта цель была так ослепительной и так высока, что всякому другому, казалось бы, даже помышлять о ней безумимо. Все это вместе придало ему решимости искать встреч с прекрасной и недоступной Анной Австрийской и, ослепив ее, пробудить в ней любовь. Итак, Джордж Вильерс остановился, как мы уже говорили, перед зеркалом. Поправив свои прекрасные золотистые волосы, несколько примятые мушкетерской шляпой, закрутив усы, при исполненной радости, счастливый и гордый тем, что близок долгожданный миг, он улыбнулся своему отражению полной гордости и надежды. В эту самую минуту отворилась дверь, скрытая в обивке стены, и в комнату вошла женщина. Герцог увидел ее в зеркале, он вскрикнул, это была королева. Анне Австрийской было в то время лет двадцать шесть или двадцать семь, и она находилась в полном расцвете своей красоты. У нее была походка королевы или богини. Отливавшие изумрудом глаза казались совершенством красоты и были полны нежности и в то же время величия. Маленький, ярко-алый рот не портила, даже нижняя губа, слегка выпеченная, как у всех отпусков австрийского королевского дома, она была прелестна, когда улыбалась, но умела выразить и глубокое пренебрежение. Кожа ее славилась своей нежной бархатистой мягкостью, руки и плечи поражали красотой очертаний, и все поэты эпохи воспевали их в своих стихах. Наконец, волосы ее, белокурые в юности и принявшие постепенно каштановый оттенок, завитые и слегка припудренные, очаровательно обрамляли ее лицо, которому самый строгий критик мог пожелать разве только несколько менее яркой окраски, а самый требовательный скульптор больше тонкости в линии носа. Герцог Бекингем на мгновение застыл, ослепленный, никогда Анна Австрийская не казалась ему такой прекрасной во время балов, празднеств и увеселений, как сейчас, когда она в простом платье белого шелка вошла в комнату в сопровождении Донни и Стефании, единственной из ее испанских прислужниц, не ставшей еще жертвой ревности короля и происков кардинала Ришелье. Анна Австрийская сделала шаг навстречу герцогу. Бекингем упал к ее ногам и раньше, чем королева успела помешать ему, поднес край ее платья к своим губам. Герцог, вы уже знаете, что не я продиктовала то письмо. О, да, сударыня, да, ваше величество, воскликнул герцог, я знаю, что был глупцом, безумцем, поверив, что мрамор может ожить снег, излучить тепло, но что же делать, когда любишь, так легко поверить в ответную любовь, а затем я совершил это путешествие недаром, если я все же вижу вас. Да, ответила Анна Австрийская, но вам известно, почему я согласилась увидеться с вами. Беспощадный ко всем моим горестям, вы упорно отказывались покинуть этот город, хотя, оставаясь здесь, вы рискуете жизнью и заставляете меня рисковать моей честью, я согласилась увидеться с вами, чтобы сказать, что все разделяет нас, морские глубины, вражда между нашими королевствами, святость принесенных клятв, святотатство, бороться против всего этого, милорд, я согласилась увидеться с вами наконец, для того, чтобы сказать вам, что мы не должны больше встречаться. Продолжайте, сударыня, продолжайте, королева, проговорил Бекингем, нежность вашего голоса смягчает жестокость ваших слов, вы говорите о святотатстве, но святотатство, разлучать сердца, которые бог создал друг для друга, милорд, воскликнула королева, вы забываете, я никогда не говорила, что люблю вас, но вы никогда не говорили мне и того, что не любите меня, и право же произнести такие слова, это было бы слишком жестоко со стороны вашего яичства, ибо скажите мне, где вы найдете такую любовь, как моя любовь, которую не могли погасить ни разлука, ни время, ни безнадежность, любовь, готовую удовлетвориться оброненной ленточкой, задумчивым взглядом, нечаянно вырвавшимся словом, вот уже три года, сударыня, как я впервые увидел вас, и вот уже три года, как я вас так люблю, хотите, я расскажу, как вы были одеты, когда я впервые увидел вас, хотите, я подробно опишу даже отделку на вашем платье, я вижу вас как сейчас, вы сидели на подушках по испанскому обычаю, на вас было зеленое атласное платье, шитое серебром и золотом, широкие свисающие рукава были приподняты выше локтя, оставляя свободными ваши прекрасные руки, вот эти дивные руки, искрепленные застежками из крупных алмазов, шею прикрывали кружевные июши, на голове у вас была маленькая шапочка того же цвета, что и платье, а на шапочке перо цапли, о, да, да, я закрываю глаза, и вижу вас такой, какой вы были тогда, я открываю их, и вижу вас такой, как сейчас, то есть востократ прекраснее, какое безумие, прошептала австрийская, у которой не хватило мужества рассердиться на герцога за то, что он так бережно сохранил в своем сердце ее образ, какое безумие, питать такими воспоминаниями бесполезную страсть, чем же мне жить иначе, ведь нет у меня ничего, кроме воспоминаний, они мое счастье, мое сокровище, моя надежда, каждая встреча с вами это алмаз, который я прячу в сокровищницу моей души. Сегодняшняя встреча, четвертая драгоценность, которую вы обронили и я подобрал, ведь за три года, сударыня, я видел вас всего четыре раза, о первой встрече я только что говорил вам, второй раз я видел вас у госпожи до Шеврес, третий раз в Амьянских садах. Герцог краснее, прошептала королева, не вспоминайте об этом вечере, о, нет, напротив, вспомним о нем, сударыня, это самый счастливый, самый радостный вечер в моей жизни, помните ли вы, какая была ночь, воздух был нежен и напоен благоуханиями, на синем небе поблескивали звезды, о, в тот раз, сударыня, мне удалось на короткое мгновение остаться с вами наедине, в тот раз вы готовы были обо всем рассказать мне, об одиночестве вашем и о страданиях вашей души, вы опирались на мою руку, вот на эту самую, наклоняясь, я чувствовал, как ваши дивные волосы касаются моего лица и каждое прикосновение заставляло меня трепетать с ног до головы, королева, о, королева моя, вы не знаете, какое небесное счастье, какое райское блаженство заключено в таком мгновении, все владения мои, богатство, славу, все дни, которые остались мне еще прожить, готов я отдать за такое мгновение, за такую ночь, ибо в ту ночь, сударыня, в ту ночь вы любили меня, клянусь вам, милорд, возможно, да, очарование местности, прелесть того дивного вечера, действия вашего взгляда, все бесчисленные обстоятельства, сливающиеся подчас вместе, чтобы погубить женщину, объединились вокруг меня в тот роковой вечер, но вы видели, милорд, королева пришла на помощь слабеющей женщине, при первом же слове, которое вы осмелились произнести, при первой вольности, на которую я должна была ответить, я позвала свою прислужницу, о, да, это правда, и всякая другая любовь, кроме моей не выдержала бы такого испытания, но моя любовь, преодолев его, разгорелась еще сильнее, завладела моим сердцем навеки, вы думали, что, вернувшись в Париж, спаслись от меня, вы думали, что я не осмелюсь оставить сокровища, которые мой господин поручил мне охранять, но какое мне дело до всех сокровищ, до всех королей на всем земном шаре, не прошло и недели, как я вернулся, сударня, на этот раз вам не в чем было упрекнуть меня, я рискнул милостью моего короля, рискнул жизнью, чтобы увидеть вас хоть на одно мгновение, я даже не коснулся вашей руки, и вы простили меня, увидев мое раскаяние и покорность, да, но клефета воспользовалась, всеми этими безумствами, в которых я, вы знаете, это сами, милорд, была неповинна, король, подстрекаемый господином кардиналом, страшно разгневался, госпожа Деверне была удалена, Пютанш издран из Франции, госпожа Дешеврес впала в немилость, когда же вы пожелали вернуться во Францию в качестве посла, король лично, вспомните, милорд, король лично воспротивился этому, да, и Франция заплатит войной за отказ своего короля, я лишен возможности видеть вас, сударня, что ж я хочу, чтобы вы каждый день слышали обо мне, знаете ли вы, что за цель имели экспедиция на остров Фре и союз с протестантами Ла-Рошелли, которой я замышляю, удовольствие увидеть вас, я не могу надеяться с оружием в руках овладеть Парижем, это я знаю, но за этой войной последует заключение мира, заключение мира потребует переговоров, вести переговоры будет поручено, мне тогда уж не посмеют не принять меня, я вернусь в Париж, и увижу вас хоть на одно мгновение, и буду счастлив, тысячи людей правда за это счастье заплатят своей жизнью, но мне не будет до этого никакого дела, лишь бы увидеть вас, все это быть может безумие, бред, но скажите, у какой женщины был обожатель более страстный, у какой королевы более преданный слуга, милорд, милорд, в свое оправдание вы приводите доводы, порочащие вас, милорд, доказательства любви, о которых вы говорите, ведь это почти преступление, только потому, что вы не любите меня, сударыня, если бы вы любили меня, все это представлялось бы вам иным, но если бы вы любили меня, если бы вы любили меня, счастье было бы чрезмерным, и я сошел бы с ума, да, госпожа де Шеврес была менее жестоко, голланд любил ее, и она отвечала на его любовь, госпожа де Шеврес не была королевой, прошептала она австрийская, не в силах устоять перед выражением такого глубокого чувства, значит, вы любили бы меня, вы, сударыня, если бы не были королевой, скажите любили бы, осмелюсь ли я поверить, что только сан заставляет вас быть столь непреклонны, могу ли я поверить, что будь вы, госпожа де Шеврес, бедный Декингем, мог бы лелеять надежду, благодарю за эти сладостные слова, о, моя прекрасная королева, тысячу раз благодарю, милорд, милорд, вы не так поняли, не так истолковали мои слова, я не хотела сказать, молчите, молчите, проговорил герцог, если счастье мне даровала ошибка, не будьте так жестоки, чтобы исправлять ее, вы сами сказали, меня заманили в ловушку, возможно, это мне будет стоить жизни, так странно, у меня в последнее время предчувствие близкой смерти, и пусть там герцога скользнула печальная и в то же время чарующая улыбка, «О, Господи!» воскликнула Анна, и ужас, прозвучавший в ее голосе, лучше всяких слов доказывал, насколько сильнее было ее чувство к герцогу, чем она желала показать. «Я сказал это, сударыня, отнюдь нет для того, чтобы испугать вас, о, нет! То, что я сказал, просто смешно, и, поверьте, меня нисколько не беспокоит такая игра воображения, но слова, только что произнесенные вами, надежда, почти поданная мне, искупили заранее все, даже мою гибель, теперь и я признаюсь вам, герцог, проговорила Анна, и меня тоже преследует предчувствие, преследует сны. Мне снилось, что я вижу вас. Вы лежали на земле, окровавленный, раненый, раненый в левый бок ножом, перебил ее герцог. Да, именно так, милорд, в левый бок ножом. Кто мог рассказать вам, что я видела такой сон? Я поверяла его только Богу, да и то в молитве этого. Довольно, сударыня, вы любите меня, это все. Я люблю вас, я, да вы. Разве Бог послал бы вам те же сны, что и мне, если б вы не любили меня? Разве являлись бы нам те же предчувствия, если бы сердце не связывало наши жизни? Вы любите меня, моя королева. Будете ли вы оплакивать меня? О, Боже, Боже, воскликнула Анна Австрийская. Это больше, чем я в силах вынести. Герцог, молю вас, ради всего святого оставьте меня, уйдите. Я не знаю, люблю ли я вас или нет, но я твердо знаю, что не нарушу своих клятв. Сжальте же надо мной, уезжайте. Если вас ранят во Франции, если вы умрете во Франции, если у меня будет хоть мысль, что любовь ко мне стала причиной вашей гибели, я не перенесу этого. Я сойду с ума. Уезжайте, уезжайте, умоляю вас. О, как вы прекрасны сейчас. Как я люблю вас, проговорил Бекингем. Уезжайте, уезжайте, молю вас, позже вы вернетесь. Верните сюда в качестве посла, в качестве министра, вернитесь в сопровождение телохранителей, готовых защитить вас, слуг обязанных охранять вас. Тогда я не буду трепетать за вашу жизнь и буду счастлив увидеть вас. Неужели правда то, что вы говорите мне? Да. Тогда в знак вашего прощения дайте мне что-нибудь, какую-нибудь вещицу, принадлежащую вам, которая служила бы доказательством, что все это не приснилось мне, какую-нибудь вещицу, которую вы носили, и которую я тоже мог бы носить перстень цепочку, и вы уедете? Уедете, если я исполню вашу просьбу? Да. Немедленно? Да. Вы покинете Францию, вернетесь в Англию? Да, клянусь вам, подождите тогда, подождите. Анна Австрийская удалилась к себе и почти тотчас же вернулась, держа в руках ларец розового дерева с золотой инкрустацией, воспроизводившей ее монограмму. Возьмите это, милорд, сказала она, возьмите и храните на память обо мне. Герцог Бекингем взял ларец и вновь упал к ее ногам. Вы обещали мне уехать? Произнесла королева, я сдержу свое слово, вашу руку, сударыня, вашу руку, и я удалюсь. Королева Анна протянула руку, закрыв глаза и другой рукой, опираясь на Эстефанию, ибо чувствовала, что силы готовы оставить ее. Бекингем страстно прильнул губами, к этой прекрасной руке. Не позднее, чем через полгода, сударыня, проговорил он, поднимаясь, я вновь увижу вас, хотя бы мне для этого пришлось перевернуть небо и землю. И верный данному слову он выбежал из комнаты. В коридоре он нашел госпожу Бонасье, которая с теми же предосторожностями и с тем же успехом вывела его за пределы Лувра. Господин Бонасье. Во всей этой истории, как читатель мог заметить, был один человек, которым, несмотря на тяжелое его положение, никто не интересовался. Человек этот был господин Бонасье, почтенный жертвой интриг политических и любовных, так тесно сплетавшихся между собой в ту эпоху, богатую рыцарскими подвигами и в то же время любовными похождениями. К счастью, помнит ли или не помнит об этом читатель, мы обещали не терять его из виду. Сыщики, арестовавшие его, припроводили его прямым путем в Бастилию и там трепещущего провели мимо взвода солдат, заряжавших свои мушкеты. Затем, оказавшись в полуподземном длинном коридоре, господин Бонасье подвергся со стороны своих провожатых самому жестокому обращению и был осыпан самыми грубыми ругательствами. Сыщики, видя, что имеют дело с человеком не дворянского происхождения, обошлись с ним как с последним нищим. Спустя полчаса явился писарь, положивший конец его мучениям, но не его беспокойству, дав распоряжение отвезти его в комнату для допроса. Обычно арестованных допрашивали в их камерах, но с господином Бонасье не считали нужным стесняться. Двое конвойных, схватив злополучного галантерейщика, заставили его пройти по двору, ввели в коридор, где стояло трое часовых, открыли какую-то дверь и втолкнули его в комнату со сводчатым потолком, где были только стул, стол и где находился комиссар. Комиссар восседал на стуле и что-то писал за столом. Конвойные подвели арестанта к столу и по знаку комиссара удалились на такое расстояние, чтобы до них не мог достигнуть его голос. Комиссар, который до сих пор склонял голову над своими бумагами, вдруг поднял глаза, желая проверить, кто стоит перед ним. Вид у комиссара был неприветливый. Заостренный нос, желтые выдающиеся скулы, глаза маленькие, но живые и проницательные, в лице было нечто напоминающее одновременно и куницу и лису. Голова на длинной подвижной шее, вытягивавшейся из-за ворота черной судейской мантии, покачивалась, словно голова черепахи, вытягивающаяся из-под ее брони. Комиссар прежде всего осведомился об имени и фамилии господина Боносье, о роде занятий и месте его жительства. Допрашиваемый ответил, что зовут его Жан-Мишель Боносье, что ему пятьдесят один год, что он бывший владелец галантерейной лавки, ныне оставивший торговлю и живет на улице Могильщиков в доме номер одиннадцать. Комиссар после этого вместо продолжения допроса произнес длинную речь об опасности, которая грозит маленькому человеку, осмелившему сосунуться в политику. Кроме того, он пустился в пространное повествование о могуществе и силе господина кардинала, этого непревзойденного министра, этого победителя всех прежних министров, являющего блистательный пример для министров будущих действием и власти, которого никто не может противиться безнаказанно. По окончании этой части своей речи, вперив ястребиный взгляд в несчастного Бонасье, комиссар предложил ему поразмыслить о своем положении. Размышления галантерейщика были несложны. Он проклинал день и час, когда господин Делапорт вздумал женить его на своей крестнице, и в особенности тот час, когда эта крестница была причислена к бельевой королевы. Основой характера господина Бонасье был глубочайший эгоизм в соединении с отчаянной скупостью, приправленной величайшей трусостью. Любовь, испытываемая им к молодой жене, была чувством второстепенным и не могла бороться с врожденными свойствами, только что перечисленными нами. Бонасье серьезно обдумал то, что ему сказали. Но, господин комиссар, заговорил он с полным хладнокровием, поверьте, что я более чем кто-либо знаю и ценю все достоинства его нестравненного высокопреосвященства, которое оказывает нам честь управлять нами. Неужели? Недоверчиво спросил комиссар. Но, если это действительно так, то как же вы попали в Бастилию? Как или вернее за что я нахожусь здесь, вот этого я никак не могу сказать вам, ибо мне это и самому неизвестно. Но уж, наверное, не за поступки, которые могли бы быть неугодны господину кардиналу. Но вы должны были совершить какое-нибудь преступление, раз вас обвиняют в государственной измене. В государственной измене? В ужасе вскричал Бонасье. В государственной измене! Да как же несчастный галантерейщик, который не терпит гугенотов и ненавидит испанцев, может быть обвинен в государственной измене, вы сами подумайте, господин комиссар, ведь это же совершенно немыслимо! Господин Бонасье, произнес комиссар, глядя на обвиняемого, так, словно его маленькие глазки обладали способностью читать в глубине сердец. Господин Бонасье, у вас есть жена? Да, сударь, с дрожью ответил галантерейщик, чувствуя, что вот именно сейчас начнутся осложнения. У меня, у меня была жена. Как это было? Куда же вы ее дели, если она у вас была? Ее похитили у меня, сударь. Похитили? Переспросил комиссар. Вот как? Бонасье поэтому вот как понял, что дело его все больше запутывается. и так ее похитили. Продолжал комиссар. Ну, а знаете ли вы, кто именно ее похитил? Мне кажется, что знаю. Кто же это? Заметьте, господин комиссар, что я ничего не утверждаю, я только подозреваю. Кого же вы подозреваете? Ну, отвечайте откровенно. Господин Бонасье растерялся. Следовало ли ему во всем отпираться или все выложить на чистоту? Если он станет отрицать все, могут предположить, что он знает слишком много и не смеет в этом признаться. Сознаваясь, он докажет свою добрую волю, он решил поэтому сказать все. Я подозреваю мужчину высокого роста, черноволосого, смуглого, важного на вид, похожего на знатного вельможу. Он несколько раз следовал за нами, как мне показалось, когда я поджидал жену у выхода из Лувра и отводил ее домой. Комиссар как будто несколько насторожился. А имя его? Спросил он. О, имени его я не знаю, но если бы мне пришлось встретиться с ним, я сразу бы узнал его, даже среди тысячи других, ручаюсь вам. комиссар нахмурился. говорите, что узнали бы его среди тысячи других, переспросил он. Я хотел сказать, пробормотал Бонасье, заметив, что ответил неудачно. Я хотел сказать, вы ответили, что узнали бы его, сказал комиссар. Хорошо. На сегодня достаточно. Необходимо, раньше, чем мы продолжим этот разговор, уведомить кое-кого о том, что вам известен похититель вашей жены. Но ведь я не говорил вам, что он мне известен, в отчаянии воскликнул Бонасье. Я говорил как раз обратно уведите заключенного, приказал комиссар, обращаясь к двум стражникам. Куда прикажете его отвезти? спросил писарь. В камеру. В которую? Господи, да в любую. Лишь бы она покрепче запиралась. произнес комиссар безразличным тоном, вселившим ужас в несчастного Бонасье. О, Боже, Боже, думал он, беда обрушилась на мою голову. Жена, наверное, совершила какое-нибудь ужасное преступление. Меня считают ее сообщником и покарают вместе с нею. Она, наверное, призналась, сказала, что посвящала меня во все. Женщины, ведь такие слабые создания. в камеру, в первую попавшуюся. Ну, конечно, ночь коротка, а завтра колесо, виселица. О, Боже, Боже, сжалься надо мною. Не обращая ни малейшего внимания на жалобные сетования господина Бонасье, сетования, к которым они, впрочем, давно должны были привыкнуть, караульные подхватили арестанта с двух сторон под руки и увели в камеру. Комиссар поспешно принялся строчить какое-то письмо. Писарь в ожидании стоял возле него. Бонасье в эту ночь не сомкнул глаз. Не потому, что камера его была особенно неудобна, но страшная тревога не позволяла ему уснуть. Всю ночь он просидел на скамеечке, вздрагивая при малейшем звуке. И когда первые лучи солнца скользнули сквозь решетку окна, ему показалось, что само солнце приняло траурный оттенок. Вдруг он услышал, как отодвигается засов и даже подскочил, от ужаса. Он решил, что за ним пришли, чтобы отвезти на эшафот. Поэтому, когда в дверях вместо палача появился вчерашний комиссар со своим писарем, он готов был броситься им на шею. — Ваше дело, дорогой мой, крайне запуталось со вчерашнего дня, — сказал комиссар. — Я советую вам сказать правду. Только ваше чистосердечное раскаяние может смягчить гнев кардинала. Но я готов все сказать, — воскликнул Бонасье, — по крайней мере, все, что я знаю. Прошу вас, спрашивайте меня. Прежде всего, где находится ваша жена? Ведь я говорил вам, что она похищена. — Да, но вчера, после пяти часов дня, она, благодаря вашей помощи, сбежала. — Моя жена сбежала, — воскликнул Бонасье, несчастная. Но, сударь, если она сбежала, то не по моей вине, клянусь вам. — Для чего вы днем заходили к вашему жильцу, господину Д'Артаньяну, с которым вы о чем-то долго совещались? — Да, это правда, господин комиссар. — Признаюсь в этом. И признаюсь, что это была ошибка. Я действительно был у господина Д'Артаньяна. С какой целью вы заходили к нему? — С целью попросить его разыскать мою жену. Я полагал, что имею право требовать ее назад. По-видимому, я ошибся, и очень прошу вас простить меня. — Что же вам ответил господин Д'Артаньян? — Господин Д'Артаньян обещал помочь мне, но я вскоре убедился, что он предает меня. — Вы стараетесь ввести суд в заблуждение. Д'Артаньян сговорился с вами, и в силу этого сговора он разогнал полицейских, которые арестовали вашу жену, и скрыл ее от преследования. — Господин Д'Артаньян похитил мою жену? — Да что вы мне тут рассказываете? — К счастью, господин Д'Артаньян в наших руках, и вам будет устроена с ним очная ставка. — Ну что ж, я право этому рад, — воскликнул господин Боносье. — Хотелось бы увидеть хоть одно знакомое лицо. — Введите господина Д'Артаньяна, — приказал комиссар, обращаясь к караульным. караульные ввели Атоса. — Господин Д'Артаньян, — произнес комиссар, обращаясь к Атосу, — расскажите, что произошло между вами и этим господином. — Но это вовсе не господин Д'Артаньян, — скричал Боносье. — Как не господин Д'Артаньян, в свою очередь, закричал комиссар. — Ну, конечно, нет, — сказал Боносье. — Как же зовут этого господина, спросил комиссар. — Не могу вам сказать, я с ним не знаком. — Вы с ним не знакомы? — Нет. — Вы никогда его не видели? — Видал, но не знаю, как его зовут. — Ваше имя, спросил комиссар. — Атос, ответил мушкетер. — Но ведь это не человеческое имя, это название какой-нибудь горы, — воскликнул несчастный комиссар, начинавший терять голову. — Это мое имя. — Спокойно сказал Атос. — Но вы сказали, что вас зовут Д'Артаньян. Я это говорил. — Да, вы разрешите. Меня спросили вы, господин Д'Артаньян, на что я ответил, вы так полагаете? Стражники закричали, что они в этом уверены, я не стал спорить с ними. Кроме того, ведь я мог и ошибиться. — Сударь, вы оскорбляете достоинство суда. — Ни в какой мере, — спокойно сказал Атос. — Вы, господин Д'Артаньян, — вот видите, вы снова это утверждаете. — Но, господин комиссар, — вскричал Боносье, — уверяю вас, тут не может быть никакого сомнения. Господин Д'Артаньян мой жилец, и, следовательно, хоть он и не платит мне за квартиру, или именно поэтому, я-то должен его знать. Господин Д'Артаньян, молодой человек, лет девятнадцати, двадцати, не более, а этому господину по меньшей мере тридцать. Господин Д'Артаньян состоит в гвардейской роте господина Д'Азесара, а этот господин мушкетер из роты господина Д'Атравиля. Поглядите на его одежду, господин комиссар, поглядите на одежду. Правильно, пробормотал комиссар, это, черт возьми, правильно. В эту минуту распахнулась дверь и гонец, которого ввел один из надзирателей Бастилии, подал комиссару какое-то письмо. Ах, негодная, воскликнул комиссар, как, что вы сказали? О ком вы говорите? Не о моей жене, надеюсь? Нет, именно о ней. Хороши ваши дела, нечего сказать. Что же это такое? Воскликнул галантерейщик в полном отчаянии. Будьте добры, объяснить мне, господин комиссар, каким образом мое дело может ухудшиться от того, что делает моя жена в то время, как я сижу в тюрьме. Потому что все совершаемое вашей женой, только продолжение задуманного вами совместно плана, чудовищного плана. Клянусь вам, господин комиссар, что вы глубоко заблуждаетесь, что я и понятия не имею о том, что намеревалась совершить моя жена, что я не имею ни малейшего отношения к тому, что она сделала, и если она наделала глупости, я отрекаюсь от нее, отказываюсь, проклинаю ее. Вот что, господин комиссар, сказал вдруг Атос, если я вам больше не нужен, прикажите отвезти меня куда-нибудь, он порядочно надоел мне, ваш господин Бонасье. Отведите арестованных в их камеры, приказал комиссар, одним и тем же движением, указывая на Атоса и Бонасье, и пусть их охраняют как можно строже. Если вы имеете претензии к господину Д'Артаньяну с обычным своим спокойствием, сказал Атос, я не совсем понимаю, в какой мере я могу заменить его. Делайте как вам приказано, закричал комиссар, и никаких сношений с внешним миром слышите. Атос, пожав плечами, последовал за караульными, а Бонасье всю дорогу так плакал и стонал, что мог бы разжал бить тигра. Галантерейщика отвели в ту самую камеру, где он провел ночь, и оставили его там на весь день. И весь день Бонасье плакал, как настоящий галантерейщик, да ведь по его же собственным словам, в нем не было и тени воинского духа. Вечером около девяти часов, уже собираясь лечь спать, он услышал шаги в коридоре, шаги приближались к его камере, дверь открылась, и вошли караульные солдаты. Следуйте за мной, произнес полицейский чиновник, вошедший вместе с солдатами. Следовать за вами, воскликнул Бонасье, следовать за вами в такой час, куда это, господи помилуй, туда, куда нам приказано вас доставить, но это не ответ. Это единственное, что мы можем сказать вам. О, Боже, Боже, прошептал несчастный галантерейщик, на этот раз я погиб, и он совершенно убитый, без всякого сопротивления, последовал за караульными. Его провели по тому же коридору, по которому он уже проходил, затем они пересекли двор, прошли через другое здание, и, наконец, достигли ворот главного двора, где ждала карета, окруженная четырьмя верховыми. Бонасье посадили в карету, полицейский чиновник устроился рядом с ним, дверцы заперли на ключ, и оба оказались как бы в передвижной тюрьме. Карета двинулась вперед медленно, словно траурная колесница, сквозь решетку, защищавшую окно, арестованный мог видеть только дома и мостовую, но коренной парижанин, каким был Бонасье, узнавал каждую улицу под тумбом, вывеском и фонарям. Подъезжая к церкви святого Павла, возле которой казнили узников Бастилии, приговоренных к смерти, он чуть не лишился чувств и дважды перекрестился. Он думал, что карета здесь остановится, но карета проехала мимо. Несколько позже он снова пережил безграничный ужас. Они проезжали вдоль кладбища святого Якова, где хоронили государственных преступников. Одно только его несколько успокоило. Прежде чем их похоронить, им обычно отрубали голову, а его собственная голова пока еще крепко сидела на плечах. Но когда он увидел, что карета сворачивает к Гревской площади, когда он увидел островерхую крышу городской ратуши и карета въехала под арку, он решил, что все кончено и попытался исповедаться перед полицейским чиновником. В ответ на отказ чиновника выслушать его, он принялся так жалобно кричать, что тот пригрозил заткнуть ему рот кляпом, если он не замолчит. Эта угроза немного успокоила Бонасье. Если его собирались казнить на Гревской площади, не стоило затыкать ему рот, они ведь почти уже достигли места казни. И действительно, карета проехала через роковую площадь, не останавливаясь. Приходилось опасаться еще только Трауарского креста. А туда именно карета и завернула. На этот раз не могло быть сомнений. На площади Трауарского креста казнили приговоренных низкого звания. Бонасье напрасно льстил себе, считая себя достойным площади Святого Павла или Гревской площади. Его путешествие и его жизнь закончится у Трауарского креста. Ему невидим был еще злосчастный крест, но он почти ощущал, как этот крест движется ему навстречу. В шагах в двадцати от рокового места он вдруг услышал гул толпы и карета остановился. Этого несчастной Бонасье, истерзанный всеми пережитыми волнениями уже не в силах был перенести. Он издал слабый крик, который можно было принять за последний стон умирающего, и лишился чувств. Незнакомец из Менга Толпа на площади собралась не в ожидании человека, которого должны были повесить, а сбежала смотреть на повешенном. Карета поэтому, на минуту задержавшись, тронулась дальше, проехала сквозь толпу, миновала улицу Сент-Он-Уре, повернула на улицу добрых детей и остановилась у невысокого подъезда. Двери распахнулись, и двое гвардейцев приняли в свои объятья бонасье, поддерживаемого полицейским. Его втолкнули в длинный вестибюль, ввели вверх по какой-то лестнице и оставили в передней. Все движения, какие требовались от него, он совершал машинально. Он шел, как ходит во сне, видел окружающее, словно сквозь туман, слух улавливал какие-то звуки, но не осознавал их. Если бы его в эти минуты казнили, он бы не сделал ни одного движения, чтобы защититься, не испустил бы ни одного вопля, чтобы вымолить пощаду. Он так и остался сидеть на банкетке, прислонясь к стене и опустив руки в том самом месте, где караульные усадили его. Но постепенно, оглядываясь кругом и не видя никаких предметов, угрожающих его жизни, ничего представляющего опасность, видя, что стены покрыты мягкой кожей, красные тяжелые шелковые портьеры подхвачены золотыми шнурами, а банкетка, на которой он сидел достаточно мягка и удобно, он понял, что страх его напрасен и стал поворачивать голову вправо и влево и то поднимать ее, то опускать. Эти движения, которым никто не препятствовал, придали ему некоторую храбрость, и он рискнул согнуть сначала одну ногу, затем другую. В конце концов, опершись руками о сидении диванчика, он слегка приподнялся и оказался на ногах. В эту минуту какой-то офицер представительного вида приподнял портьеру, продолжая говорить с кем-то находившимся в соседней комнате. Затем он обернулся к арестованному. Это вы, Бонасье? спросил он. Да, господин офицер, пробормотал галантерейщик чуть живой от страха. Это я к вашим услугам. Войдите, сказал офицер. Он отодвинулся, пропуская арестованного. Бонасье беспрекословно повиновался и вошел в комнату, где его, по-видимому, ожидали. Это был просторный кабинет, стены которого были увешаны разного рода оружием. Ни один звук не доносился сюда извне. Хотя был всего лишь конец сентября, в камине уже горел огонь. Всю середину комнаты занимал квадратный стол с книгами и бумагами, поверх которых лежала развернутая огромная карта города Ла-Рошелли. У камина стоял человек среднего роста, гордый, надменный, с пронзительным взглядом и широким лбом. Худощавое лицо его еще больше удлиняло остроконечная бородка, над которой закручивались усы. Этому человеку едва ли было более 36-37 лет, но в волосах и бородке уже мелькала седина. Хотя при нем не было шпаги, все же он походил на военного, а легкая пыль на его сапогах указывала, что он в этот день ездил верхом. Человек этот был Арман Жан Дюпле Си, кардинал Доришелье, не такой, каким принято у нас изображать его, то есть не сагбенный старец, страдающий от тяжелой болезни. Расслабленный, с угасшим голосом, погруженный в глубокое кресло, словно в преждевременную могилу, живущий только силой своего ума и поддерживающий борьбу с Европой, одним напряжением мысли, а такой, каким он в действительности был в те годы. Ловкий и любезный кавалер, уже и тогда слабый телом, но поддерживаемый неукротимой силой духа, сделавший из него одного из самых замечательных людей своего времени. Оказав поддержку герцогу Неверскому в его мантуанских владениях, захватив ним кастры Юзес, он готовился изгнать англичан с острова Ре и приступить к осаде Ларошели. Ничто таким образом на первый взгляд не изобличало в нем кардинала и человеку, не знавшему его в лицо, невозможно было догадаться, кто стоит перед ним. Злополучный галантерейщик остановился в дверях, а взгляд человека, только что описанного нами, впился в него, словно желая проникнуть в глубину его прошлого. «Это тот самый Бонасье?» спросил он после некоторого молчания. «Да, ваша светлость», ответил офицер, «хорошо, подайте мне его бумаги и оставьте нас». Офицер взял со стола требуемые бумаги, подал их и, низко поклонившись, вышел. Бонасье в этих бумагах узнал протоколы его допросов в Бастилии. Человек, стоявший у камина, время от времени поднимал глаза от бумаг и останавливал их на арестанте, и тогда несчастному казалось, что два кинжала впиваются в самое его сердце. После десяти минут чтения и десяти секунд наблюдения для кардинала все было ясно. «Это существо никогда не участвовало в заговоре», прошептал он. «Но все же посмотрим». «Вы обвиняетесь в государственной измене», медленно проговорил кардинал. «Не, об этом уже сообщили ваша светлость», воскликнул Бонасье, титулуя своего собеседника так, как его только что титуловал офицер. «Но клянусь вам, что я ничего не знаю». Кардинал подавил улыбку. «Вы состояли в заговоре с вашей женой, с госпожой де Шеврес и с герцогом Бекингемом». «Действительно, ваша светлость», сказал Бонасье, «она при мне называла эти имена». «По какому поводу?» «Она говорила, что кардинал де Шелье заманил герцога Бекингема в Париж, чтобы погубить его, а вместе с ним и королеву». «Она так говорила?» «С гневом вскричал кардинал». «Да, ваша светлость, но я убеждал ее, что ей не следует говорить такие вещи и что его высокопреосвященство не способны». «Замолчите вы, глупец», сказал кардинал. «Вот это самое сказала и моя жена, ваша светлость». «Известно ли вам, кто похитил вашу жену?» «Нет, ваша светлость». «Но вы кого-то подозревали». «Да, ваша светлость, но эти подозрения как будто вызвали неудовольствие господина комиссара, и я уже отказался от них». «Ваша жена сбежала». «Вы знали об этом?» «Нет, ваша светлость». «Я узнал об этом только в тюрьме через посредство господина комиссара, он очень любезный человек». Кардинал второй раз подавил улыбку. «Значит, вам неизвестно, куда девалась ваша жена после своего бегства». «Совершенно ничего, ваша светлость. Надо полагать, что она вернулась в Лувр. Час ночи, ее еще там не было». «Господи, боже мой, что же с нею случилось?» «Это станет известно, не беспокойтесь». «От кардинала ничто не остается сокрытым». «Кардинал знает все». «В таком случае, ваша светлость, как вы думаете, не согласится ли кардинал сообщить, куда девалась моя жена». «Возможно». «Но вы должны предварительно рассказать все, что вам известно об отношениях вашей жены с госпожой де Шеврес». «Но вашей светлость, я ровно ничего не знаю. Я никогда не видал этой дамы». «Когда вы заходили за вашей женой в Лувр, она прямо возвращалась домой». «Почти никогда. У нее были дела с какими-то торговцами полотном, куда я и провожал ее». «А сколько было этих торговцев?» «Два, ваша светлость». «Где они жили?» «Один на улице Вожирар, другой на улице Лагарп». «Входили вы к ним вместе с нею? Никогда я ждал ее входа». «А как она объясняла свое желание заходить одной?» «Никак не объясняла». «Говорила, чтобы я подождал, я и ждал». «Очень покладистый муж, любезный мой господин Бонасье», сказал кардинал. «Он называет меня любезным господином Бонасье», подумал галантерейщик. «Дела, черт возьми, идут хорошо. Могли бы вы узнать двери, куда она входила?» «Да». «Помните ли вы номера?» «Да». «Назовите их». «Номер двадцать пять по улице Вожераре и номер семьдесят пять по улице Лагарп». «Хорошо», сказал кардинал. И, взяв со стола серебряный колокольчик, он позвонил. Вошел тот же офицер. «Сходите за Рашфором», полголоса приказал Ришелье. «Пусть он тотчас придет, если только вернулся». «Граф здесь», сказал офицер. «Он настоятельно просит ваше преосвященство принять его. Пусть он зайдет», воскликнул кардинал. «Пусть зайдет». Офицер выбежал из комнаты с той быстротой, с которой все слуги кардинала обычно старались исполнять его приказания. «Ах, ваше преосвященство», прошептал Бунасье в ужасе, выпучив глаза. Не прошло и пяти секунд после ухода офицера, как дверь распахнулась и вошел новый посетитель. «Это он!» скричал Бунасье. «Кто он?» спросил кардинал. «Он похититель моей жены!» Кардинал снова позвонил. Вошел офицер. «Отведите этого человека и сдайте солдатам, которые его привезли. Пусть он подождет, пока я снова вызову его». «Нет, ваша светлость, нет, это не он!» завопил Бунасье. «Я ошибся!» «Ее похитил другой, совсем не похожий на этого!» «Этот господин честный человек!» «Уведите этого болвана!» сказал кардинал. Офицер взял Бунасье за локоть и вывел в переднюю, где его ожидали караульные. Человек, только что вошедший к кардиналу, проводил Бунасье нетерпеливым взглядом, и как только дверь затворилась за ним, быстро подошел к Ришелье. «Они виделись», произнес он. «Кто?» спросил кардинал. «Она и он». «Королева и герцог?» воскликнул Ришелье. «Да». «Где же?» «В Лувре». «Вы уверены?» «Совершенно уверены». «Кто вам сказал?» «Госпожа де Лануа, которая, как вы знаете, всецело предана вашему преосвященству. Почему она не сообщила об этом раньше, то ли случайно, то ли из недоверия, но королева приказала госпоже до Сюржи остаться ночевать у нее в спальне и затем не отпускала ее весь день. «Так, мы потерпели поражение. Постараемся отыграться. Я все силы приложу, чтобы помочь вашей светлости. Будьте в этом уверены, как все это произошло». В половине первой ночи королева сидела со своими придворными дамами. «Где именно?» «В своей спальне. Так, как вдруг ей передали платок, посланной костеляншей. Дальше». Королева сразу обнаружила сильное волнение, и, несмотря на то, что была нарумянина, заметно побледнела. «Дальше, дальше». Поднявшись, она произнесла изменившимся голосом, «Подождите меня десять минут, я скоро вернусь». Затем открыла дверь и вышла. «Почему госпожа де Лануа не сообщила вам немедленно обо всем?» У нее не было еще полной уверенности. К тому же королева «Сколько времени королева отсутствовало?» «Три четверти часа». «Никто из придворных дам не сопровождал ее?» «Одна только донья Стефания». «Затем королева вернулась?» «Да, но лишь для того, чтобы взять ларчик розового дерева, украшенный ее монограммой, с которым она и удалилась». «А когда она вернулась, ларчик был при ней?» «Нет». «Знает ли госпожа де Лануа, что находилось алмазные подвески, подаренные королеве его величеству?» «И вернулась она без этого ларца?» «Да». «Госпожа де Лануа полагает, следовательно, что королева отдала ларец герцогу Декингему. Она в этом убеждена. Почему?» «Днем госпожа де Лануа, как камер фрейлина королевы, всюду искала ларец, сделала вид, что обеспокоена его исчезновением и в конце концов спросила королеву не знает ли она, куда он исчез?» «И тогда королева?» «Королева густо покраснев, сказала, что накануне сломала один из подвесков и отправила его в починку к ювелиру. Нужно зайти к королевскому ювелиру и узнать, правда это или нет. Я уже был там. Ну и что же, что сказал ювелир?» Ювелир ни о чем не слыхал. «Прекрасно! Прекрасно, Рашфор не все еще потеряно. И кто знает, кто знает, все может быть к лучшему. Я ни на мгновение не сомневаюсь, что гений вашего преосвященства исправит ошибки своего шпиона, не так ли? Я как раз это самое и собирался сказать, если бы ваше преосвященство позволили мне договорить до конца. А теперь известно ли вам, где скрывались герцогини Дешеврес и герцог Бекингем? Нет, ваша светлость. Мои шпионы не могли сообщить никаких точных сведений на этот счет. А я знаю. Вы ваша светлость? Да. Во всяком случае догадываюсь, желает ли ваше преосвященство, чтобы я приказал арестовать обоих поздно. Они должно быть успели уехать. Можно во всяком случае удостовериться. Возьмите с собой десять моих гвардейцев и обыщите оба дома. Слушаюсь ваше преосвященство. Рашфор поспешно вышел. Оставшись один, кардинал после минутного раздумья позвонил в третий раз. В дверях появился все тот же офицер. Введите арестованного, сказал кардинал. Господина Бонасье снова ввели в кабинет. Офицер по знаку кардинала удалился. Вы обманули меня, строго произнес кардинал. Я вскричал Бонасье, чтобы я обманул ваше высокопреосвященство. Ваша жена, отправляясь на улицу Вожирар и на улицу Лагарб, заходила вовсе не к торговцам полотном. Кому же она ходила, Боже правый? Она ходила к герцогине Дешеврес и к герцогу Бекнгему. Да, произнес Бонасье, углубляясь в воспоминания. Да, верно, ваше высокопреосвященство. Правый. Я несколько раз говорил жене. Странно, что торговцы полотном живут в таких домах, в домах без вывесок. И каждый раз жена моя принималась хохотать. Ах, ваша светлость, продолжал Бонасье, бросаясь к ногам его высокопреосвященства. Вы в самом деле кардинал, великий кардинал, гений, перед которым преклоняются все. Сколь не ничтожно было торжество над таким жалким созданием, как Бонасье, кардинал все же один миг наслаждался. Затем, словно внезапно осененный какой-то мыслью, он с легкой улыбкой, скользнувшей по его губам, протянул руку галантерейщику. «Встаньте, друг мой», сказал он, «Вы порядочный человек». «Кардинал коснулся моей руки». «Я коснулся руки великого человека», вскричал Бонасье. «Великий человек назвал меня своим другом». «Да, друг мой, да», произнес кардинал отеческим тоном, которым он умел иногда говорить, тоном, который мог обмануть только людей, плохо знавших решилье. «Вас напрасно обвиняли, и поэтому вас следует вознаградить». «Вот возьмите этот кошель, в нем сто пистолей, и простите меня». «Чтобы я простил вас, ваша светлость», сказал Бонасье, не решаясь дотронуться до мешка с деньгами. Вероятно, из опасений, что все это только шутка. «Вы вольны были арестовать меня, вольны пытать меня, повесить, вы наш властелин, и я не смел бы даже пикнуть, простить вас, ваша светлость, подумать, страшно». «Ах, любезный господин Бонасье, вы удивительно великодушны, вижу это и благодарю вас. Итак, вы возьмете этот кошель и уйдете отсюда не слишком недовольны. Я ухожу в полном восхищении, и так прощайте, или лучше до свидания, ибо я надеюсь, мы еще увидимся». «Когда будет угодно вашему преосвященству, я весь к услугам вашего преосвященства, мы будем видеться часто. Будьте спокойны». Беседа с вами доставила мне необычайное удовольствие. «О, ваше преосвященство, до свидания, господин Бонасье, до свидания». И кардинал сделал знак рукой, в ответ, на который Бонасье поклонился до земли. Затем пятя с задом он вышел из комнаты, и кардинал услышал, как он в передней, что есть мочи, завопил. «Да здравствует его светлость! Да здравствует его преосвященство! Да здравствует великий кардинал!» Кардинал с улыбкой прислушался к этому шумному проявлению восторженных чувств мэтра Бонасье. «Вот человек, который отныне даст себя убить за меня!» проговорил он, когда крики Бонасье заглохли вдали. И кардинал с величайшим вниманием склонился над картой Ларошели, развернутой, как мы уже оговорили, у него на столе, и принялся карандашом вычерчивать на ней линию знаменитой дамбы, которая полтора года спустя закрыла доступ в гавань осажденного города. Он был целиком поглощен своими стратегическими планами, как вдруг дверь снова раскрылась и вошел Рашфор. «Ну как же?» с живостью спросил кардинал, и быстрота, с которой он поднялся, указывала на то, какое большое значение он придавал поручению данному им графу. «Вот как обстоит дело», ответил граф. «В домах, указанных вашим преосвященством, действительно проживала молодая женщина лет двадцати шести, двадцати восьми, и мужчина лет тридцати пяти сорока. Мужчина прожил там четыре дня, женщина пять. Женщина уехала сегодня ночью, а мужчина утром». «Это были они», воскликнул кардинал, и, взглянув на стенные часы, добавил, «Сейчас уже поздно посылать за ними кем в Булоне. Придется настигнуть его в Лондоне. Какие будут приказания вашего преосвященства?» «Ни слова о случившемся. Пусть королева ничего не подозревает, пусть не знает, что мы проникли в ее тайну, пусть предполагает, что мы занимаемся раскрытием какого-нибудь заговора. Вызовите-ка мне канцлера Сегея». «А что ваше преосвященство сделали с этим человеком? с каким человеком?» спросил кардинал «С этим Бонасье. Сделал с ним все, что можно было с ним сделать. Я сделал из него шпиона, и он будет следить за собственной женой». Граф Рошфор поклонился с видом человека, признающего недосягаемое превосходство своего повелителя, и удалился. Оставшись один, кардинал снова опустился в кресло, набросал письмо, которое запечатал своей личной печатью, и позвонил. В четвертый раз вошел все тот же дежурный офицер. «Позовите-ка меня Витрея», произнес кардинал, «и скажите ему, чтобы он был готов отправиться в дальнюю дорогу». Через несколько минут перед ним уже стоял вызванный им человек в высоких ботфортах со шпорами, готовый отправиться в путь. «Витрея», сказал Ришелье, «вы немедленно помчитесь в Лондон, вы ни на одну секунду нигде не остановитесь в пути. Вы передадите это письмо в руки миледи. Вот приказ на выплату двухсот пистолей. Отправьтесь к моему казначею, он вам вручит наличными. Вы получите столько же. Если вернятесь через шесть дней, хорошо, выполните мое поручение». Не отвечая ни слова, гонец поклонился, взял письмо и чек на двести пистолей и вышел. Вот что было написано в письме. «Миледи, будьте на первом же балу, на котором появится герцог Бекингем. На его камзоле вы увидите двенадцать алмазных подвесков. Приблизьтесь к нему и отрежьте два из них. Сообщите мне тотчас же, как только подвески будут в ваших руках. Военные и судейские». На следующий день, после того, как разыгрались все эти события, Д'Артаньян и Портос, видя, что Атос не появляется, сообщили господину Д'Атривилю о его исчезновении. Что касается Арамиса, то, испросив отпуск на пять дней, он, как говорили, отбыл в Руан по семейным делам. Господин Д'Атривилю был отцом своих солдат. Едва успев надеть форму мушкетера, самый незаметный из них и никому неизвестный, мог так же твердо надеяться на помощь капитана, как мог бы надеяться на помощь брата. Поэтому Д'Атривилю немедленно отправился к главному уголовному судье. Вызвали офицера, командовавшего постом у Алого Креста, и, сверяя последовательно полученные сведения, удалось установить, что Атос помещен в Фор-Левек. Атос прошел через все испытания, которым, как мы видели, подвергся Бонасье. Мы присутствовали при очной ставке, устроенной обоим заключенным. Атос, до этой минуты умалчивавший обо всем из опасений, что станут беспокоить Д'Артаньяна и лишат его необходимой свободы действий, теперь утверждал, что зовут его Атос, а не Д'Артаньян. Он объявил, кроме этого, что не знает ни господина, ни госпожи Бонасье, что никогда не разговаривал ни с одним из них. Около десяти часов вечера он зашел навестить своего друга, господина Д'Артаньяна, но до этого часа находился у господина Д'Атревиле, где он обедал. Не менее двенадцати свидетелей могут подтвердить это обстоятельство, и он назвал несколько громких имен, среди прочих также и герцога Д'Аля Тремуля. Второй комиссар был, так же, как и первый, смущен простыми и твердыми показаниями этого мушкетера, над которым он между тем жаждал одержать верх, что всегда заманчиво для судейского чиновника в борьбе с человеком военным, но имена господина Д'Атревиле и герцога Д'Аля Тремуля смутили его. Атоса также повезли к кардиналу, но кардинал, к сожалению, находился в Лувре у короля. Это было как раз в то время, когда господин Д'Атревиль, выйдя от главного уголовного судьи и от коменданта Форлевека и не получив доступа к Атосу, прибыл к королю. В качестве капитана мушкетеров господин Д'Атревиль в любой час смог видеть короля. Мы знаем, как сильно было недоверие королях королеве. Недоверие, умело разжигаемое кардиналом, который по части интриг значительно больше опасался женщин, чем мужчин. Одной из главных причин его предубеждения против Анны Австрийской была дружба королевы с госпожой Д'Шеврес. Обе эти женщины беспокоили его больше, чем в войны с Испанией, недоразумение с Англией и запутанное состояние финансов. По его мнению и глубокому убеждению госпожа Д'Шеврес помогала королеве не только в политических интригах, но что еще гораздо больше тревожило его в интригах любовных. При первых же словах кардинала о том, что госпожа Д'Шеврес сосланная в тур и, как предполагалось, находившаяся в этом городе тайно приезжала в Париж и, пробыв пять дней, сбила с толку полицию. Король пришел в неистовый гнев. Капризный и вероломный король желал, чтобы его называли Людовиком справедливым и Людовиком целомудренным. Потомки с трудом разберутся в этом характере, который истории пытается объяснить, приводя многочисленные факты, но не прибегая к рассуждениям. Когда же кардинал добавил, что не только госпожа Дышеврес приезжала в Париж, но что королева возобновила с ней связь при помощи шифра, в те времена называвшегося каббалистическим, когда он стал утверждать, что в то время, как он, кардинал, уже готов был распутать тончайшие нити этой интриги и, вооружившись всеми доказательствами, намеревался арестовать на месте преступления посредницу между изгнанницей и королевой какой-то мушкетер, осменился силой прервать ход судебного следствия и, обнажив шпагу, обрушился на честных чиновников, которым было поручено беспристрастное расследование этого дела, чтобы обо всем доложить королю. Людовик Тринадцатый потерял всякое самообладание. Охваченный безмолвным бешенством, которое, когда оно прорывалось, внушало этому монарху способность совершать самые жестокие поступки, он, побледнев, сделал шаг к дверям, ведущим в апартаменты королевы, а между тем кардинал еще не успел произнести имя Бекингема. Именно в этот миг появился Дотровиль, холодный, вежливый, безукоризненный во всем своем облике. Увидев здесь кардинала, взглянув на искаженное лицо короля, Дотровиль догадался обо всем, что здесь произошло, и почувствовал себя сильным, как Самсон перед перестебленными. Людовик Тринадцатый уже схватился за ручку двери. Звук шагов Дотровиля заставил его обернуться. Вы явились как раз вовремя, произнес король, который, дав волю своим страстям, терял уже способность что-либо скрыть. Хорошие вещи рассказывают мне о ваших мушкетерах. А у меня, холодно ответил Дотровиль, найдется немало хорошего рассказать вашему величеству о судейских. Я не понимаю вас, надменным тоном произнес король. Имею честь доложить вашему величеству с тем же спокойствием продолжал Дотровиль, что кучка чиновников, комиссаров и полицейских, людей весьма почтенных, но, очевидно, крайне враждебных к военным, позволила себе арестовать в одном доме, провести открыто по улицам и заключить фор фор ля век, все это, ссылаясь на приказ, который мне не согласились предъявить одного из моих мушкетеров, или вернее ваших мушкетеров, ваше величество, человека безукоризненного поведения, прославленного, если осмелись так выразиться, известного вашему величеству с самой лучшей стороны, господина Атоса. — Атоса? — почти невольно повторил король. — Да, мне кажется, знакомо это имя. — Пусть ваше величество потрудится вспомнить, — сказал Дотревиль. — Господин Атос, тот самый мушкетер, который на известной вам злополучной дуэли имел несчастье, тяжело ранит господина Де Каюзака. — Да, кстати, ваше преосвященство, — продолжал Дотревиль, обращаясь к кардиналу, господин Каюзак вполне поправился, не правда ли? — Да, благодарю, — проговорил кардинал от гнева, прикусив губу. — Итак, господин Атос зашел навестить своего друга, — продолжал Дотревиль, — молодого Бернца, кадета гвардии вашего величества из роты Дезесара. Молодого человека не оказал из дома. Не успел господин Атос опуститься на стул и взять в руки книгу, намереваясь подождать своего друга, как целая толпа сыщиков и солдат, смешавшихся вместе осадила дом, взломала несколько дверей. Кардинал знаком пояснил королю, — это по поводу того дела, о котором я вам говорил. — Все это нам известно, произнес король, ибо все это делалось ради нашей пользы. «Итак, продолжал дотревиль, ради вашей пользы был схвачен один из моих мушкетеров, ни в чем не повинный, ради вашей пользы. Он под охраной двух солдат был, точно злодей, проведен по улицам города, сквозь толпу, осыпавшую оскорблениями этого благородного человека, десятки раз проливавшего свою кровь за ваше величество и готового в любую минуту снова пролить ее». «Да что вы», сказал король, заколебавшись, «неужели дело происходило именно так?» «Господин дотревиль, произнес кардинал, сохраняя совершенное хладнокровие, не сказал вам, что этот ни в чем не повинный мушкетер, что этот благородный человек за час до того с обнаженной шпагой напал на четырех комиссаров, посланных мною для расследования по делу чрезвычайной важности». «Пусть ваше преосвященство докажет это», воскликнул дотревиль с искренностью чисто гасконской и резкостью чисто военной. «Дело в том, что за час до этого господин Атос, человек, как я смелюсь доложить вашему величеству весьма знатного происхождения, оказал мне честь отобедать у меня и беседовал у меня в гостиной с герцогом Даля Тремулем и графом Дашалю». Король взглянул на кардинала. «Все, о чем я говорил, произнес кардинал в ответ на безмолвный вопрос короля, изложено в протоколе с оставленным пострадавшими. Имею честь представить его вашему величеству». «Неужели протокол судейских чиновников стоит честного слова военного?» гордо спросил Датревиль. «Полно, полно, Тревиль, сказал король, замолчите». «Если его преосвященство подозревает кого-либо из моих мушкетеров, ответил Датревиль, то ведь справедливость господина кардинала достаточно известна всем, и я сам прошу расследование». «В доме, где происходил этот обыск, проговорил кардинал все с тем же хладнокровием, живет, если я не ошибаюсь, некий Бяарниц, друг этого мушкетера». «Ваше преосвященство имеет в виду Д'Артаньяна?» «Я имею в виду молодого человека, которому вы, господин Датревиль, покровительствуете». «Да, ваше преосвященство совершенно верно». «Не считаете ли вы возможным, что этот молодой человек дурно влиял на господина Атоса?» «Человека, который вдвое старше его», перебил Датревиль. «Нет, вашу светлость не считаю возможным. Кроме того, господин Д'Артаньян также провел вечер у меня». «Вот так история», воскликнул кардинал. «По-видиму, решительно все провели вечер у вас?» «Не подвергает ли ваше преосвященство сомнению мои слова?» спросил Датревиль, которому краска гнева залила лицо. «Нет, Боже, меня упаси», произнес кардинал, «но в котором часу Д'Артаньян был у вас?» «О, это я могу совершенно точно сообщить вашему высокопреосвященству. Когда он вошел, я как раз заметил, что часы показывали половину десятого, хотя мне казалось, что уже позднее». «А в котором часы он покинул ваш дом?» «В половине одиннадцатого, через час после этих событий». «Но в конце-то концов», сказал кардинал, который ни на минуту не усомнился в правдивости Датревиля и чувствовал, что победа ускользает от него. «Да ведь в конце-то концов Атоса задержали в этом самом доме на улице могильщиков?» «Разве другу воспрещается навещать друга? Мушкетеру моей роты поддерживать братскую дружбу с гвардейцем из роты господина Д'Азесара?» «Да, если дом, где он встречается со своим другом подозрителен». «Дело ведь в том, что дом этот подозрителен, Тревиль», вставил король. «Вы этого, может быть, не знали?» «Да, ваше величество, я действительно этого не знал. Но я убежден, что это не относится к части дома, занятой господином Д'Артаньяном, ибо я могу вас уверить, что нет более преданного слуги вашего величества и более глубокого почитателя господина кардинала». «Не этот ли самый Д'Артаньян ранил когда-то дежусакка в злополучной схватке у монастыря кармелиток?» спросил король, взглянув на кардинала, покрасневшего досадой. «А на следующий день породил Бернажум?» поспешил заметить Д'Артаньян. «А, ваше величество, он самую ваше величество отличная память. Так что же мы решим?» спросил король. «Это скорее дело ваше величество, чем мое», сказал кардинал. «Я настаиваю на виновности этого Атоса, а я отрицаю ее», воскликнул Д'Артаньян. «Но у его величества есть судьи, и судьи разберут это дело». «Совершенно верно», сказал король. «Предоставим все это дело судьям. Их дело судить, они рассудят». «Печально все же», вновь заговорил Д'Артаньян, «что в такое злосчастное время, как наше, самая чистая жизнь, самая неоспоримая добродетель не может оградить человека от позора и преследований и армия, смею вас заверить, не очень-то будет довольна тем, что становится предметом жестоких преследований по поводу каких-то полицейских историй». Слова были неосторожны. Но Тревиль бросил их, зная им цену. Он хотел вызвать взрыв, а взрыв сопровождается пламенем, которое освещает все кругом. «Полицейские истории? — скричал король, ухватившись за слова Детревиля. «Полицейские истории? Какое понятие вы имеете обо всем этом, сударь? Займитесь вашими мушкетерами и не сбивайте меня с толку. Послушать вас так можно подумать, что стоит арестовать мушкетера и Францию уже в опасности. Сколько шуму из-за какого-то мушкетера. Я прикажу арестовать их целый десяток, черт возьми, сотню, всю роту и никому не позволю пикнуть. Если мушкетеры подозрительны вашему величеству, значит, они виновны, сказал Детревиль. Поэтому я готов ваше величество отдать вам мою шпагу, ибо обвинив моих солдат, господин кардинал, не сомневаюсь, в конце концов, возведет обвинение против меня, поэтому лучше будет, если я признаю себя арестованным вместе с господином Атосом, с которым это уже произошло, и с господином Д'Артаньяном, с которым это, вероятно, в ближайшем будущем произойдет. Гасконский упрямец замолчит его, наконец, сказал король. Ваше величество, ответил Детревиль, ничуть не понижая голоса, пусть вернут мне моего мушкетера, или пусть его судят. Его будут судить, сказал кардинал, если так, тем лучше. Прошу в таком случае у вашего величества разрешения защищать его. Король побоялся вспышки. «Если бы у его преосвященства, сказал он, не было причин личного свойства». Кардинал понял, к чему клонит король и предупредил его. «Прошу прощения», проговорил он, «но если ваше величество считает меня пристрастным, я отказываюсь от участия в суде». «Вот что», сказал король, «поклянитесь именем моего отца, что Атос находился у вас, когда происходили эти события и не принимал в них участия». «Клянусь вашим славным отцом и вами, которого я люблю и почитаю превыше всего на свете». «Подумайте, ваше величество», произнес кардинал, «если мы освободим заключенного, то уж никогда не узнаем истины». «Господин Атос всегда окажется на месте и будет готов дать ответ, как только господа судейские сочтут нужным допросить его», сказал Дотревиль, «он никуда не скроется, господин кардинал, будьте покойны, я принимаю за него ответственность на себя». «И в самом деле он не убежит, согласился король, «его всегда можно будет найти, как сказал господин Дотревиль, кроме того», добавил он понизив голос и умоляюще взглянув на кардинала, «не будем вызывать у них беспокойство, это лучшая политика». «Эта политика Людовика Тринадцатого заставила Ришелье улыбнуться, приказывайте, ваше величество, вы имеете право помилования». «Помилование может быть применено только к виновным», сказал Дотревиль, желавший, чтобы последнее слово осталось за ним, «а мой мушкетер невиновен, поэтому, ваше величество, окажите ему не милость, а справедливость». «Он фор левеки», спросил король. «Да, ваше величество, и в одиночной камере без права сношения с внешним миром, как последний преступник». «Черт возьми», пробормотал король, «что же нужно сделать?» «Подписать приказ об освобождении, и все будет кончено», сказал кардинал. «Я такого же мнения, как ваше величество, и считаю поручительства господина Датрувиля более чем достаточно». Датрувиль поклонился, преисполненной радость их, которой примешивалась тревога, он предпочитал бы настойчивое сопротивление со стороны кардинала этой неожиданной уступчивости. Король подписал приказ об освобождении, и Датрувиль поспешно удалился, унося его с собой. В ту минуту, когда он уже выходил, кардинал, приветливо улыбнувшись ему, обратился к королю. «Какое единодушие между начальником и солдатами царит у ваших мушкетеров, ваше величество! Это весьма полезно для службы и делает честь всей роте! Можно не сомневаться, что он в самом ближайшем будущем сыграет со мной какую-нибудь скверную шутку», подумал Датрувиль. «Никогда не угадаешь, что у него на уме, но нужно спешить. Король в любую минуту может изменить свое решение и засадить снова в Бастилию или в Форлавек человека, только что оттуда выпущенного. Это, в конце концов, сложнее, чем оставить в заключении узника, уже сидящего там». Господин Датрувиль с торжеством вступил в Форлавек и освободил Атоса, неизменно сохранявшего вид спокойного безразличия. При первой же встрече с Дортаньяном Датрувиль сказал ему, «На этот раз вам повезло, с вами рассчитались за ранение Дежусака, неоплаченным остается еще поражение Бернажу, будьте настороже». Датрувиль был прав, не доверяя кардиналу и считая, что не все еще кончено. Не успел капитан Мушкетеров закрыть за собой дверь, как его преосвященство повернулся к королю. «Теперь, когда мы остались наедине, сказал он, если угодно вашему величеству, поговорим о важных вещах, ваше величество». Ярцог Декингем провел пять дней в Париже и отбыл только сегодня утром. О том, как канцлер Сегье не мог найти колокол, чтобы ударить в него по своему обыкновению. Трудно даже представить себе, какое впечатление эти слова произвели на Людовика тринадцатого. Он вспыхнул, но тут же краска сбежала с его лица, и кардинал сразу понял, что одним ударом отвоевал потерянные позиции. «Герцог Бекингем в Париже?» — воскликнул король. «Зачем же он приезжал сюда? Надо полагать, чтобы вступить в заговор с вашими врагами, испанцами и гугенотами. Нет, клянусь, нет. Чтобы в заговоре с госпожой де Шеврес, госпожой де Лонгвиле, всеми конде посигнуть на мою честь, ваше величество. Как можете вы допустить такую мысль? Королева так благоразумна, а главное так любит ваше величество. Женщина слаба, господин кардинал. Что же касается большой любви, то у меня свое мнение на этот счет. Тем не менее, сказал кардинал, я утверждаю, что герцог приезжал в Париж с целями чисто политическими, а я уверен, что совершенно другими целями, но если королева виновата, то горе ей. В самом деле, произнес кардинал, как не тяжко мне допустить даже мысль о такой возможности. Ваше величество напомнили мне одну вещь. госпожа дала нуа, которую я, следуя приказу вашего величества, несколько раз допрашивал, сегодня утром сообщила мне, что в позапрошлую ночь ее величество очень поздно не ложилось, что сегодня утром королева много плакала и что весь день она писала. «Все понятно», воскликнул король, писала, разумеется, ему. «Кардинал, добудьте мне все бумаги королевы, но как же их достать, ваше величество? Мне кажется, что ни я, ни ваше величество не можем взять это на себя». «А как поступили с женой маршала Дон Кро?» воскликнул король в порыве неудержимого гнева. «Обыскали ее шкафы и в конце концов ее самое». «Жена маршала Дон Кро всего лишь жена маршала Дон Кро, какая-то искательница приключений из Флоренции, тогда как августейшая супруга вашего величества Анна австрийская королева Франции, то есть одна из величайших владетельных особ в мире, тем страшнее ее вина, герцог. Чем легче она забыла высоту своего сана, тем глубже она пала. Да кроме того, я давно уже решил положить конец всем этим интрижкам политическим и любовным. При ней, если не ошибаюсь, состоит некий Лапорт, которого я должен признаться считаю главной пружиной в этом деле», ставил кардинал. «Значит, и вы так же, как я, думаете, что она обманывает меня. Я думаю и повторяю ваше величество, что королева в заговоре против власти короля, но я не сказал против его чести, а я вам говорю в заговоре против того и другого. Я вам говорю, что королева меня не любит, что она любит другого. Я вам говорю, что она любит этого подлого Дайккингема. Почему вы не арестовали его, когда он был в Париже? Арестовать герцога? Арестовать первого министра короля Карла Первого? Да что вы, ваше величество, какой шум! А если бы, в чем я по-прежнему сомневаюсь, а если бы подозрение вашего величества сколько-нибудь оправдались, какая страшная огласка, какой неслыханный позор, но раз он сам подвергал себя опасности, как какой-нибудь бродяга или вор, нужно было. Людовик тринадцатый умолк, сам испугавшись того, что готовы было сорваться с его уст. Решилье, вытянув шею напрасно, ожидал этих слов, застывших на королевских устах нужно было. «Ничего», произнес король, «Ничего». «Но в течение всего времени, что он был в Париже, вы не выпускали его из виду?» «Нет, ваше величество, где он жил?» «На улице Лагарб, номер семьдесят пять». «Где это?» «Недалеко от Люксембургского дворца». «И вы уверены, что он не виделся с королевой?» «Я считаю королеву слишком преданной своему долгу, но они в переписке». «Это ему», королева писала весь день, «герцог, я должен получить эти письма». «Ваше величество, разве герцог, чего бы это ни стоило, я хочу получить эти письма, но я должен заметить вашему величеству. Неужели и вы предаете меня, господин кардинал? Вы все время противитесь моим желаниям. Неужели и вы в сговоре с испанцами и англичанами, с госпожой де Шеврес и с королевой, ваше величество?» Со вздохом произнес кардинал. «Мне казалось, что я огражден от таких подозрений, господин кардинал?» «Вы слышали меня. Я хочу иметь эти письма. Есть только один способ». «Какой?» «Поручить эту миссию канцлеру, господину Сагье, это дело целиком по его части». «Пусть за ним немедленно пошлют». «Он должно быть у меня, я как раз вызвал его к себе, а, отправляясь в Лувр, я распорядился, чтобы он, когда явится, подождал меня. Пусть за ним немедленно пошлют. Воля вашего величества будет исполнена, но...» «Что за но?» «Но королева, возможно, откажется подчиниться». «Подчиниться моим приказаниям?» «Да, если она не будет уверена, что это приказание исходит от короля, но так вот, чтобы она не сомневалась, я сам предупрежу ее...» «Ваше величество, надеюсь, не забудете, что я сделал все возможное, чтобы предотвратить разрыв...» «Да, герцог, я знаю, что вы крайне снисходительных королеви, может быть, даже чересчур снисходительных...» «Мы еще вернемся к этому позже, предупреждаю вас, когда будет угодно, вашему величеству, я всегда буду горд и счастлив принести себя в жертву во имя мира и согласия между вами и королевой Франции...» «Прекрасно, кардинал, прекрасно! Но пока что пошлите с господином канцлером, я пройду к королеве...» И Людовик XIII, открыв дверь, вышел в коридор, соединявший его половину с апартаментами Анны Австрийской. Королева сидела в кругу своих придворных дам, госпожи де Гитон, госпожи де Сабле, госпожи де Монбазон и госпожи де Гемене. В углу пристроилась и камеристка Донье Стефания, приехавшая вместе с королевой из Мадрида. Госпожа де Гемене читала вслух, и все внимательно слушали чтицу, за исключением королевы, затеявшей это чтение лишь для того, чтобы иметь возможность придаться ходу своих мыслей, делая вид, будто она слушает. Мысли эти, хоть и позлощенные последними отблесками любви, все же были полны печали, лишенные доверия своего супруга, преследуемые ненавистью кардинала, который не мог ей простить того, что она отвергла его нежные чувства. Анна австрийская имела перед глазами пример королевы матери, которую эта ненависть терзала в течение всей ее жизни, хотя Мария Медичи, если верить мемуарам того времени, вначале и дарила кардиналу то счастье, в котором так упорно отказывала ему королева Анна. Мария Медичи, жена французского короля Генриха IV и мать Людовика XIII. Анна австрийская видела, как падают ее самые преданные слуги, самые доверенные друзья, самые дорогие ее сердцу любимицы. Как те несчастные, что наделены роковым даром, она навлекала несчастье на все, к чему прикасалась. Ее дружба была роковой и влекла за собой преследование. Госпожа до Шеврес и госпожа до Верне были сосланы. И даже Лапорт не скрывал от своей повелительницы, что с минуты на минуту ожидает ареста. Королева была целиком погружена в эти мрачные размышления, когда дверь вдруг раскрылась и в комнату вошел король. Чтица сразу умолкла, все дамы встали со своих мест и наступило мертвое молчание. Не считая нужным поздороваться, король сделал несколько шагов и остановился перед королевой. «Сударыня», произнес он изменившимся голосом, «сейчас к вам зайдет господин канцлер. Он сообщит вам нечто такое, о чем я поручил ему поставить вас в известность». Несчастная королева, которой непрерывно грозили разводом, ссылкой и даже судом побледнела, несмотря на свои румяна. Но чем вызвано это посещение? Ваше Величество, не в силах сдержаться, спросила она, что скажет мне господин канцлер, чего не могли бы мне сказать вы сами? Король, не отвечая круто, повернулся на каблуках и почти в ту же минуту дежурный гвардейский капитан Гитто доложил о приходе канцлера. Когда канцлер вошел, короля уже не было в комнате, он успел выйти через другую дверь. Канцлер вошел красный от смущения, но с улыбкой на устах. Ввиду того, что нам, вероятно, еще предстоит встретиться с ним по ходу нашего повествования, не лишним будет нашим читателям уже сейчас ближе познакомиться с ним. Канцлер был лицо довольно любопытный. Дерош ле маль, каноник собора Богоматери, бывший некогда коммердинером кардинала, рекомендовал господина де Сегье его преосвященству как человека всецело преданного. Кардинал поверил, этой рекомендации ему не пришлось раскаиваться. О господине де Сегье ходили самые разнообразные слухи. Между прочим, рассказывали следующую историю. После бурно проведенной молодости он удалился в монастырь, чтобы там, хоть в течение некоторого срока, искупить безумство своей юности. Но, вступая в эту святую обитель, бедный грешник не успел достаточно быстро захлопнуть за собой дверь и помешать страстям, от которых он бежал ворваться в нее вслед за ним. Он беспрестанно подвергался искушениям и настоятель, которым он поведал об этом горе, посоветовал ему, чтобы отгонять демона искусителя, хвататься в такие минуты за веревку колокола и звонить, что есть мочи. услышав этот звон монахи поймут, что соблазны обуревают одного из их братьев и все братство станет на молитву. Совет этот пришелся будущему канцлеру по душе. Он заклинал злого духа с помощью целого потока молитв, творимых другими монахами, но дьявол не так-то легко отступает с однажды занятых им позиций. По мере того, как усиливались заклинания, дьявол усиливал соблазны, так что колокол оглушительно гудел день и ночь, возвещая о страстном желании кающегося умертвить свою плоть. Монахам не оставалось ни минуты отдыха. Днем они только и делали, что поднимались и спускались по лестнице, ведущей в часовню. Ночью сверхобычных молитв им приходилось по два двадцать раз оскакивать с коек и простираться ниц на полу своих кель. Неизвестно, отступился ли дьявол, или дело это надоело монахам, но по прошествии трех месяцев кающийся вновь появился в свете, где пользовался репутацией самого страшного, одержимого, какого когда-либо видели на земле. По выходе из монастыря он принял судейское звание, занял место своего дядюшки, став президентом в парламенте, перешел, что доказывал его редкую проницательность на сторону кардинала, был назначен канцлером, служил верным орудием в руках его преосвященства, в его ненависти к королеве матери и в его происках против Анны австрийской, натравливал судей в течение всего дела шале, поддерживал великого эконома Ла Фема во всех его начинаниях и в конце концов полностью завоевав доверие кардинала, доверие достойно заслуженное им, он взял на себя необычайное поручение для выполнения которого явился сейчас королеве. Королева, когда он вошел, все еще стояла, но увидев его, сразу опустилась в кресло знаком приказав своим дамам занять места на подушках и пуфах, затем она гордо повернулась к вошедшему, что вам угодно, сударь, спросила Анна австрийская, и с какой целью вы явились суда? Поручению короля, невзирая на глубокое уважение, которое я имею честь питать к вашему величеству, я вынужден произвести тщательный обыск среди ваших бумаг. Как, сударь, воскликнула королева, обыск у меня? У меня? Какая неслыханная низость! Прошу извинить меня, ваше величество, но сейчас я лишь орудие в руках короля, разве его величество не были только что здесь и не просили вас быть готовы к этому посещению, ищите же, сударь, я преступница, надо полагать. Эстефания, подайте ключи от всех моих столов и бюро. Канцлер для виду порылся в ящиках, хотя и был уверен, что королева не там хранит важное письмо, написанное днем. После того, как канцлер двадцать раз выдвинул и вновь задвинул ящики бюро, ему все же пришлось, преодолев некоторую нерешительность, сделать последний шаг в этом деле другими словами. Обыскать королеву. Канцлер повернулся к Анне австрийской. Сейчас, произнес он тоном, в котором сквозили растерянность и смущение, мне остается приступить к главной части обыска. «Какой?» спросила королева, которая не понимала или не желала понять намерений канцлера. «Его величество знает, что сегодня днем королевой было написано письмо. Его величеству известно, что это письмо еще не отослано по назначению. Этого письма не оказалось ни в вашем столе, ни в бюро, между тем оно где-нибудь спрятано. «Но осмелитесь ли вы коснуться вашей королевы?» произнесла Анна Австрийская, выпрямившись во весь рост и устремляя на канцлера взгляд, в котором вспыхнула угроза. «Я верный слуга короля и выполняю все, что приказывает его величество». «Что ж это правда?» сказала Анна Австрийская. И шпионы господина кардинала сослужили ему верную службу. «Я действительно написала сегодня письмо, и письмо это не отправлено, письмо здесь». И королева положила свою прекрасную руку на грудь. «В таком случае дайте мне это письмо, ваше величество», сказал канцлер. «Я отдам его только королю, сударь», ответила Анна. «Если бы король желал лично получить от вашего величества это письмо, он бы сам попросил его у вас, но, повторяю вам, он поручил мне потребовать у вас письмо с тем, что, если вы откажетесь, продолжайте. Он мне же поручил взять его у вас. Как? Что вы хотите сказать, что мои полномочия идут далеко и мне, чтобы найти эти бумаги, дано разрешение произвести даже личный обыск вашего величества. Какой ужас! Вскричала королева. Поэтому прошу вас, сударыня, проявить уступчивость. Ваше поведение неслыханно, грубо. Понимаете ли вы это, сударь? Король приказывает ваше величество. Прошу извините меня. Я не потерплю этого. Нет, нет, лучше смерть, вскричала королева, в которой вскипела гордая кровь повелителей Испании и Австрии. Канцлер низко поклонился, затем с явным намерением не отступать ни на шаг в исполнении порученной ему задачи точно так, как сделал бы это палач в застенке. Он приблизился к Анне Австрийской, из глаз которой сразу же брызнули слезы ярости. Королева, как мы уже говорили, была очень хороша собой. Рискованно поэтому было дать кому-либо такое поручение, но король весь во власти своей ревности герцогу Беккингему уже никому другому не ревновал. Надо полагать, что канцлер Сергей в эту минуту искал глазами веревку пресловутого колокола, но, не найдя ее, протянул руку к тому месту, где по собственному признанию королевы было спрятано письмо. Анна Австрийская отступила на шаг и так побледнела, словно готова была умереть. Чтобы не упасть, она левой рукой оперлась на стол, стоявший позади нее, а правой вынула из-за корсажа письмо и подала его канцлеру. «Возьмите сударь это письмо!» воскликнула королева голосом, прерывающимся от волнения. «Возьмите его и избавьте меня от вашего мерзкого присутствия!» Канцлер, дрожа от вполне понятного волнения, взял письмо и, поклонившись до земли, вышел. Не успела дверь закрыться за ним, как королева почти без чувств упала на руки своих дам. Канцлер отнес письмо к королю, не заглянув в него. Рука короля, протянутая за письмом, дрожала. Он начал искать адрес, которого не было, страшно побледнел, медленно развернул письмо и, с первых же слов, увидев, что оно обращено к испанскому королю, быстро пробежал его до конца. Это был полный план нападения на кардинала. Королева предлагала своему брату и австрийскому королю, которые чувствовали себя оскорбленными политикой Ришелье, постоянно стремившегося унизить австрийский королевский дом, пригрозить объявлением войны Франции и поставить условиям сохранения мира отставку кардинала о любви в этом письме не было ни слова. Король сразу повеселев, послал узнать во дворце ли еще кардинал. Ему ответили, что его преосвященство в кабинете ожидает распоряжения его величества. Король немедленно отправился к нему. Представьте себе, герцог, сказал король, правы оказались вы, а не я. вся интрига действительно политического свойства, и о любви нет и речи в этом письме, но зато в нем очень много говорится о вас. Кардинал взял письмо и прочел его с величайшим вниманием, дойдя до конца, он перечел его вновь. Ну что ж, ваше величество, сказал он, вы видите сами, до чего доходят мои враги. Вам угрожают двумя войнами, если вы не удалите меня. На вашем месте, ваше величество, я право же уступил бы столь мощным настоянием, я же со своей стороны был бы безмерно счастлив уйти от дел. Что вы говорите, герцог? Я говорю, ваше величество, что здоровье мое разрушается в этой чрезмерно напряженной борьбе и бесконечных трудах. Я говорю, что, по всей видимости, буду не в силах выдержать утомление при осаде Ларошали. И лучше будет, если вы назначите туда господина де Конде, для которого ведение войны есть его прямое дело, а не меня, служителя церкви, которому не позволяют отдаться его призванию, заставляя заниматься делами, к которым у него нет никакой склонности. Это обеспечит вам счастье в вашей семейной жизни, и я не сомневаюсь, укрепит вашу славу за рубежом. Будьте спокойны, герцог, ответил король, я все понимаю. Все лица, поименованные в этом письме, понесут должную кару, не избежит ее и королева. Ах, что вы говорите, ваше величество. Да упаси бог, чтобы королева претерпела из-за меня хоть малейшую неприятность. Королева всегда считала меня своим врагом, хотя, ваше величество, сами можете засвидетельствовать, что я постоянно горячо заступался за нее, даже перед вами. О, если бы она оскорбила честь вашего величества изменой, тогда другое дело. И я первый бы сказал, нет пощады виновной. Счастью, об этом речи нет. И ваше величество могли вновь в этом убедиться. «Это верно, господин кардинал», сказал король, «и вы, как всегда, были правы, но королева, тем не менее, заслужила мой гнев. Вы сами, ваше величество, виноваты перед ней. И было бы вполне понятно, если бы она разгневалась на вас. Ваше величество обошлись с ней чересчур сурово». «Вот именно так я всегда буду обходиться с моими врагами, а также и с вашими, какое бы высокое положение они не занимали и какой бы опасности я не подвергался, проявляю такую строгость. Королева враг мне, но не вам, ваше величество. Напротив, она преданная супруга, покорная и безупречная, позвольте же мне вступиться за нее перед вашим величеством. Так пусть она пойдет на уступки, пусть сама сделает первый шаг. Напротив, ваше величество, подайте вы добрый пример, ведь виновны были вы, заподозрив королеву. «Мне сделать первый шаг?» воскликнул король, «ни за что!» Ваше величество, умоляю вас, да кроме того, как найти подходящий повод, сделав что-нибудь, что могло бы доставить ей удовольствие «Что же именно?» «Дайте бал. Вы знаете, как королева любит танцы? Ручаюсь вам, что ее гнев не устоит перед таким проявлением внимания. Господин кардинал, ведь вам известно, что я не любитель светских развлечений, раз она знает, какое отвращение вы питаете таким забавам, она тем более будет вам благодарна. Да к тому же ей представится случай приколоть прекрасные алмазные подвески, которые вы ей недавно поднесли ко дню рождения и с которыми она еще нигде не успела появиться. «Увидим, господин кардинал, увидим!» проговорил король, наслаждаясь сознанием, что королева оказалась виновной в преступлении мало его беспокоившим и невинной в том, чего он больше всего опасался и поэтому готовой помириться с ней. «Увидим, но, клянусь, честью, вы слишком снисходительны!» «Ваше величество», ответил кардинал, «предоставьте строгость министрам, снисходительность, добродетель королей, прибегните к ней, и вы увидите, что это пойдет на пользу». Вслед за этим, услышав, что часы пробили одиннадцать, кардинал с низким поклоном попросил разрешения удалиться и простился с королем, умоляя его помириться с королем. Анна Австрийская, ожидавшая упреков после того, как у нее отобрали письмо, крайне удивилась, заметив на следующий день, что король делает попытки к примирению. В первые минуты она была готова отвергнуть их. Гордость женщины и достоинства королевы были так глубоко уязвлены, что она не могла сразу забыть обиду, но поддавшись уговорам своих придворных дам, она в конце концов постаралась сделать вид, будто начинает забывать о случившемся. Король, воспользовавшись этой переменной, сообщил ей, что в самом ближайшем будущем предполагает дать большой бал. Бал представлял собой такую редкость для несчастной Анны Австрийской, что при этом известие, как и предполагал кардинал, последний след обиды исчез, если не из сердца ее, то с лица. Она спросила, на какой день назначено празднество, но король ответил, что на этот счет еще нужно будет сговориться с кардиналом и в самом деле. Король каждый день спрашивал кардинала, когда будет устроено это празднество, и каждый день кардинал под каким-нибудь предлогом отказывался твердо назвать число. Прошла неделя. На восьмой день после описанных нами событий кардинал получил письмо, отправленное из Лондона и содержавшее только следующие строки. «Я достала их». «Не могу выехать из Лондона, потому что у меня не хватит денег. Вышлите мне пятьсот пистолей, и, получив их, я через четыре или пять дней буду в Париже». Тот самый день, когда кардинал получил это письмо, король обратился к нему с обычным вопросом. Ришелье посчитал по пальцам и мысленно сказал себе, «Она пишет, что приедет через четыре или пять дней после получения денег. Дней пять пройдет, пока деньги прибудут в Лондон, и дней пять, пока она приедет сюда. Всего, значит, десять дней. Нужно принять в расчет противный ветер, всякие досадные случайности, недомогания, предположим, двенадцать дней, королеве». «Ну, как же, герцог, вы рассчитали?» спросил король. «Да, ваше величество, сегодня у нас двадцатое сентября. Городские старшины устраивают третьего октября празднество, все складывается великолепно. Никто не подумает, что вы идете на уступки к королеве», помолчав, кардинал добавил, «Не забудьте, кстати, накануне праздника сказать, королеве, что вы желали бы видеть, к лицу ли ей алмазные подвески?» «Супруги Бонасье». Кардинал уже вторично в разговоре с королем упоминал об алмазных подвесках. Людовика XIII поразила такая настойчивость, и он решил, что за этим советом кроется тайна. Он не раз чувствовал себя обиженным, по той причине, что кардинал, имевший превосходную полицию, хотя она и не достигала совершенства полиции, современной нам, оказывался более сведущим о семейных делах короля, чем сам король. На этот раз король решил, что беседа с Анной Австрийской должна пролить свет на какое-то обстоятельство, непонятное ему. Он надеялся затем вернуться к кардиналу, проникнув в какие-то тайны, известные или неизвестные его преосвященству, и в том и в другом случае это должно было поднять престиж короля в глазах его министра. Людовик XIII пошел к королеве и по своему обыкновению начал разговор с угроз, относившихся к ее приближенным. Анна Австрийская слушала, опустив голову, давая излиться потоку, в надежде, что должен же наступить конец, но не этого желал король. Король желал ссоры, в пылу которой должен был пролиться. Свет безразлично, какой он был убежден, что у кардинала есть какая-то затаенная мысль, и что он готовит ему одну из тех страшных неожиданностей, непревзойденным мастером, которых он был. Его настойчивое обвинение привели его к желанной цели. «Ваше величество!» воскликнула Анна Австрийская, выведенная из терпения смутными намеками. «Почему вы не скажете прямо, что у вас на душе, что я сделала, какое преступление совершила? Не может быть, чтобы ваше величество поднимали весь этот шум из-за письма, написанного мною брату». Король не нашелся сразу, что ответить на такой прямой вопрос. Он подумал, что сейчас самое время сказать те слова, которые должны были быть сказаны только накануне празднества. «Сударыня», проговорил он с важностью, «в ближайшие дни будет устроен бал в ратуши. Я считаю необходимым, чтобы вы из уважения к нашим славным старшинам появились на этом балу в парадном платье непременно с алмазными подвесками, которые я подарил вам ко дню рождения. Вот мой ответ». Ответ этот был ужасен. Анна австрийская подумала, что королю известно все, и что он только по настоянию кардинала был скрытен всю эту неделю. Такая скрытность, впрочем, была в характере короля. Королева страшно побледнела и оперлась о маленький столик своей прелестной рукой, сейчас казавшейся вылепленной из воска. Глядя на короля глазами полными ужаса, она не произнесла ни слова. «Вы слышите, сударыня?» спросил король, наслаждаясь ее замешательством, хоть и не угадывая его причины. «Вы слышите?» «Слышу, сударь!» пролепетала королева. «Вы будете на этом балу?» «Да». «И на вас будут ваши алмазные подвески?» «Да». Королева стала еще бледнее. Король заметил это и, упиваясь ее тревогой, с той холодной жестокостью, которая составляла одну из самых неприятных сторон его характера, проговорил «И так решено! вот и все, что я хотел сказать вам. Но на какой день назначен бал?» спросила Анна Австрийская. Людовик Тринадцатый почувствовал, что ему не следует отвечать на этот вопрос. Голос королевы был похож на голос умирающий. «Весьма скоро, сударыня», ответил король, «но я не помню в точности числа, нужно будет спросить у кардинала». «Значит, это его Высокопреосвященство посоветовал вам дать бал?» воскликнула королева. «Да, сударыня, но к чему этот вопрос?» с удивлением спросил король. «И он же посоветовал вам напомнить мне о алмазных подвесках? Как вам сказать, это он?» «Ваше Величество, он! Не все ли равно он или я? Не считаете ли вы эту просьбу преступно?» «Нет, сударь». «Значит, вы будете?» «Да, прекрасно», сказал король, идя к выходу. «Надеюсь, вы исполните ваши обещания». Королева сделала реверанс не столько следуя этикету, сколько потому, что у нее подгибались колени. Король ушел, очень довольный. «Я погибла», прошептала королева, «погибла». «Кардинал знает все. Это он натравливает на меня короля, который пока еще ничего не знает, но скоро узнает, я погибла, боже мой, боже мой». Она опустилась на колени и, закрыв лицо дрожащими руками, углубилась в молитву. Положение действительно было ужасно. герцог Беккингем вернулся в Лондон. Госпожа Душеврес находилась в Туре. Зная, что за ней следят настойчивее, чем когда-либо, королева смутно догадывалась, что предает ее одна из ее придворных дам, но не знала, кто именно. Лапорт не имел возможности выходить за пределы Лувра. Она не могла довериться никому на свете. Ясно представив себе, как велико несчастье, угрожающее ей, и как она одинока. Королева не выдержала и разрыдалась. Не могу ли я чем-нибудь помочь вашему величеству? Произнес вдруг нежный, полный сострадания голос. Королева порывисто обернулась. Нельзя было ошибиться, услышав этот голос. Так говорить мог только друг. И действительно, у одной из дверей ведущей в комнату королевы стояла хорошенькая госпожа Бонасье. Она была занята уборкой платьев и белья королевы в соседней маленькой комнатке и не успела выйти, когда появился король. Таким образом, она слышала все. Королева, увидев, что она не одна, громко вскрикнула. В своей растерянности она не сразу узнала молодую женщину, приставленную к ней лапортом. «О, не бойтесь, ваше величество!» воскликнула молодая женщина, ломая руки и плача, приведя отчаяние своей повелительницы. «Я предана вашему величеству душой и телом, и как недалека я от вас, как не ничтожно мое звание, мне кажется, что я придумала, как вызвались ваше величество из беды». «Вы, о небо, вы!» скричала королева, «но взгляните мне в глаза, меня окружают предатели, могу ли я довериться вам, ваше величество?» воскликнула молодая женщина, падая на колени, «клянусь моей душой, я готова умереть за ваше величество». Этот крик вырвался из самой глубины сердца и не оставлял никаких сомнений в его искренности. «Да!» продолжала госпожа Боносье, «да, здесь есть предатели, но именем Пресвятой Девы клянусь, что нет человека более преданного вашему величеству, чем я. Эти подвески, о которых спрашивал король, вы отдали их герцогу Бекингему, не правы ли? Эти подвески лежали в шкатулке розового дерева, которую он унес с собою, или я ошибаюсь, или не то говорю, «О, Боже!» «Боже!» шептала королева, у которой зубы стучали от страха. «Так вот», продолжала госпожа Бонасье, «эти подвески надо вернуть». «Да, конечно, надо, но как, как это сделать?» вскричала королева, «надо послать кого-нибудь герцогу, но кого, кого, кому можно довериться? Положитесь на меня, ваше величество, окажите мне эту честь, моя королева, и я найду гонца, но придется написать, это необходимо, хоть два слова, начертанные рукой вашего величества и ваша личная печать, но эти два слова, это мой приговор, развод, ссылка, да, если они попадут в руки негодяя, но я ручаюсь, что эти строки будут переданы по назначению, о, Господи, мне приходится вверить вам мою жизнь, честь, мое доброе имя, да, сударыня, придется, и я спасу вас, но как, объясните мне, по крайней мере, моего мужа дня два или три назад освободили, я еще не успел повидаться с ним, это простой добрый человек, одинаково чуждый ненависти и любви, он сделает все, что я захочу, он отправится в путь, не зная, что он везет, и он передаст письмо вашего величества, не зная, что оно от вашего величества, по адресу, который будет ему указан. Королева в горячем порыве сжалобе руки молодой женщины, глядя на нее, так словно желала прочесть все таившееся в глубине ее сердца, но, видя в ее прекрасных глазах только искренность, она нежно поцеловала ее, сделай это, воскликнула она, и ты спасешь мою жизнь, спасешь мою честь, о, не преувеличивайте услуги, которую я имею честь оказать вам, мне нечего спасать, ведь ваше величество просто жертва гнусных происков, это правда, дитя мое, проговорила королева, и ты не ошибаешься, так дайте мне письмо, ваше величество, время не терпит. Королева подбежала к маленькому столику, на котором находились чернила, бумага и перья, она набросала две строчки, запечатала письмо своей печатью и протянула его госпожа Бонасье, да, сказала королева, но мы забыли об одной очень важной вещи, о какой, о деньгах, госпожа Бонасье покраснела, да, правда, проговорила она, и я должна признаться, что мой муж, у твоего мужа денег нет, ты это хотела сказать, нет, деньги у него есть, он очень скуп, это его главный порог, но пусть ваше величество не беспокоится, мы придумаем способ, дело в том, что и у меня нет денег, промолвила королева, тех, кто прочтет мемуары госпожи де Молтвиль не удивит этот ответ, но погоди, Анна Австрийская подошла к своей шкатулке, возьми этот перстень, сказала она, говорят, что он стоит очень дорого, мне подарил его мой брат, испанский король, он принадлежит лично мне, и я могу располагать им, возьми это кольцо, обрати его в деньги, и пусть твой муж едет, через час ваше желание будет исполнено, ты видишь адрес, прошептала королева, так тихо, что с трудом можно было разобрать слова мил лорду герцогу Беккенгему Лондон, письмо будет передано ему в руки, великодушное дитя, воскликнула королева, госпожа Бонасье поцеловала королеве руку, спрятала письмо в корсаж и унесла с легкой как птицей. Десять минут спустя она уже была дома. Она и в самом деле, как говорила королева, не видела еще мужа после его освобождения, не знала она и о перемене, происшедшей в его отношениях к кардиналу, перемене, которые особенно способствовали два или три посещения графа Рошфора, ставшего ближайшим другом Бонасье. Граф без особого труда заставил его поверить, что похищение его жены было совершено без всякого дурного умысла и являлось исключительно мерой политической предосторожности. Она застала господина Бонасье одного. Бедняга с трудом наводил порядок в доме, мебель оказалась почти вся поломанной, шкафы почти пустыми, православные судьи, по-видимому, не принадлежит к тем трем вещам, о которых царь Соломон говорит, что они не оставляют после себя следа. Что до служанки, то она сбежала тотчас же после ареста своего хозяина. Бедная девушка была так перепугана, что шла, не останавливаясь от Парижа до самой своей родины Бургундии. Почтенный галантерейщик сразу по прибытии домой уведомил жену о своем благополучном возвращении, и жена ответила поздравлением и сообщила, что воспользуется первой свободной минутой, которую ей удастся урвать от своих обязанностей, чтобы повидаться со своим супругом. Этой первой минутой пришлось дожидаться целых пять дней, что при других обстоятельствах показалось бы господину Бонасье слишком долгим сроком, но разговор с кардиналом и посещение графа Рошфора доставляли ему богатую пищу для размышлений, а, как известно, ничто так не сокращает время, как размышлений. К тому же размышления Бонасье были самого радужного свойства. Рошфор называл его своим другом, своим любезным Бонасье, и не переставал уверять его, что кардинал самого лучшего мнения о нем, галантерейщик, уже видел себя на пути к богатству и почести. Госпожа Бонасье тоже много размышляла за это время. Но нужно признаться, что, думаю, ее были чужды чистолюбия. Помимо воли и мысли ее постоянно возвращались к красивому и смелому юноше, влюбленному, по-видимому, столь страстно. Выйдя в 18 лет замуж за господина Бонасье, живя постоянно среди приятелей своего мужа, не способных внушить какое-либо чувство молодой женщине, с душой более возвышенной, чем можно было ожидать у женщины в ее положении, госпожа Бонасье не поддавалась дешевым соблазнам. Но дворянское звание в те годы больше, чем когда-либо, производило сильное впечатление на обыкновенных горожан. А Д'Артаньян был дворянин. Кроме того, он носил форму гвардейца, которая после формы мушкетера выше всего оценила с дамами. Он был, повторяем, красив, молод и предприимчив. Он говорил о любви, как человек влюбленный и жаждущий завоевать любовь. Всего этого было достаточно, чтобы вскружить двадцатипятилетнюю головку, а госпожа Бонасье как раз достигла этой счастливой поры жизни. Оба супруга поэтому, хотя и не виделись целую неделю, а за эту неделю ими были пережиты значительные события, встретились, поглощенные каждой своими мыслями. Господин Бонасье проявил все же искреннюю радость и с распростертыми объятиями пошел навстречу своей жене. Госпожа Бонасье подставила ему лоб для поцелуя. Нам нужно поговорить, сказала она. О чем же, с удивлением спросил Бонасье, мне нужно сказать вам нечто очень важное, начала госпожа Бонасье. Да, кстати, и я тоже должен задать вам несколько довольно серьезных вопросов, прервал ее Бонасье. Объясните мне, пожалуйста, почему вас похитили? Сейчас речь не об этом, ответила госпожа Бонасье. О чем же, о моем заточении? я узнала о нем в тот же день. Но за вами не было никакого преступления. Вы не были замешаны ни в какой интриге. Наконец, вы не знали ничего, что могло бы скомпрометировать вас или кого-либо другого, и я придала этому происшествию лишь то значение, которого оно заслуживало. Вам легко говорить, сударыня, сказал Бонасье, обиженный, недостаточным вниманием, проявленным женой. Но известно ли вам, что я провел целые сутки в Бастилии? Сутки проходят быстро. Не будем же говорить о вашем заточении, и вернемся к тому, что привело меня сюда. Как это что привело вас сюда? Разве вас привело сюда нежелание увидеться с мужем, с которым вы были целую неделю разлучены? Спросил галантерейщик, задетый заживое. Конечно, прежде всего это, но кроме того и другое. Говорите, это дело чрезвычайной важности, от которого, быть может, зависит вся наша будущая судьба. наше положение сильно изменилось за то время, что я не видел вас, госпожа Бонасье. Я не удивлюсь, если через несколько месяцев оно будет внушать зависть очень многим. Да, особенно, если вы точно выполните то, что я вам укажу. Мне? Да, вам. Нужно совершить одно доброе, святое дело, и вместе с тем можно будет заработать много денег. Госпожа Бонасье знала, что упоминанием о деньгах она заденет слабую струнку своего мужа. Но любой человек, хотя бы и галантерийщик, поговорив десять минут с кардиналом Ришелье, уже делался совершенно иным. Много денег? переспросил Бонасье, выпитив нижнюю губу. Да, много. Сколько примерно? Может быть, целую тысячу пистолей. «Значит, то, о чем вы собираетесь спросить, меня очень важно. Да. Что же нужно будет сделать?» «Вы немедленно отправитесь в путь. Я дам вам письмо, которое вы будете хранить, как зеницу ока, и вручите в собственные руки тому, кому оно предназначено. и куда же я поеду? В Лондон». «Я в Лондон? Да вы шутите. У меня нет никаких дел в Лондоне, но другим нужно, чтобы вы поехали в Лондон. Кто это другие? Предупреждаю вас, что я ничего больше не стану делать вслепую, и что я не только желаю знать, чем я рискую, но и ради кого я рискую. Знатная особа посылает вас, и знатная особа вас ждет, награда превзойдет ваши желания, вот все, что я могу вам обещать». «Снова интрига, вечные интриги! Благодарю! Теперь меня не проведешь. Господин кардинал мне кое-что разъяснил». «Кардинал?» вскричала госпожа Боносье. «Вы виделись с кардиналом?» «Да, он вызывал меня, гордо заявил галантерейщик. И вы последовали этому приглашению, неосторожный вы человек. Должен признаться, что у меня не было выбора, идти или не идти. Меня вели двое конвойных. Должен также признаться, что, так как я тогда еще не знал его преосвященства, то, если б я мог уклониться от этого посещения, я был бы очень рад». Он грубо обошелся с вами, грозил вам, он подал мне руку и назвал своим другом, своим другом. Слышите, сударыня, я друг великого кардинала. Великого кардинала? Уж не собираетесь ли вы оспаривать у него этот титул? Я ничего не оспариваю, но я говорю вам, что милость министра вещь непрочная, и что только сумасшедший свяжет свою судьбу с министром. Есть власть, стоящая выше его силы, власть, покоящаяся не на прихоти человека или на исходе каких-нибудь событий, такой власти и надо служить. Мне очень жаль, сударыня, но для меня нет другой власти, кроме власти великого человека, которому я имею честь служить. Вы служите кардиналу? Да, сударыня, и как его слуга я не допущу, чтобы вы впутывались в заговоры против безопасности государства, и чтобы вы, вы помогали интригам женщины, которая, не будучи француженкой, сердцем принадлежит Испании. К счастью, у нас есть великий кардинал. Его не дремлющий око следит за всем и проникает до глубины сердец. Гоносье слово в слово повторил фразу, слышанную от графа Рошфора. Он запомнил ее и только ждал случая блеснуть ей. Но бедная молодая женщина, рассчитывавшая на своего мужа и в этой надежде поручившаяся за него королеве задрожала и от ужаса перед опасностью, которую чуть не навлекла на себя и от сознания своей беспомощности. Все же, зная слабости своего мужа, особенно его алчность, она еще не теряла надежды заставить его исполнить ее волю. Ах, так, значит, вы кардиналист, сударь, воскликнула она. Ах, так, вы служите тем, кто истязает вашу жену, оскорбляет вашу королеву. Интерес одного человека ничто перед всеобщим благом. Я за тех, кто спасает государство, напыщенно произнес Боносье. Это снова была фраза графа Рошфора, которую Боносье запомнил и нашел случай вставить. Да имеете ли вы понятие, что такое государство, о котором вы говорите? Спросила, пожимая плечами госпожа Боносье, оставайтесь лучше простым мещанином, без всяких уещрений, и станьте на сторону тех, кто предлагает вам наибольшие выгоды. Как сказать? Протянул Боносье, похлопывая полежавшему подли него туго набитому мешку, который зазвенел серебряным звоном. Что вы на это скажете, почтеннейшая проповедница? Откуда эти деньги? Вы не догадываетесь? От кардинала? От него? И от моего друга графа Рошфора? От графа Рошфора? Но ведь он то меня и похитил. Вполне возможно. И вы принимаете деньги от этого человека? Не говорили ли вы, что это похищение имело причину чисто политическую? Но целью этого похищения было заставить меня предать мою госпожу, вырвать у меня под пыткой признания, которые могли бы угрожать чести, а может быть, и жизни моей августейшей повелительницы. «Сударыня», сказал Бонасье, «ваша августейшая повелительница, вероломная испанка, и все, что делает кардинал, делается по праву». «Сударь», скричала молодая женщина, «я знала, что вы трусливый, алчный и глупый, но я не знала, что вы подлец». «Сударыня», проговорил Бонасье, впервые видевший свою жену в таком гневе и струсивший перед семейной бурей, «сударыня, что вы говорите? Я говорю, что вы негодяй», продолжала госпожа Бонасье, заметив, что она снова начинает приобретать влияние на своего мужа. «Так значит, вы, вы стали заниматься политикой, да сделались, к тому же и сторонникам кардинала, так значит, вы душой и телом продаетесь дьяволу? Да еще за деньги, не дьяволу, а кардиналу, это одно и то же», воскликнула молодая женщина, «кто говорит Ришелье, говорит сатана, замолчите, сударыня, замолчите, вас могут услышать, да, вы правы, и мне будет стыдно за вашу трусость, но чего вы собственно требуете, я вам уже сказала, я требую, чтобы вы сию же минуту отправились в путь, и чтобы вы честно выполнили поручение, которым я удостаиваю вас, на этих условиях я готова все забыть и простить вам, и более того, она протянула ему руку, я верну вам свою дружбу. Бонасье был труслив и жаден, но жену свою он любил, он растрогался. Пятидесятилетнему мужу трудно долго сердиться на двадцатипятилетнюю жену, госпожа Бонасье увидел, и что он колеблется, ну, как же, вы решились, но, дорогая моя, подумайте сами, чего вы требуете от меня, Лондон находится далеко, очень далеко от Парижа, к тому же, возможно, что ваше поручение связано с опасностями, не все ли равно, раз вы избежите их. Знаете что, госпожа Бонасье, сказал галантерейщик, знаете что, я решительно отказываюсь, интриги меня пугают, я ответ видел, бастилию, брррр, это ужас, бастилия, стоит мне вспомнить, как мороз по коже подирает, мне грозили пытками, знаете ли вы, что такое пытки, деревянные клинья, загоняют между пальцами ноги, пока не треснут кости, нет, решительно нет, я не поеду, а почему бы, черт возьми, вам не поехать самой, мне начинает казаться, что я вообще был до сих пор в заблуждении на ваш счет, мне кажется, что вы мужчина, да еще и самых отчаянных, а вы, вы, женщина, жалкая женщина, глупая и тупая, ах, вы трусите, хорошо, в таком случае, я сию же минуту заставлю именем королевы арестовать вас, и вас засадят в ту самую бастилию, которой вы так боитесь. Бонасье впал в глубокую задумчивость. Он обстоятельно взвесил в своем мозгу, с чьей страны грозит большая опасность, со страны ли кардинала или страны королевы, гнев кардинала был куда опасней. «Прикажете арестовать меня именем королевы?» сказал он наконец, «а я сошлюсь на его преосвященство». Тут только госпожа Бонасье поняла, что зашла чересчур далеко и ужаснулась. Со страхом вглядывалась она в это тупое лицо, на котором выражалась непоколебимая решимость перед трусившего глупца. «Хорошо», сказала она, «возможно, что вы в конце концов правы. Мужчина лучше разбирается в политике, особенно вы, господин Бонасье, раз вам довелось беседовать с кардиналом, и все же мне очень обидно», добавила она, «что мой муж человек на любовь, которого я казалось могла положиться, не пожелал исполнить мою прихоти». «Ваши прихоти могут завести слишком далеко», покровительственным тоном произнес Бонасье, «и я побаиваюсь их. Придется отказаться от моей затеи», со вздохом промолвила молодая женщина, «пусть так, не будем больше об этом говорить». «Если бы хоть толком сказали мне, что я должен был сделать в Лондоне», помолчав, немного заговорил Бонасье, с некоторым опозданием, вспомнивший, что Рошфор велел ему выведывать тайны жены. «Вам это незачем знать», ответила молодая женщина, которую теперь удерживало недоверие. Дело шло о пустяке, о безделушке, которую иногда так жаждет женщина, о покупке, на которой можно было хорошо заработать. А чем упорнее молодая женщина старалась скрыть свои мысли, тем больше Бонасье убеждался, что тайна, которую она отказывалась доверить ему, имеет важное значение. Он поэтому решил немедленно бежать к графу Рошфору и дать ему знать, что королева ищет гонца, чтобы отправить его в Лондон. «Простите, дорогая, но я должен покинуть вас», сказал он. «Не знаю, что вы сегодня придете, я назначил свидание одному приятелю, я задержусь недолго, и если вы подождете меня минутку, я, кончив разговор с приятелем, сразу же вернусь за вами, так как уже темнеет, провожу вас в Лувр». «Благодарю вас, сударь», ответила госпожа Бонасье, «Вы недостаточно храбры, чтобы оказать мне какую-либо помощь, я могу вернуться в Лувр одна». «Как вам будет угодно, госпожа Бонасье», сказал бывший галантерейщик, «скоро ли я увижу вас снова?» «Должно быть на будущей неделе». «Я получу возможность немного освободиться от службы и воспользуюсь этим, чтобы привести в порядок наши вещи, которые, надо думать, несколько пострадали». «Хорошо, буду ждать вас, вы на меня не сердитесь, я нисколько, значит, до скорого свидания, до скорого свидания». Бонасье поцеловал руку жены и поспешно удалился. «Да», проговорила госпожа Бонасье, когда входная дверь захлопнула за ее мужем, и она оказалась одна, «этому дурню только не хватало стать кардиналистом, а я то ручала с королеви, я то обещала моей несчастной госпоже, о, Боже, Боже, она сочтет меня одной из тех подлых тварей, которыми кишит дворец, и которых поместили около нее, чтобы они шпионили за ней, ах, господин Бонасье, я никогда особенно не любила вас, а теперь дело хуже, я ненавижу вас, и даю слово, что рассчитаю с вами». Не успела она произнести эти слова, как раздался стук в потолок, заставивший ее поднять голову, «Дорогая госпожа Боросье», донесся сквозь потолок чей-то голос, «Отворите маленькую дверь на лестницу, я спущусь к вам». «Любовник и муж». «Да, сударыня», сказал Дортаньян, входя в дверь, которую отворила ему молодая женщина, «разрешите мне сказать вам, жалкий у вас муж». «Значит, вы слышали наш разговор?» живо спросила госпожа Бонасье с беспокойством глядя на Дортаньяна, от начала и до конца. «Но каким же образом, боже мой?» «Таким же образом, каким мне удалось услышать и несколько более оживленный разговор между вами и сыщиками кардинала. Что же вы поняли из нашего разговора?» «Тысячу разных вещей. Во-первых, что ваш муж, к счастью, глупец и тупица. Затем, что вы находитесь в затруднении, чему я несказанно рад, так как это даст мне возможность оказать вам услугу, а видит Бог, я готов броситься за вас в огонь и, наконец, что королеве нужен смелый, находчивый, преданный человек, готовый поехать по ее поручению в Лондон. Я обладаю, во всяком случае, некоторыми истребуемых качеств, и вот я жду ваших распоряжений». госпожа госпожа боносье ответила не сразу, но сердце ее забилось от радости и глаза загорелись надеждой. «А что будет мне порукой?» спросила она, «если я решусь доверить вам эту задачу». «Порукой пусть служит моя любовь к вам, но уговорите же, приказывайте, что я должен сделать». «Боже мой!» прошептала молодая женщина, «могу ли я доверить вам такую тайну? Ведь вы еще почти дитя». «Вижу, вам нужно, чтобы кто-нибудь поручился за меня». Признаюсь, меня бы это очень успокоило. «Знаете ли вы Атоса?» «Нет». «Портоса?» «Нет». «Арамиса?» «Нет». «Кто они все эти, господа?» «Мушкетеры его величества». «Знаете ли вы их капитана, господина Детревилля?» «О, да». «Его я знаю, не лично, но понаслышке. Королева не раз говорила о нем, как о благородном и честном дворянине». «Вы, надеюсь, не считаете возможным, чтобы он предал вас в угоду кардиналу?» «Разумеется, нет». «В таком случае откройте ему вашу тайну и спросите, можете ли вы довериться мне, как бы важна, драгоценна и страшна не была эта тайна? «Но ведь она принадлежит не мне. Я не имею права открыть ее. Ведь собирались же вы доверить ее господину Бонасье?» «С обидой», сказал Д'Артаньян, «как доверяю письмо дублу, дерево, крылу голубя, ошейнику собаки. Ведь вы же видите, как я вас люблю». «Да, вы это говорите. Я честный человек. Думаю, что так. Я храбр. О, я в этом убеждена. Тогда испытайте меня». Госпожа Бонасье, борясь с последними сомнениями, посмотрела на молодого человека. Но в глазах его был такой огонь. Голос звучал так убедительно, что она чувствовала желание довериться ему. Да и кроме того, другого выхода не было. Приходилось пойти на риск. Чрезмерная осторожность, как и чрезмерная доверчивость, были одинаково опасны для королевы. Затем мы вынуждены признаться в том, заставил ее заговорить невольное чувство, испытываемое ею к этому юноше. «Послушайте», сказала она, «я уступаю вашим настояниям и полагаюсь на вас, но клянусь перед Богом, который нас слышит, что если вы предадите меня, хотя бы враги мои меня помиловали, я покончу с собой, обвиняя вас в моей гибели. А я, проговорил Д'Артаньян, клянусь перед Богом, что если буду схвачен, выполняя ваши поручения, я лучше умру, чем скажу или сделаю что-нибудь могущее на кого-либо бросить тень». И тогда молодая женщина посвятила его в тайну, часть которой случай уже приоткрыл перед ним на мосту против самаритянки. Это было их объяснением в любви. Д'Артаньян сиял от гордости и счастья. «Это тайна, которой он владел, это женщина, которую он любил, придавали ему исполинские силы. Я еду, сказал он, еду сию же минуту. Как это вы едете?» воскликнула госпожа Бонасье. «А полк? А командир?» «Клянусь своей душой, вы заставили меня забыть обо всем, дорогая Констанция, вы правы, мне нужен отпуск». «Снова препятствие», с болью прошептала госпожа Бонасье. «О, с этим препятствием», промолвил после минутного размышления Д'Артаньян, «я легко справлюсь, не беспокойтесь». «Но как?» «Я сегодня же вечером отправлюсь к господину Д'Атревилю и попрошу его добиться для меня этой милостью его зятя, господина Д'Азесара, но это еще не все». «Что же вас смущает?» спросил Д'Артаньян, видя, что госпожа Бонасье не решается продолжить. «У вас может быть нет денег?» «Может быть тут излишне?» ответил, улыбаясь Д'Артаньян. «Если так, сказала госпожа Бонасье, открывая шкаф и вынимая оттуда мешок, который полчаса назад так любовно поглаживал ее супруг, возьмите этот мешок». «Мешок кардинала?» расхохотавшись, сказал Д'Артаньян, а он, как мы помним, благодаря разобранным доскам Пола слышал от слова до слова весь разговор между мужем и женой. «Да, мешок кардинала», подтвердила госпожа Бонасье. «Как видите, внешность у него довольно внушительная». «Тысяча чертей!» воскликнул Д'Артаньян. «Это будет вдвойне забавно, спасти королеву с помощью денег его преосвященства. вы милый и любезный юноша,» сказала госпожа Бонасье. «Поверьте, что ее величество не останется в долгу». «О, я уже полностью вознагражден», воскликнул Д'Артаньян, «я люблю вас. Вы разрешаете мне говорить вам это? Мог ли я надеяться на такое счастье?» «Тише!» Вдруг прошептала задрожав госпожа Бонасье. «Что такое?» «На улице». «Разговаривает». «Голос моего мужа». «Да, я узнаю его». Д'Артаньян подбежал к дверям и задвинул засов. «Он не войдет, пока я не уйду». «А когда я уйду, вы ему отопрете». «Но ведь я должна буду уйти». «Да и как объяснить ему исчезновение денег, если я окажу здесь?» «Вы правы, нужно выбраться отсюда». «Выбраться? Но как же? Он увидит нас, если мы выйдем. Тогда нужно подняться ко мне». «Ах!» скрикнула госпожа Бонасье. «Вы говорите это таким тоном, что мне страшно». Слеза блеснула во взоре госпожи Бонасье при этих словах. Д'Артаньян заметил эту слезу и, растроганный, смущенный, упал к ее ногам. «У меня», произнес он, «вы будете в безопасности, как в храме даю вам слово дворянина». «Идем», сказала она, «вверяю вам себя, мой друг». Д'Артаньян осторожно отодвинул засов, и оба легкие как тени, через внутреннюю дверь проскользнули на площадку, бесшумно поднялись по лестнице и вошли в комнату Д'Артаньяна. Оказавшись у себя, молодой человек для большей безопасности заградил дверь. Подойдя затем к окну, они увидели господина Боносье, который разговаривал с незнакомцем, закутанным в плащ. При виде человека в плаще Д'Артаньян вздрогнул и, выхватив наполовину шпагу, бросился к дверям. Это был незнакомец из Менга. Что вы собираетесь сделать? скричала госпожа Боносье. Вы погубите нас! Но я поклялся убить этого человека, воскликнул Д'Артаньян. Ваша жизнь сейчас посвящена вашей задаче и не принадлежит вам именем королевы. Запрещаю вам подвергать себя какой-либо опасности, кроме тех, которые ждут вас в путешествии. А вашим именем вы мне ничего не приказываете. Моим именем, произнесла госпожа Боносье с сильным волнением, моим именем я умоляю вас о том же. Но послушаем, мне кажется, они говорят обо мне. Д'Артаньян вернулся к окну и прислушался. господин Боносье уже отпер дверь своего дома и, видя, что квартира пуста, вернулся к человеку в плаще, которого на минуту оставил одного. Она ушла, сказал Боносье, должна быть, вернулась в Лувр. Вы уверены, спросил человек в плаще, что она не догадалась, зачем вы ушли? Нет, самодовольно ответил Боносье, она для этого слишком легкомысленная женщина, а молодой гвардеец дома? Не думаю. Как видите, ставни у него закрыты, и сквозь щели не проникает ни один луч света, все равно не мешает удостовериться. Каким образом? Нужно постучать к нему в дверь, я справлю своего слуги. Идите. Боносье скрылся в подъезде, прошел через ту же дверь, через которую только что проскользнули беглецы, поднялся до площадки Д'Артаньяна и постучал. Никто не отозвался. Портос на этот вечер для пущего блеска попросил уступить ему планше. Что ж касается Д'Артаньяна, то он и не думал подавать какие-либо признаки жизни. Тогда Боносье забарабанил в дверь. Молодые люди почувствовали, как сердца затрепетали у них в груди. Там никого нет, сказал Боносье. Все равно зайдемте лучше к вам, там будет спокойнее, чем на улице. Ах, воскликнула госпожа Боносье, мы теперь больше ничего не услышим. Напротив, успокоил ее Д'Артаньян, нам теперь будет еще лучше слышно. Д'Артаньян снял несколько квадратов паркета, превращавших пол его комнаты в некое подобие Дионисии его ухо, разложил на полу ковер, опустился на колени и знаком предложил госпожа Боносье последовать его примеру и наклониться над отверстием. «Вы уверены, что никого нет дома?» спросил незнакомец. «Я отвечаю за это», отвечал Боносье, «и вы полагаете, что ваша жена вернулась во дворец?» «Ни с кем предварительно не поговорив, уверен в этом. Это очень важно знать точно, понимаете?» «Значит, сведения, которые я вам сообщил, можно считать ценными?» «Очень ценными, не скрою от вас, дорогой мой Боносье, так что кардинал будет мною доволен, не сомневаюсь. Великий кардинал, вы хорошо помните, что ваша жена в беседе с вами не называла никаких имен?» «Кажется, нет». «Она не называла госпожи де Шеврес или герцога Бекингема или госпожи де Верне?» «Нет». «Она сказала только, что собирается послать меня в Лондон, чтобы оказать услугу очень воскопоставленному лицу». «Предатель!» прошептала госпожа Боносье «Тише!» проговорил Д'Артаньян, взяв ее руку, которую она в задумчивости не отняла у него. «И все-таки», продолжал человек в плаще, «Вы глупец, что не сделали вида, будто соглашаетесь. Письмо сейчас было бы у вас в руках государство, которому угрожают, было бы спасено, а вы, а я, а вы были бы пожалованы званием дворянина. Он вам говорил, да, я знаю, что он хотел вас обрадовать этой неожиданностью. «Успокойтесь», произнес Боносье, «жена меня обожает, и еще не поздно». «Глупец», прошептала госпожа Боносье, «тише, чуть слышно», проговорил Д'Артаньян, сильнее, сжимая ее руку. «Как это не поздно?» спросил человек в плаще. «Я отправлюсь в Лувр, вызову госпожу Боносье, скажу, что передумал, что все сделаю, получу письмо и побегу к кардиналу». «Хорошо». «Торопитесь, я скоро вернусь, чтобы узнать, чего вы достигли». «Незнакомец вышел, подлец», сказала госпожа Боносье, награждая этим эпитетом своего супруга. «Тише», повторил Д'Артаньян еще крепче, сжимая ее руку. «Но дикий вопль в эту минуту прервал размышления Д'Артаньяна и госпожи Боносье. Это муж ее, заметивший исчезновение мешка с деньгами, взывал о помощи. «О, Боже, Боже!» воскликнула госпожа Боносье. «Он поднимет на ноги весь квартал». Боносье кричал долго. Но, так как подобные крики, часто раздававшиеся на улице могильщиков, никого не могли заставить выглянуть на улицу, тем более, что дом галантерейщика с некоторых пор пользовался дурной славой, Боносье, видя, что никто не показывается, все продолжая кричать, выбежал из дома. Долго еще слышались его вопли, удалявшиеся в сторону улицы Дюбак. «А теперь», сказала госпожа Боносье, раз его «Нет, очередь за вами. Уходите, будьте мужественны и в особенности осторожны. Помните, что вы принадлежите королеве». «Ей и вам», воскликнул Д'Артаньян. «Не беспокойтесь, прелестная Констанция, я вернусь, заслужив ее благодарность, но заслужу ли я и вашу любовь?» Ответом послужил лишь яркий румянец, заливший щеки молодой женщине. Через несколько минут Д'Артаньян, в свою очередь, вышел на улицу, закутанный в плащ, край которого воинственно приподнимали ножны длинной шпаги. Госпожа Боносье проводила его тем долгим и нежным взглядом, каким женщина провожает человека, пробудившего в ней любовь. Но когда он скрылся за углом улицы, она упала на колени. «О, Господи!» прошептала она, ломая руки. «Защити королеву! Защити меня! План компании!» Д'Артаньян прежде всего отправился к господину де Тревилю. Он знал, что не пройдет и нескольких минут, как кардинал будет обо всем знать через проклятого незнакомца, который, несомненно, был доверенным лицом его преосвященства, и он с полным основанием считал, что нельзя тратить ни минуты. Сердце молодого человека было преисполнено радостью. Ему представлялся случай приобрести в одно и то же время и славу, и деньги. И, что самое замечательное, случай этот к тому же сблизил его с женщиной, которую он обожал. Провидение внезапно дарило ему большее, чем то, о чем он когда-либо смел мечтать. Господин де Тревиль был у себя в гостиной в обычном кругу своих знатных друзей. Д'Артаньян, которого в доме все знали, прошел прямо в кабинет и попросил слугу доложить, что желал бы переговорить с капитаном по важному делу. Не прошло и пяти минут ожидания, как вошел господин де Тревиль. Одного взгляда на сияющее радостью лицо молодого человека было достаточно. Почтенный капитан понял, что произошло нечто новое. В течение всего пути Д'Артаньян задавал себе вопрос, довериться ли господину де Тревилю, или только испросить у него свободы действий для одного секретного дела. Но господин де Тревиль всегда вел себя по отношению к нему с таким благородством. Он так глубоко был предан королю и королеве и так искренне ненавидел кардиналы, что молодой человек решил рассказать ему все. «Вы просили меня принять вас, мой молодой друг», сказал де Тревиль. «Да, сударь», ответил Д'Артаньян, «И вы извините меня, что я вас потревожил, когда узнаете о каком важном деле идет речь». «В таком случае говорите, я слушаю вас». «Дело идет», понизив голос, произнес Д'Артаньян, «не более и не менее как о чести, а может быть и о жизни королевы». «Что вы говорите?» воскликнул де Тревиль, озираясь, чтобы убедиться, не слышит ли их кто-нибудь, и снова остановил вопросительный взгляд на лице своего собеседника. «Я говорю, сударь», ответил Д'Артаньян, «что случай открыл мне тайну, которую вы, молодой человек, будете хранить, даже если бы за это пришлось заплатить жизнью, но я должен посвятить в нее вас, сударь, ибо вы один в силах мне помочь выполнить задачу, возложенную на меня ее величеством». «Это тайна ваша?» «Нет, сударь, это тайна королевы». «Разрешило ли вам ее величество посвятить меня в эту тайну?» «Нет, сударь, даже напротив, мне приказано строго хранить ее. Почему же вы собираетесь открыть ее мне?» «Потому что, как я уже сказал, я ничего не могу сделать без вашей помощи, и я опасаюсь, что вы откажете в милости, о которой я собираюсь спросить, если не будете знать, для чего я об этом прошу». «Сохраните веренную вам тайну молодой человек и скажите, чего вы желаете?» «Я желал бы, чтобы вы добились для меня у господина Дезессара отпуска на две недели. Когда? С нынешней ночи. Вы покидаете Париж? Я уезжаю, чтобы выполнить поручение. Можете ли вы сообщить мне, куда вы едете в Лондон? Заинтересован ли кто-нибудь в том, чтобы вы не достигли цели? Кардинал, как мне кажется, отдал бы все на свете, чтобы помешать мне. И вы отправляетесь один? Я отправляюсь один. В таком случае вы не доберетесь дальше Бонди. Ручаюсь вам словом до Тревиля. Почему? К вам подошлют убийцу. Я умру, выполняя свой долг, но поручение ваше останется невыполненным. Это правда», сказал Д'Артаньян. «Поверьте мне», продолжал Д'Атрувиль, «в такие предприятия нужно пускаться четверым, чтобы до цели добрался один». «Да, вы правы, сударь», сказал Д'Артаньян, «но вы знаете Атоса, Партоса и Арамиса, и знаете также, что я могу располагать ими. Не раскрыв им тайны, которую и я не пожелал узнать, мы раз и навсегда поклялись, подверять и неизменно хранить преданность друг другу. Кроме того, вы можете сказать им, что доверяете мне всецело, и они положатся на меня так же, как и вы. Я могу предоставить каждому из них отпуск на две недели. Атосу, которого все еще беспокоят его раны, чтобы он отправился на воды в Форш, Партосу и Арамису, чтобы они сопровождали своего друга, которого они не могут оставить одного в таком тяжелом состоянии, отпускное свидетельство послужит доказательством, что поездка совершается с моего согласия. Благодарю вас, сударь. Вы бесконечно добры. Отправляйтесь к ним немедленно. Отъезд должен свершиться сегодня же ночью. Да, но сейчас напишите прошение на имя господина Дезессара. Возможно, за вами уже следует по пятам шпион, и ваш приход ко мне, о котором в этом случае уже известно, кардиналу будет оправдан. Д'Артаньян составил прошение, и, принимая его из рук молодого господина, Де Травиль объявил ему, что не позже, чем через два часа, все четыре отпускных свидетельства будут на квартире каждого из четверых участников поездки. «Будьте добры послать мое свидетельство к Катосу», попросил Д'Артаньян. «Я опасаюсь, что, вернувшись домой, могу наткнуться на какую-нибудь неприятную неожиданность. Не беспокойтесь. До свидания и счастливого пути». «Да, подождите», крикнул Д'Артаньян, останавливая Д'Артаньяна. Д'Артаньян вернулся. «Деньги у вас есть?» Д'Артаньян щелкнул пальцем по сумке с монетами, которая была у него в кармане. «Достаточно?» спросил Д'Артаньян. «Триста пистолей». «Отлично! С этим можно добраться на край света. Итак, отправляйтесь». Д'Артаньян поклонился господину Д'Артаньян, который протянул ему руку. Молодой гасконец с почтительной благодарностью пожал эту руку. Со дня своего приезда в Париж он не мог нахвалиться этим прекрасным человеком, всегда таким благородным, честным и великодушным. Первый, к кому зашел Д'Артаньян, был Арамис. Он не был у своего друга с того памятного вечера, когда следил за госпожой Боросье. Более того, он даже редко встречался в последнее время с молодым мушкетером и каждый раз когда видел его, ему казалось, будто на лице своего друга он замечал следы какой-то глубокой печали. В этот вечер Арамис также еще не ложился и был мрачен и задумчив. Д'Артаньян попытался расспросить его о причинах его грусти, а Арамис сослался на комментарий к 18-й главе блаженного Августина, который ему нужно было написать по-латыни к будущей неделе, что якобы крайне его беспокоило. Беседа обоих друзей длилась уже несколько минут, как вдруг появился один из слуг господина Д'Атревиля и подал Арамису запечатанный пакет. «Что это?» спросил мушкетер. «Разрешение на отпуск, о котором вы, сударь, изволили просить, ответил слуга. Но я вовсе не просил об отпуске», воскликнул Арамис. «Молчите и берите», шепнул ему Д'Артаньян. «И вот вам, друг мой, пол пистоля за труды», добавил он, обращаясь к слуге. «Передайте господину Д'Атревилю, что господин Арамис сердечно благодарит его». Поклонившись до земли, слуга вышел. «Что это значит?» спросил Арамис. «Соберите все, что вам может понадобиться для двухнедельного путешествия и следуйте за мной». «Но я сейчас не могу оставить Париж, не узнав». Арамис умолк, что с нею стало, не так ли?» Продолжал за него Д'Артаньян. «С кем?» спросил Арамис. «С женщиной, которая была здесь. С вышитый платок». «Кто сказал вам, что здесь была женщина?» воскликнул Арамис, побледнев как смерть. «Я видел ее». «И знаете, кто она?» «Догадываюсь, во всяком случае». «Послушайте», сказал Арамис, «раз вы знаете так много разных вещей, то неизвестно ли вам, что стало с этой женщиной?» «Полагаю, что она вернулась в Тур». «Тур?» «Да, возможно, вы знаете ее, но как же она вернулась в Тур, ни слова не сказав мне?» «Она опасалась ареста». «Но почему она мне не написала, боялась навлечь на вас беду?» «Д'Артаньян!» «Вы возвращаете меня к жизни!» воскликнул Арамис. «Я думал, что меня презирают, обманывают. Я был так счастлив снова увидеться с ней. Я не мог предположить, что она рискует своей свободой ради меня, но с другой стороны, какая причина могла заставить ее вернуться в Париж?» «Та самая причина, по которой мы сегодня уезжаем в Англию». «Какая же это причина?» спросил Арамис. «Когда нибудь, Арамис, она станет вам известна, но пока я воздержусь от лишних слов, памятуя племяннице богослова». Арамис улыбнулся, вспомнив сказку, рассказанную им когда-то друзьям. «Ну что ж, раз она уехала из Парижа, и вы в этом уверены?» «Ничто меня больше здесь не удерживает, и я готов отправиться с вами. Вы сказали, что мы отправляемся прежде всего к Катосу. Если вы собираетесь идти со мной, то советую поспешить, так как мы потеряли очень много времени. Да, кстати, предупредите Базена. Базен едет с нами? Возможно. Во всяком случае, будет полезно, чтобы он также пришел к Катосу». Арамис позвал Базена и приказал ему прийти вслед за ними к Катосу. «Итак, идем», сказал Арамис, беря плащ, шпагу и засунув за пояс свои три пистолета. В поисках какой-нибудь случайно затерявшейся монеты он выдвинул и задвинул несколько ящиков. Убедившись, что поиски его напрасны, он направился к выходу вслед за Д'Артаньяном, мысленно задавая себе вопрос, откуда молодой гвардеец мог знать, кто была женщина, пользовавшаяся его гостеприимством, и знать лучше его самого, куда эта женщина скрылась. Уже на пороге Арамис положил руку на плечо Д'Артаньяну. «Вы никому не говорили об этой женщине?» спросил он. «Никому на свете, не исключая Атоса и Портоса, ни единого словечка. Слава Богу!» И, успокоившись на этот счет, Арамис продолжал путь вместе с Д'Артаньяном. Вскоре они оба достигли дома, где жил Атос. Когда они вошли, Атос держал в одной руке разрешение на отпуск, в другой письмо господина Д'Атрувиля. «Не объясните ли вы, что означает этот отпуск и это письмо, которое я только что получил?» спросил он с удивлением. «Любезный мой Атос, я согласен, раз этого настоятельно требует ваше здоровье, предоставить вам отдых на две недели. Можете ехать на воды в Форш или на любые другие, по вашему усмотрению? Поскорее поправляйтесь, благосклонный к вам Тро-Виль. Это письмо, этот отпуск Атос означает, что вам надлежит следовать за мной. Наводы в Форш туда или в иное место для службы королю, королю и королеве. Разве мы не слуги их величества? И как раз в эту минуту появился Портос. «Тысяча чертей!» воскликнул он, входя. «С каких пор мушкетерам предоставляются отпуск, о котором они не просили?» «С тех пор, как у них есть друзья, которые делают это за них». говорят, господа, вам придется довериться мне. — Но для путешествия в Лондон нужны деньги, — заметил Портос, — а у меня их нет. — У меня тоже. И у меня? — У меня они есть, — сказал Д'Артаньян, вытаскивая из кармана свой клад и бросая его на стол. — В этом мешке триста пистолей. Возьмем из них каждый по семьдесят пять. Этого достаточно на дорогу в Лондон и обратно. Впрочем, успокойтесь, мы не все доберемся до Лондона. — Это почему? — Потому что, по всей вероятности, кое-кто из нас отстанет в пути. — Так что же мы пускаемся в поход? И даже в очень опасный должен вас предупредить. — Черт возьми! — воскликнул Портос. — Но раз мы рискуем быть убитыми, я хотел бы, по крайней мере, знать во имя чего. — Легче тебе от этого будет? — спросил Атос. — Должен признаться, — сказал Арамис, — что я согласен с Портосом. — А разве король имеет обыкновение давать вам отчет? — Нет. Он просто говорит вам. — Господа, в Гасконии или во Фландрии дерутся. Идите драться. И вы идете. — Во имя чего? — Вы даже не задумываетесь над этим. — Д'Артаньян прав, — сказал Атос. — Вот наши три отпускных свидетельства, присланные господином Д'Атревилем, и вот триста пистолей, данные неизвестно кем. Пойдем умирать, куда нас посылают. Стоит ли жизнь того, чтобы так много спрашивать? Д'Артаньян, я готов идти за тобой. — Я тоже, — сказал Портос. — И я тоже, — сказал Арамис. — Кстати, я не прочь сейчас уехать из Парижа. Мне нужно развлечься. — Развлечений у вас хватит, господа. Будьте спокойны, — заметил Д'Артаньян. — Прекрасно. Когда же мы отправляемся? — спросил Атос. — Сейчас же, — ответил Д'Артаньян. — Нельзя терять ни минуты. — Эй! Гримо, Планше, Мушкетон, Базен! — крикнули все четверо своим лакеем. — Смажьте наши ботфорты и приведите наших коней. В те годы полагалось, чтобы каждый мушкетер держал в главной квартире, как в казарме, своего коня и коня своего слуги. Планше, Гримо, Мушкетон и Базен бегом бросились исполнять приказания своих господ. — А теперь, — сказал Партос, — составим план компании. Куда же мы направляемся прежде всего? — Кале, — сказал Д'Артаньян. — Это кратчайший путь в Лондон. — В таком случае вот мое мнение, — начал Партос. — Говори. — Четыре человека, едущие куда-то вместе, могут вызвать подозрения. Д'Артаньян каждому из нас даст надлежащие указания. — Я выйду вперед на Булонь, — продолжал Партос, — чтобы разведать дорогу. Атос выйдет двумя часами позже через Амьен. Арамис последует за ними на Нуайон. А что же касается Д'Артаньяна, он может выехать по любой дороге, но в одежде планше, а планше отправится вслед за нами, изображая Д'Артаньяна и в форме гвардейца. — Господа, — сказал Атос, — я считаю, что не следует в такое дело посвящать слуг. Тайну может случайно выдать дворянин, но лакей почти всегда продаст ее. — План Партоса мне представляется неудачным, — сказал Д'Артаньян. — Прежде всего, я и сам не знаю, какие указания должен дать вам. Я везу письмо. Вот и все. Я не могу снять три копии с этого письма, ибо оно запечатано. Поэтому, как мне кажется, нам следует передвигаться вместе. Письмо лежит вот здесь, в этом кармане. И он указал, в каком кармане лежит письмо. Если я буду убит, один из вас возьмет письмо, и вы будете продолжать свой путь. Если его убьют, настанет очередь третьего и так далее. Лишь бы доехал один. Этого будет достаточно. — Браво, Д'Артаньян! — Я такого же мнения, как ты, — сказал Атос. — К тому же надо быть последовательным. Я еду на воды. Вы меня сопровождаете. Вместо форских вод я отправляюсь к морю. Ведь я свободен в выборе. Нас намереваются задержать. Я предъявляю письмо господина Д'Атравилля, а вы — ваши свидетельства. На нас нападают, мы защищаемся, нас судят. А мы со всем упорством утверждаем, что намеревались только разок-другой окунуться в море. С четырьмя людьми, путешествующими в одиночку, ничего не стоит справиться, тогда как четверо вместе уже отряд. Мы вооружим четырех наших слуг пистолетами и мушкетами. Если против нас вышлют армию, мы примем бой. И тот, кто уцелеет, как сказал Д'Аттаньян, отвезет письмо. — Прекрасно, — сказал Рамис. — Ты говоришь редко, Атос, но зато когда заговоришь, то не хуже Иоанна Златоуста. Я принимаю план Атоса, а ты, Портос? — Я так же, — сказал Портос. — Если Д'Аттаньян с ним согласен. Д'Аттаньян, которому поручено письмо, естественно, начальник нашей экспедиции. Пусть он решает, а мы выполним его приказание. — Так вот, — сказал Д'Аттаньян. — И я решил. Мы принимаем план Атоса и отбываем через полчаса. — Принято! — хором проговорили все три мушкетера. Затем каждый из них, протянув руку к мешку, взял себе семьдесят пять пистолей и принял сад за приготовление, чтобы через полчаса быть готовым к отъезду. Путешествие. В два часа ночи наши четыре искателя приключений выехали из Парижа через ворота Сен-Дени. Пока вокруг царил мрак, они ехали молча. Темнота против их воли действовала на них. Всюду и мерещились засады. При первых лучах солнца языки у них развязались, а вместе с солнцем вернулась и обычная веселость. Словно накануне сражения сердца бились сильнее, глаза улыбались. Как-то чувствовалось, что жизнь, с которой, быть может, придется расстаться, в сущности, совсем неплохая штука. Вид колонны, впрочем, был весьма внушительный. Черные кони мушкетеров, их твердая поступь, привычка, приобретенная в эскадроне и заставлявшая этих благородных товарищей и солдата двигаться ровным шагом — все это уже само по себе могло бы раскрыть самое строгое инкогнито. Позади четырех друзей ехали слуги, вооруженные до зубов. Все шло благополучно до Шантильи, куда друзья прибыли в восемь часов утра. Нужно было позавтракать, а они соскочили с лошадей у трактира. Слугам приказали не расседливать лошадей и быть наготове, чтобы немедленно продолжать путь. Друзья вошли в общую комнату и сели за стол. Какой-то дворянин, только что прибывший по дороге из дам Мартена, завтракал, сидя за тем же столом. Он завел разговор о погоде. Наши путники ответили, он выпил за их здоровье, они выпили за него. Но в ту минуту, когда мушкетон вошел с докладом, что лошади готовы, и друзья поднялись из-за стола, незнакомец предложил Портосу выпить за здоровье кардинала. Портос ответил, что готов это сделать, если незнакомец, в свою очередь, выпьет за короля. Незнакомец воскликнул, что не знает другого короля, кроме его преосвященства. Портос назвал его пьяницей. Незнакомец выхватил шпагу. — Вы допустили оплошность, — сказал Атос. — Но ничего не поделаешь, отступать сейчас уже нельзя, убейте этого человека. И как можно скорее нагоните нас. И трое приятелей вскочили на коней и помчались во весь опор, в то время как Портос клятвенно обещал своему противнику продырявить его всеми способами, известными в фехтовальном искусстве. — Итак, номер один, — заметил Атос, когда они отъехали шагов на пятьсот. — Но почему этот человек привязался именно к Портосу, а не к кому-либо другому из нас? — спросил Арамис. — Потому что Портос разговаривал громче всех, и этот человек принял его за начальника, — сказал Д'Артаньян. — Я всегда говорил, что этот молодой гасконец, кладясь при мудрости, — пробормотал Атос. И путники поехали дальше. В Бо-Ве они остановились на два часа, чтобы дать передохнуть лошадям, отчасти же, надеясь дождаться Портоса. По истечении двух часов, видя, что Портос не появляется, и о нем нет никаких известий, они поехали дальше. В одной миле за Бо-Ве, в таком месте, где дорога была сжата между двумя откосами, им повстречалось восемь или десять человек, которые, пользуясь тем, что дорога здесь не была вымощена, делали вид, что чинят ее. На самом деле, они выкапывали ямы и усердно углубляли глинистые клеи. Арамис, боясь в этом искусственном месиве испачкать Ботфорты, резко окликнул их. Атос попытался остановить его, но было уже поздно. Рабочие принялись насмехаться над путниками. Их наглость заставила даже спокойного Атоса потерять голову и двинуть коня прямо на одного из них. Тогда все эти люди отступили к канаве и вооружились спрятанными там мушкетами. Наши семеро путешественников были вынуждены буквально проехать сквозь строй. Арамис был ранен пулей в плечо. А у мушкетона пуля засела в мясистой части тела пониже поясницы. Но только один мушкетон соскользнул с коня. Не имея возможности разглядеть свою рану, он, видимо, счел ее более тяжелой, чем она была на самом деле. — Это засада, — сказал Д'Артаньян. — Отстреливаться не будем. Вперед! Арамис, хотя и раненый, ухватился за гриву своего коня, который понесся вслед за остальными. Лошадь мушкетона нагнала их и без всадника заняла свое место в ряду. — У нас будет запасной конь, — сказал Атос. — Я предпочел бы шляпу, — ответил Д'Артаньян. — Мою собственную снесла пуля. Еще счастье ж письмо, которое я везу, не было запрятано в ней. — Все это так, — заметил Арамис. — Но они убьют беднягу Портоса, когда он будет проезжать мимо. — Если бы Портос был на ногах, он успел бы уже нас нагнать, — сказал Атос. — Я думаю, что, став позицию, пьяница протрезвился. — Они скакали еще часа два, хотя лошади были так измучены, что приходилось опасаться, как бы они вскоре не вышли из строя. Путники свернули на проселочную дорогу. Надеясь, что здесь они скорее избегнут столкновений. Но Крэф Керри... Арамис сказал, что не в силах двигаться дальше. И в самом деле, чтобы доехать сюда, потребовалось все мужество, которое он скрывал под внешним изяществом и изысканными манерами. С каждой минуты он все больше бледнел, и его приходилось поддерживать в седле. Его ссадили у входа в какой-то кабачок и оставили при нем базена, который при вооруженных стычках скорее был помехой, чем подмогой. Затем они снова двинулись дальше, надеясь заночевать в Амьене. — Дьявол! — проговорил Атос, когда маленький отряд, состоявший уже только из двух господ и двух слуг, гремой планше, снова понесся по дороге. Больше уж я не попадусь на их удочку. Могу поручиться, что отсюда и до самого коле они не заставят меня и рот раскрыть, клянусь. — Не клянитесь, — прервал его Д'Артаньян, — лучше прибавим ходу, если только выдержат лошади. И путешественники вонзили шпоры в бока своих лошадей, которым это словно придано новые силы и новую бодрость. Они добрались до Амьена и в полночь спешились у гостиницы «Золотая лилия». Трактирщик казался учтивейшим человеком на свете. Он встретил приезжих, держа в одной руке подсвечник, в другой — свой ночной колпак. Он высказал намерение отвезти двум своим гостям, каждому в отдельности, по прекрасной комнате. К сожалению, комнаты эти находились в противоположных концах гостиницы. Д'Артаньян и Атос отказались. Хозяин отвечал, что у него нет другого помещения, достойного их милости, но путники ответили, что проведут ночь в общей комнате, на матрацах, которые можно будет постелить на полу. Хозяин пробовал настаивать, путники не сдавались. Пришлось подчиниться их желаниям. Не успели они расстелить постели и запереть дверь, как раздался со двора стук вставень. Они спросили, кто это, узнали голоса своих слуг и открыли окно. Это были действительно планше и гримо. «Для охраны лошадей будет достаточно одного гримо», — сказал планше. «Если господа разрешат, я лягу здесь поперек дверей. Таким образом, господа могут быть уверены, что до них не доберутся». «А на чем же ты ляжешь?» — спросил Д'Артаньян. «Вот моя постель», — ответил планше, указывая на охапку соломы. «Ты прав». «Иди сюда», — сказал Д'Артаньян. «Физиономия хозяина и мне не по душе. Уж очень она сладкая». «Мне он тоже не нравится», — добавил Атос. Планше забрался в окно и улегся поперек дверей, тогда как гримо отправился спать в конюшню, обещая, что завтра к пяти часам утра все четыре лошади будут готовы. Ночь прошла довольно спокойно. Около двух часов, правда, кто-то попытался отворить дверь, но планше, проснувшись, закричал «Кто идет?» Ему ответили, что ошиблись дверью и удалились. В четыре часа утра донесся отчаянный шум из конюшни. Гремо, как оказалось, попытался разбудить конюхов, и конюхи бросились его бить. Распахнув окно, друзья увидели, что несчастный гремо лежит на дворе без сознания. Голова его была расчечена, а рукоятка отвил. Планше спустился во двор, чтобы оседлать лошадей, но ноги лошадей были разбиты. Одна только лошадь Мушкетона, скакавшая накануне пять или шесть часов без седока, могла бы продолжать путь, но по непонятному недоразумению, коновал, за которым якобы посылали, чтобы он пустил кровь одной из хозяйских лошадей, по ошибке пустил кровь лошади Мушкетона. Положение начинало вызвать беспокойство. Все эти беды, следующие одна за другой, могли быть делом случая, но с такой же вероятностью, могли быть и плодом заговора. Атос и Д'Артаньян вышли на улицу, а Планше отправился узнать, нельзя ли где-нибудь в окрестностях купить трех лошадей. У входа в трактир стояли две оседланные и взнозданные лошади, свежие и сильные. Это было как раз то, что требовалось. Планше спросил, где хозяева лошадей. Ему ответили, что хозяева ночевали здесь, в гостинице, и сейчас расплачиваются с трактирщиком. Атос спустился, чтобы расплатиться за ночлег, а Д'Артаньян и Планше остались стоять у входа. Трактирщик находился в комнате с низким потолком, расположенной в глубине дома. Атоса попросили пройти туда. Входя в комнату и ничего не подозревая, Атос вынул два пистоля и подал их хозяину. Трактирщик сидел за конторкой. Один из ящиков, который был выдвинут, он взял монеты и, повертев их в руках, вдруг закричал, что монеты фальшивые, и что он немедленно велит арестовать Атоса и его товарищей как фальшивомонетчиков. — Мерзавец! — воскликнул Атос, наступая на него. — Я тебе уши отрежу. В ту же минуту четверо вооруженных до зубов мужчин ворвались через боковые двери и бросились на Атоса. — Я в ловушке! — закричал Атос во всю силу своих легких. — Скачи, Д'Артаньян, пришпоривай! — и он дважды выстрелил из пистолета. Д'Артаньян и Планше не заставили себя уговаривать. Отвязав коней, ожидавших у входа, они вскочили на них и, дав шпоры карьером, понеслись по дороге. — Не видел ли ты что с Атосом? — спросил Д'Артаньян у Планше, не замедляя хода. — Ах, сударь! — произнес Планше. — Я видел, как он двумя выстрелами уложил двоих из нападавших, и сквозь стекла дверей мне показалось, будто он рубится с остальными. — Молодец, Атос! — прошептал Д'Артаньян. — И подумать только, что пришлось его покинуть. — Впрочем, возможно, что и нас ожидает та же участь несколькими шагами дальше. — Вперед, Планше! Вперед, ты славный малый! — Я ведь говорил вам, сударь, — ответил Планше, — пекардийца, узнаешь только постепенно. — К тому же я здесь, в своих родных краях, и это придает мне духу. И оба, еще сильнее пришпорив коней, не останавливаясь, доскакали до Сент-Омэра. В Сент-Омэре они дали передохнуть лошадям, но, опасаясь новых неожиданностей, не выпускали из рук поводьев, и тут же на улице, наскоро закусив, помчались дальше. За сто шагов до воротка ле конь Д'Артаньяна рухнул, и нельзя было заставить его подняться. Кровь хлистала у него из ноздрей глаз. Оставалась лошадь Планше, но она остановилась, и ее не удавалось сдвинуть с места. К счастью, как мы уже говорили, они находились в каких-нибудь ста шагах от города. Покинув лошадей на проезжей дороге, они бегом бросились к гавани. Планше обратил внимание Д'Артаньяна на какого-то дворянина, который, видимо, только что прибыл со своим слугой и шел в ту же сторону, опередив их всего на каких-нибудь пятьдесят шагов. Они поспешили нагнать этого человека, который, видимо, куда-то торопился. Ботфорты его были покрыты слоем пыли, и он расспрашивал, нельзя ли ему немедленно переправиться в Англию. — Не было бы ничего проще, — отвечал хозяин одной из шхун, совершенно готовый к отплытию, — но сегодня утром пришел приказ не выпускать никого без особого разрешения кардинала. — У меня есть такое разрешение, — сказал дворянин, вынимая из кармана бумагу. — Вот оно! — Пусть его пометит начальник порта, — сказал хозяин, — и не ищите потом другой шхуны, кроме моей. — Где же мне найти начальника? — Он в своем загородном доме. Этот дом расположен в четверти мили от города. Вон он виден отсюда, у подножья того холма. — Хорошо, — сказал приезжий, — и, сопровождаемый своим лакеем, он направился к дому начальника порта. Пропустив их на пятьсот шагов вперед, Д'Артаньян и Планше последовали за ними. Выйдя за пределы города, Д'Артаньян ускорил шаг и нагнал приезжего дворянина на опушке небольшой рощи. — Сударь, — начал Д'Артаньян, — вы, по-видимому, очень спешите. — Очень спешу, сударь. — Мне чрезвычайно жаль, — продолжал Д'Артаньян, — но ввиду того, что и я очень спешу, я хотел попросить вас об одной услуге. — О чем именно? — Я хотел просить вас пропустить меня вперед. — Невозможно, сударь, — ответил дворянин. — Я проехал шестьдесят миль за сорок четыре часа, и мне необходимо завтра в полдень быть в Лондоне. — Я проехал то же расстояние в сорок часов, и мне завтра в десять часов утра нужно быть в Лондоне. — Весьма сожалею, сударь, но я прибыл первым, и не пройду вторым. — Весьма сожалею, сударь, но я прибыл вторым, а пройду первым. — По приказу короля! — крикнул дворянин. — По собственному желанию, — произнес Д'Артаньян. — Да вы никак ищите ссоры, а чего же другого? — Что вам угодно. — Вы хотите знать? — Разумеется. — Так вот, мне нужен приказ, который у вас есть и которого у меня нет, хотя он мне крайне необходим. — Вы шутите, надеюсь? — Я никогда не шучу. — Пропустите меня. — Вы не пройдете. — Мой храбрый юноша, я разобью вам голову. — Любен, пистолеты. Планше, — сказал Д'Артаньян, — разделайся со слугой, а я справлюсь с господином. Планше, расхрабрившийся после первых своих подвигов, бросился на Любена и, благодаря своей силе и ловкости, опрокинув его на спину, поставил ему колено на грудь. — Делайте свое дело, сударь, — крикнул Планше, — а я свое сделал. Видя все это, дворянин выхватил шпагу и ринулся на Д'Артаньяна, но он имел дело с сильным противником. За три секунды Д'Артаньян трижды ранил его при каждом ударе, приговаривая, — вот это затоса, вот это за портоса, вот это за арамиса. При третьем ударе прежде рухнул, как сноб. Предположив, что он мертв или, во всяком случае, без сознания, Д'Артаньян приблизился к нему, чтобы забрать у него приказ. Но когда он протянул руку, чтобы обыскать его раненый, не выпустивший из рук шпаги, ударил его острием в грудь. — Вот это лично вам! — проговорил он. — А это от меня! Последний! — на закуску в бешенстве крикнул Д'Артаньян, пригвоздив его к земле четвертым ударом в живот. На этот раз дворянин закрыл глаза и потерял сознание. Нащупав карман, в который приезжий спрятал разрешение на выезд, Д'Артаньян взял его себе. Разрешение было выписано на имя графа де Варда. Бросив последний взгляд на красивого молодого человека, которому едва ли было больше двадцати пяти лет, и которого он оставлял здесь без сознания, а может быть и мертвым, Д'Артаньян вздохнул при мысли о странностях судьбы, заставляющей людей уничтожать друг друга во имя интересов третьих лиц, им совершенно чуждых и нередко даже не имеющих понятия об их существовании. Но вскоре его от этих размышлений отвлек Любен, вопивший, что есть мочи, и взывавший о помощи. Планше схватил его за горло и сжал изо всех сил. «Сударь», — сказал он, — «пока я буду вот это к его держать, он будет молчать, но стоит мне его отпустить, как он снова заорет. Я узнаю в нем норманца, а норманца — народ упрямый». И в самом деле, как крепко не сжимал планше ему горло, Любен все еще пытался издавать какие-то звуки. «Погоди», — сказал Д'Артаньян. И, вытащив платок, он заткнул упрямцу рот. «А теперь», — предложил планше, — «привяжем его к дереву». Они проделали это весьма тщательно. Затем подтащили графа де Варда поближе к его слуге. Наступала ночь. Раненый и его слуга, связанные по рукам и ногам, находились в кустах в стороне от дороги, и было видно, что они останутся там до утра. «А теперь», — сказал Д'Артаньян, — «к начальнику порта». «Но вы, кажется, ранены», — заметил планше пустяки. «Займемся самым спешным, а после мы вернемся к моей ранее. Она, кстати, по-моему, не опасна». И они оба быстро зашагали к дому почтенного чиновника. Ему доложили о приходе графа де Варда. Д'Артаньяна ввели в кабинет. «У вас есть разрешение, подписанное кардиналом?» — спросил начальник. «Да, сударь», — ответил Д'Артаньян. «Вот оно». «Ну что ж, оно в полном порядке. Есть даже указание содействовать вам». «Вполне естественно», — сказал Д'Артаньян. «Я из числа приближенных его преосвященства». «Его преосвященство, по-видимому, желает воспрепятствовать кое-кому перебраться в Англию». «Да, некоему Д'Артаньяну, Биарнскому дворянину, который выехал из Парижа в сопровождении трех своих приятелей, намереваясь пробраться в Лондон. Вы его знаете?» «Кого?» «Этого Д'Артаньяна. Великолепно знаю». «Тогда укажите мне все его приметы». «Нет, ничего легче». И Д'Артаньян набросал до мельчайшей черточки портрет графа де Варда. «Кто его сопровождает?» «Лакей по имени Люден. Выследим их. Если только они попадутся нам в руки, его преосвященство может быть спокоен. Мы припроводим их в Париж под должным конвоем». «И тем самым», — произнес Д'Артаньян, — «вы заслужите благоволение кардинала». «Вы увидите его по возвращении, граф, без всякого сомнения. Передайте ему, пожалуйста, что я верный его слуга. Непременно передам». Обрадованный этим обещанием, начальник порта сделал пометку и вернул Д'Артаньяну разрешение на выезд. Д'Артаньян не стал тратить даром время на лишние любезности. Поклонившись начальнику порта и поблагодарив его, он удалился. Выйдя на дорогу, и он, и планше ускорили шаг, и, обойдя лес кружным путем, вошли в город через другие ворота. Шхуна по-прежнему стояла, готовая к отплытию. Хозяин ждал на берегу. «Как дела?» — спросил он, увидев Д'Артаньяна. «Вот мой пропуск, подписанный начальником порта. А другой господин...» «Он сегодня не поедет», — заявил Д'Артаньян. «Но не беспокойтесь, я оплачу проезд за нас обоих». «В таком случае в путь», — сказал хозяин. «В путь», — повторил Д'Артаньян. «Он и планше вскочили в шлюпку, и через пять минут они были на борту». Было самое время. Они находились в полумиле от земли, когда Д'Артаньян заметил на берегу вспышку, а затем донесся и грохот выстрела. Это был пушечный выстрел, означавший закрытие порта. Пора было заняться своей раной. К счастью, как и предполагал Д'Артаньян, она была не слишком опасна. Острие шпаги наткнулось на ребро и скользнуло вдоль кости. Сорочка сразу же прилипла к ране, и крови пролилось всего несколько капель. Д'Артаньян изнемогал от усталости. Ему расстелили на палубе тюфяк, он повалился на него и уснул. На следующий день, на рассвете, они оказались уже в трех или четырех милях от берегов Англии. Всю ночь дул слабый ветер, и судно двигалось довольно медленно. В десять часов судно бросило якорь в Дуврском порту. В половине одиннадцатого Д'Артаньян ступил ногой на английскую землю и закричал «Наконец, у цели!» Но это было еще не все. Надо было добраться до Лондона. В Англии почта работала исправно. Д'Артаньян и планше взяли каждый по лошади. Почтальон скакал впереди. За четыре часа они достигли ворот столицы. Д'Артаньян не знал Лондона, не знал ни слова по-английски, но он написал имя герцога Беккингема на клочке бумаги, и ему сразу же указали герцогский дворец. Герцог находился в Виндзоре, где охотился вместе с королем. Д'Артаньян вызвал доверенного коммердинера-герцога, который сопровождал своего господина во всех путешествиях и отлично говорил по-французски. Молодой гасконец объяснил ему, что только сейчас прибыл из Парижа, поделал чрезвычайные важности, и ему необходимо говорить с герцогом. Уверенность, с которой говорил Д'Артаньян, убедила Патрика, так звали слугу министра. Он велел оседлать двух лошадей и взялся сам проводить молодого гвардейца. Что же касается планшета, бедняга, когда его сняли с коня, уже просто одеревенел и был полумертв от усталости. Д'Артаньян казался существом железным. По прибытии в Виндзорский замок они справились, где герцог. Король и герцог Бекингем были заняты соколиной охотой где-то на болотах, в двух-трех милях отсюда. В двадцать минут Д'Артаньян и его спутник доскакали до указанного места. Вскоре Патрик услышал голос герцога, звавший своего сокола. — О ком прикажете доложить милорду герцогу? — спросил Патрик. — Вы скажете так. Молодой человек, затеявший с ним ссору на новом мосту против самаритянки. — Странная рекомендация. Вы увидите, что она стоит любой другой. Патрик пустил своего коня галопом. Нагнав герцога, он доложил ему в приведенных нами выражениях о том, что его ожидает гонец. Герцог сразу понял, что речь идет о Д'Артаньяне. И догадываясь, что во Франции, по-видимому, произошло нечто такое, о чем ему считают необходимым сообщить, он только спросил, где находится человек, который привез эти новости. Издали, узнав гвардейскую форму, он пустил своего коня галопом и прямо поскакал к Д'Артаньяну. — Не случилось ли несчастье с королевой? — воскликнул герцог. И в этом возгласе сказалась вся его забота и любовь. — Не думаю, но все же полагаю, что ей грозит большая опасность, от которой оградить ее может только ваша милость. И я, — воскликнул герцог, — неужели я буду иметь счастье быть ей хоть чем-нибудь полезным? — Говорите! — Скорее говорите! — Вот письмо, — сказал Д'Артаньян. — Письмо? От кого? — От ее величества, полагаю. — От ее величества? — переспросил герцог, так сильно побледнев, что Д'Артаньян подумал, уж не стало ли ему дурно. Герцог распечатал конверт. — Что это? — спросил он Д'Артаньяна, указывая на одно место в письме, прорванное насквозь. — Ах! — сказал Д'Артаньян. — Я и не заметил. Верно, шпага графа де Варда проделала эту дыру, когда вонзилась мне в грудь. — Вы ранены? — спросил герцог, разворачивая письмо. — Пустяки! — сказал Д'Артаньян. — Сарапина. — О небо! Что я узнаю? — воскликнул герцог. — Патрик! — Оставайся здесь. — Или нет? — Лучше догони короля, где бы он ни был, и передай, что я почтительнейше прошу его величества меня изменить, но дело величайшей важности призывает меня в Лондон. — Едем, судари. — Едем. И оба во весь опор помчались в сторону столицы. Графиня Винтер Дорогой герцог расспросил Д'Артаньяна, если не обо всем случившемся, то во всяком случае о том, что Д'Артаньяну было известно. Сопоставляя то, что он слышал из уст молодого человека со своими собственными воспоминаниями, герцог Бекингем мог составить себе более или менее ясное понятие о положении, на серьезность которого, впрочем, при всей своей краткости и неясности указывало и письмо королевы. Но особенно герцог был поражен тем, что кардиналу, которому так важно было, чтобы этот молодой человек не ступил на английский берег, все же не удалось задержать его в пути. В ответ на выраженное герцогом удивление, Д'Артаньян рассказал о принятых им предосторожностях и о том, как, благодаря самоотверженности его трех друзей, которых он, раненых, окровавленных, вынужден был покинуть в пути, ему удалось самому отделаться ударом шпагой, порвавшим письмо королевы ударом, за который он такой страшной монетой расплатился с графом Д'Артаньян. Слушая Д'Артаньяна, рассказывавшего все это с величайшей простотой, герцог время от времени поглядывал на молодого человека, словно не веря, что такая предусмотрительность, такое мужество и преданность могут сочетаться с обликом юноши, которому едва ли исполнилось двадцать лет. Лошади неслись, как вихрь, и через несколько минут они достигли ворот Лондона. Д'Артаньян думал, что, въехав в город, герцог убавит ход, но он продолжал нестись тем же бешеным аллюром, мало беспокоиться о том, что сбивал с ног неосторожных пешеходов, попадавшихся ему на пути. При проезде через внутренний город произошло несколько подобных случаев, но Беккингем даже не повернул в головы посмотреть, что стало с теми, кого он опрокинул. Д'Артаньян следовал за ним, хотя кругом раздавались крики, весьма похожие на проклятие. Въехав во двор своего дома, герцог соскочил с лошади и, не заботясь больше о ней, бросив поводья, быстро вбежал на крыльцо. Д'Артаньян последовал за ним, все же несколько тревожа за благородных животных, достоинства которых он успел оценить. К его радости он успел увидеть, как трое или четверо слуг, выбежав из кухни и конюшни, бросились к лошадям и увели их. Герцог шел так быстро, что Д'Артаньян еле поспевал за ним. Он прошел несколько гостиных, обставленных с такой роскошью, о которой представления не имели знатнейшие вельможи Франции, и вошел, наконец, в спальню, являвшую собой чудо, вкуса и богатство. В Алькове виднелась дверь, полускрытая обивкой стены. Герцог отпер ее золотым ключиком, который он носил на шее и на золотой цепочке. Д'Артаньян из скромности остановился поодаль, но герцог уже на пороге заветной комнаты обернулся к молодому гвардейцу и, заметив его нерешительность, сказал, «Идемте, если вы будете иметь счастье предстать перед ее величеством, вы расскажете ей обо всем, что видели». Ободренный этим приглашением, Д'Артаньян последовал за герцогом, и дверь закрылась за ним. Они оказались в маленькой часовне, обитой персидским шелком, золотым шитьем, ярко освещенной множеством свечей. Над неким подобием алтаря, под балдахином из голубого бархата, увенчанным красными и белыми перьями, стоял портрет Анны Австрийской. Во весь рост, настолько схожий с оригиналом, что Д'Артаньян вскрикнул от неожиданности, казалось, королева готова заговорить. На алтаре под самым портретом стоял ларец, в котором хранились алмазные подвески. Герцог приблизился к алтарю и опустился на колени, словно священник перед распятием. Затем он раскрыл ларец. «Возьмите», — произнес он, вынимая из ларца большой голубой бан, сверкающий алмазами, «вот они, эти бесценные подвески. Я поклялся, что меня похоронят с ними. Королева дала их мне. Королева берет их обратно. Да будет воля ее, как воля Господа Бога во всем и всегда». И он стал целовать один за другим эти подвески, с которыми приходилось расстаться. Неожиданно страшный крик вырвался из его груди. «Что случилось?» С беспокойством спросил Д'Артаньян. «Что с вами, милорд?» «Все, погибло». Воскликнул герцог, побледнев, как смерть. «Не хватает двух подвесков. Их осталось всего десять». «Милорд их потерял?» «Или предполагает, что они украдены?» «Их украли у меня». «И это кража-проделка кардинала. Поглядите, поглядите, ленты, на которых они держались обрезаны ножницами». «Если бы милорд мог догадаться, кто произвел эту кражу. Быть может, подвески еще находятся в руках этого лица». «Подождите, подождите!» Воскликнул герцог. «Я надевал их всего один раз. Это было неделю тому назад на королевском балу в Винзоре. Графиня Винтер, с которой я до этого был в ссоре, на том балу явно искала примирения. Это примирение было лишь местью ревнивой женщины. С этого самого дня она мне больше не попадалась на глаза. Эта женщина — шпион кардинала». «Неужели эти шпионы разбросаны по всему свету?» спросил Д'Артаньян. «О, да, да!» проговорил герцог, стиснув зубы от ярости. «Да, это страшный противник. Но на какой день назначен этот бал?» «На будущий понедельник». «На будущий понедельник». «Еще пять дней!» «Времени более чем достаточно». «Патрик!» крикнул герцог, приоткрыв дверь часовни. Камердинер герцога появился на пороге. «Моего ювелира и секретаря!» Камердинер удалился молча и с такой быстротой, которая обличала привычку к слепому и беспрекословному повиновению. Однако, хотя первым вызвали ювелира, секретарь успел появиться раньше. Это было вполне естественно, так как он жил в самом доме. Он застал Бекингема в спальне за столом. Герцог собственноручно писал какие-то приказания. «Господин Джексон», обратился герцог к вошедшему, «вы сейчас же отправитесь к лорд-канцлеру и скажете ему, что выполнение этих приказов я возлагаю лично на него. Я желаю, чтобы они были опубликованы немедленно». «Но ваша светлость», заметил секретарь, быстро пробежав глазами написанное. «Что я отвечу, если лорд-канцлер спросит меня, чем вызваны такие чрезвычайные меры?» «Ответите, что таково было мое желание и что я никому не обязан отчетом в моих действиях». «Должен ли лорд-канцлер такой ответ передать и его величеству?» «Если бы его величество случайно пожелали узнать, почему ни один корабль не может отныне покинуть порт в Великобритании», с улыбкой спросил секретарь. «Вы правы, сударь», ответил Бекингем. «Пусть лорд-канцлер тогда скажет королю, что я решил объявить войну. Это мера мое первое враждебное действие против Франции». Секретарь поклонился и вышел. «С этой стороны мы можем быть спокойны», произнес герцог, поворачиваясь к Д'Артаньяну. «Если подвески еще не переправлены во Францию, они попадут туда только после вашего возвращения». «Как так?» «Я только что наложил запрет на выход в море любого судна, находящегося сейчас в портах его величества, и без особого разрешения ни одно из них не посмеет сняться с якоря». Д'Артаньян с изумлением поглядел на этого человека, который неограниченную власть, дарованную ему королевским доверием, заставлял служить своей любви. Герцог, по выражению лица молодого гасконца, понял, что происходит у него в душе и улыбнулся. «Да», — сказал он, «это правда». «Анна, австрийская, моя настоящая королева». Одно ее слово. «Я готов изменить моей стране, изменить моему королю, изменить Богу». Она попросила меня не оказывать протестантам в Ларошелле поддержки, которую я обещал им. Я подчинился. Я не сдержал данного им слова, но не все ли равно. Я исполнил ее желание. И вот, посудите сами, разве я не был с лихвой вознагражден за мою покорность? Ведь за эту покорность я владею ее портретом». Д'Артаньян удивился, на каких неуловимых и тончайших нитях висят подчас судьба народа и жизнь множества людей. Он весь еще был поглощен своими мыслями, когда появился ювелир. Это был ирландец, искуснейший мастер своего дела, который сам признавался, что зарабатывал по сто тысяч фунтов в год на заказах герцога Беккингема. «Господин О'Рейли», сказал герцог, вводя его в часовню, «взгляните на эти алмазные подвески и скажите мне, сколько стоит каждый из них». Ювелир одним взглядом оценил изящество оправы, рассчитал стоимость алмазов и, не колеблес, ответил «полторы тысячи пистолей каждый, милорд». «Сколько дней понадобится, чтобы изготовить два таких подвеска? Вы видите, что здесь двух не хватает?» «Неделя, милорд. Я заплачу по три тысячи за каждый. Они нужны мне послезавтра». «Милорд получит их». «Вы неоценимый человек, господин О'Рейли». «Но это еще не все. Эти подвески не могут быть доверены кому бы то ни было. Их нужно изготовить здесь, во дворце». «Невозможно, милорд. Только я один могу выполнить работу так, чтобы разница между новыми и старыми была совершенно незаметна. Так вот, господин О'Рейли, вы мой пленник, и если бы вы пожелали сейчас выйти за пределы моего дворца, вам это не удалось бы. Следовательно, примиритесь с этим. Назовите тех из-под мастерьев, которые могут вам понадобиться, и укажите, какие инструменты они должны принести». Ювелир хорошо знал герцога и понимал поэтому, что всякие возражения бесполезны. Он сразу покорился неизбежному. «Будет ли мне разрешено уведомить жену?» спросил он. «О, вам будет даже разрешено увидеться с ней, мой дорогой господин О'Рейли. Ваше заключение отнюдь не будет суровым, не волнуйтесь, но всякое беспокойство требует вознаграждения. Вот вам сверхсуммы обусловленной за подвески еще чек на тысячу пистолей, чтобы заставить вас забыть о причиненных вам неприятностях». Д'Артаньян не мог прийти в себя от изумления, вызванного этим министром, который так свободно распоряжался людьми и миллионами. Ювелир тем временем написал жене письмо, приложив к нему чек на тысячу пистолей и прося в обмен прислать ему самого искусного из его подмастерьев, набор алмазов, точные весы и качества которых он тут же указал, а также необходимые ему инструменты. Декингем провел ювелира в предназначенную ему комнату, которая за какие-нибудь полчаса была превращена в мастерскую. Затем он у каждой двери приказал поставить караул с острожайшим приказанием не пропускать в комнату никого, за исключением герцогского коммердинера Патрика. Не к чему и говорить, что ювелиру Орейли и его подмастерью было запрещено под каким бы то ни было предлогом выходить за пределы комнаты. Сделав все распоряжения, герцог вернулся к Д'Артаньяну. Теперь юный мой друг, сказал он, Англия принадлежит нам обоим. Что вам угодно и какие у вас желания? Постель, ответил Д'Артаньян, должен признаться, что это мне сейчас нужнее всего. Герцог приказал отвезти Д'Артаньяну комнату рядом со своей спальней. Ему хотелось иметь молодого человека постоянно вблизи себя не потому, что он не доверял ему, а ради того, чтобы иметь собеседника, с которым можно было беспрестанно говорить о королеве. Час спустя в Лондоне был обнародован приказ о запрещении выхода в море кораблей с грузом для Франции. Исключение не было сделано даже для почтового пакетбота. По мнению всех это означало объявление войны между обоими государствами. На третий день к одиннадцати часам утра подвески были готовы и подделаны так изумительно, так необычайно схожи, что герцог сам не мог отличить старых от новых. И даже люди, самые сведущие в подобных вещах, оказались бы так же бессильны, как и он. Герцог немедленно позвал Д'Артаньяна. — Вот, — сказал герцог, — алмазные подвески, за которыми вы приехали, и будьте свидетелем, что я сделал все, что было в человеческих силах. — Будьте спокойны, милорд, я расскажу обо всем, что видел. — Ваша милость отдает мне подвески без ларца, ларец помешает вам в пути. А затем этот ларец тем дороже мне, что он только один мне и остается. Вы скажете, что я оставил его у себя. Я передам ваше поручение слово в слово, милорд. — А теперь, произнес герцог, в упор глядя на молодого человека, как мне хоть когда-нибудь расквитаться с вами. Д'Артаньян вспыхнул до корней волос. Он понял, что герцог ищет способа заставить его что-нибудь принять от него в подарок, и мысль о том, что за кровь его, его товарищи, ему будет заплачено английским золотом, вызвала в нем глубокое отвращение. — Поговорим на чистоту, милорд, — ответил Д'Артаньян, и взвесь им все, чтобы не было недоразумений. Я служу королю и королеве Франции и состою в роте гвардейцев господина Д'Азесара, который так же, как и его зять, господин Д'Атревиль, особенно предан их величеством. Более того, возможно, что я не совершил бы всего этого, если бы ни одна особа, которая дорога мне, как вам, ваша светлость, дорога королева. — Да, — сказал герцог, улыбаясь, и я, кажется, знаю эту особу. Это милорд я не называл ее имени. Поспешно перебил молодой гвардеец. — Верно, — сказал герцог, — следовательно, этой особе я должен быть благодарен за вашу самоотверженность. — Так оно и есть, ваша светлость, ибо сейчас, когда готова начаться война, я должен признаться, вижу в лице вашей светлости только англичанина, а значит врага, с которым я охотнее встретился бы на поле битвы, чем в Виндзорском парке или в коридорах Лувра. Это, однако, ж ни в коей мере не помешает мне в точности исполнить поручение, и если понадобится отдать жизнь, лишь бы его выполнить. Но я повторяю, ваша светлость так же мало обязана мне за то, что я делаю при нашем втором свидании, как и за то, что я сделал для вашей светлости при первой нашей встрече. Мы говорим горд, как шотландец, полголоса произнес герцог, а мы говорим горд, как гасконец, ответил Д'Артаньян. Гасконцы это французские шотландцы. Д'Артаньян поклонился герцогу и собрался уходить. Как? Вы уже собираетесь уходить? Но каким путем предполагаете вы ехать? Как вы выберетесь из Англии? Да, правда. Будь я проклят. Эти французы ничем не смущаются. Я забыл, что Англия остров, и что вы владыка его. Отправляйтесь в порт. Спросите Бригзунт, передайте капитану это письмо. Он отвезет вас в маленькую французскую гавань, где обыкновенно кроме рыбачьих судов никто не пристает. Как называется эта гавань? Сен-Валерий. Но погодите. Приехав туда, вы зайдете в жалкий трактирчик без названия, без вывески. Настоящий притон для моряков. Ошибиться вы не можете, там всего один такое есть. Затем вы спросите хозяина и скажете ему «Форвард», что означает «Вперед». Это пароль. И тогда хозяин предоставит ваше распоряжение оседланную лошадь и укажет дорогу, по которой вы должны ехать. На вашем пути вас будут ожидать четыре сменные лошади. Если вы пожелаете, то можете на каждой станции оставить ваш парижский адрес, и все четыре лошади будут отправлены вам вслед. Две из них вам уже знакомы, и вы, кажется, как знаток могли оценить их, это те самые, на которых мы с вами скакали из Виндзора. Остальные можете положиться на меня не хуже. Эти четыре лошади снаряжены как для похода. При всей вашей гордости вы не откажетесь принять одну из них для себя и попросить ваших друзей также принять по одной из них. Впрочем, ведь они пригодятся вам на войне против нас. Цель оправдывает средства, как принято у вас говорить. Хорошо, милорд, я согласен, сказал Д'Артаньян, и даст Бог, мы сумеем воспользоваться вашим подарком. А теперь вашу руку, молодой человек. Быть может, мы вскоре встретимся с вами на поле битвы, но пока мы, полагаю, расстанемся с вами добрыми друзьями. Да, милорд, но с надеждой вскоре сделаться врагами. Будьте покойны, обещаю вам это. Полагаюсь на ваше слово, милорд. Д'Артаньян поклонился герцогу и быстрым шагом направился в порт. Против лондонской башни он отыскал указанное судно, передал письмо капитану, который дал его пометить начальнику порта и сразу же поднял паруса. Пятьдесят кораблей, готовых к отплытию, стояли в гавани в ожидании. Брик Зунт проскользнул почти вплотную мимо одного из них, и Д'Артаньяну вдруг показалось, что перед ним мелькнула дама из Менга, та самая, которую неизвестный дворянин назвал Мюледи, и которая Д'Артаньяну показалась такой красивой, но сила течения и попутный ветер так быстро пронесли Брик мимо, что корабли, стоявшие на якоре, почти сразу исчезли из виду. На следующее утро около девяти часов бросили якорь в Сен-Валь-Ри. Д'Артаньян немедленно отправился в указанный ему трактир, который узнал по крикам, доносившимся оттуда. Говорили о войне между Англией и Францией, как о чем-то неизбежном и близком, и матросы шумно пировали. Д'Артаньян пробрался сквозь толпу, подошел к хозяину и произнес слово «форвард». Трактирщик сразу же, сделав ему знак следовать за ним, вышел через дверь, ведущую во двор, провел молодого человека в конюшню, где его ждала оседленная лошадь и спросил, не нужно ли еще чего-нибудь. «Мне нужно знать, по какой дороге ехать», сказал Д'Артаньян. «Поезжайте отсюда до Блонжи». «От Блонжи до Невшателля». «В Невшателле зайдите в трактир «Золотой серп», передайте хозяину пароль и вы найдете, как и здесь, оседленную лошадь». «Сколько я вам должен?» спросил Д'Артаньян. «За все заплачено», сказал хозяин, «и заплачено щедро, поезжайте и дохранит вас Бог». «Аминь», ответил молодой человек, пускай лошадь голоп. Через четыре часа он был уже в Невшателле. Он тщательно выполнил полученные указания. В Невшателле, как и в Сен-Валерии, его ожидала оседланная лошадь. Он хотел переложить пистолеты из прежнего седла в новые, но в нем оказались точно такие же пистолеты. Ваш адрес в Париже? «Дом гвардейцев рота Дезесара». «Хорошо», сказал хозяин. «По какой дороге мне ехать?» «По дороге на Руан, но вы объедете город слева. Вы остановитесь у маленькой деревушки Экуи, там всего один трактир щит Франции, не судите о нем по внешнему виду. В конюшне окажется конь, который не уступит этому». Пароль тот же? «Тот же самый». «Прощайте, хозяин, прощайте, господин гвардейц, не нужно ли вам чего-нибудь?» Д'Артаньян отрицательно покачал головой и пустил лошадь во весь опор. «В Экуи», повторилось то же самое. «Предупредительный хозяин, свежая отдохнувшая лошадь, он оставил, как и на прежних станциях, свой адрес и тем же ходом понесся в Понтуаз. В Понтуазе он в последний раз сменил коня и в девять часов галопом влетел во двор дома господина Д'Атревиль. За двенадцать часов он проскакал более шестидесяти миль. Господин Д'Атревиль встретил его так, словно расстался с ним сегодня утром. Только, пожав его руку несколько сильнее обычного, он сообщил молодому гвардейцу, что рота господина Д'Азесара несет караул в Лувре и что он может отправиться на свой пост. Продолжение следует...